Проект СВИТ «Сказки для взрослых и детей» представляет Игорь Шабельников «Возвращение гоблина» Читает Олег Шубин Глава первая После ужина при свечах баба Маня, убрав посуду, приготовила нам свой фирменный чай на основе целебных травяных сборов и ушла в свою комнату. Падре, хидро подмигнув, сказал, мол, капля вина чаю не повредит. Пошарив в нижнем отделении шкафа для посуды, он извлек четверть, наполненную какой-то желтоватой бурой жидкостью. На бутыле была приклеена бумажка с надписью «Вино для причастия». Вынув деревянную затычку, Падре перекрестил горлышко бутылки, после чего, влив не меньше литра крови Господней в пятилитровый чайник с чаем, поставил четверть на стол. Я приподнялся и принюхался к содержимому бутыли. Все ясно. Еще один шедевр народной медицины бабы Мани. Спотыкач. Настойка корня девясила на желудевом самогоне. «Эдак мы завтра с позаранку в обратный путь не тронемся», сказал я, усмехнувшись. «Вот и хорошо. Путь вам предстоит неблизкий и нелегкий. Погостите у нас денек, отоспитесь, передохнете, а послезавтра с утра и пойдете», — ответил Падре. Я глянул на Макгрегора. Тот мне определенно пожал плечами, мол, решай сам. Впрочем, может, Падре и прав. Провести всю ночь в постели и хорошенько выспаться было бы неплохо. Я пододвинул свою кружку Падре. Макгрегор последовал моему примеру. Падре, разлив грок по кружкам, жестом пригласил нас занять места возле камина. Разобрав кружки, мы расположились у огня в удобных креслах-качалках. Мы — это я, сам Падре и сэр Джон Макгрегор. Черный гладкошерстный такс по кличке Фредди Крюгер улегся у моих ног. Ароматный напиток с горьковато-пряным вкусом приятно пьянил и настраивал на шутливый лад. Падре, позвольте спросить. На бутыле я видел бумажную наклейку с надписью «Вино для причастия». «А я слышал, что причащать вином у католиков не принято», — спросил я. «Это не так, сын мой. Католическая евхаристия не препятствует причащению вином. Все упирается в вопрос экономии. У меня же приход маленький, а благодаря стараниям Матери Марии я могу причащать прихожан и вином. К тому же мои прихожане в основном люди православные. Им причастие с вином привычнее», — ответил Падре, отхлебнув из кружки. «А чем можно православным причащаться в католической кирхе?» — попытался я подначить Падре. «Если перед причастием исповедаться, то можно. А мои прихожане — это израненные телом и душой сталкеры, чаще нуждающиеся не столько в причастии, сколько в покаянии», — серьезно ответил Падре. Шутливое настроение улетучилось. Я задумался, во скольких грехах мне самому пришлось бы покаяться, вздумая исповедоваться. Из задумчивости меня вывел вопрос Падре. «Простите, Бирюк, а что же случилось с вашим другом, Бритвой? Почему его ищут?» «Падре, решив воспользоваться вашим итальянским паспортом для вывоза Тедди с Украины, мы недооценили своего противника — ватиканскую разведку. Нет, само решение, как тогда, так и сейчас, я считаю, было правильным. Мы хотели сбить ватиканских ищеек с вашего следа, увезти их от Чернобыльской зоны. Увести-то увели, но они плотно сели нам на хвост, а вот сбросить их с хвоста у нас не получилось. «Сэру Джону я уже все рассказал. Давайте я вам все по порядку расскажу, начиная с момента нашего расставания», — предложил я. Падре, кивком головы, согласился. Мой друг Андрей, бывший сталкер по кличке Бритва, на момент нашего стедии выхода из зоны был куратором южного направления. Он заведовал работой курьеров, таких как я, занимающихся переброской оружия и прочих товаров в зону. И, главное, вывозом из зоны артефактов. Поэтому он с легкостью организовал нам с Тедди безопасный выход из зоны. Конечно же, Андрей был крайне удивлен, увидев легендарного бюрера зоны. Но не вам, падре, мне рассказывать. Тедди, кого хочешь, в раз убедит, что он не легендарный, а самый что ни на есть реальный гоблин. Андрей поселил нас с Тедди в своем коттедже в элитном охраняемом поселке вблизи города Иванков. Там-то я и рассказал Андрею о вашем поручении отыскать и переправить Тедди к соплеменникам. Рассказал о собранной вами информации о пиктах Шотландии. Кстати, сэр Джон, именно туда я и собирался вывезти Тедди. Случись это, я думаю, вся бы эта история могла закончиться еще год назад. Рассказал я Андрею и о стуканцах Северного Урала России. И тут оказалось, что Андрей родом с тех мест. Он не только слышал о таюжных демонах, но и однажды их видел. Взвесив все шансы, я решил везти Тедди в Пермский заповедник. Тем более, что Андрей захотел съездить на родину и помочь мне в поисках. Вот тогда-то и встал вопрос, как вывозить Тедди. Конечно, нелегально переправить его через границу в Россию для Андрея не составляло труда. У него налаженные каналы на многих таможнях, и не только Украины. Но это не избавляло от преследования вас, падре. Ватиканская разведка догадается, куда вы из Литвы могли направиться. Поэтому пришла мысль убить двух зайцев. Легально вывезти Тедди под видом туриста-инвалида-колясочника по вашему паспорту на имя Никола Джованни и увезти за собой ищеек. Для того, чтобы информация о пересечении границ дошла до Ватикана, надо было провести ваш паспорт через погранпосты трех государств. Андрей уехал покупать отметки в паспорт. Тем временем, чтобы Тедди не скучал, я познакомил его с интернетом. Тедди быстро освоился в сети, чатился на немецких сайтах, играл в фэнтезийные игры. Я тогда и подумать не мог, что он сам выйдет на своих соплеменников. О закрытом чате гоблинских кланов вам лучше расскажет сэр Джон, человеческий, если можно так выразиться, единокровный брат нынешнего короля пиктов и его правая рука. Скажу только, что Тедди назвал себя, титул и место своего обитания. С этого момента сэр Джон стал готовиться к посещению зоны, ведь Тедди в волею случая оказался законным наследным принцем шотландских пиктов. Тем временем Андрей раздобыл все необходимые пограничные отметки, а конторские умельцы переклеили фото в паспорте и подделали печать. Вернулся он с новым джипом, купленным в Калининграде и всем необходимым для поездки в Пермский Вешерский заповедник. Он тогда не знал, что ватиканская разведка уже приступила к поискам Николу Джованни, но предпринял все необходимые меры для того, чтобы не засветить себя и место нашего пребывания. И это ему в тот раз удалось. Но мы тогда не представляли всех возможностей противника. Как только мы пересекли российско-украинскую границу, к нам на хвост упали ватиканские ищейки. Причем они подсадили к нам в машину хитрый жучок. Он отзывался на сигнал со спутника коротким одиночным сигналом, который отловить обычными сканерами было практически невозможно. Попетляв по Ростовской области и Краснодарскому краю, мы, совершенно уверены, что за нами нет погони, спокойно направились в Пермь. Только не доезжая города игра, что под Пермью, Андрея заподозрил хвост. Якобы один и тот же Volkswagen несколько раз мелькал за нами от самой российской границы. Мы съехали с дороги и остановились на площадке для отдыха. Вышли из машины и приготовили оружие. И действительно, Volkswagen вначале проехал мимо, а через пару минут вернулся и заехал к нам на площадку. Но из машины вышли, подтягиваясь, два щуплых паренька в цветастых гавайских рубахах, шортах, шлепанцах на босу ногу и с дорожными картами в руках. Мы расслабились. Смешно было заподозрить в этих гавайских пареньках агентов Ватикана. Выстрелы из тайзеров из-под карт нас с Андреем моментально вырубили. Очнулся я от того, что меня кто-то тормошил. Я открыл глаза. Это был Тедди. Что-то сверкнуло на солнце. Какая-то золотистая паутина. Присмотрелся. Это тоненькие проволочки, идущие от торчащих в груди Тедди четырех дротиков. Тедди отследил мой взгляд, выдернул дротики и помог мне подняться. Я глянул на гавайцев. Они лежали навзничь. Красные, как вареные раки. Волосы на головах торчали дыбом. Рядом с гавайцами валялись разорванные в хлам тайзеры. Стало ясно. Когда мы упали, Тедди вышел из машины. Гавайцы выстрелили и в него. Вот это с их стороны было большой ошибкой. Тедди вернул им по проводам потраченное на него электричество и еще от себя добавил. Сын мой, а почему они так долго ждали? Почему не напали на вас раньше? Спросил Падре. Не знаю уж почему. Может, они поняли, что в машине вас, Падре, нет, и подумали, что мы их раскусили, а вся эта поездка на Урал для отвода глаз, и мы в любой момент можем соскочить. Или, может, у начальства Ватиканской разведки терпелка лопнула, и оно отдало команду на захват, — ответил я. Я поднялся и неуверенным походкой направился с кружкой к чайнику с Грогом. Спотыкач он и есть спотыкач. Голова ясная, речь уверенная, а ноги уже плохо слушаются. Еще раз подивился немецкой предусмотрительности Падре. Если ноги совсем распоясаются, с кресел можно будет и не вставать, уснуть прямо в них. Чтобы дважды не подниматься, я, прихватив чайник и едва не наступив на такса, быстренько вернулся в кресло. Наполнив подставленные кружки, я не забыл налить и себе. Поставив чайник ближе к огню и приложившись к своей кружке, я продолжил рассказ. Так вот, гавайцы были в отключке, но были еще живы и в любой момент могли очухаться. Разумнее было их добить, а их машину сжечь. Но я пожалел сволочей, уж очень они не были молоды, а клемаются их счастье. Я сказал, чтобы Андрей забрал из их Volkswagen все документы и всю аппаратуру, и выдернул провода из двигателя, а сам пошел искать журчок. Журчок я, конечно же, нашел. Мы его потом пересадили на ближайшей стоянке на первую попавшуюся машину. Понимая, что гавайцы давно срисовали наши номера, мы поменяли их на запасные. Номера и комплект документов на машину были, конечно, уже фальшивые, но для обычной проверки на дороге они вполне годились. Мы беспрепятственно добрались до Перми и заселились в придорожный мотель. Целую неделю я изнывал от нудгин, наблюдая, как Тедди чуть ли не сутки на пролет режется в онлайн-игрушки. Андрей, между тем, раздобыв все необходимые разрешения и лицензии, в поисках стоянок мансийских оленеводов, охотничьих заимок и домиков егерей, облетел на нанятом гидросамолете весь Вишерский заповедник. Кроме того, он съездил на родину, разыскал своих старых корешей. Потом мы посидели с Андреем над картой заповедника, наметили наиболее перспективные точки поиска стуканцов. Решив, что мы полностью готовы, рано утром мы двинулись в заповедник. Поздно вечером, добравшись до заповедника, мы были удивлены не только скоплением байдарочников, туристов и всевозможных экстремалов, но и тем, что их сдерживает на границе заповедника полицейский кордон. Оказалось, что в самом заповеднике идет спецоперация против банды браконьеров, которые грабят и убивают туристов. Три дня мы посидели в ожидании конца спецоперации. Тем временем к заповеднику на моторной лодке по Вишере прибыли товарищи Андрея. Андрей сдал им на руки наш джип, сказав, чтобы не упасть в глазах корешей, что он ворованный. Кореша обещали перегнать его в Пермь и там разобрать на запчасти. Тогда мы надеялись, избавившись от джипа и сбросив по окончании операции наши фальшивые паспорта, окончательно сбить ватиканских ищеек с нашего следа. Наконец пришло сообщение, что банда ликвидирована и полицейский кордон в заповедник снят. Погрузив свои манатки в катамаран, мы двинулись к верховьям Вишеры. И вот, пройдя вверх по реке около ста километров, мы нарвались на остатки банды. Шесть человек, вооруженных ружьями и обрезами на трех байдах. Отстреливаясь от бандитов, одного мы убили, но эти гады угнали наш катамаран со всеми нашими припасами. Положение наше было сложным, но не отчаянным. Если уж и есть специалисты по выживанию в экстремальных условиях, то это мы, сталкеры. Мы изменили маршрут и через пять дней добрались до домика егеря. Самого егеря в домике не было. Он пришел на следующий день утром. Нас поразило, что, увидев Тедди, егер не испугался, а удивился, назвав его «менквы» — местное название стуканцов. Мы сразу смекнули, что нам сильно повезло, и перед нами не простой егерь, а посредник или защитник стуканцов. Мы попросили егеря отвезти Тедди на встречу с сородичами. Егер легко согласился и даже не возражал, чтобы мы при этом присутствовали. Встреча произошла возле заброшенного золотоносного рудника с узкоколейкой на берегу озера с водопадом. Егерь, как выяснилось позже, в дань традиции четверть часа перед костром пошаманил в бубен, а потом вынул спутниковый телефон и кому-то позвонил. Примерно еще через четверть часа по узкоколейке, идущей по дну озера, прямо из-под водопада над резиной прикатили два стуканца, обличием точь-в-точь, как наш Тедди. Тедди, увидев сородичей, ошарашенно молчал. Я думаю, он до конца и сам не верил в успех нашего безнадежного дела. Стуканцы тоже удивленно молчали. Потом один, опомнившись, спросил о чем-то Тедди на непонятном языке. Тот отрицательно покачал головой. Я грешным делом начал волноваться, что это Тедди не захотел признать в стуканцах своих сродственников, и его все-таки придется везти в Шотландию. Но тут второй стуканец заговорил с Тедди, как мне показалось, на другом наречии. Тедди заулыбался и затараторил в ответ. Стуканцы переглянулись и пригласили Тедди к себе в дрезину. Мы тепло распрощались с Тедди, он присоединился к стуканцам, и они укатили под водопад. Якирь отвел нас к своему домику и оттуда вызвал вертолет, на котором мы вернулись в Пермь. Андрей остался догуливать отпуск со своими корешами, а я, договорившись с ним о встрече в Киеве, улетел в Ростов-на-Дону. Перейдя российско-украинскую границу, благо она во многих местах прозрачная, я уничтожил свой фальшивый паспорт. Тогда я полагал, что работа, порученная вами, мною полностью выполнена, и я успешно обрубил все концы. Я и думать забыл о Тедди. Через месяц я встретился в Киеве с Андреем. Тогда я и поделился с ним своим намерением завязать со сталкивством, тем более, что накопленные денежные средства это позволяли. Андрей меня поддержал, оказалось, он и сам об этом подумывал. Только он сказал, мол, линять надо по-умному, так, чтобы свои потом не искали. Через три месяца на глазах нескольких свидетелей, защищая караван с артефактами, от нападения бандитов я геройски погиб. А еще через месяц я уже благополучно добрался до Черногории и обосновался в ее столице, Подгорице, в многоквартирном доме. Организовать гибель куратора много сложнее, чем простого курьера. Надо было сделать так, чтобы службы собственной безопасности конторы, эти псы-легавые, даже не усомнились, что пропажа куратора и крупной партии артефактов – это дело рук конкурентов. Поэтому Андрей остался готовить свой побег. Через полгода Андрей позвонил мне, мол, у него все готово, через пару-тройку недель он уже будет в Черногории. Просил купить домик с виноградником в курортном городе Сутаморе. Я купил коттедж и стал спокойно ждать приезда Андрея. Но однажды ночью мой телефон, который я использовал только для связи с Андреем, зашелся истерическим воем сирены. А это могло означать только одно – телефон отпозиционировали. В зоне из-за все возрастающего прессинга конкурентов и военных у половины сталкеров именно такие перепрошитые телефоны, остальные пользуются одноразовыми. Сигнал о том, что телефон отпозиционировали, означал только одно – побег Андрея не удался. Его телефон попал в чужие руки, а теперь идет охота на меня, как на его сообщника. Я быстро собрался и уже через пять минут, включив охранную сигнализацию, покинул коттедж и пешком направился на променад Сутаморской набережной. Там всегда и днем, и ночью полно народу. Там легче затеряться. Через двадцать минут я услышал звук мощного взрыва. Это взлетел на воздух мой коттедж. Вернее, коттедж Андрея. В него кто-то пытался проникнуть, а оставлять свои пальчики я был не намерен. Стало окончательно ясно. Андрей попал в беду. Его надо выручать. Надо ехать на Украину. Через неделю, добираясь на перекладных, я прибыл в украинский город Иванков. Там я встретился с другом и правой рукой Андрея, бывшим сталкером по кличке Горлинча. От него я и узнал, что спецслужбы конторы ни при чем, что Андрея схватил Интерпол, что Андрей обвиняется в разбойном нападении под Пермию на двух итальянских туристов и похищении ватиканского монаха Никола Джованни. И на старуху бывает проруха. Видать, обшаривая Volkswagen гавайцев, Андрей оставил свои пальчики в машине. А так как он в России был неоднократно судим, в том числе и за разбой, Ватикан и объявил его в международный розыск. Ватиканские ищейки в поисках Андрея целый год рыли землю, обшарив, наверное, весь Пермский край и не найдя концов, вернулись, несомненно, по подсказке Ватикана к началу поисков к чернобыльской зоне отчуждения. Они напали на след Андрея и схватили его при выезде из собственного коттеджа. Схватить-то они его схватили, а переправить в Киев не смогли. По дороге в Иванков Андреем, вырубив водителя, устроил аварию. Машина интерполовцев попала в кювет. Андрей при аварии не пострадал, ушел лесом от преследователей и добрался до Горинчи. Неделю он прятался у Горинчи, а тем временем контора прислала с курьером для него новый комплект документов. Предполагалось, что военные и полиция организуют ему коридор, прикроют от Интерпола, и он выйдет в главную штаб-квартиру конторы. Однако машина Горинчи, на которой Андрей выехал, в дороге взорвалась. Я думаю, контора не захотела прикрывать Андрея. Но и отдавать его Интерполу она была не намерена. Ему в машину подложили бомбу. Только вот Андрея в машине не оказалось. Либо ему повезло, либо он догадался, что такое может случиться. Короче, с этого момента на Андрея охотились все. И Интерпол, и контора, понимая, что Андрей такое им не простит, а следовательно и военные с полицией. Я задал себе вопрос. Куда, собственно, мог податься Андрей? Отлеживаться долго в какой-нибудь берлоге на Украине он не может. Ему надо будет выходить хотя бы за продуктами. А это опасно. Ведь в угоду Интерполу он разыскивается полицией. Маловероятно, чтобы он пошел в зону. Контора его там рано или поздно разыщет. Сомнительно, чтобы, воспользовавшись своими связями на границе, он рванул в Европу. Там его будет караулить Интерпол. Остается Россия. Пермь. Там у него старые кореша. Они могли так укрыть его в тайге, что и с собаками не сыскать. Значит, мне надо возвращаться в Подгорицу и ждать весточки от Андрея в письме до востребования. Или с курьером. Возвращаться надо. Но я не хотел посвящать Гарлинчу в свои планы. И я не был в нем стопроцентно уверен. Я заверил его, что Андрей, без сомнения, ушел в зону и попросил Гарлинчу организовать мне туда безопасный проход. Я надеялся, что в связи со сложной обстановкой он мне просто откажет. Но он неожиданно ухватился за эту идею. Оказалось, что некий сэр Джон МакГрегор, геронтолог, получивший международный грант на посещение зоны, ищет проводника. Я глянул в сторону сэра Джона. Тот утвердительно кивнул в ответ. Поняв его по-своему, я поднял чайник и снова наполнил кружки. Сделав приличный глоток, я продолжил. Я удивился. Что это в зоне могло заинтересовать геронтолога? Я спросил об этом Гарлинчу. Тот ответил, мол, сэр Джон намерен разыскать поселок Люсдорф, в котором якобы проживает старик-долгожитель. Тут я понял, что сэр Джон никакой не геронтолог. Я подумал тогда, что Ватикан не ограничился только обращением в Интерпол. Они наняли профессионала сыска, и вы, падре, в опасности. Я согласился на встречу с сэром Джоном МакГрегором. На встрече я окончательно убедился, что сэр Джон очень опасен, и ищет он не только вас, падре. Он разыскивает еще и Гоблина, то есть Тедди. И еще я понял, что вряд ли Интерпол в курсе миссии сэра Джона. И тогда у меня родился хитрый план. Я поведу сэра Джона в зону, а потом натравлю на него Интерпол. Пока они будут разбираться, кто на чьей стороне, я успею добраться до вашего селения раньше их и спрятать вас где-нибудь в зоне. Я приложился к кружке, обдумывая, как не обидеть сэра Джона, как бы поделикатнее изложить последующие события. Пауза затягивалась. Падр терпеливо ждал, а сэр Джон, ухмыляясь искоса, поглядывал на меня. Наконец я нашел нужные слова. Я планировал завести сэра Джона на завод ЖБИ, что за карьером огненных бабочек, и там его бросить. Всю дорогу до карьеры я слал на телефон Андрея смс с оскорбительными смайликами и позволял позиционировать свой. Я не сомневался, что Интерпол, приложившись столько усилий, чтобы захватить меня в Сутаморе, непременно решится на спецоперацию по моей поимке в зоне. Однако, волей случая, я узнал, что сэр Джон сам горец, бессмертный, наполовину дварф. Никакого отношения к ватиканской разведке он, разумеется, не имеет. Конкретно вас, падре, он не ищет, а разыскивает он Тедди, потому что тот приходится ему родственникам, двоюродным внучатым племянникам, и к тому же законным наследным принцам шотландских пиктов. Вот, пожалуй, и вся история, падре, подытожил я. Все ясно. Ладно, вы тут можете оставаться. Падре, поднимаясь, кивнул в сторону бутыли на столе. А мне пора на боковую. У меня завтра утром служба в кирхе. Я глянул на бутыль. Нет, с этим настоем бабы Мани надо быть поосторожней. Не хотелось бы ударить в грязь лицом перед этим сэром, или, как говорят там у них, фейсом аптейбл. Не, я пас, падре. Не знаю, как сэр Джон, а я с превеликим удовольствием прилег бы, сказал я. Я бы тоже не прочь лечь, сказал Макгрегор, поднимаясь. Вот и хорошо. Ваши комнаты я вам показывал. Разбирайте свечи. Идемте спать, сказал падре. Глава вторая Поднялись очень рано. Рассвет едва-едва брежел. Полчаса на завтрак и прочие нужды можно выходить. Тепло попрощавшись с падрой и бабой Маней, а я еще и с таксом Фредди, мы с сэром Джоном двинулись в обратный путь. Прогноз погоды, как обычно, был мутный и расплывчатый. Переменная облачность, временами дождь, возможно, гроза. Облачность — это подходящее. А вот дождь с грозой — это перебор. Идти по раскисшей земле будет трудно. Да и болота могут стать непроходимыми. Светает. Глянул ввысь, небо затягивалось слоисто дождевыми облаками. Пожалуй, сегодня с синоптиками я мог согласиться. Облачность — вот она, налицо. И дождь, скорее всего, будет. А вот грозы бы не хотелось. Надо спешить. Надо за день дойти до пьяного леса и проскочить до темноты проход меж аномалий. И без грозы можем не успеть. А уж с грозой точно придется куковать на бывшем хуторе бабы Мани. Я как-то раньше не обращал внимания на разницу в формулировках синоптиков «временами дождь» и «местами дождь». Нет, конечно, для тех, кто сидит где-то под навесом у костра или дома у камина, это почти одно и то же. А вот для тех, кто в пути, это две большие разницы. Почти от самого селения Падры и вплоть до пьяного леса дождь был везде, хотя и временами. Несмотря на это, я, не давая продыху ни себе, ни Макгрегору и не заходя на хутор бабы Мани, упорно шел вперед. К каменной речке мы вышли к вечеру. Но сразу за рекой нас ждал облом. Войти в пьяный лес нам не удалось. Проход закрыл облуждающей аномалии трамплин. Зря спешил. Ведь понимал же, что можем не успеть. Эх, не надо было зависать на день в селении Падры. Сарджон, проход закрылся. Откроется он теперь не раньше, чем дня через три-четыре. Придется вернуться и пережидать в бабы Манином хуторе, сказал я. Мистер Берег, трое суток — это слишком долго. Интерпол может не дождаться и отменить спецоперацию в зоне. Может, есть другие проходы через пьяный лес? Спросил Макгрегор. Проводит Интерпол спецоперацию в зоне или нет, это еще вопрос. А другие проходы через пьяный лес, конечно же, есть. И намного короче этого. Но этот самый безопасный, ответил я. Ничего себе безопасный. Сплошная мешанина аномалий, некоторые из которых еще и разгуливают, воскликнул Макгрегор. Сэр Джон, аномалии, за редким исключением, ни на кого не охотятся. И потом всегда предупреждают о своем присутствии. Люди, конечно, гибнут в аномалиях, но гибнут они либо по незнанию, либо по собственной глупости, когда пренебрегают предупреждениями, ответил я назидательно. — И все же другие проходы есть. Насколько они опаснее этого? — не унимался Макгрегор. Тут совсем недалеко есть волчий вражек, извилистый, глубокий и узкий овраг длиной километра четыре, по дну которого протекает мелкая речушка, или скорее ручей, под названием волчанка. Овраг отсекает большой лоскут язык от основного массива леса. В самом овраге, на удивление, никаких аномалий нет. — Весной и осенью по этому оврагу шастают монстры, мутанты всех мастей. А летом, и того хуже, еще и люди, чаще бандитские шайки, устраивающие засады на сталкеров-одиночек, — ответил я. — На сталкеров-одиночек, говорите? — Но нас же двое, — с какой-то странной интонацией в голосе сказал Макгрегор. — Вот я не понял, что это было? Тонкий английский юмор или намек, что я излишне перестраховываюсь? Я посмотрел на Макгрегора, он дружески улыбался, но было понятно, что он не шутит. — Хорошо, сэр Джон, сегодня вернемся на хутор, а завтра с утра пойдем оврагом, — нехотя согласился я. — А почему не сейчас? — все с той же улыбкой спросил Макгрегор. Хотел ответить, мол, по зоне ночью шляются только полные идиоты, и то недолго, но передумал. Как бы поделикатнее ему ответить. — Сэр Джон, смеркается, к тому же опять зарядил дождь. И думаю, это надолго, — сказал я, взглянув на тучи. — Дождь периодически шел весь день, — напомнил мне Макгрегор. — Пока дойдем до оврага, наступит ночь, а у нас на двоих только один прибор ночного видения. Нашел я, как мне показалось, решающий аргумент. — А зачем мне прибор? В темноте я вижу так же хорошо, как и на свету, — ответил Макгрегор. Я слегка оторопел. — А действительно, хрен ли ему дождь, ночи темнота? Он же дварф. И, пожалуй, ночь ему, с его внутренним зрением, сподручнее, чем мне, с моими глазами, день. Но я уже сегодня натопался. Ноги гудели, а тело требовало отдыха. Я посмотрел на Макгрегора. Следов усталости у него на лице я не заметил. Черт, двужильный он, что ли? После дневного перехода в свои триста лет он выглядит гораздо лучше, чем я в свои тридцать с небольшим. — Сейчас так сейчас! Злясь не столько на Макгрегор, сколько на себя, сквозь зубы процедил я и двинулся вниз вдоль каменной речки. К оврагу вышли в глубоких сумерках. Небо было закрыто сплошной облачностью. Моросил мелкий дождь. В самом овраге царила кромешная тьма. Надев прибор ночного видения, я стал осматривать овраг. Я уже сожалел, что согласился на ночной переход, но, как назло, ничего сколько-нибудь подозрительного или опасного в овраге не наблюдалось. Может, просто признаться Макгрегору, что за день я вымытался, как собака. И вообще, ходить по зоне ночью — это подвергать себя смертельному риску. — Мистер Берег, — прервал мои размышления Макгрегор, — вы говорили, что в овраге аномалий нет. Значит, я могу пойти первым. Поверьте, я смогу пройти овраг никем незамеченным. Если путь чист, я сообщу вам по воки-токи. Если нет, я буду действовать по обстановке и проинформирую вас о случившемся кнопкой вызова рации по той системе, которую мы обговаривали с вами ранее. У бессмертных свои причуды. Впрочем, черт с ним. Хочет играть со смертью — пусть идет. Я указал Дулом Витовкин на тропинку, ведущую вглубь оврага. — Не нервничайте, мистер Берег, все будет хорошо, — сказал Макгрегор, и, придерживаясь заветки кустов, стал осторожно спускаться в овраг. — Какого хрена я должен нервничать? Впрочем, он прав, я действительно нервничаю. Но теперь уже делать нечего. Я достал пистолет, проверил магазин, снял с предохранителя, взвел его и убрал обратно в кобуру. Достал и прикрутил к дулу винтовки глушитель. Все, я готов. Остается только ждать и наблюдать, пока это возможно, за Макгрегором. Тем временем Макгрегор спустился на дно оврага и неожиданно исчез. Вот он был, зеленый силуэт Макгрегора возле ручья, и вот его уже нет. Я сорвал прибор со шлема, протер оптику от капель дождя и снова надел. Макгрегора по-прежнему нигде видно не было. Ну да и вот. Просто ниндзя какой-то, и даже круче. Значит, он, как и Тедди, владеет мороком. А еще говорил, что от способности своего папаши он почти ничего не унаследовал. Ай да сэр Джон, ай да гоблина сын. Действительно, тот, кто может спрятать себя и светлым днем, и темной ночью, да так, что его и в инфракрасной части спектра не сыщешь, может пройти никем незамеченным где угодно. У меня отлегло от сердца. Я присел на поваленное дерево и стал ждать сообщения от Макгрегора. От усталости меня клонило в сон. Глаза слепались. Чтобы не заснуть, решил мурлыкать себе под нос о кынские песни. Что вижу, то пою. Вон внизу бежит ручей. Чей ручей? Да волчий чей. Он бежит, а я сижу. На ручей с бугра гляжу. А на че еще глядеть? Надо же время куда деть. Я сижу, а он бежит. Он-то времен дорожит. Двойное шипение передатчика вырвало меня из прострации. Черт, я все-таки задремал. Видать, песенка, вместо того, чтобы взбодрить, я себя убаюкал. Я энергично потряс головой. Так, шипение — это кодовый сигнал. Один длинный, один короткий. Восклицательный знак означает «Внимание или засада». Осмотрел лаврак по-прежнему никого. И эфир пуст. Где сигналы «Возвращаюсь» или «Нужна помощь»?» Рация молчит. Значит, засада. Однозначно. Макгрегора схватили. Он просто не успел еще что-либо передать. Не нервничайте, мистер Бирюк. Я пройду где хош. Твою мать! Вляпался в бандитскую засаду, как кур ващи. Проходимец хренов. Вырвалось у меня. И что теперь делать? Как только бандиты узнают, кто он такой, заломят властям за него фантастический выкуп и будут упорно торговаться. Месяц. А то и два. Мало того, что теряем время, так еще об этой сделке обязательно узнает Интерпол. Они уж точно поинтересуются, в какой части зоны его захватили. Стоп. А кто сказал, что засада бандитская? А что, если это Интерпол? Тогда совсем скверно. Жилища падра всего в дневном переходе от волчьего вражика. Они уже сообразят прочесать всю округу. Надо попытаться отбить Макгрегора. Передернув затвор винтовки, я поднялся и быстро спустился в овраг. Крадучись, иду от дерева к дереву, внимательно осматривая овраг и его склоны. Битый час, иду в полном одиночестве. Овраг петляет за очередным поворотом валун, округлый камень двухметровой высоты и трех метров в обхвате. Половина оврага пройдена. Где же люди? Где Макгрегор? Сколько я проспал? Может, Сарджон успел пройти весь овраг, и его взяли на выходе? Я прислонился спиной к валуну. Сейчас протру оптику от капель дождя и пойду дальше. Я потянулся рукой к шлему, и тут что-то коснулось моего плеча. Я вздрогнул всем телом и обернулся. На валуне, на корточках, сидел Макгрегор. В руке его японская сабля. Это ею он меня коснулся. Черт, откуда он тут взялся? Еще секунду назад его тут не было. Спрашивается, на кой ляд он забрался на валун? Почему тут сидит? Зачем сигналит? Сэр, шутить изволят? Блин, Сэр Джон, что за... Начал было я, но, глянув на его лицо, осекся. Макгрегору было не до шуток. Он указал мне взглядом на склон оврага слева у меня за спиной. Я обернулся и посмотрел. В метрах ста среди кустов с вершины оврага, крадучись, спускался неясный силуэт. Я подкрутил оптику. Снорк! Макгрегор спрыгнул с волна, встал рядом со мной и указал саблей на противоположный склон. Я посмотрел. Еще два снорка притаились на вершине склона. У меня, как всегда, перед схваткой начался мандраж. Это адреналин хлынул в кровь. И там, за волуном, в метрах трехстах отсюда, еще трое, в полголоса добавил Макгрегор. Страха или беспокойства в его словах я не почувствовал. Видно, не понял всю серьезность сложившейся ситуации. Засада, Сэр Джон. Это троица загонщики. Они отрезают нам выход из оврага, ответил я. — Мистер Бирюк, кто это такие? По ауре вроде люди, а двигаются, как звери, — спросил Макгрегор. — Снорки, человеческие мутанты. Оружие они не используют. Их оружие — когти и зубы. Бегают на четвереньках, очень подвижные и прыгучие. Они не чувствительны к боли, к тому же некоторые из них носят остатки армейской формы, включая броники. На головах каски и темные или заляпанные грязью очки или маски от противогазов. Не любят свет. Но и без света хорошо все видят. Убить можно либо выстрелом в лоб, или, как белку, в глаз, либо перерезав ножом глотку, — ответил я, торопливо свинчивая с винтовки глушитель. — Что вы хотите сделать? — спросил Макгрегор, наблюдая за моими манипуляциями с глушителем. — Надо спровоцировать на атаку этих, пока к ним не подоспели другие, — ответил я и, прицелившись, выстрелил в ближайшего снорка. А враг ответил гулким эхом. — Попасть-то в снорка я попал, но, видать, не в голову. Он сквырнулся, но тут же подскочил и бросился к нам. Два других снорка уже неслись на нас галопом. Я отставил винтовку в сторону и достал пистолет. Макгрегор, тем временем, ухватив рукоять катаны двумя руками, принял боевую стойку. Я выстрелил в приближающегося ко мне снорка, потом еще. После второго выстрела снорк неловко приземлился на землю, да так и остался лежать на ней. Готов. Тем временем второй снорк прыгнул на Макгрегора, но тот ловко уклонился, и снорк врезался головой в валун. Голова снорка, столкнувшись с валуном, отскочила от него и подкатилась к моим ногам. Обезглавленное же тело, гонуульсивно подрагивая, осталось лежать перед валуном. Когда Макгрегор успел рубануть снорка по шее, я заметить не успел. Что ни говори, мастер, с таким глядишь и отобьемся. Я оторвал взгляд от обезглавленного снорка, однако драгоценные мгновения были потеряны. Третий снорк уже прыгнул на меня. Я выстрелил почти в упор в лицо снорку и, конечно же, не промахнулся. Но снорк по инерции всем своим телом припечатал меня к валуну. От удара в грудь у меня буквально вышибло дух. Перед глазами поплыли звездочки. По-видимому, я ненадолго потерял сознание. Очнувшись, я осознал себя сидящим возле валуна. Правая рука по-прежнему сжимала пистолет, но кругом была непроглядная мгла. Съехал прибор ночного видения. Поправил прибор, огляделся. Макгрегор чуть в отдалении от валуна продолжал бой. Видать, подоспели засадные снорки. Три снорка, не решаясь напасть, кружат вокруг Макгрегора. И было отчего сноркам не решаться. Макгрегор мерцал, исчезал и появлялся вновь, но чуть в другом месте. При этом он выписывал своей катаной замысловатые финты, отчего движение лезвия его меча сливалось в круги и восьмерки. Подумалось, зачем эти танцы со снорками? Почему не убьет хотя бы одного? И тут я понял. Макгрегор их отвлекает, удерживает всех трех снорков возле себя, ждет, когда я очухаюсь. Я поднялся, и тут же один из снорков бросился ко мне. Я выстрелил и не промахнулся. Снорк ткнулся мордой лица в землю. На оставшихся снорков, патронов в магазине, пистолета может не хватить. Я быстро поменял магазин. Отвлекся на смену магазина буквально на секунду, а когда поднял голову, со снорками было уже покончено. Их обезглавленные тела бились на земле. Макгрегор, любовно вытирая лезвие своего меча какой-то тряпочкой, подошел ко мне. — Сэр Джон, вот нахрена мне это все надо? Я не первый год в зоне. Если я говорю, что проход опасен, значит, так оно и есть, — высказался я, указывая пистолетом на мертвых снорков и потирая ушибленную грудь. — Простите, мистер Бирюк, я не ожидал, что вы спуститесь во враг. Я же послал вам предупреждение о засаде. — Я бы и сам с ними справился, — сказал Макгрегор. — А почему вы не сделали это сразу? — спросил я. — Я пытался понять, с кем мне довелось иметь дело. Аура у них вроде бы человеческая, а двигаются на четвереньках со звериной ловкостью. И никаких намеков на оружие. Я уж грешным делом подумал о ниндзя с их метательными ножами и отравленными сюрикенами. — К тому же я подспудно помнил о возможной засаде Интерпола, — ответил Макгрегор. — Вот-вот. И я подумал об Интерполе. — Ладно, сэр Джон, давайте убираться отсюда и как можно быстрее, — сказал я. Макгрегор недоуменно на меня посмотрел, — мол, чего бояться-то? — Дварф не выдаст, Снорк не съест. — Может быть и так, но с меня на сегодня адреналина хватит. Я подобрал с земли свою винтовку и двинулся к выходу из оврага. Глава третья К домику путевого обходчика мы вышли незадолго до полуночи. Для того, чтобы обсохнуть и сварганить горячий ужин, я наломал досок из перегородок стен и развел в обрезке бочки посреди комнаты костерок. После каши с тушенкой настроение мое несколько улучшилось. Нет, в душе я еще корил себя за то, что позволил пойти на поводу у Макгрегора, согласился сунуться в волчий вражек, да еще и ночью. Но хорошо то, что хорошо кончается. Сэр Джон оказался отменным бойцом. И все же на будущее не следует позволять Макгрегору втягивать себя в авантюры. Что дано Дварфу, то не дано Быку, в смысле Сталкеру. И в конце концов, я тут проводник, а значит и старший. В подтверждение своего старшинства я назначил Макгрегора часовым, смотрящим за костром, а сам лег спать. Три часа сна позволили бы более-менее снять усталость от дневного перехода. Сэр Джон возражать не стал, вот и ладушки. Выбрав затишный угол и подложив под голову свой рюкзак, я лег прямо на доски пола. Едва, как мне показалось, я завел глаза, как Макгрегор меня разбудил. Что случилось? Глянул на часы. Четыре часа утра. Ничего не случилось. Я продрых без задних ног все отведенное мной мне время. Очередь отдыхать Макгрегору. Сэр Джон ложиться не стал, уселся в дальнем углу лицом к костру, в позе лотоса, сложил козочками пальцы рук на коленях и закрыл глаза. От одного взгляда на его позу у меня заныли тазобедренные и коленные суставы и засвербел кубчик. Неужто он собирается просидеть вот так до рассвета? Да и че-то с ним. Каждый сходит с ума по-своему. Пусть отдыхает, как хочет. Я вышел на крыльцо дома, выставил ладонь за козырек крыльца. Дождь продолжал моросить, и мне даже показалось, что он усиливался. Набрав пригоршную капель, я протер лицо. Вернувшись в дом, я присел у угасающего костра и подбросил дров. Огонь с радостью принял мое подношение, весело заплясали языки пламени, комната осветилась всполохами света. Макгрегор не шевелился, но всполохи отбрасывали причудливые тени на его лицо, отчего казалось, что сэр Джон из-под тишка корчит мне ехидные рожи. Чтобы не видеть этих рож, я пересел спиной к Макгрегору. Я сидел возле костра и время от времени, подбрасывая дрова, обдумывал дальнейшие планы. Если дождь усилится, то маршрут к периметру зоны придется менять. Самый кратчайший путь от домика-обходчика на кордон, если исключить болото, проходил через станцию Янов. Но соваться на станцию мне было не резон. В контору тут же бы доложили, что я жив, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Идти же в обход через затон слишком долго. Остается либо через рыжий лес, либо через дикие территории. Я мысленно стал восстанавливать в памяти детали обоих маршрутов и взвешивать все за и против. Всполох молний, последовавший за ним раскат грома, прервали мои размышления. Одновременно с громом по крыше дома застучали крупные капли дождя. Я поднялся и вышел на крыльцо. Рассвело, но все небо затянуто облажной облачностью. У порога стали образовываться лужи, по лужам поплыли крупные воздушные пузыри. Я поднял с порога крыльца выставленный с ночи котелок. Он был почти до краев полон дождевой водой. — Холера бы их всех задушила с их прогнозами! — тихо выругался я. За спиной раздался шорох и скрип половых досок. Ко мне подошел МакГрегор. — Мистер Бирюк, кого это вы так? — спросил он. — Синоптиков, разумеется. Они были правы на все сто миллиметров осадков за сутки. А дождь с утра и не думает прекращаться, и даже усиливается, — ответил я, показывая МакГрегору котелок. — Вы думаете, это надолго? — спросил МакГрегор. — Минимум еще часа на три, а то и до обеда. — Но во всем есть свои минусы и плюсы, — ответил я. — Например, — спросил МакГрегор. — Плюс, нам можно не экономить питьевую воду. Сегодня у нас ее будет, хоть залейся, — ответил я. — А минус? — Минус. На ближайшие две-три недели болота станут совершенно непроходимы. Когда кончится дождь, нам придется идти в обход болот, — ответил я. МакГрегор недовольно поморщился. — Сэр Джон, тут уж ничего не попишешь. Сталкер предполагает, а зона располагает. — Пойдемте в хату, я приготовлю чай, — сказал я. Вернувшись в дом, я подбросил дров в костер и, вскипятив воду в котелке, заварил душистый бабы Манин чай. Позавтракав чаем с галетами, я назначил МакГрегора дневальным, а сам устроился недалеко от костра покемарить пару-тройку часиков. Но сон так и не шел. — Сэр Джон, я все хотел спросить. Вы прекрасно говорите по-русски. Вам раньше приходилось бывать в России? — спросил я. — Да, первый раз я попал в Россию во время войны американских колоний за свою независимость. — Интересно. Расскажите, — попросил я. — Это длинная история, — попытался уклониться МакГрегор. — Сэр Джон, времени у нас теперь ввоз и маленькая тележка, — возразил я. — Мистер Бирюк, это действительно длинная история. Если ее рассказывать, то придется начать с того, как я попал в Америку, — сказал МакГрегор. Вместо ответа я повернулся на бок и подпер голову рукой, всем своим видом показывая, что я готов слушать. — Хорошо, — вздохнув, — сказал МакГрегор и, подбросив дров в костер, начал рассказывать. — Я уже говорил вам, что я наполовину дварф, но на вторую половину я шотландец, причем клана МакГрегоров. Летом 1745 года внук умершего в изгнании короля Якова I, принц Чарльз Эдвард Стюарт, предпринял попытку отобрать у Георга II английский престол. Впоследствии эту попытку назовут вторым якобитским восстанием. Первое восстание за 30 лет до этого предприняли сторонники его отца, принца Якова III. Момент для высадки был выбран удачно. В это время основная часть королевских войск вела войну за австрийское наследство на континенте. Когда принц высадился на берег Шотландии, у него было всего семь сподвижников. Принц рассчитывал получить поддержку у шотландских кланов. И он ее получил, в основном от горских кланов. Равнинные кланы в основном выжидали. Узнав, что клан Кемпбелов, наших заклятых врагов, принял сторону Георга II, клан МакГрегоров как один встал на сторону принца Чарльза. За какой-то месяц численность его войска перевалила за две тысячи человек. В начале дела у принца Чарльза шли очень успешно. Его армия, например, в местечке Престон-Панс, наголову разбила превосходящую по численности, к тому же с орудиями и кавалерией, королевскую армию. А к осени армия принца дошла до Дерби, что всего в двухстах километрах от Лондона. Но, наверное, испытывая постоянную нужду в деньгах, вооружении и продовольствии, идти на Лондон принц не решился, а повернул свою армию на зимовку в Глазгу. Может быть, это было ошибкой со стороны принца. Конечно, к его войску присоединилась ирландская бригада, и французский король Людовик XV оказал финансовую помощь. Но и Георг II не сидел сложа руки. За зиму он подтянул значительные силы с континента. Кроме того, с войсками прибыл опытный военно-начальник, герцог Кумберлендский, принц Уильям, сын короля Георга II. Это он командовал войсками на континенте. Весной 1746 года, а точнее 16 апреля, королевские войска под предводительством герцога при Калладене нанесли сокрушительные поражения войскам принца Чарльза, около двух тысяч убитыми и четыреста пленными. Сам принц бежал. Я же, тяжело раненый, попал в плен. Оставаться в плену мне было никак нельзя. Как Макгрегор, я и так был вне закона. Мне грозила не каторга, а виселица. Поэтому вместе с тремя ирландцами я бежал из плена. Но и в горах нам не было укрытия. После разгрома шотландской армии король объявил политику зачистки шотландского высокогорья, уничтожение скота, разрушение жилищ, депортацию населения. Отвезти своих ирландских друзей к дварфам я не имел права, но и оставаться в горах не было никакой возможности. Поэтому я ушел вместе со своими товарищами вначале в Ирландию, а затем в Америку, в которой прожил потом более 30 лет. В 1774-м уже новый король Георг III, готовясь к подавлению мятежа 13 американских колоний, для того, чтобы заручиться поддержкой шотландцев, как внутри страны, так и в Америке, амнистировал многие шотландские кланы, в том числе и Макгрегоров. Об амнистии я узнал только в 1775-м, когда уже фактически воевал за независимость американских колоний. Менять что-либо в своей жизни было уже поздно. Вот во время войны за независимость Америки я впервые и услышал о России. Мол, есть такая северная страна, простирающаяся от моря Балтийского до моря Японского, границы которой охраняют свирепые казаки с цепными медведями. Верилась с трудом, но кто их этих русских знает? И вот эта страна объявила политику вооруженного нейтралитета, открыла свои морские порты для торговых судов нейтральных государств, что на практике означало снятие морской блокады Англии и американских колоний. Товары из колоний выгружались на Кубе, там они перегружались на суда нейтральных стран и шли в Россию. Летом 1782 года недалеко от побережья Кубы два английских капера потопили линкор сопровождения каравана, на котором я служил канониром. Но, как говорится, рожденный для весельницы в море не тонет. На третий день меня подобрало голландское торговое судно Санта-Мария, следующее из Гаваны в Архангельск. Вот так, под именем голландского моряка Яна Ван Грета, я впервые и попал в Россию. Макгрегор умолк. Я, надеясь на продолжение, поднялся и подсел к огню. Дождь по-прежнему барабанил по крыше, а на дворе сверкали молнии и грохотал гром. Неожиданно Макгрегор коротко хохотнул. — Что смешного, сэр Джон? — спросил я. Да вот вдруг вспомнилось. Первый русский, которого я встретил, ступив на русский берег, был разухабистый хмельной мужик с медведем на цепи. Я тогда подумал, значит, не врали про Россию? Вот они какие, свирепые казаки. Только через неделю я узнал, что рядом с портом проводят воскресную ярмарку, а тут мужик с медведем просто скоморох, — пояснил Макгрегор. — А что было потом? — спросил я. Потом Макгрегор очнулся от воспоминаний. Атлантические шторма сильно потрепали Санта-Марию. Шхуна нуждалась в капитальном ремонте. Только спустя три месяца мы снова вышли в море. На этот раз шхуна взяла курс на Амстердам. По прибытию в Амстердам выяснилось, что Санта-Мария зафрахтована для рейсов в голландскую Капскую колонию, что находится на южной оконечности Африки, а уж оттуда пойдет на Кубу. Мне такой крюк был не с руки, и вообще я хотел побывать дома. Я решил остаться в Амстердаме, наняться матросом на какое-нибудь судно, идущее в Глазгу, а оттуда отправиться в свой родовой замок. В ожидании подходящей оказии я, как и прочие моряки, шлялся по портовым кабакам. И вот однажды, в одном из притонов, я почувствовал, что кто-то пытается читать мои мысли. Я удивился, откуда в этом опиумном притоне мог оказаться дварф, или, как принято в Голландии, их называть кобальт. Естественно, я поставил блок, стал украткой осматриваться, и обнаружил, что на меня с изумлением смотрит сам хозяин притона. Сердце мое сжалось от страха. Я мгновенно осознал, что передо мною никто иной, как Дроу. С перепуга я занырнул аж во второй Аффинор пространства времени. Вынырнув оттуда уже вне стенка бока, я бросился в порт. Я понимал, что в Амстердаме мне от Дроу не спрятаться. По ауре они меня везде отыщут. Единственная моя надежда была, попасть на какой-нибудь отплывающий корабль, все равно какой. И в порту мне повезло. Я заскочил на Санта-Марию, которая готовилась к отплытию и уже отдавала швартовые концы. Вот. А второй раз я попал в Россию уже после Англо-Бурской войны. Я воевал на стороне буров в голландском корпусе под началом русского фехт генерала Максимова Евгения Яковлевича. С ним в 1902 году я под именем Ивана Григорьева и вернулся в Россию. Подождите, подождите, сэр Джон, прервал я Макгрегора. Кто такие Дроу? Дроу? Темные эльфы, невозмутимо ответил он. О, Господи! Это не сказки, и эльфы существуют, воскликнул я. Светлые существуют и сейчас. С одним я даже дружен. Он, правда, профессиональный игрок и каталом, но все равно хороший парень. Парень по меркам эльфов, конечно. Он почти мой ровесник. А темные за всю свою жизнь, а я повидал немало странных городов, встретил только одного. Жив ли он сейчас, один ли он и живет ли до сих пор в Амстердаме, не знаю. И проверять как-то не хочется, ответил Макгрегор. А что они собой представляют? Спросил я. Темные эльфы очень древняя раса. Дроу печально известны своей патологической жестокостью и вероломством. Внешне они мало чем отличаются от людей, разве что кожа их имеет нездоровый землистый цвет. У них слегка вытянутые черепа и прямые пепельно-белые волосы, прикрывающие остроконечные уши, и еще своеобразные миндалевидные глаза желтушного оттенка. Продолжительность жизни Дроу весьма высока. Где-то 500-750 лет. Однако низкая рождаемость, высокая смертность в междоусобных распрях и война с гоблинами привели их вид на грань вымирания. Некоторые дворфские историки полагают, что Дроу искусственно создали протогоблинов из африканских пигмеев в качестве своих рабов. По своим психофизическим возможностям, таким как телепатия, телекинез, природные электричества и прочее, Дроу намного превосходит гоблинов, вследствие чего последние много веков находились в рабстве у Дроу. Однако, как гласят старинные легенды, примерно 5000 лет назад гоблины восстали против своих хозяев. В результате Дроу были почти полностью истреблены. Немногим тогда удалось спастись. Но и гоблины, задавившие Дроу фактически своим численным превосходством, понесли огромные потери. В результате они уже не могли контролировать Дельту Нила. Кочевники-люди теснили их со всех сторон. Гоблинам пришлось вначале отступить к Эфиопскому Моногорию, а потом и вовсе уйти в подземные горные пещеры, где они и сформировались, как раса или нация дварфов. Кстати, разрушить построенные для Дроу и ненавистные гоблинам пирамиды они не успели. Лишь перед исходом казнили сфинкса, срубили ему нос и бороду. — Ну, Макгрегор дает, — подумалось мне. — Свалил в кучу и пирамиды, и сфинкса, и гоблинов, а теперь еще и Дроу. Пойди теперь разберись, кто кого строил и кто кому бороду рубил. — Сэр Джон, с чего вы решили, что вы встретили темного эльфа, если до этого вы их ни разу не видели? — спросил я. — Все дварфы обладают экстрасенсорными способностями. Кто больше, кто меньше. В плане телепатии я мало преуспел. Читать чужие мысли я не умею, разве что улавливаю обертонные эмоции. Ридер из меня никудышный. Зато в эмпатическом плане мне повезло больше. Я чувствую малейшие попытки сканирования собственного мозга и могу успешно их блокировать. В тот раз я был пьян, поэтому не сразу почувствовал, что кто-то тихонечко копается у меня в голове. А почувствовав, тут же поставил блок. Оглядев кабак, я вычислил ридера. Это был не гоблин, как я вначале подумал, а человек. Вслед за этим я почувствовал мощную эманацию изумления и ощутил новую попытку на этот раз грубо вломиться ко мне в мозг, от которой у меня заныли виски и заложил уши. Я блокировал и эту попытку, а в памяти всплыли страшилки из детства о черном дроу, уводящем из дома гоблинских детей с помощью магической флейты. И тут я понял, никакой это не человек, передо мной именно дроу. Осознав это, я не по-детски испугался. Биться хотя бы на равных, на ментальном и физическом уровнях в одиночку, я был просто не способен. А времени изготовиться не было. Дело в том, что о реальных ментальных возможностях дроу доподлинно уже давно никому ничего не известно. Одни легенды. А на физическом уровне известно точно. Фехтовальщики, они первоклассные. Сотворив заклятие Аффенора, я смылся из кабака. Дроу, по-видимому, растерялся и сразу не бросился вслед за мной. Похоже, и ему раньше не приходилось встречать светлых дварфов. — Ага, значит, магия все-таки существует. Всевозможные руны, амулеты и магические заклятия — не выдумка! — воскликнул я. В ответ на мое восклицание Макгрегор прыснул смехом. — Простите, мистер Бирюк, я просто неудачно выразился. — Конечно, и руны, и амулеты, и заклятия существуют. Надо же как-то настраиваться, на чем-то концентрировать внутреннюю энергию. А вот самой магии, как таковой, нет. Есть, как сейчас принято их называть, писп — практики использования силовых полей. Просто в мое время, когда я осваивал эти практики, это называлось магией, улыбаясь, ответил Макгрегор. — И что собой представляет заклятие Афенора? — спросил я. — Мистер Бирюк, я не физик-теоретик, я практик, поэтому я постараюсь описать эту магию, простите, практику, как смогу. Наш мир, наше пространство дискретно-непрерывно связано со временем. Время непрерывно, но оно же и дискретно. Время можно рассматривать как пучок разнонапряженных струн, причем каждая из струн связана с пространством самостоятельно, образуя свое подпространство, свой мир, свой Афенор. Исходя из этого, наш мир представляется мультимиром. В каждой струне ход времени различен, и чем больше напряжена струна, тем быстрее в ней ход времени. Мы обитаем в Афеноре нулевой струны, находиться в нем нам энергетически почти ничего не стоит. Чтобы шагнуть в мир первой струны, надо затратить значительное количество внутренней энергии, а чем дальше, тем больше. Уже в мире первой струны из-за красного смещения небо не голубое, а багряное. Солнце не желтое, как у нас, а красноватое. И чем выше струна, тем сильнее. Живые существа уже в мире первой струны всего лишь тени. Деревья не имеют листвы, незыблемы только камни и металл. В мире второй струны вода имеет такое поверхностное натяжение, что по ней можно бежать. Кстати, пирамиды использовались дроу, как накопители энергии, с помощью которой они могли перемещаться в подпространстве на другие континенты, а может еще куда. Техника таких перемещений утрачена, секрет этой практики дроу унесли с собой. А жизнь в мультимирах есть? Спросил я. Нет, жизни там нет. Да это и понятно. Жизни и в нашем мире приходится бороться за жизнь, простите, за каламбур. Жизни ни к чему лишние траты энергии. Однако, мистер Берюк, посмотрите, пока мы с вами разговоры разговаривали, «Дождь окончился», сказал МакГрегор. Я поднялся и вышел на крыльцо. Глянул на небо, тучи рассеивались, вот-вот выглянет солнце. Вы правы, сэр Джон, скоро можно будет отправляться, надо плотнее перекусить перед выходом, согласился я. Глава четвертая Солнце клонилось к закату, в лесу сгущались сумерки. Продираться сквозь густой подлесок чернобыльских джунглей стало еще труднее. Наконец, впереди, в вложбении между двумя холмами, средь деревьев и кустарников показалась светлая полоса, бетонная дорога. Выбрав большое сучковатое дерево, я подошел к нему и прислонил свою винтовку к его стволу. Скинув спречь свой рюкзак, я повесил его на сук. «Привал!» в полголоса сказал я подошедшему ко мне МакГрегору. Сэр Джон молча снял свой рюкзак и повесил его на соседний сук. Отсоединив от винтовки оптический прицел, я обратился к МакГрегору. «Сэр Джон, давайте взберемся вон на тот бугор. Вам следует на кое-что взглянуть», кивнув в сторону холма справа, предложил я. МакГрегор, закинув свой пистолет-пулемет за спину, неопределенно пожал плечами, мол, следует, так следует. Взобравшись на пригорок, я лег на землю и подполз к кустам на краю откоса, спускающегося к дороге. Осмотрел дорогу. Как я и ожидал, бетонка была пустынна. Армейские грузовики в сопровождении БТР ходят тут только в дневное время суток. Дорога слева ныряет в лес, справа в метрах 150 упирается в блокпост. Осторожно раздвинув ветки кустов, я стал через оптический прицел рассматривать КПП. Похоже, с момента моего последнего посещения этого места двухгодичной давности тут ничего особо не изменилось. Два ряда заграждений из колючей проволоки и газа, расходящихся от дороги в обе стороны. За брустверами из мешков с песком перед КПП слева и справа пулеметы и часовые на вышках и прикрытый маскировочной сеткой танк в траншее, укопанный под самую башню. И еще, хотя предупреждающих табличек не было, я знал, что пространство между двумя проволочными заграждениями густо засеяно сигнальными и противопехотными минами. «Вот, посмотрите», сказал я шепотом и передал оптику подползшему ко мне Макгрегору. Макгрегор мельком скользнул взглядом по КПП и задрав голову стал с интересом разглядывать решетку РЛС, верхушка которой еще золотилась в лучах заходящего солнца. «Я его, конечно, понимаю. От созерцания этой конструкции вблизи по первости дух захватывает. Но время идет, а впереди еще много дел». «Сэр Джон, с этого места наш выход из зоны можно назвать операцией Омега», напомнил я о себе. «Почему именно Омега, оторвавшись от окуляра и возвращая мне прицел, спросил Макгрегор?» «Для того, чтобы отсюда добраться до асфальтового завода, нам придется обогнуть эту хреновину, а заодно и южные болота по дуге, напоминающие эту самую греческую букву. «Давайте вернемся в ложбину», сказал я, и, не дожидаясь возможных новых вопросов, стал отползать от кустов. Спустившись с вершины бугра, я поднялся и вернулся к дереву с нашими рюкзаками. Макгрегор последовал за мной. «А что это все-таки такое? Что за мегасетка?» спросил Макгрегор, усаживаясь возле дерева рядом со мной. «Это...» «Это гигантская в 750 метров в длину и 150 метров в высоту сетка из труппы ферм за горизонтальное РЛС, она же объект Дуга-1, она же Чернобыль-2. Это реликт холодной войны прошлого столетия. Она была способна, заглядывая за горизонт, засечь пуски баллистических ракет почти из любой точки на территории Соединенных Штатов Америки. Грозное некогда оборонительное оружие, а сейчас, на мой взгляд, скорее блефовый чек-рейс со стороны украинских политиканов в игре с Россией и НАТО», ответил я, возвращая оптический прицел винтовки на свое место. «Почему блефовый?» спросил МакГрегор. Когда-то эта штука, в случае необходимости, могла своим излучением подавить, забив помехами, все РЛС блока НАТО во всей Европе. Однако, после катастрофы на Чернобыльской АЭС, все ценное оборудование с РЛС было вывезено, а обслуживающий персонал эвакуирован. Под охраной войск радиационной и химической защиты остались только фермы и трубы. Все эти металлоконструкции изготовлены из каких-то страшно дорогих сплавов. Прошло столько лет, а все до последней гайки до сих пор блестит, как новенькое. Ну и после распада Союза антенну не демонтировали и к тому же тратят большие деньжищи на ее охрану. Мол, смотри, Европа, что у нас есть. Вот не примите нас в ЕС и НАТО, задружимся с Москвой, тогда будете трепетать, как в прошлом, высказался я. Макгрегор ненадолго задумался, а потом неожиданно спросил. Мистер Бирюк, для чего вы меня сюда привели? Не на экскурсию же? Мне кажется, что вы не просто так показали мне антенну. Операция Омега может иметь альтернативы, и показать я вам хотел не антенну, а блокпост перед ней, ответил я. Вы что, в качестве альтернативного плана предлагаете вывести из строя автоматические пулеметы, уничтожить средства связи, вырезать часовых на вышках, завладеть танком и на нем прорываться через периметры зоны? Усмехнувшись, спросил меня Макгрегор. О как! А у Макгрегора цепкий глаз. Мельком глянул на блокпост и все заметил. И антенны на крыше КПП, и часовых, и пулеметы, и танк под маскировочной сеткой. Правда, я не понял, что было в его усмешке. Сарказм, возмущение или восхищение простотой плана? Сарджон, это хорошо, что вы заметили танк. Для справки, танки в зоне есть только у военных. А это означает, что объект Дуга-1 по-прежнему под контролем военных. И захватывать танк вам вовсе не надо. Достаточно просто сдаться военным. А сдаться вам все равно придется, здесь или возле периметра зоны. Если сдаться завтра утром здесь, то уже к вечеру вы будете в Киеве, ответил я. А как же вы? Спросил Макгрегор. А для меня по-любому план Омега, пешкодралом вокруг болот. Так вот, в километре от этого блокпоста есть неглубокий овраг. За ночь я расчищу проход в минном заграждении, а утром вы преспокойненько явитесь в комендатуру гарнизона. С вашими документами вас непременно примут за английского шпиона. Арестуют, конечно, и на радостях доложат по инстанции. А как только информация о вас дойдет до СВР, вас тут же вывезут из зоны, пояснил я. А как же я поясню свое появление за ограждением? Спросил МакГрегор. Да очень просто. Сопровождающий вас проводник и помощник потерялись в зоне. Как выбираться из зоны вы не знали? Увидев громадину антенны, благо она видна почти из любой точки зоны отчуждения, решили идти к ней. Шли несколько дней, выискивая проходы через болото. Последнюю ночь провели перед ограждением, а на рассвете заметили овраг, по которому и пролезли под колючкой. Так и оказались на территории охраняемого объекта, сымпровизировал я. А что я скажу, если меня спросят про мины? Спросил МакГрегор. А вот на вопрос о минах следует удивиться, мол, знать не знаю, ведать не ведаю. Где, мол, щитки с предупреждениями? Никаких щитков я не видел. Щитков действительно нет. Дело в том, что все эти минные заграждения не от сталкеров, а от мутантов. Возле самой антенны сталкерам делать нечего, хотя к проволочному заграждению они наведаются, если есть нужда во взрывчатке. Накопают мин, сколько кому надо, и убираются во своей оси. А вам, значит, свезло, вы прошли в одном из таких раскопов, пояснил я. А что военные саперы? Как реагируют на раскопы? Спросил МакГрегор. А что саперы? Матерятся, поди, но латают периметр. Причем, я слышал, что в последнее время они стали мелко пакостить, устраивать всевозможные хитроумные ловушки или вообще ставить мины на неизвлекаемость. Но ничего, в минном заграждении еще много целинных земель четвертвековой давности, в которых мины еще в деревянных ящиках. Прорвемся, заверил я. Хорошо, мистер Берег, сказал МакГрегор после минуты раздумий. Ваш альтернативный сценарий принимается. Только мы внесем в него одно изменение. Нет никакой необходимости рисковать вашей жизнью, обезвреживая старые мины. Я пройду прямо через КПП. Я слегка опишу. Охренел он, что ли? Был бы он простым сталкером, я бы ему так и высказал. Но предо мной, сэр, к тому же королевских кровей. А может быть, он чего не понял в системе охраны блокпоста? Попробуй доходчиво разъяснить. Сэр Джон, и не надейтесь разговаривать часовых. Вам к ним и близко не подойти. Без опознавателя свой-чужой автоматические сторожа, скорострельные пулеметы, расстреляют вас с дистанции в пятьдесят метров. Мистер Берюк, я же не сказал, что я пойду открыто. Я пойду через подпространство Афиноров, уверенным тоном сказал МакГрегор. Такого поворота сценария я не ожидал. Точно охренел. Вернее, Афинорел. И что теперь с ним делать? Я раздумывал, как его отговорить. Тут со стороны КПП послушались короткие вой сирены и пулеметная стрельба. А вот и аргумент. Сэр Джон, я мало что понял из ваших объяснений про временные струны и подпространство Афиноров, но я верю, что они есть. Я видел через инфракрасную оптику, как вы исчезали и появлялись во время стычки со снорками. Но то были снорки, а тут автоматические сторожа. У них куча всевозможных датчиков и детекторов. Тепловых, емкостных и черт его знает еще каких. Даже военные с опознавателями свой-чужой выезжают с КПП только внутри БТР. Эти чертовы пулеметы чуть что не так начинают стрелять. Вы сейчас слышали вой сирены и пулеметную стрельбу? Так это наверняка всего лишь какой-нибудь суслик пытался вблизи КПП перебежать дорогу. Я, конечно же, согласен с вами, что обезвреживать старые мины чертовски рискованно, но и лезть под пулеметы с их датчиками безрассудно. Можно ведь просто нарваться на случайную пулю. Я уже жалею, что показал вам блокпост. Поэтому я вас прошу, давайте, для вашего и моего спокойствия просто вернемся к первоначальному плану Омега. «Нормальные герои всегда идут в обход», возмолился я. «Мистер Берюк, ваши ученые только-только освоили приборное наблюдение флуктуации вакуума по его поляризации и прочим эффектам, а о существовании темной материи они всего лишь догадываются. Соответственно, и у ваших военных приборов и датчиков для слежения в высших аффинорах нет. Но для вашего спокойствия я готов пойти по аффинору второй струны. Там пули летят медленно, там от них можно уклониться», выдала Макгрегор. «Ну вот, Макгрегор уперся и теперь будет настаивать на своем. Верно говорят, упрям, как шотландец. Насколько легко было идти по зоне с Тедди и настолько же тяжело с этим сэром. А ведь Тедди мог гораздо больше, чем этот полудварф. Но он не лез со своими умениями поперек батьки. Слов нет и зла не хватает. Как я устал от его предложений и инициатив». И ушибленный с норком грудь до сих пор побаливает «Макгрегор». «Ладно, сэр Джон, как говорится, утро вечера мудренее. Давайте обустраиваться на ночлег, пока совсем не стемнело. Предлагаю из плащ-палаток изготовить гамаки, подвесить их на дереве на высоте двух-трех метров и покемарить в них до рассвета. А там овость его придумаем», предложил я, поднимаясь с земли. «Никогда не понимал смысла некоторых русских поговорок», сказал Макгрегор, вставая с земли вслед за мной. «Утро вечера мудренее? Зачем медленно запрягать, а потом быстро скакать? Тем более на авось?» «Дварф заморский». «По-русски мало умеет разговаривать, по-русски надо еще и думать». «А, собственно, кто я ему? Мать Тереза?» «Пусть идет. Если гикнется, мы с Андреем Тедди и без Макгрегора вытащим. Вишерский заповедник это не зона отчуждения, а всего лишь заповедник». «Бог с вами, сэр Джон. Поступайте, как считайте правильным», сокрушенно вздохнув, сдался я. «У Дварфов нет богов. Низвергнув самозваных богов своих создателей, Дварфы не пожелали заводить себе новых. Непонятно к чему, уточнил Макгрегор. То ли его самого перед предстоящим трясет мандраж, то ли, заговаривая мне зубы, он пытается отвлечь и успокоить меня. «Ну, раз вы безбожник, сэр Джон, тогда...» «Да пребудет в вас сила джедая трех Афиноров времени и пространства», попытался пошутить я. Макгрегор, рассмеявшись, шутку принял. Пока мы с Макгрегором припирались и перешучивались, на зону опустилась ночь. Я надвинул забрало очков ночного видения на глаза и включил прибор. А для Макгрегора из разгрузки я вынул фонарик и протянул его ему. Но ни очки, как, впрочем, и фонарь, по-видимому, Макгрегору с его внутренним зрением не требовались, и он, улыбаясь и насмешливо щурясь, смотрел на меня. «Как мне связаться с вами, когда я выйду из зоны?» Переходя на деловой тон, спросил я. Зарегистрируйтесь в игре Elves vs Goblins под каким-нибудь именем, например, Solitary Wolf или типа того. Отыщите в главном городе принцессу горы Пуэнт-де-Ронс. В ожидании Тедди она там околачивается каждый вечер примерно с 21 часа до полуночи по киевскому времени. И передайте ей привет от Аурванга 4-го. Бот по-русски не понимает, но его насторожит упоминание Аурванга 4-го. Он оповестит службу безопасности, та доложит мне. Ну а потом заходите в игру время от времени, и я, как смогу, сам к вам подойду под видом этой самой принцессы, ответил он. А Грегор, поднявшись, вынул из-за спины вместе с ножнами свой японский меч и прислонил его к дереву. Снял пистолет-пулемет, разгрузку и броник и повесил их на сук рядом со своим рюкзаком. «Таскать за собой вещи во феноре второй струны очень тяжело, особенно железо. Поэтому с собой я возьму только катану». «Да, еще возьму в оки-токи, чтобы оповестить вас, что все прошло благополучно», ответил на мой немой вопрос МакГрегор. «Тогда, во избежание лишних вопросов, снимайте и костюм химзащиты», сказал я, подсветив лучом фонарика заклеенную скотчем дырку на его груди. «Заштопанная ветровка — это одно, а прожженный насквозь костюм — это совсем другое». МакГрегор глянул на дырку, согласно кивнул и стал стаскивать с себя костюм. Оставшись в полувоенном костюме цвета хаки и кроссовках, он вынул из разгрузки у оки-токи и засунул его в нагрудный карман. Подхватив свою саблю, МакГрегор обратился ко мне. «Мистер Берюк, у вас еще остались одноразовые телефоны?» «Я думаю, было бы неплохо сделать контрольный звонок Интерполу на телефон мистера Бритвы с территории объекта Дуга-1», улыбнувшись, предложил МакГрегор. «Видать, зря я злился на МакГрегора. Он вполне адекватный, разумный человек. Просто он реально оценивает свои дворские возможности. К тому же он старается расчистить мне обратную дорогу из зоны». Я вынул из разгрузки пластину телефона, объяснил, как активизировать и как запускать механизм самоуничтожения. «Ну что, будем прощаться», сказал МакГрегор, протягивая мне руку. «До встречи», как можно тверже сказал я, пожимая руку МакГрегору. «Пусть думает, что он меня успокоил, и я уверен в нем на все сто». МакГрегор, высвободив руку, развернулся и двинулся вниз по ложбине в сторону бетонной дороги. Остановившись перед зарослями кустарников, он развернулся ко мне лицом. Вынув из внутреннего кармана куртки небольшой флакон с какой-то жидкостью, МакГрегор, не торопясь, свинтил с него крышечку. Потом, выдохнув воздух, он сделал небольшой глоток жидкости из флакона. «Должно быть какое-то магическое зелье, усиливающее внутренние способности», догадался я. Однако на вкус, по всей видимости, зелье было не из приятных. Глаза МакГрегора широко раскрылись, мышцы лица судорожно дергались, на лбу выступила испарина, а по всему телу, с головы до ног, прокатилась волна дрожи. Трясущимися пальцами рук он с трудом завинтил крышечку флакона и убрал его во внутренний карман. Наконец, судороги и дрожь прекратились. МакГрегор сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. В неверном свете очков ночного видения лицо и руки МакГрегора стали наливаться желтым светом. МакГрегор, утерев рукавом под солба, хитро подмигнул мне, мол, «Так-то, брат, магическое зелье это тебе не рижский бальзам». И вдруг МакГрегор исчез, а я услышал негромкий хлопок, как отлопнувшего детского воздушного шарика. Листва на кустах вздрогнула и замерла. «Чертяка, прямо мефистофель какой-то, разве что не достает запаха серы, вырвалось у меня». «Выходит, и человек-невидимка не вымысел писателей-фантастов. Надо будет при случае расспросить, не был ли он знаком с Гёте или Уэлсом». «Ладно, МакГрегор, уже нет сомнений, пройдет через блок пост. А в комендатуре гарнизона есть ночной дежурный, и на губтвахте для Сараджона найдется койка. А мне, простому смертному, дожидаясь подтверждающего сигнала по воки-токи, надо позаботиться о себе самому. Ночевать в зоне на голой земле одному и без костра очень опасно». Выломав из кустарника пару крепких сухостойных жардин и вынув из своего рюкзака капроновый шнур и плащ-палатку, я стал вязать гамак. Смастырив гамак и зажав в зубах конец капронового шнура, я, по сути, стал взбираться на дерево. От звуков, взвывшей на КПП сирены и последующей пулеметной очереди, я едва не сорвался вниз. «В Бога душу, мать! Скот упрямый!» выругался я. «Говорил же ему, что на пулеметах самые новейшие, самые чувствительные датчики. Мышь не проскочит». Быстро спустившись с дерева, я помчался на холм. На вершине холма я лег на землю и пополз к кустам на краю обрыва. Свет от прожекторов на вышках КПП ослепил очки ночного видения. Откинув забрало шлема, я осмотрел дорогу. Дорога и прилегающие к ней окрестности, залитые светом прожекторов, были совершенно пустынны. Трупа Макгрегора нигде не было видно. У меня отлегло от сердца. Это либо случайная сработка пулеметов, либо Макгрегор все же увернулся от пуль. Я уже собрался уходить, как в канаве слева от дороги, в метрах сорока от КПП, заметил какое-то движение. Тут же взвыла сирена и ближайший пулемет выпустил короткую очередь по канаве. Я все понял. В канаве лежит Макгрегор, он все еще жив и пытается подняться. Но будь он хоть трижды бессмертный, пулеметы ему выбраться из канавы до утра не дадут. А утром, если он будет еще жив, его, как мутанта, прикончит охрана блокпоста, забросают гранатами или раскатают в слизь гусеницами БТР. Что же делать? Надо вернуться за оптикой винтовки и внимательно смотреть подступы к дороге. Может быть, Макгрегора можно вытянуть отсюда по самой канаве? Я отполз от кустов и, повернув забрал из шлема, бросился вниз с холма. Прихватив прицел, я снова поднялся на холм. И тут я получил от Макгрегора сигнал, что все в порядке. Три коротких щелчка в оки-токи. Еще не верив в успех, я запросил повтор и получил подтверждение. А кто же тогда в канаве? Я лег на землю и подполз к кустам. Наведя оптику, я отчетливо разглядел торчащее из канавы копыта кабана. Свинья, как же ты меня напугал! прошептал я, думая не столько о кабане, сколько о Макгрегоре. Глава пятая Следи за ее левой рукой Столовые приборы Уже небезопасны В окошке желтой кассы Задернет черт вуаль И розы упадут на шмайсер Ловлю себя на том, что раз за разом мысленно напеваю начало из одной песенки группы Ундервуд. Вот же пристала, зараза! Мотивчик, в общем-то, неплохой, но слова полнейший отстой. Какой-то рифмованный сивокобыльный бред. Впрочем, нет. В этих четырех почти не связанных строфах все же что-то есть. Что? Хрен его знает. Трудно объяснить. Просто эти строчки в сочетании с мелодией создают, во всяком случае у меня, ощущение напряженного ожидания чего-то тревожно-опасного и вместе с тем манящее адреналинового. Примерно так я ощущаю себя в зоне. Это и страх от осознания всевозможных угроз, поджидающих тебя в зоне на каждом шагу, и уверенность, что ты готов в нужный момент принять адекватные решения в любой ситуации. И то, что я остался один и тем самым избавлен от чужих мнений и советов, только добавляет мне уверенности. Да, я Бирюк, сталкерское братье погоняло не с кондачка дает. Следи за ее левой рукой. Черт, вот же дерьмо! Откуда свалился на мою голову этот Ундервуд? Ворвалось у меня. Откуда, откуда? Понятно, откуда. Я отчего-то вспомнил о МакГрегоре, который и называл чернобыльские густые заросли кустарника этим словом. А сейчас я, привалившись спиной к дереву, передыхаю, сижу на краю Касагора перед распадком, густо заросшим этим самым Ундервудом. А отчего я вдруг вспомнил о МакГрегоре? Ведь мы расстались с ним почти трое суток назад, и на переходах я его ни разу не вспоминал. Да от того, что жрать охота. Пять часов дня, по моим прикидкам, сэр Джон уже должен был попасть на «файв о клок» к послу в английском посольстве в Киеве, а у меня с утра во рту маковой росинки не было. Не знаю, расседрится ли английский посол ради гостя на виски Боб Рой, но украинская горелка и канапе с салом и солеными огурчиками к чаю у него точно найдутся. Достал из разгрузки последний сухарь и, грустно вздохнув, принялся его грызть. Харчей у меня полно, а вот приготовить что-то путное, типа гречневой каши или шулюмки из лапши доширак с тушенкой, пока не представляется возможным. Тень от деревьев на холме целиком накрыла низину, слева со стороны болот в распадок стал вползать туман. Итак, надо уже что-то решать. Бараки, торфоразработки или станкозавод. Поначалу я планировал идти вдоль распадка в сторону руин станкостроительного завода и заночевать в одной из трехэтажных коробок поселка при заводе. Но это бешеные собаки семьверстный крюк и то при условии, что у нее в порядке лапы. А у меня проблема, серьезная проблема. Недогляд. Ноготь большого пальца правой ноги стал врастать в кожу, палец опух и, скорее всего, загноился. Теперь при каждом шаге прихрамываю. Такая пустяковая болячка в обыденной жизни в зоне сталкеру может стоить жизни. Сталкера, как и волка, ноги кормят. А хромый ты уже не добытчик и не ходок. Надо подрезать ноготь и обработать рангу перекисью водорода. Но чтобы добраться до пальца, для начала надо снять разгрузку, броник и костюм химизащиты. Нужен большой привал, а до завода путь не близкий. Есть и другой путь. Стоит перемахнуть распадок и до бараков заброшенной торфоразработки рукой подать. Правда, есть одно но. Там можно нарваться на зверье или, того хуже, на людей. А территория станкозавода это через полосицы всевозможных аномалий, а прилегающий к заводу полигон и того хуже, водчина платоядных грибов, гиблое место. Зверя там нет, а из людей там ходят только сталкеры, причем не абы какие, а только те, которые заранее готовились к проходу через территорию завода еще до входа в зону. Я взглянул на рюкзак. Нет, с таким багажом, да еще и с больной ногой, мне к заводу до темноты выйти никак не успеть. А виной всему сталкерская парадигма, в которой утверждение «запас в зоне лишним не бывает» почти аксиома. После того, как Макгрегор оставил мне все свои вещи, я, припрятав его амуницию, забил оставшимися припасами свой рюкзак под завязку. И его пистолет-пулемет теперь болтается у меня на груди, разгрузка набита патронами к нему. Хорошо еще, что сэр Джон забрал с собой свою саблю, а то бы я, наверное, и ее прихватил. «Нет, на это я пойти не могу», прошептал я, ухмыльнувшись. В голову пришла крамольная мысль взять да и выбросить большую часть продуктов, а заодно и обе мины ПОМС-2М, которые я, не удержавшись, прихватил с минного поля защитного периметра радара. Конечно же, не могу. И не от того, что жаба душит или я собираюсь снова вернуться в зону, просто сталкерский менталитет не позволяет. Найду подходящее место для схрона, организую тайник и заныкаю все ныне ненужное. Я заулыбался шире, припоминая, сколько больших и малых нычек у меня в различных частях зоны. Кстати, ближайшая моя нычка как раз в бараках. Там у меня припрятан кесет с артефактом кровь камня. Сейчас этот артефакт мне с моей ногой был бы как никогда кстати. У сталкеров существует поверье, что в этом артефакте заключена сила погибших в зоне сталкеров. Это стекловидное красноватое образование, при ношении его на поясе или шее, каким-то удивительным образом останавливает кровотечение, заживляет язвы и раны. Однако у этого артефакта есть один существенный недостаток, из-за чего я его в свое время и оставил. Он привлекает к его владельцу хищников. Есть еще один аргумент в пользу варианта бараков торфоразработки. Из-за охоты Интерпола на бритву южные направления уже около месяца на консервации, периметр зоны наглухо прикрыт. Нет поставок продовольствия и боеприпасов, значит и сталкеров в бараках быть не должно. Разве что какие залетные. А хищники? А что мне хищники? Я вооружен до зубов, обвешан оружием, как елка и игрушками на Новый год. Отобьюсь. Следи... Чертыхнуться по поводу песни я не успел. Где-то справа высоко в ветвях дерева застрекотала сорока. Достала меня уже эта сикофандка. Мало того, что за мной второй час тащится собака, так еще и сорока прицепилась, периодически стрекочет, оповещая то ли меня о присутствии собаки, то ли собаку наводя на меня. Я скосил глаза вправо. Так и есть. Собака тут как тут. В метрах тридцати от меня из-за дерева возле кабани тропы, ведущей в лощину, выглядывает кудлатая собачья морда. Еще виден собачий хвост, вернее, его обрубок. Судя по внешнему виду, не мутант, обычный беспородный кабыздох, помесь спаниеля и не поймешь еще кого. Псины явно хорошо знакомы с людьми. Об этом можно судить не только по обрубленному хвосту, но и по поведению. Как только я поворачиваю ствол винтовки в ее сторону, собака тут же скрывается в лесу. С сорокой понятно. Местная независимая пресса. А вот что от меня нужно этой собаке? Как что? Наверное, тоже хочет сжрать. Может, надеется, что я завалю какого-нибудь зверя или зверя завалит меня. Вот только интересно, почему она одна? Стайи бродячих собак периодически забредают в зону. Но то стаи. Одинокой собаке в зоне не выжить. Правда, бывают случаи, что слепые псы принимают в своей стае обычных собак в качестве нянек для щенков, дневных сторожей или разведчиков. Вполне возможно, что вот эта псина сейчас и метит путь слепым псам для ночной охоты на меня. А это контраргумент в пользу завода. Слепые псы умные, к заводу они не пойдут. Да, в уме и знании зоны слепым псам не откажешь. Даже более сильные и лютые чернобыльские волки вынуждены с ними считаться. Чего не скажешь об этой собаке. Мало того, что она позволила себя заметить, так еще и движется за мной параллельным курсом по кабане и тропе. Конечно, идти по тропе проще, чем продираться через кусты. Однако, осторожные и пугливые дикие свиньи свирепы в своей неукротимой ярости. Не дай бог попасться им на пути стада, на их тропе. Затопчут, порвут кулаками на тряпки, а останки сожрут. Вот такие мля в зоне вегетарианцы. Что уж тогда говорить о плотоядных. Туман, клубящийся между деревьев и кустарников, заполнив дно распадка, скрыл сглаз ручей, протекающий по нему. Ну, и чего сидим? Кого ждем? Пора идти. Я поднялся, тут же почувствовав боль в ноге. Довод больного пальца правой ноги в пользу бараков торфоразработки был чувствительно убедителен. Ладно, ладно, пойдем к баракам, нехотя согласился я с ногой, но, чтобы оставить последнее слово за собой, добавил. Идти, конечно, тебе, это верно, только смотри, как бы потом не пришлось бежать. Надел рюкзак, и для того, чтобы он не елозил по спине во время движения, щелкнув карабином хлястика, сцепил на груди наплечные лямки. Взял винтовку задуло, и ее прикладом потыкал склон Косогора. Вроде нормально, не шибко осыпается. Помогая себе винтовкой и цепляясь за ветки кустов, стал спускаться в распадок. Через пару минут я достиг границы тумана, а склон еще не кончился. Осторожно проверяя свой путь прикладом винтовки, стал спускаться в туман. Наконец, достиг подножья холма. Туман доходил мне до самых плеч, а сверху казалось, что туман клубится возле самой земли, но максимум на уровне колен. А нехрен было рассиживаться. Они, видите, ле устали, в шутку упрекнул я ноги, когда возле ручья туман накрыл меня с головой. Хватит, кончай кривляться. Почувствовал скорый привал, расслабился, недовольно прошипел я вслух. Следи вам лучше. За ее левой рукой? За маршрутом следи, идиот! Не хватает еще заблудиться в этом тумане, уже злясь на себя, сказал я вслух. Я нагнулся к ручью, зачерпнул рукой воду и плеснул себе в лицо. Холодная вода подействовала отрезвляюще, шутливое настроение улетучилось. И действительно, хорош был огурить, сколько сталкеров грабанулось именно на последних метрах. Ориентируясь на ручей, по компасу наметил траверс на противоположный склон распадка. Теперь уж точно не заблужусь. Осторожно обходя деревья и кустарники, бреду в тумане по траверсу от ручья. Туман такой неровный, клочковатый, как волны набегающего прилива. Видимость в основном не более метра, но местами пять-шесть. Почувствовал, что иду на подъем, туман стал редеть. Наконец, я вынырнул из тумана, противоположный склон распадка в метрах тридцати прямо передо мной. Оглядываю склон, отыскивая подходящий для подъема участок. Опс! На вершине холма стоят два человека. Один рассматривает в биноклю противоположный склон распадка, второй, стоя ко мне в полоборота, курит и с кем-то переговаривался по рации. Чтобы не выдать себя движением, я медленно присел, погрузившись в туман, и также медленно стал отступать к реке, стараясь при этом не сильно колыхать ветки окружающего меня ундервуда. «Кто это такие их мать?» На секунду прикрыл глаза, стараясь припомнить детали увиденного. Так, судя по немудрящей амуниции, обычным полу военного образа костюмом цвета хаки и прочей экипировки, не сталкеры и не команда с Интерпола. У того, что с биноклем разгрузка, на голове армейская каска и на плече калаш. У того, что курил, броник, непокрытая рыжая голова, а за спиной помповое ружье. И что важно, у обоих на шее болтаются не противогазы, а простые респираторные полумаски. Сколько их всего? Не меньше трех. С кем-то рыжий разговаривал по рации. Бандюки не иначе. Случайный порыв ветра снес туманный клок в сторону. Я снова увидел этих на бугре. Их было уже трое. Рассмотреть третьего я не успел, потому что тот, что курил, щелчком пальца отправил окурок в распадок и, отслеживая его полет, встретился со мной взглядом. От неожиданности он буквально подпрыгнул на месте и, толкая в бок соседа и указывая на меня пальцем, громко завопил. Не дожидаясь, когда и остальные меня увидят, я развернулся и, невзирая на боль в ноге, ломанулся через кустарник к ручью. Раздались выстрелы из калаша. По веткам кустов над моей головой защелкали пули. Я бросился на землю. Выстрелы прекратились. Ясно. Меня бандиты не видят. Стреляют в направлении качающихся веток, возвышавшихся над туманом. Сволота! Обнаглели, дальше некуда. Считают себя хозяевами зоны. Это моя земля. Уррою гадов! Снимая винтовку с предохранителя, процедил я сквозь зубы. Полежав немного, посопев носом и раскинув мозгами, подавил в душе гнев и мстительные позывы. Поднявшись, вернул предохранитель на место. Все правильно. Бандиты сунуться в туман не рискнут. Их слишком мало. Но и я, пока туман не рассеется, не смогу поохотиться на засевших на холме бандитов. А рассеется туман только ближе к ночи. Пережить уязвленные чувства самолюбия я смогу. А вот пережить ночь на голой земле в этом распадке сильно сомневаюсь. Так, как всегда, встает извечный вопрос. Что делать? И кто виноват? Впрочем, кто виноват, понятно. Как всегда, виноваты дураки и дороги, которые они выбирают. Не надо было идти к баракам. А переложить вину с дурной головы на больную ногу можно, но это ничего не меняет. Теперь придется уходить не через завод, а вверх по ручью по распадку в сторону полигона и, не доходя до него, еще одну ночь коротать на каком-нибудь дереве. Сверяясь с компасом и осторожно обходя кусты, вышел к ручью и двинулся вверх по его течению. Здесь, в низине, туман плотнее, но идти вдоль ручья намного легче. Сейчас уже доподлинно неизвестно, что конкретно выпускал этот станкозавод, но, судя по примыкающей к нему обширной территории полигона, станковый пулемет и выпускал, а может быть и чего-то посущественней. Он представлял собой разветвленный комплекс траншей, рвов, дотов, дзотов и мишеней, островов каменных и железобетонных сооружений. После Чернобыльской катастрофы на завод, поселок и полигон выпало большое количество радиоактивных осадков. До самого объявления 30-километровой зоны отчуждения военные упорно пытались спасти завод и поселок. Здания и сооружения, производя дезактивацию, чем-то мыли, а почву вокруг зданий срывали и вывозили на полигон. Так полигону досталось вдвойне. К выпавшим на него осадкам добавились курганы радиоактивной земли и могильники с техникой, принимавшие участие в ликвидации последствий выброса. Прошло уже столько лет после катастрофы, а почва на полигоне до сих пор фонит. Где-то в отдалении у меня за спиной раздались выстрелы. Я остановился и прислушался. Стреляли из ружей и автоматов. Надо же, бандиты, невзирая на туман, все же спустились в распадок. Может, зря я ушел? Может, надо было обождать? Нет, не зря. Судя по выстрелам, бандиты, прочесывая распадок, палят по кустам как справа от ручья, так и слева. Причем, банд-группа оказалась более многочисленной, чем я думал. Похоже, троица, на которую я нарвался, поджидала подхода с противоположной стороны распадка основной части банды. Бандиты определенно решили устроить на меня облаву. Нет, не облаву, а охоту. Палят по кустам почем зря. Живой я им не нужен. Скорее всего, им приглянулся мой объемный вещмешок. Надо рвать когти. Я, превозмогая боль в ноге, бросился вверх по ручью. Меня хватило только на пять минут. Весь в мыле, как загнанная лошадь. Я остановился. Надо отдышаться. Боль в ноге несколько притупилась. Чувствую, что носок на правой ноге стал мокрым. Наверное, прорвался гнайник. Туман начинает редеть, а звуки выстрелов приближаются. Нет, с таким багажом мне от бандитов не оторваться. Скинув рюкзак на землю, вынул из его боковых карманов мины. Одну мину в качестве отвлекающей обманки наполовину подсунул под рюкзак. Вторую снарядил вынутым из разгрузки взрывателем. Защелкнув карабин хлястика лямок на кольце взрыватель мины сунул ее между веток у корней кустарника. Аккуратно извлек из взрывателя предохранительную чеку и присыпал мину опавшей листвой. Берите, суки, рюкзачок, если, конечно, сможете. Вот теперь можно и уходить. Легкой трусцой двинулся вверх по ручью. Дорога идет на подъем, значит, скоро я выйду за границу тумана. Там нужно будет усилить темп и оторваться от бандитов метров на триста. Тогда со своей винтовкой я буду иметь преимущество в прицельной дальности стрельбы. На запястье тревожно заверещал детектор в превышении предельно допустимой дозы радиации. Значит, скоро начнутся грибные поля. Я остановился, достал из аптечки три капсулы флюкустата и, проглотив их, запил водой из фляжки. Голодный желудок недовольно заурчал. Знаю, знаю, тебе бы лучше каши с тушенкой, а не эти пилюльки. Надо потерпеть. Может, бандиты и не найдут рюкзак в тумане. Тогда утром вернемся за ним. Попытался успокоить я свой желудок. А насчет пилюлик, конечно, лучше было бы принять препарат из сульфанового ряда, типа диуцифона или гипсона, но найти их в аптеках Иванкова мне не удалось, а обратиться за ними к Гарринче я не мог. Не хотел раскрывать, кому бы то ни было и тем более Гарринче свои планы на выход. Ничего, для профилактики сойдет и средство от молочницы. Проскочу полигон, приму еще пару капсул. Сдвинув каску, прижал к лицу маску противогаза и потуже затянул его ремешки. Теперь ноги в руки и вперед. В зоне из-за радиации мутациям подверглись не только животные, но и некоторые растения, в частности плесени, грибы и мхи. А мутировавшей черной плесени, живущей теперь исключительно за счет энергии радиации в подземных помещениях под саркофагом мало что известно. Мало кто из людей эту плесень видел. Я видел, было дело. Водил однажды в саркофаг эколога-нелегала из зеленых. Видел, но близко к этим черным косматным бородам не подходил. А вот эколог подходил и даже брал образцы. Царствие ему небесное. Этот мученик науки скончался на обратном пути от скоротечного микоза. Все, кто в зоне сталкивался с амхом по прозвищу «жгучий пух», надолго его запомнят. Этот симбиот гриба и водорослей в своей обыденной жизни тих и апатичен, но чрезвычайно вспыльчив, если его потревожить. Не любит быстрого изменения вокруг себя электростатических полей. Например, при быстром перемещении руки в его сторону начинает пылить. А пушинки этого мха имеют миниатюрные ломкие шипы-трубочки, наполненные весьма болезненным нейротоксином. Еще один мутант дурман-гриб менее известен, чем его дальние родственники черная плесень и жгучий пух. Зато полигон место компактного обитания этого гриба печально известен как кладбище скелетов. Многие сталкеры полагают, что полигон усеян скелетами животных потому, что они в основном больные и раненые сами стекаются на полигон со всей зоны, чтобы с помощью этих грибов принять легкую смерть. И только немногие знают, что мутировавший гриб плотояден и сам охотится на забредших на полигон животных. А доказательство тому человеческие скелеты в разных уголках полигона маловероятно, чтобы сталкеры сознательно приходили на полигон умирать. Внешне дурман-гриб мало чем отличается от гриба-дождевика, который в созревшем виде еще называют пырховка или полевик. Только в отличие от полевика, кроме спор, шарообразное плодовое тело созревшего гриба заполнено и парами наркотических усыпляющих эфиров. Дурман-гриб имеет большую разветвленную грибницу, которая служит ему не только для связи с другими грибами, но и как датчик давления. При приближении жертвы к грибу его плодовое тело с легким хлопком взрывается, наполняя окружающий его воздух спорами и эфирными парами. Опьяненная наркозом жертва падает на месте и засыпает. Вот тут-то за работу принимаются споры. Проникая через слизистые оболочки тела, раны и царапины, споры с невероятной для растения скоростью вгрызаются в тело жертвы и начинают пожирать ее заживо. Звук мощного взрыва напомнил мне, что я не на прогулке и охота на меня еще не окончена. Как бы в ответ на взрыв желудок снова заурчал. — Дружище, не урчи! Ничего тут уже не поделаешь, пару дней придется попаститься. И если это тебя утешит, скажу, наша тушенка бандитам впрок не пошла. Сегодня у кого-то из них случилось несварение. Бедолагу от нее порвало в клочья. Увещевал я пустой желудок на ходу. Тушенка впрок не пошла, а пошел ли впрок взрыв? Понимают ли они теперь с кем связались? Ага. Кажется, начинают понимать. Распадок наполнился звуками панической беспорядочной стрельбы. Чтобы пуще нагнать страху, я, привалив винтовку к валуну, снял с груди пистолет-пулемет и расстрелял веером в туман один за другим три рожка патронов. Когда стихло эхо последнего выстрела, наступила звенящая тишина. Лежать боятся, суки, усмехнувшись, высказался я вслух. Отбросив в сторону бесполезный теперь пистолет-пулемет и подхватив свою винтовку, я продолжил движение к полигону. Ручей вывел меня к пригорку, взобравшись на которой я оказался над туманом. С пригорка открылся вид на полигон. Осмотрел окрестности в оптику винтовки. Все как обычно. Обширные поли, поросшие травой и кустарником, траншеи, мишени, дзоты и курганы могильников. И, конечно, скелеты. После отселения людей в зоне расплодилось великое множество копытных лосей, кабанов, косуль и диких лошадей. Соответственно, увеличилось и поголовье волков. Но кабаны и волки, обладая тонким обонянием и развитым умом, полигон предпочитают обходить стороной. То же можно сказать и в отношении мутантов, слепых псов и снорков. Их кости на полигоне большая редкость. Зато скелеты прочих животных представлены на полигоне в широком ассортименте. Глянул на часы в седьмой час. До темноты, не торопясь, успею пересечь полигон и дойти до поселка. Осторожно ступая и периодически меняя ритм движения, я двинулся, лавируя между густо заселенными семьями грибов скелетами к мишени, двухэтажной кирпичной коробке дома, которая располагалась почти в самом центре полигона примерно в километре от меня. Конечно, я надежно защищен костюмом химозащиты и противогазом, к тому же принял противомикозный препарат. Но, как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. Среди сталкеров бытует страшилка, что дурман-грибы не только общаются между собой по сети грибниц, но и как грибы-плазмодии способны то ли переползать, то ли перекатываться, собираясь в одном месте. Не знаю, правда это или нет, и проверять как-то не хочется. Успокаивает только то, что дурман-гриб не колобок, и соскочить с полигона он не может. Ему, как наркоману для его существования просто необходима доза радиации. Дойдя до кирпичной коробки, я словно почувствовал взгляд на спине, оглянулся. На том самом пригорке, на которой я полчаса назад вышел из распадка, стоял мужик и рассматривал меня в бинокль. Я поднял свой винторез и приник к окуляру оптики. Это был тот самый рыжий курильщик в бронике и с помповым ружьем. Бог ты мой, ну полный отморозок. Ничего не боится, собака. Ни моего винтореза, ни полигона. Даже респиратор на морду не натянул. Обкурился он, что ли? Мужик опустил бинокль, достал рацию и с кем-то переговорил. Через минуту на пригорок вышли еще четверо. Эти были упакованы основательней курильщика и к тому же вооружены калашами. У всех четверых на лицах полумаски респираторов. Какого черта не припёрлись на полигон? Даже при их экипировке они не протянут тут и пара часов. Месть при полном пренебрежении или незнании зоны другого объяснения у меня нет. Бандиты, коротко посоветовавшись, стали деловито рассредоточиваться. Курильщик остался стоять на пригорке. Злобно ухмыляясь, он ребром ладони провел по своему горлу. Захотелось выстрелить в эту ухмыляющуюся рыжую рожу, но я сдержался. Грех глумиться над покойниками. А он, без сомнений, первый кандидат. Глумиться грех, но пошутить, пока он ещё жив, можно. Я чуть сместил прицел и выстрелил бандиту в грудь, прямо в броник. Того от выстрела отбросило на спину. Раздались автоматные выстрелы, я бросился за угол постройки. Сомневаюсь, чтобы с такой дистанции можно было прицельно попасть из калаша, но словить шальную пулю, пусть и на излёте, тоже не хотелось. Забежав за угол, я еле затормозил на краю окопа. К постройке вплотную подходил уходящий в направлении дзотов окоп полного профиля. А в самом окопе, прислонившись спиной к его земляной стенке, в полуистлевшем костюме цвета хаки со скаленным ртом сидел скелет. Шлем с подшлемником съехал на затылок черепа, противогаз маской вниз валяется в траве справа от покойника. Ни оружия, ни вещмешка при нём не было. Зато между раскинутых ног угнездилась грибная семейка. Один большой, размером с гандбольный меч, и несколько деток поменьше. Отчего-то вспомнился Киплинг с его законом джунглей. Сейчас бы обратиться к грибу, мол, брат, мы с тобой одной крови, рыжие собаки топчут нашу землю, кликни там своих, помоги отбиться. Я оказался в окопе. Твою мать, не хватает ещё костюм разодрать, выругался я, вставая на ноги и осматривая свой костюм. Вроде всё в порядке. Большой гриб с небольшой задержкой среагировал на моё появление в окопе, с резким хлопком лопнул, обдав меня бурым облаком спор. Сучий потрох! Не брат ты мне после этого, в сердцах сказал я, пнув остатки гриба ногой. Интересно, а как попал в окоп покойник? Где его вещи и почему он без оружия? Пошарил у него по карманам куртки. Нашёл только полупустую пачку истлевших сигарет и бензиновую хромированную зажигалку с накладкой из чернёного серебра в виде стилизованного профиля головы ворона. Чиркнул колёсиком. Надо же, зажглась. Пачку выбросил, а зажигалку машинально сунул в карман. Поднял противогаз. Одно стекло маски расколото, кусок стекла отвалился. Вот теперь всё понятно. После попадания спор на слизистый глаз уже через час роговицу покрывают белёсый налёт, а через два прорастающие споры покрывают глаз сплошным бельмом. Тут уж не до вещей и оружия. То же будет и с бандитами, с их полумасками респираторов. Уже через час-полтора они будут тыкаться здесь, как слепые котята, пока грибы не добьют их окончательно. Не стоит тут задерживаться, терять время на бандитов. Грибы своё дело знают. Я двинулся по окопу в сторону дзотов. Однако всё же любопытно, откуда бандиты пришли на торфоразработку. Мелькала мысль, что это дело рук горинчи. Сначала срубил бабки с Макгрегора, а потом решил ещё раз заработать на мне, изловить и сдать меня конторе. Просчитав меня, договорился с военными, и те пропустили в зону для моей поимки его отморозков. Но пораскинув мозгами, отмёл эту мысль. Гаринча это прежде всего школа. Отморозки хороши для города. Неподготовленных людей Гаринча бы в зону никогда не послал. Скорее всего, бандиты, надеясь на лёгкую поживу за счёт сталкеров, попали за периметры ещё до его блокады военными из-за действий Интерпола. Естественно, Гаринча оповестил своих людей о блокаде, и те ушли из зоны запасными маршрутами. В результате бандиты, не солоно нахлебавшись, просто-напросто застряли на торфоразработках. Само собой, оголодали. Вот отчего они так обрадовались моему набитому рюкзаку. А после взрыва они просто озверели, попёрлись за мной на полигон. Удзотов задерживаться не стал, двинулся дальше. Дойдя по траншеям до командного пункта, напрямую к посёлку через завод не пошёл, а двинулся в обход через могильники и радиоактивные терриконы. После вторичных выбросов территория завода покрылась лоскутным одеялом всевозможных аномалий. Там и днём-то пройти непросто, что уж говорить про сумерки. Короче, с меня на сегодня коротких путей хватит. Снова заверещал детектор, только на тон выше, двойное превышение предельно допустимой нормы радиации. Даже для грибов это много, в этой части полигона они не селятся. Ничего, человеческий организм может выдержать и большее превышение, если облучение будет не очень продолжительным. Очень хотелось пить, но мешкать и рисковать было нельзя. Постарался максимально, насколько позволяла больная нога ускорить темп хода. Выйдя с полигона, вновь углубился в Ундервуд. Пройдя примерно с километра, вышел на берег небольшой речушки, двигаясь вдоль русла, которой можно выйти к посёлку. Только здесь я, отставив винтовку и сняв противогаз, позволил себе напиться из фляжки. Заодно проглотил ещё пару капсул флюкостата. За пределом полигона споры дурман-гриба теряют свою гиперактивность, но остаются тем не менее опасными. Поэтому я постарался избавиться от всего, на чём они могли зацепиться. Первым делом вынул и сложил на землю все припасы из разгрузки. Саму разгрузку сбросил в овраг. Туда же полетели и остальные вещи — каска, противогаз, броник и костюм химизащиты. Из амуниции оставил только ремень с ножом в ножнах, фляжку и портупею с пистолетами. Напоследок я достал из аптечки крем флюкостат и смазал им руки, лицо и шею. Куском бинта с кремом тщательно протёр винтовку и прочую свою сброю. Вот теперь можно идти к посёлку. Застегнул ремень с портупеей, распихал свой нехитрый скарб по карманам и, подхватив винтовку, я спустился к реке. К посёлку я вышел уже в глубоких сумерках. Вошёл в ближайший подъезд первой же трёхэтажки и, подсвечивая лестницу фонариком, поднялся на второй этаж. Зашёл в квартиру справа. Не камельфо. Пошёл в другую. То, что надо. Отель класса эконом. В гостиной на полу армейский матрас и обрезок бочки для костра. Хочешь, отдыхай, а хочешь, готовь еду, если есть из чего. Подобрал с пола и поставил на ножки табуретку. Закрепил на ней фонарик. Уселся на матрас. Самое время заняться больной ногой. Снял кроссовок и носок с правой ноги. Так и есть. Салочки с бандитами не прошли бесследно. Палец распух и ноготь загноился. Гной не клопнул. Гной и запекшаяся сукровица покрывают ноготь. Хреново, но не смертельно. Обработал ранку перекисью, засыпал стриптоцидом и перементовал палец. Надел кроссовок на босую ногу. Утром надо будет простернуть носки в речушке. Они то еще сломаются нахрен. Поднялся на ноги, пошел подсвечивая себе фонариком на кухню. Надо наломать для костра досок из буфета. Готовить мне совершенно нечего, но с костром все же веселее. На кафельной стене возле плиты нарисован чем-то вроде фломастера горделивый профиль ворона. Стоп, я где-то уже видел такой рисунок. Порылся в карманах, нашел зажигалку. Верно, рисунок тот же. Видать, владелец зажигалки так здесь отметился. Наломав досок, вернулся в гостиную и развел в бочке костерок. Уселся на матрас, привалившись к стене спиной, наблюдаю за игрой языков пламени. Да, в молодости я тоже оставлял на стенах профиль головы волка. Оставлял из хвостовства, мол, смотрите, куда я добрался. И потом тоже оставлял, но уже в сочетании с другими значками в качестве предупреждений или о заначках для напарников. Тень надежды мелькнула в мозгу. А что, если это не похвостушка, мол, здесь был ворон, а указание на схрон? Пошел на кухню, заглянул в плиту. Ничего. Осмотрел плиту со всех сторон, результат тот же. Рукояткой ножа простукал кафельные плитки, пустот не обнаружил. Облом, однако. Вернулся на матрас. Чтобы унять голод, сделал несколько маленьких голодков из фляжки, желудок укоризненно заурчал. Надежда умирает последней. Внутренний голос продолжает настаивать, мол, осмотри еще раз, может есть дополнительные значки. Поднялся, пошел на кухню. Еще раз все внимательно осмотрел. Пусто. Может, в самом вороне что-то не так. Вынул зажигалку, сравнил рисунки. Один в один, ну или почти один в один. Голова ворона на стене немного задрана вверх. Проследил за направлениями его взгляда. Неужто тайник? Ворон смотрит на вентиляционную решетку под потолком, сгонял за табуреткой, забравшись на нее, ножом выковырял решетку. Посветил фонариком небольшой черный полиэтиленовый пакет. Еще не веря в свою удачу, я осторожно вынул пакет. Спустившись с табурета, вытряс содержимое пакета на подоконник. Банка тушенки, завернутая в промасленную бумагу, две пачки галет, небольшая пачка чая и плитка горького шоколада. Живем. Я не знаю, что доподлинно приключилось с вороном и, по всей видимости, с его напарником, но добрую память они о себе оставили. Как только выйду из зоны, то при первой же возможности зайду в церковь и поставлю им свечи за упокой их душ. Глава шестая Ну вот и все. Прощай, зона. Осталось только перекинуться из сталкеров простого громадянина. Для этого, разумеется, у меня все заранее было приготовлено. Саму зону я покинул по старой партизанской тропе, тщательно размеченной вешками моими новыми знакомцами, краеведами-любителями, Гансом и Баламутом. Деньги и документы в автоматической камере хранения на автовокзале. Был и транспорт, жигуль, запаркованный во дворе частного дома Ганса. Остается только откопать приготовленную одежду и обувь, переодеться, забрать в городе все остальное и тихо свалить в Киев. А вот с одеждой как раз и приключился непредвиденный затык. Пакет с вещами прикопан под нависающими над обрывом корнями дерево на берегу неширокой и мелководной старицы. Но на песчаной отмеле недалеко от дерева расположился с палаткой и удочками рыбачок, молодой парнишка лет примерно 18. Я, конечно, не постеснялся бы переплыть речушку, подойти и в наглую выкопать свои вещи, а если бы тот залупнулся, то и шугануть пацана. Но я не понимал, что он здесь делает. Наблюдаю из кустов с противоположного берега стариться за парнем в течение получаса. К рыбалке он относится весьма и весьма прохладно. Заброшенные удочки напрочь забыты, попивая пивко и не выпуская из рук смартфона, он в одних плавках развалился в шезлонге под зонтиком. Но больше всего меня смущал тот факт, что я этого паренька уже раньше видел. Это он шушукался с барменом после моего появления в баре Горинчи. Дай бог памяти, как же его звали. Ах да, Румын. Возможно, его появление тут просто случайность. А может быть и нет. Не выставил ли Горинчи своих людей во всех возможных точках моего выхода из зоны? Неожиданно над обрывом мелькнуло какое-то цветное пятно. Я навел туда оптику винтовки. Оказывается, я тут не единственный наблюдатель. Девушка выглядывает из-за дерева. Симпатичная, молоденькая девушка с длинными черными волосами, в цветастом коротком сарафанчике, с небольшой сумочкой на ремешке через плечо и тоже со смартфоном. Девушка что-то набрала на смартфоне и стала с интересом наблюдать сверху за парнем в шезлонге. Парень, по-видимому, прочитав отправленные ему сообщения, недовольно сплюнул и кинул свой смартфон на раскладной столик, стоящий возле шезлонга. Девушка наверху, зажимая себе рот рукой, сдавленно захихикала. Значит, цель у паренька не я и не рыбалка. Он хотел провести пикничок с девушкой на берегу реки, а эта стервоза над ним изгаляется. Интересно, что будет дальше. Ведь не запросто так она притащилась сюда через лесопосадки аж за пять километров от города. Хотя, какого черта? Нисколько мне неинтересно. Я вымазан с головы до ног черной вонючей болотной жижей, которую без порошка и горячей воды навряд ли можно отстирать. В таком виде мне никак нельзя появляться в городе. Я не могу уйти без своих вещей. Так-так. А у девчушки серьезные планы на сегодняшний день. Оперевшись от дерева рукой со смартфоном, она другой рукой стащила с себя из-под сарафана трусики. Могу поспорить, что и бюстгальтера, пусть и самого крохотного, на ней тоже нет. Засунув смартфон и трусики в сумочку, девушка окликнула паренька. Паренек радостно подскочил и бросился к ней навстречу. Та, нарочит и садливо, прижимая подол сарафана рукой, стала спускаться по тропинке, идущей с бугра. Парень попытался обнять и поцеловать спустившуюся к нему девушку, но та его, упершись ему руками в грудь, холодностью своей подруги, хотел было обидеться, но девушка, мгновенно сменив гнев на милость, подставила ему свои губки для поцелуя. После поцелуя она ловко выскользнула из объятий парня и направилась к шезлонгу. Чертовка, поощряя и осаживая парня, играется с ним, как кошка с мышкой. Парень засуетился, из палатки притащил сумку, из речки выудил бутылку вина. Разложив складной стульчик, уселся рядом с девушкой. Из сумки достал пластиковый и фрукты. Открыв вино, разлил его по стаканчикам. Молодец! Хорошо подготовился. Девушка, подтягивая вино и заедая его яблоком, снова стала изображать скромницу. Сидела на краешке шезлонга, поминутно поправляя подол сарафана и не давая парню невзначай положить руку на ее коленку. Спрашивается, зачем тогда она сняла с себя трусы? Меня уже начинают бесить эти игры. Парень, между тем, проявляя незаурядное терпение и, не забывая подливать вино, продолжал ухаживание за девушкой. По-видимому, вино сделало свое дело. Девушка постепенно расслабилась, заливисто хохотала. Потом парень стал настойчиво уговаривать девушку, так как и отливать отнекивалась. «Ну, давай же, парень, дожимай, веди ее в палатку, а я перейду реку, заберу свои вещи и незаметно уйду по своим делам». Наконец, она согласилась, скинула сандалии и поднялась с шезлонга. Но к моему огорчению согласилась она не на палатку, а на купание в реке. Голышом, разумеется. Она заставила парня держать перед собой раскрытые махровые полотенца, пока она будет раздеваться. А что и раздеваться? Потянула лямку бантика на шее, и сарафан упал к ее ногам. Мое огорчение резко улетучилось. Перед моим взором предстала невероятной красоты загорелая девичья фигурка с двумя белыми полосками на спине от лифа и на попе от стрингов. Девушка развернулась и побежала в воду. Восхитительная картина. Плоский животик, кучерявый черный лобок и две очаровательные формы розовой груди, размера, наверное, второго, подскакивающей и раскачивающейся в такт бега. Жаль, что видела я все это от силы одну-две секунды. Девушка с визгом бросилась в воду. Парень тоже не заставил себя долго ждать, бросив полотенца на песок, стянул с себя плавки и, спустив индейский боевой клич с раскачивающимся из стороны в сторону хозяйством, бросился в воду следом за девушкой. Настроение мое начало портиться вновь. Время идет, а эти двое продолжают играть в догонялки, нырять, плескаться и брызгаться водой. Резвятся, как дети, честное слово. Вот они уже и на середине речушки. Тут девушка вознамерилась сбежать от парня, поднырнув, подплывала к берегу. Парень бросился за ней в погоню и в несколько мощных грибков догнал ее уже на мелководье. Девушка попыталась подняться и на четвереньках выбраться на берег, но парень, толкнув спину, поставил ее на колени и, ухватив руками за бедра, стал пристраиваться к ней сзади. О как! Похоже, дальше пойдут уже не детские игры. Девушка негромко вскрикнула и попыталась высвободиться. Но не тут-то было. Парень, ухватив девушку левой рукой за роскошные длинные волосы, а правой, придерживая за бедро, девушка затихла. Сама виновата. За что боролась, на то и напоролась. Впрочем, возможно, и это с ее стороны была тоже только игра. Уже через минуту она, сладострастно вскрикивая, интенсивно двигала своей прелестной попкой навстречу парню в такт его телодвижений. Я припоминаю десятки форс-мажорных обстоятельств, мешавших выходу из зоны. Блуждающие аномалии, монстры, бандиты, военные патрули. Но препятствия, в виде необузданного траходрома молодой парочки, такое у меня впервые. Ну вот, развратники, насладившись близостью, улеглись в обнимку голенькие на пляже. Парень, как кот, наевшийся сметаной, блаженно щурясь, лежит на спине. Одной рукой обнимает девушку, другую руку закинул за голову. Девушка положила голову парню на грудь и привалилась к нему бедром. При этом она, зажав в кулачке правой руки обмякшее достоинство парня, легонько его тискает, играется с ним, как с сексуальной игрушкой. Видать, еще не наигрались. Сдается мне, что долго парню без дела валяться на песке не придется. Нет, я не против сексуальной шалости молодежи. Сам, будучи молодым, брал тогда и там, когда и где давали. Но всему свое место и время, иначе это уже не шалости, а разврат. Тут им не голубая лагуна, и у меня нет времени ждать, когда эти шалуны наиграются. Мне жаль обламывать им кайф, но все же придется шугануть этих развратников с пляжа. Кругом же полно закрытых деревьями и кустарниками мест. Есть, в конце концов, палатка. Отвернувшись, чтобы не выдать свою лёжку, я довольно громко свистнул. Глянул на парочку. Свист возымел действие. Девушка подскочила и завернулась в махровое полотенце, а парень, подобрав плавки, сидя их, натягивает. Вот и славненько. Мой намек ими был правильно понят. Девушка, подобрав свой сарафан, пошла к столику. Бросив сарафан в шезлонг, она взяла в руку початую бутылку вина и отхлебнула прямо из горлышка. Парень поднялся и, прикрыв глаза ладонью как козырьком, стал подозрительно осматривать противоположный берег. Девушка с бутылкой в руке, покачивая бёдрами, не торопясь, направилась к палатке. В отличие от парня, она не сильно обеспокоилась. Остановившись у палатки, она повернулась к парню лицом и сделала из бутылки ещё один глоток. Парень, ничего не высмотрев, оглянулся на девушку. Та показала ему бутылку, мол, хочешь? Парень утвердительно кивнул ей в ответ. Тогда эта проказница, отпустив края полотенца, секунду постояв ногишом в эффектной позе и, не выпуская из рук бутылки, нырнула в палатку. Умница, девочка! Здоровая сексуальная активность этой развратницы мне только на руку. После того, как парень влез в палатку и застегнул молнию двери, я, выждав пару минут, поднялся и двинулся к воде. Войдя в воду по пояс, я стал разбирать винтовку на части и, стараясь не плескать, топить их в реке. Та же участь постигла и прочую мою сброю. Переплыв речку, я вышла на пляж. Невзирая на возню и писки в палатке, прямиком направился к своему дереву. Выкопав свой свёрток, глянул на палатку. Девичьи ноги пятками вверх торчат из боковых её окошек, палатка ходит ходуном, охает и стонет. Эх, хорошо быть молодым, а не побитым молью и радиацией сталкер-перцем. Глава седьмая Наконец-то! Пройдя лесопосадки, сады и огороды, я вышел к окраинам городка Иванков. Надел жилет дворника. Четыре часа дня. Нормально. Ещё минут сорок, и я доберусь до своего пепелатца во дворе Ганса. Поменяю грязно-жёлтый жилет на цивильную ветровку и на машине поеду на автовокзал. Заберу в камере хранения деньги и документы и прочь из города. А уж на трассе найду какую-нибудь харчевню. Впрочем, не стоит пороть горячку, и, как говаривал Паниковский, не следует делать культ из еды. Хотя нет, это говорил Бендер. А Паниковский жаловался. Я год в бане не мылся, меня девушки не любят. Я вынул из кармана женские трусики, которые ради шутки спёр из сумочки той девчонки. Улыбаясь, воровато понюхал и быстро убрал в карман. К слову сказать, при выходе из зоны у меня у самого всегда ощущение, что я год не мылся, и от бабы с винничком в бане я бы не отказался. Чёрт с ними, с этими бабами. Бог терпел и нам велел. Если Ганса дома нет, то брать машину с его двора никак нельзя. Мало ли, как отреагируют на это его соседи? Разборки в дороге с ДАИ мне совершенно ни к чему. Надо бы произвести разведку. К тому же, стоит пообщаться с Гансом, разузнать обстановку в городе. Интересная эта парочка, Ганс и Баламут. Много чего любопытного я узнал из блатавни Баламута и ответных реплик его друга. Ганс зовут Иваном, школьная кличка Кацап, производная от фамилии Кацапов. Рост под метр восемьдесят, худой, как жерть. Зимой трудится и стопняком в котельной. А летом в городке работы совсем нет, вот он и подался в черные копатели. Что еще? Не суетливый, я даже бы сказал медлительный, но жилистый и выносливый. Увлечения, футбол и мотоциклы. Рассекает в немецкой каске, поэтому на байкерских тусовках его и окрестили Гансом. Баламут, его полная противоположность. На две головы ниже Ганса, крепко сбит, широк в плечах, подвижный, как ртут, эдакий живчик, внешностью похож на подросшего вождя краснокожих из фильма по О'Генри. Звать Давид, школьные клички Дава и Рудик. Почему Рудик? Хрен его знает. Может, из-за цвета волос, а может, из-за фамилии Рудман. Я не спрашивал. Увлечения, выпить и подраться. Ну и большой футбол, конечно. Благо, все эти три увлечения можно совмещать. Специальность боевик. Начинал Рудик, как обычный футбольный фанат. Но однажды, на одном из матчей в Киеве, местные тифози заметили паренька, оценили его искусство и пригласили к себе в боевую дружину. Дело в том, что Рудик наловчился стрелять из рогатки, что твой Вильгельм Тель. С 30 шагов обычной галькой, выпущенной из детской рогатки, сбивает сигарету, поставленную на фильтр, вертикально. Несмотря на детскость этой забавы, рогатка в ее руках, грозное оружие. С той же дистанции стеклянный шарик или стальной от шарика-подшипника, выпущенный из боевой рогатки при попадании в незащищенную шлемом голову, может выбить глаз, пробить череп, если попадет в висок, или отправить в нокаут здоровенного мужика. При этом рогатка не нож и не костет, оружием не считается, и пронести ее можно куда угодно. Кроме того, переход из обычных хулиганов в профи сулил Рудику некоторые материальные выгоды. Выезд на сессию давал им проездные, суточные и дармовую выпивку по окончании. Но этот заработок имел один существенный недостаток. Зимой футбольные матчи не проводятся. Зато всегда шумит Майдан Незалежности то под оранжевыми, то под малиновыми, то под еврожов, то блокитными знаменами. Так что там специалисты всегда нужны. И оплачиваются они гораздо лучше, чем у Тифози. Если летом Рудик вместе с Гансом занимался краеведением по местам боев Второй мировой войны, то зимой он Майданил. А что ему? Родился подо Львовом, жил под Чернобылем, ему что хохлы, что москали. Тем более, что и у тех, и у других враг всегда один, действующая власть в виде милиции и спецназа. Так бы и оставался Давид Рудиком, если бы однажды в баре он не попытался сманить на Майдан боевиков из дружины Горинчи, а не найдя поддержки и получив только насмешки, устроил драку. Разумеется, Горинчи это не понравилось, и он приказал вышвырнуть из бара этого майданутого баламута и больше в бар не пускать. Так за Давидом и закрепилась кличка Баламут. И, несмотря на все различия между Гансом и Баламутом, они не просто соседи «Здравствуй, до свидания», а друзья «Не разлей вода». Ладно, хватит лирики, надо сосредоточиться, остался заключительный этап выхода из зоны. Вот и улица Вишневая, улица Ганса. Улица действительно вишневая, с двух сторон обсажена фруктовыми деревьями, преимущественно вишнями и черешнями. Предполагалось, что она будет асфальтирована, но денег у города, видимо, не хватило, поэтому дорога только засыпана укатанной щебенкой. Улочка тихая, с редкими прохожими, облаиваемыми дворовыми шавками. На ней в толпе не затеряться, каждый человек на виду. Именно поэтому я и выбрал способ маскировки поддворника. Наблюдая за улицей, можно сколь угодно долго ковыряться в мусорном бачке, никто не обратит на тебя внимания. А если и обратят, то из примет запомнят только желтый дворницкий жилет. Только контейнеры для мусора в частном секторе этого городка не практикуются. Тутошние жители просто выставляют вдоль дороги ведра с мусором, а мусорщики перегружают содержимые ведер в проезжающий по улице раз в пару дней мусоровоз. Так что ведра не проблема. Вон и ведро. Перешел на противоположную сторону улицы. Пустое. Не беда. Буду собирать мусор по дороге. Благо, мусора тут хватает. Вороны понавыдергивали его из ведер предостаточно. Собирая мусор и осматриваясь, медленно двигаюсь вдоль улицы. Птички чирикают, дворняшки брешут, детишки копаются в куче песка, подростки катаются на велосипедах. Ничего подозрительного. Все как обычно. Из нового только траншея, идущая от трансформаторной будки в сторону двора Ганса и пустая деревянная катушка из-под кабеля. Трое рабочих в синих спецовках ковыряются в траншеи почти у самых ворот Ганса. Вернее, один ковыряется, а двое других, сидя в тенечке дерева, курят. Вовремя я вышел из зоны. Даже такими темпами вскрышных работ работяги через день-два перекопали бы въезд во двор. Вот и двор Ганса. А вы на моя ласточка. Молодец, Ганс. Накрыл, как и обещал, машину брезентовым чехлом. Окна хаты Ганса нараспашку, значит, он дома. Порядок. Можно заканчивать маскарад. Дошел до конца квартала и свернул в переулок. Осмотрелся. Никого. Зашел за куст шиповника, скинув в себя жилет, затолкал его в ведро. Теперь прямиком к Гансу, уже без ведра, как обычный цивильный громадянин. Перейдя улицу, дошел до двора Ганса. Сердце кольнуло тревога. Мне не понравился быстрый, косой взгляд землекопа. Может, пройти мимо? Скоро конец рабочего дня, рабочие разъедутся по домам. Да ну, глупости. Просто у меня очередной приступ паранойи. Двое других рабочих даже не взглянули в мою сторону. Решительно отбросив сомнения, вошел в калитку и, обходя свой жигуль, направился к дому. Подойдя к крыльцу, оглянулся на лязг калитки. Трое землекопов, нахально улыбаясь, вошли во двор. Что им надо? Может, зашли водички попить? Не обманывай себя, они отрезают тебе путь к отступлению. За спиной заскрепели доски крыльца. Я медленно обернулся. На порог вышли еще двое в штатском, один молодой, второй примерно моих лет, оба в одинаковых строгих черных костюмах. Лица каменные, ничего не выражают. Тот, что постарше, держит в опущенной руке пистолет Форд 12. Кто это такие, черт возьми? На отморозков горлинче они не похожи, а призраки из конторы с копом на охоту не ходят. Значит, это ряженые милицейские опера или Интерпол, или те и другие. Вот я и дурак. До желтой куртки дворника в качестве маскировки додумался, а сам, как последний лох, купился на синюю рабочую робу, траншею и пустую катушку от кабеля. Не понимаю, над чем же я прокололся? Ясно только одно, что я влип, как кур ваще. Уйти от этих пятерых у меня нет ни малейшего шанса. Впрочем, в чем они меня могут обвинить? У меня же с собой ничего нет, разве что в краже женских трусов? И то, навряд ли та девчонка будет писать заявление об их пропаже. Тогда что? Сталкерство, связь с бритвой, похищение падера Никола Джованни, нападение на итальянских туристов, взрыв коттеджа в Сутаморе. Все все еще надо будет доказывать в суде коллеги и присяжных, причем в присутствии моих адвокатов. Трусы в кармане досадно. Ну ладно, буду утверждать, что это Интерпол мне их на карман подбросил. А вот фальшивые украинский паспорт и права с моей фотографией в бардачке машины и трофейный люггер с патронами в ящике для инструментов это уже верные статьи. И не где-нибудь в Италии или Черногории, а здесь на Украине. А уж тут люди из службы собственной безопасности моей бывшей конторы меня точно достанут. От документов и пистолета с моими отпечатками пальцев надо избавляться. Раз Интерпол не решился без меня вскрывать мою машину, надо самому активировать деструктор мусора, оборудованный мной в салоне. Земляк, я по объявлению. Это ты четверку продаешь? Давай на нее посмотрим, сказала ей мужику в штатском, откидывая полу-брезентового чехла с машины. На меня напал столбняк. Под брезентом была не моя ласточка. Да, ВАЗ-2104, красная, но не моя. У моей стекла салона тонированы и цвет кузова не такой темный. Ничего не понимаю. Одно ясно, дела мои с каждой минутой все хуже и хуже. Рассмотреть содержимое салона я не успел. Один из землекопов, подойдя ко мне вплотную, ударил меня по руке. Брезент закрыл машину. Вот это ты хлопец зря, подумал я. Прежде чем распускать руки, надо было вначале представиться и документы показать, а теперь сопротивление властям мне не предъявить. Сейчас я сотру с его лица наглую ухмылку. Я резко присел и в подкате сбил его с ног. Парень в падении ударился головой о переднюю стойку кузова, упал на землю и затих. Оба оставшихся землекопа бросились ко мне, штатские невозмутимо остались стоять на крыльце. А хрен ли им волноваться? В любой момент их старшой может меня подстрелить как куропатку. Ладно, повеселимся напоследок. Я начал крутить финты руками и ногами в стиле пьяного танцора капоэйры. С таким стилем землекопы явно никогда не сталкивались, поэтому лезли ко мне на пролом. Неудивительно, что уже через две минуты один из них сам налетел подбородком на пятку моей вытянутой ноги, после чего отлетел назад, упал на землю как тряпичная кукла и остался на ней неподвижно лежать. А второй, не в силах подняться, корчился на земле с выбитой коленной чашечкой. Добивать молокососа я не стал, просто поднялся во весь рост и повернулся к штатским. Старшой, сунув пистолет под мышку левой руки, лениво похлопал в ладоши. Я, прижав ладонь правой руки к груди, театрально поклонился. В ответ тот скосил глаза на молодого и коротко кивнул. Молодой, разминая кисти рук, неторопливо спустился ко мне с крыльца. Что ж, потанцуем. Но танцев как таковых не получилось. Молодой, несмотря на все мои потуги, раз за разом наносил мне оскорбительные шлепки и оплеухи. Мастер, ничего не скажешь, к тому же слишком резок и быстро для меня. Ясно, в любой момент он может прекратить бой одним единственным точным ударом. А пока он со мной только играет, рисуется перед старшим гаденыш или того хуже, получает от этого удовольствие. Надо наказать щенка. Хватит, хватит, пощады, мы сдаемся, выставив перед собой руки, плаксиво взмолился я. Молодой самоуверенно подошел ко мне и, то ли спрашивая разрешения, то ли приказа хорошенько треснуть меня, оглянулся на старшего. Примерно этого я от него и ожидал. Схватив паренька за лацкан пиджака, хлестким ударом я подсек его левую ногу и дернул лацкан на себя. Парень упал на колено, я удушающим приемом обхватил его шею сзади. Паренек задергался, попытался руками разжать мой захват, но силенок у него явно не хватало, он начал хрипеть. Я сжал ему горло сильней. Я мог бы свернуть ему шею, но я не хотел его убивать, а только слегка придушив проучить. Нельзя, если ты быстрый и ловок, безнаказанных листать незнакомых людей по лицу. К сожалению, старшой моих педагогических изысков не понял, саданул меня рукояткой пистолета по затылку. На какую-то секунду я потерял сознание. Придя в себя, осознал, что старшой сидит верхом на моей спине, уже заломил мне левую руку за спину и зашелкнул на ней наручник. Нет, сдаваться за здоровый живешь я не собирался. Я уперся правой рукой в землю, пытаясь стряхнуть с себя старшого, но тут к его усилиям присоединился немного отдышавшийся молодой. Все, веселье заканчивается. Еще немного, и они заломят и зашелкнут наручники и на правой руке. Неожиданно молодой, выпустив мою руку, ткнулся лицом в землю, а перед моими глазами по земле прокатился металлический шарик, а еще через секунду старший рухнул на меня сверху. Неужто баламут постарался? Скинув в себя старшого, я, стоя на четвереньках, огляделся. Точно, баламут с рогаткой в руке бежит от забора ко мне. Следом за ним, сбитый в руках, через забор перемахнул еще один паренек. Давид, дружище, спасибо. Я уже не чаял выкрутиться, сказал я подбежавшему ко мне баламуту. Тем временем второй парнишка подбежал к корчащемуся на земле землекопу и треснул его по голове битой. А вот это уже лишнее. Он и так не мог подняться. Впрочем, у паренька с землекопами могли быть свои счеты. Например, ему не нравилось, что они перекопали дорогу перед его воротами. Ладно, черт с ним, надо убираться отсюда. Я, стоя на коленях, вынул из заплечника Буре Старшова пистолет. Теперь ключ от наручников. Я стал шарить по его карманам. А вот и ключ. Голова моя дернулась, тупая боль в затылке. Кто это меня на этот раз? Неужто был амут? Обернуться и посмотреть не успел. Земля рванула к моему лицу. Глава восьмая Вместе с сознанием вернулась и тупая ноющая боль в затылке. Голова, будто стянутая обручем, трещит, как с похмелья. Пятой точкой ощущаю, что сижу в металлическом жестком кресле. Руки безвольно лежат на подлокотниках, словно скованные. В теле слабость, не могу пошевелиться. С трудом разлепил веки. Приглушенный свет сверху, перед глазами все плывет. Смежил веки. Надо посидеть, глубоко подышать носом, немного прийти в себя. Пришел в себя. Откуда-то сверху, должно быть, из динамика, раздался ровный с металлическими нотками мужской голос. Я открыл глаза. Передо мной в чем-то ярко-желтом, тоже в кресле, кто-то сидел. Я присмотрелся. Его руки и ноги закреплены на подлокотниках и ножках кресла капроновыми стяжками. Голову у спинки удерживает металлический обруч. Страшно знакомое лицо. Батюшки Светы, вылитый я, если исключить синяки и кровоподтеки на морде лица и желтый дворницкий жилет на груди. Я скосил глаза вниз, и мои руки стянуты стяжками, и на мне точно такой же жилет. Ни хрена не понимаю. «Чего ты не понимаешь?» спросил тот же голос. «Нет, рассуждая здраво, все понятно. Меня схватили, и сижу я, пристегнутый к креслу в небольшой комнате два на два перед зеркалом во всю стену. А за зеркалом, скорее всего, полупрозрачным, находятся они, те, кто меня схватил. Однако здравые рассуждения спотыкаются о дворницкий жилет. Откуда он взялся? Зачем меня в него обредили? Хотят дать понять, что меня вели от окраин города или даже от самой реки? Кто? Контора? Интерпол? Или был еще кто-то третий? Не глаза, да и же шалуни с пляжа. Смешно? Да не до смеха. Помнится, сэр Джон рассказывал о соскарях фармацевтических компаний, мол, суперспецы, как в слежке, так и в маскировке. Что конкретно тебе рассказывал сэр Джон? Вот дела. Я уверен, что ни разу он не раскрыл рот, а голос спрашивает меня так, как будто я думаю вслух. Они меня слушают? Но как? Я всмотрелся в свое отражение в зеркале. Никаких датчиков на моей голове нет. Правда, от кресла в стену отходит какой-то кабель. Черт, я понял. Вот от чего так болит голова. Мне в затылок, прямо в мозг, вживили шунт, с помощью которого мои мысли исчитывают. Надо быть осторожнее в мыслях. Никаких кличек и имен. Черт, сэра Джона я уже засветил. Какие еще, кроме сэра Джона, клички и имена ты пытаешься скрыть? Да пошел ты в жопу, гнида! В сердцах выпавил я. Гнида, яйцовший, иносказательно, ничтожный, подлый человек. Далее, в жопу, вероятно, существительный в направительном падеже, а латив группы пространственных падежей в финно-угорских и тюркских языках, номинатив, жоп, в мужском роде, или жопа, в женском. Средний род семантически не просматривается. Женский род предпочтительней, выдал динамик голосом Буратино, как при ускоренном воспроизведении, а потом уже нормальным. Что такое жопа? О как! Слово «жопа» мы не знаем, но какой семантический разбор! Очевидно, что я имею дело не с человеком, иностранцем, плохо владеющим русским, а с какой-то лингвистической машиной. Ясное дело, знаний о жопе не у Дали, не у Кирилла с Мефодием не почерпнешь. Ладно, сегодня я постараюсь обогатить словарный запас этой машины многими перлами русской ненормативной лексики. А завтра? Тварь! Эта машина права! На какое-то время меня хватит? А потом что? Рыба тухнет с головы. Эта машина высушит мой мозг вначале простыми, вроде бы бессмысленными вопросами, а потом, отсеявшую луху, двинется глубже. Ведь, находясь в сознании, я не думать не могу. Хорошо, что эта железка считывает только мысли, а не зрительные образы. Хотя не факт, надо проверить. Я мысленно представил попку той при лестнице. Вопроса не последовало. Ага, машина чисто лингвистическая. Срительные образы она не воспринимает. Это радует, но мало что дает. Эх, если бы, как Сэр Джон, уметь прикрывать свой мозг от ментоскопирования мыслей или вообще уходить в другие аффиноры времени. Что такое аффиноры времени? А действительно, что они для меня? Ничего. Правда, Сэр Джон говорил, что обычные люди без какой-либо подготовки в стрессовых ситуациях могут уходить в аффиноры. Тому свидетельство выживших в ужасных авиа- и автокатастрофах или рассказы людей, как они видели полет пуль им в лицо и сумели от них уклониться. Он говорил, все дело в эндорфинах или в желании выжить. А может быть, наоборот, я не помню. Хочу ли я выжить? Конечно, хочу. Эта машина, не выпотрошив мой мозг, живым меня не выпустит. Значит, надо постараться. Это как в сексе. Главные хотения, адреналин и эндорфины прибудут сами по себе. Я напрягся, сердце заработало, как паровой молот, кресло подо мной заходило ходуном, от напряжения в глазах потемнело, и я вывалился в другую реальность. Глава девятая. Другая реальность на поверку оказалась просто реальностью, причем весьма и весьма неприглядной. До сего дня в багажниках машин мне ездить никогда не приходилось, но то, что сейчас я, скрюченный в три погибели, трясусь на ухабах в темном и пыльном пахнущем машинным маслом и бензином багажнике, не вызывало сомнений. Руки скованы наручниками за спиной. Ощупал, как смог, свою одежду. Дворницкого жилета на мне не было. Осторожно потерся головой от днища багажника. Само собой, никакого шунта в затылке тоже не оказалось. По ощущениям, была только большая болючая шишка. Все ясно. Желтый жилет, шунт в голове и лингвистическая машина — плод больной фантазии контуженного мозга. Единственное, что мозг оценил правильно, это безысходность моего положения. Черт, до чего же болит затылок? К гадалке не ходи. Это баламут, сука, вырубил меня, выстрелив из рогатки мне в голову стальным шариком. Скорее всего, он же меня сейчас и везет в багажнике своей ржавой копейки. И, судя по размеренному стулку колес, везет он меня не куда-нибудь, а прямиком по щербатой бетонной дороге в страйк-клуб. Хреновые у меня дела. Горинча передаст меня мастерам заплечных дел из конторы, те уж постараются выплатить из меня все. А потом, над тем, что от меня останется, будет суд. Суровый, но скорый, разумеется, без лишних буржуазных предрассудков, то есть без адвокатов и присяжных. Исполнение приговора тоже не заставит себя долго ждать. Пуля в затылок, яма, а сверху зальют бетоном. Глупо надеяться, что Интерпол и на этот раз сумеет меня вычислить и выручить. И уж совсем смешно рассчитывать, что во мне вдруг неизвестно откуда проявятся феноменальные суперспособности дварфов к перемещению во фенорах времени. Вот почему я занялся крышкой багажника, пытаясь сорвать замок, выдавив крышку ногами. И все же, над чем я лоханулся? Где совершил ошибку? Уходя в зону, я не хотел оставлять свою ласточку на какой-нибудь платной стоянке, не хотел светить номера. Решил лучше заплатить Гансу с баламутом, чтобы те прикрыли машину от посторонних глаз, например, брезентовым чехлом, и поохраняли ее до моего возвращения. Я был уверен, что уж Ганс с баламутом меня в конторе не сольют. Ганс побоится признаться Гаринчи, что у него есть собственный проход в зону, и к тому же он водит туда гостей. За такое, с позволения сказать, самостийное кураторство зоны можно поплатиться не только здоровьем, но и жизнью. А баламут не выдаст друга и подельника, и вообще он в бар не вхож. Хорошо, допустим, я недооценил Гаринчу. Он, конечно же, мог предложить за мою голову такую сумму, что парни потеряли все, и страх, и совесть. Но в засаде сидели не они, а менты и Интерпол. Каким образом последние вышли на мою машину? Положим, как-то вышли и сумели вывезти ее со двора, подменив другой. Но как им удалось вскрыть машину и обезвредить все мои ловушки? А вот это ты зря. В Интерполе работают отнюдь не дураки. И вывезти сумели, и вскрыть. Значит, у Интерпола теперь на меня есть все. И фотографии из документов, и отпечатки пальцев, и потожировые следы. Даже если мне каким-то чудом удастся вырваться из цепких лап конторы, то Интерпол меня теперь везде сыщет. В их распоряжении будут полицейские силы всего мира. Ладно, пусть я идиот. Мало того, что вляпался в засаду, так еще и затеял бессмысленную драку. Но и эти козлы тоже хороши. Позволили двум сопливым пацанам, вооруженным всего лишь рогаткой и битой, отбить меня у них. Не прекрати ты истерить. Перестань дергаться. Ни замок сломать, ни крышку багажника отогнуть у тебя не получится. Хотя копейка баламута и ржавая корыта, но сделана она была в прошлом веке в СССР, не в пример к теперешнему китайскому новоделу. Тогда и там на толщине металла не экономили. Кстати, о баламуте. Получается, что засада во дворе Ганса была двойной? Допустим, что это моя дурацкая выходка спровоцировала баламута с его дружком впрячься за меня. Но то, что они следили за Интерполом, это ясно. Машина свернула налево, шины зашелшали по гравийке. Выходит, везут меня не в страйк-клуб. А куда? Может быть, в охотничий домик Горинчи? Эх, хорошо, сауна, холодное пиво с таранькой, девочки. Плохо, что все это не про мою честь. Но и в плохом можно отыскать хорошее. В домике не то, что в страйк-клубе. Минимум охраны. От силы два-три человека. Я стал сжимать и разжимать пальцы, стараясь разогнать кровь в затекших руках. Так, кончики пальцев стали покалывать иголочки. Кровообращение в руках восстанавливается. Поворот направо, шуршание шин прекратилось, машина затряслась и заскрипела рессорами на ухабах грунтовой дороги. Скорее всего, в охотничий домик. Не собирается же баламут просто вывести меня в лес, грохнуть и закопать. Это было бы слишком просто. Хотя, не знаю, я уже не понимаю логики событий. В любом случае, мне надо готовиться дать свой последний бой. Для начала надо выказать противнику свою слабость, обморочное состояние. Для того, чтобы имитировать обморок, надо постараться снизить число сердцебиений примерно до сорока в минуту. Отбросив посторонние мысли, я сосредоточился на дыхательных упражнениях. Напрягая грудину и задерживая дыхание, я стал замедлять сердечный ритм и тем самым уменьшать объем перекачиваемой сердцем крови. Благо, в сталкерскую свою бытность я уже проделывал такие штуки. Скрипнули тормоза, машина остановилась. Закрякал клаксон. Должно быть перед воротами. Через минуту машина тронулась и, немного проехав, вновь остановилась. На этот раз двигатель заглох, хлопнули передние двери. Кажись, приехали. Надеюсь, сейчас я получу ответы хотя бы на некоторые свои вопросы. Баламут, какого хрена? Ты зачем сюда приехал? Я тебе что велел? раздался раздраженный голос Гаринчи. Это ты вон у костыля спроси, с вызовом ответил Баламут. Шеф, это, в баре сказали, что вы здесь. Мы, это, взяли волчару? ответил незнакомый мне голос. Кого вы взяли? переспросил Гаринчи. Ну, этого, Бирюка, ответил незнакомец. И где он? недоуменно спросил Гаринчи. В багажнике, ответил все тот же голос. Костя, ты что, совсем охренел? Я что велел? Я велел перехватить его, если он объявится вблизи дома Ганса, предупредить о засаде, сказать, что из города ему самому не выбраться, чтобы он сам на меня вышел. А ты что? сказал Гаринчи. Так, это, так получилось. Виноватый ответил Костыль. Вот я и спрашиваю, как так могло получиться? Баламут, открой багажник, велел Гаринчи. Вот, оказывается, как. Дела мои не так уж и плохи. Однако, торопиться приходить в сознание пока не следует. Звенят ключи, крышка багажника с жалобным скрипом открылась. Твою мать! Заставь дурака Богу молиться! Он мне живой был нужен, вспылил Гаринчи. Кто-то прижал пальцы к моей шее. Пульс слабый, но есть. Живой он, дышит, только без сознания. Это Костыль его битый по башке долбанул. Услышал я через некоторое время голос Баламута. Прости, друг Давид, что я на тебя возвел на праслину. А лицо ему кто разбил? спросил Гаринчи. Надо же, в полудраке я почти не ощутил ударов по лицу, но мой мозг, находясь в полуоморочном состоянии, все же оценил мой вид и показал в зеркале мне мое лицо. Губы разбиты, это точно. Я вот только сейчас ощутил во рту привкус крови. Он, это, сам, начал Костыль. Ты что несешь? Ты что, за дурака меня держишь? Возмутился Гаринчи. Нет, что вы, шеф, не держу. Он действительно сам, это, напал на ментов в засаде. Начал был опять Костыль. А ты где был? Я для чего тебя там поставил? Озлился Гаринчи. Я это, безвылазно, трое суток, начал опять мямлить Костыль. Все, умолкни. Баламут, рассказывай, сказал Гаринчи. Я сделал все, как ты велел. Собрал местную мелкую шпану с велосипедами, показал им фоторобот Бирюка, пообещал, что первому, кто его увидит и доложит мне, куплю скутер. Пацаны с утра до вечера непрерывно колесили по всем улочкам нашего Култука. Но Бирюк каким-то образом средь бела дня прошел к дому Ганса никем не замеченный, начал рассказывать Баламут. Вот-вот, это, и напал на ментов, влез Костыль. Заткнись, тебя говорю. «Баламут, продолжай», велел Гаринча. В засаде было пять архаровцев. Трое в рабочих спецовках копались в траншее возле ворот и двое в штатском в доме Ганса. Как только Бирюк пошел во двор, менты в робах перекрыли ему выход, а люди в штатском вышли из дома, причем с оружием. Несмотря на это, Бирюк напал на ментов первым. Устроил там такой махать, вы бы видели. Двоих в робах вырубил сразу, а третьему сломал ногу. Потом он сцепился с молодым, из штатских. Молодой оказался из борзых, спец по единоборствам. Ну и его Бирюк сбил с ног и захватил сзади шею. И он бы свернул молодому шею, если бы их старший не долбанул его рукояткой пистолета по затылку. Ну и после этого штатским никак не удавалось заковать его в наручники. Тогда я говорю Костылю, мол, надо помочь мужику. Костыль говорит, давай. Ну я и снял штатских, выстрелив из рогатки им в головы стальными шариками, рассказал Баламут. — Ну, а потом? — спросил Гаринча. — Потом мы перепрыгнули через забор во двор Ганса, где этот дебил вначале загасил битый мента со сломанной ногой, а потом и Бирюка вырубил, — ответил Баламут. — Костя, будь ласков, объясни, зачем ты это сделал? — вкратчево спросил Гаринча. — Шеф, так я, это, испугался я. Вы только гляньте на его зверскую рожу. К этому волчаре и к безоружному было страшно подходить. А тут он вынул с кобуры штатского пистолет. Стал бы он там разбираться. Да он бы положил там всех. Вот я его и того успокоил. И в наручники. Более-менее внятно ответил Костыль. — Ладно, Костя. Как говорится, победителей не судят. Сумел перехватить и доставить, и, самое главное, хвоста за собой не привел. Молодец, — похвалил Костыля Гаринча. — Сыволочка, согласая, Гаринча. Ему бы заехать битый по башке. Вот это было бы ладно. Пора оживать. Я задышал чаще и открыл глаза. Возле багажника стояли Гаринча в дорогом английском халате и Баламут с Костылем. А за их спинами в камуфляжной форме и вооруженные резиновыми дубинками еще трое парней. Должны быть охранники. — Шеф, он того, очухался. — Наручники снять? — спросил Костыль. — Наручники? — Нет, наручники снимать не надо. Давай сюда ключ, — сказал Гаринча Костылю и уже обращаясь ко мне. — Извини, Берюк, ничего личного. У руководства конторы к тебе есть ряд вопросов. — Паскуда колченогая. Иуда! Вот я нутром чуял, что Гаринча доверять нельзя. Значит, это все же он пытался бритву взорвать. — Берегись, Гаринча, по лезвию бритвы ходишь, — сказал я ему, намекая на то, что мой друг бритва по-прежнему на свободе. — Ты даже не представляешь, насколько ты прав. Сам видишь, с какими волкодавами приходится дела делать, — ответил Гаринча и уже в сторону Баламута. — Спокойно, Баламут, не дергайся. Свою часть уговора я выполню. Ганса выпустят. А насчет него я тебе ничего не обещал. — Вот оно как! Ганс влип в какую-то историю, а Баламут, оказывается, старался выручить его. — Все понятно. Дружба — это святое. Я вот тоже вписался в это дело из-за друга. — Андрей, Петро, вынимайте дорогого гостя из багажника, поставьте на ноги. — Алексей, обшмонай его, — скомандовал Гаринча. — Чисто. Ничего нет, — сказал Алексей, обшарив мои карманы. — Шеф, это... Вот были у него в кармане, — сказал Костыль, передавая Гаринче женские трусы. — И зачем ты их забрал? — удивленно спросил Гаринча, повертев трусы в руках. — Я думал, это... что-то важное. — Не будет же сталкер просто так за собой женские трусы таскать, — на полном серьезе ответил Костыль. — А ну-ка, надень трусы себе на голову. — Надень, надень. — Ты молодец, Костя. Теперь я вижу. Это опознавательный знак для своих. А пароль у них — трусы на дереве, — в тон ему сказал Гаринча. Охранники и баламут, сдерживая смех, ставлено захрюкали. Я, несмотря на всю серьезность своего положения, тоже не сдержался, — прыснул смешком. Костыль, смутившись, поспешно стянул со своей головы трусы и сунул их в карман моей куртки. — Ладно, шутки в сторону. — Андрей, Петро, ведите гостя в дом, прикуйте наручниками к батарее. — Алексей, иди с ними, подстрахуй, а то неровен сейчас взбрыкнет. Охранники, подхватив меня под локотки, отвели в просторный холл дома и, подбив мне ноги, поставили на колени лицом в угол. После чего расковали мне левую руку, а правую приковали к трубе, идущей к батарее. Как только парни убрали от меня свои руки, я развернулся и сел в угол на пол. Один из охранников вернулся на улицу к Гаринче, а двое других отошли в противоположный угол холла и уселись там на стуле возле столика с разложенным шешбеш, но играть не стали, просто сидели и пялились в телевизор с приглушенным звуком. Минут пять ничего не происходило, потом завелся мотор Жигуля и взрывел двигатель мотоцикла, и машина с мотоциклом куда-то укатили. Через пятнадцать минут уже в деловом костюме обычной своей шкандыбающей походкой в холл вошел Гаринче. В руках он принес две наплечные портупеи с пистолетами Макаров. Охранники вскочили на ноги. Гаринче молча передал им портупеи, те стали неспешно их прилаживать. Потом Гаринче подошел ко мне, склонился надо мной и, делая вид, что осматривает мои наручники, незаметно сунул мне в руку какой-то небольшой металлический предмет. Я ощупал его. Ключ от наручников. Вот дела. Жду тебя за первым поворотом дороги. Пацанов не покалечь. Тихо, почти одними губами, прошептал Гаринче. Потом он вернулся к охранникам. Парни, слухай сюда. Алексея на мотоцикле я отправил вслед за баламутом. Они отгонят копейку поближе к городу и сожгут ее в каком-нибудь овраге. Потом Алексей отвезет баламута в страйк-клуб и вернется сюда. Пока его не будет, в сторожке у ворот посидит Константин. Оружие я ему не даю, а то еще натворит делов дуболом. «Вся ответственность на вас. С этого глаз не спускать, одного не оставлять, наручники не снимать. Если начнут бузить, можете навалять ему пиздец, но только аккуратно, без фанатизму. По голове бить запрещаю. Я же поеду в город, разузнаю обстановку. Если все будет более-менее тихо, часа через два-три пришлю за ним машину, иначе посидит тут до утра. «Все, я уехал», сказал Горинча и, развернувшись, вышел из холла. На дворе тихо заурчал мотор Мерса Горинчи и машина укатила. Охранники, немного постояв, расселись возле шешбеш и стали по очереди метать на доску кости и двигать шашки. Итак, что делать, вроде ясно. Горинча всем раздал четкие инструкции. «Я, значит, должен побузить, а мне за это пиздец». «Вообще-то не хотелось бы. С меня на сегодня их и так предостаточно». Но делать нечего. Кряхтя и тихо охая я поднялся. Охранники, занятые игрой, только мельком глянули в мою сторону. «Эй, служивые, мне бы в туалет по малой нужде», обратился я к парням. «Потерпишь, скоро за тобой приедут, тогда исправишь свою нужду», отозвался один из них. «Парни, я серьезно, очень надо», выждав пару минут, снова обратился я. «В ответ ноль внимания». Немного позвенев наручниками, я, повернувшись к охранникам спиной, отстегнул наручники от трубы. Держась рукой за трубу и прикрывая руку телом, я стал притоптывать, изображая нетерпение. «Фашисты, суки бандеровские, не могу я больше терпеть», выдал я охранникам. Последовали ухмылки и смешки, но игру парни не бросили. «Ясно, словесными оскорблениями их не пронять, придется оскорблять действием». Я, расстегнув левой рукой ширинку, стал отливать прямо в катку с пластиковой пальмы, стоящей возле батарей. Услышав журчание, один из охранников обернулся ко мне. «Андрей, ты посмотри, что эта паскуда делает», обратился он к напарнику. «Выломи ему хорошенько, Петро», глянув в мою сторону, ответил тот. Петро поднялся и, вынимая из петли на поясе резиновую дубинку, в развалочку пошел ко мне. Не доходя до меня примерно метр, он сделал замах дубинкой, намереваясь врезать мне по плечу. Я сам шагнул к нему навстречу, левой рукой блокировал и отвел удар дубинки, а кулаком правой руки, усиленным дужкой наручников, саданул ему в солнечное сплетение. Петро, ловя воздух ртом, стал медленно оседать. Прежде чем он успел опуститься на колени, пистолет снял с предохранителя и нацелил на второго охранника. Тот, с поднятой над доской рукой, замер, видимо, соображая, успеет ли он выбросить кости и выхватить из кобуры свой пистолет. Даже не думай. Мне человека убить, что высморкаться. И с такой дистанции я не промахнусь. Просто положи кости на доску и руки в гору, сказал я, взводя курок. Паренек, поколебавшись, повиновался. Переступив через лежащего на полу Петро, я пересек холл. Уперев ствол пистолета в лоб перепуганному парню, я вынул из его наплечной кобуры пистолет. Отступив на пару шагов, я дулом пистолета указал ему опуститься на пол и ползти к батарее в угол. Усевшись на его место, я сунул один пистолет в карман куртки, а второй положил на столик. Освободив свою правую руку от болтающихся на ней наручников и швырнув их через весь холл к ногам охранников, я скомандовал. «Как там тебя, Андрей? Ну-ка, пристегни себя и своего дружка к батарее!» Парень, ошалел и таращись на меня, не пошевелился. «Не зли меня! Два раза повторять не буду!» сказал я, подымаясь и беря со столика пистолет. Парень суетливо подобрал наручники, помог уже пришедшему в себя Петро подползти ближе к батарее и, перекинув наручники через трубу, пристегнул свою и напарника руки. «Так, молодца!» «А ты ничего не забыл?» «Правильно!» «Отстегни с ремня свой ключ от наручников и швырни мне!» «Вот и ладушки!» Ну, вот и все. Осталось накостылять костылю и можно заканчивать эти голодные игры. Впрочем, костыль может подождать, а вот съесть чего-нибудь не помешает. Я направился к двери, за которой, по моим предположениям, должна быть кухня. «И точно!» Кухня с огромным двухдверным холодильником!» Открыл одну дверцу и застыл. «Чтоб я так жил!» Я сглотнул слюну. Чего тут только не было. Водка хортится, и пиво разных сортов, балаковая нарезка, и чищенные спинки тараньки в пластиковых упаковках, консервные банки с печенью трески и крабовым мясом. «Посидеть бы, попить пивка!» Только вот рассиживаться времени совсем нет. Открыл вторую дверку. Сало, мясо, колбаса. Вот это подходяще! Ухватив палку копченой колбасы, я закрыл дверцы холодильника. Откусив прямо от палки кусок колбасы, я вышел в холл. «Я так понимаю, парни, девочек сегодня в сауне нет?» «Ну, тогда я пошел. Пока!» сказал я охранникам, проживав колбасу. Выйдя из дома и держа в левой руке пистолет, а в правой колбасу, я быстро пересек двор и вошел в старушку у ворот. Костыль, увидев меня, вначале опешил, вытаращив глаза, потом сошел с лица, стал белый, как мел, потом зачем-то попытался вскочить с кресла. Я легонько треснул его полбу палкой колбасы. Костыль рухнул в кресло. «Ты куда собрался, сучонок? Я тебя теперь как тузик, грелку!» Состроив злобно садистскую рожу, начал я цедить сквозь зубы, заготовленную для костыля, тираду угроз. Начал и осекся. Костыль с бессмысленным выражением лица и отсутствующим взглядом безвольно полусидел, полулежал в кресле. На его штанах в районе ширинки расплывалось темное пятно. «Твою мать! Неужто окочурился?» Отложив на стол колбасу, я приложил пальцы к его шее. «Фух, живой! Слава Богу! Просто в обмороке!» «Извини, Гаринча, я лишь хотел его немного постращать. И треснул я его не сильно, не собирался я его врубать или калечить. Скорее всего, это он с переляку лишился чувств. Хрен с ним, с костылем! Очухается! Теперь осталось выяснить у Гаринчи, что это за кутерьма тут творится. Забрав палку колбасы, я вышел из двора через калитку старушки. Глава десятая Вечер в лесу краткий гость. На лес стремительно опускается ночь. В безоблачном небе зажигаются первые звезды, и где-то там над горизонтом должна восходить молодая луна. Толку от нее в копе со звездами в ночном лесу будет мало, но все же хоть что-то, иначе была бы вообще темень, глаз выколи. Не люблю я лес, в особенности ночью. Это только волкам ночной лес дом родной. А я, хоть и кличут меня Бирюк, одинокий дневной волк постурбанизма, то есть заброшенных хуторов, оставленных ПГТ, руин покинутых городов, могильников и аномальных полей. Конечно, в отличие от лесов зоны, в этом лесу мне, вооруженному, опасаться совершенно некого и нечего, тем более, что двигаюсь я не через бурелом, а по лесной дороге. И даже, если Горинча где-то там за поворотом меня не ждет, я сумею уйти достаточно далеко и тем самым оторваться от погони. То, что погоня, ночная или утренняя, будет, при любом отношении ко мне Горинчи, я не сомневался. А как я сам отношусь к Горинче? Это действительно вопрос. Не знаю. За каких-то полчаса я поменял свое мнение о нем три раза. Одно ясно, Горинча ведет какую-то свою игру по своим, пока непонятным мне правилам. И мне, хочешь не хочешь, придется в этой игре участвовать. Впереди просвет. Эта грунтовка упирается в гравинную дорогу. Глянул налево. Не обманул Горинча, всего в каких-то двадцати метрах на обочине дороги припаркован его мерз. Габариты включены, в салоне горит свет. Сам Горинча, стоя возле открытой дверцы, прикуривает сигарету. Я опустил пистолет и, не торопясь, пошел к машине. Услышав мои шаги, Горинча повернулся в мою сторону. Как только я приблизился, Горинча, невозмутимо глянув на пистолет в моей руке, выкинул недокуренную сигарету, приложил палец к своим губам и открыл заднюю дверцу машины, мол, молчи и полезай. Все ясно. Горинча по-прежнему возит в своей машине жучки. Убрав пистолет в карман, я забрался в салон машины и тихо прикрыл за собой дверь. Горинча уселся на водительское место, нарочито громко хлопнул дверцей, завел двигатель и стронул машину с места. Едем. Выехали на бетонку. Спрашивается, а куда это мы, собственно, едем? Не в город же? В город мне ехать никак нельзя. Опасно? Хотя, какого черта? Где мне теперь не опасно? Ладно, в город так в город. Надеюсь, Горинча понимает, чем он рискует в случае чего. Горинча слегка повернул зеркало заднего вида, время от времени бросает на меня косые взгляды. Впрочем, какие при его косоглазии могут быть у него взгляды? Так что и не поймешь, нервничает он или нет. Я вот лично нервничаю, а когда я нервничаю, мне всегда жрать хочется. Я достал из запазухи палку колбасы и принялся ее грызть. Взгляд Горинча окосил еще больше. Он даже обернулся посмотреть. И что? Ну, прихватил палку колбасы. Что такого? Чай не совсем чужие люди. Сочтемся. Вот зараза. Еда в сухометку не прошла даром. На меня напала икота. Не самое страшное за последнее время напасть, но все равно неприятно. Горинча хмыкнул, полез в бардачок и достал для меня бутылочку минералки. Я запил, но икота не унималась, а стала даже громче. Горинча недовольно скривился и включил музычку. Стараясь побороть икоту, я стал задерживать дыханием. Так в борьбе с икотой мы и доехали до въезда в город. Тут мне стало не до икоты. На въезде был организован временный милицейский блокпост. Я вынул из карманов оба пистолета. Горинча покрутил головой, показывая мне глазами, мол, не паникуй. Не ссы, каштанка, я Дубровский, сказал Горинча вслух, сбрасывая скорость перед блокпостом. Что он этим хотел сказать? Фамилия у него и действительно Дубровский. И что? Может, он какой депутат, и его машина досмотру не подлежит? Или он анекдот какой вспомнил? Тогда при чем тут каштанка, когда должна быть Маруся? Или это шутка, намек на мой ник? Да шутится, гад. Я снял пистолет из предохранителей. Горинча оказался прав. Я зря нервничал. ДПСник нетерпеливо махнул палкой, мол, проезжай, не задерживай. Менты проверяли только выезжающие машины. Мы спокойно проехали блокпост. Кстати, икота прошла сама собой. Пятнадцать минут езды по городу и Мерс остановился возле ночного супермаркета. Горинча вынул из кармана связку ключей с брелком и указал на дом на противоположной стороне улицы. Понятно. Ключи от квартиры в этом доме. Потом Горинча показал мне брелок, слегка наклонив его. На брелке был изображен знак зодиака РАК. Понятно. Чего же не понять. Квартира номер шестьдесят девять. Я взял у него ключи. Убрав ключи и пистолеты в карманы куртки, я вышел из машины. Горинча вышел вслед за мной и, поставив машину на сигнализацию и, не сказав ни слова, направился в магазин. Что ж, ясно. Накупит продуктов и тем самым обеспечит разумное объяснение цели своей остановки в данном месте. Я развернулся и, не торопясь, отправился гулять по ночным улочкам города. Надо проверить, не прицепилась ли к нам при въезде в город наружка. Пошатавшись минут сорок и не обнаружив за собой хвоста, я вернулся к дому, на который мне указал Горинча. Набрал на домофоне цифру шестьдесят девять. Никто не откликнулся и дверь мне не открыл. Вот и ладушки. Сам открою. Приложив к домофону кодовый ключ, открыл дверь. Так, третий этаж. Вот и квартира. Звонить смысла не имело. Я и так понимал, что в квартире никого нет. Я открыл дверь своими ключами, вошел в прихожую и включил свет. Закрыв дверь, я обошел квартиру. Двухкомнатная квартира, сквозной проем. Это хорошо. Есть возможность для отхода через противоположный от входа в дом балкон. Правда, третий этаж высоковато прыгать. Но, даст Бог, делать это не придется. Судя по обстановке, квартира принадлежит женщине. Но в прихожей есть большие тапки, а в ванной бритва и мужской халат. Вот и ладненько, можно принять ванну. Едва я успел после ванной приготовить на кухне чай, как раздался звонок домофона. Положив пистолет в карман халата, я сходил в прихожую, посмотрел на монитор. Пришел Горинча. Он-то мне и нужен. Я впустил Горинча в подъезд и открыл входную дверь. — Извини, тапков я тебе предложить не могу. Были одни. Дети уже заняты. Проходи на кухню так. — Я как раз чай заварил, сказал я, впуская Горинчу. — Так что происходит во вверенном конторе тебе городе? — спросил я, разливая чай по чашкам. — Если кратко, то тебя разыскивает Интерпол, ответил Горинча, принимая у меня чашку с чаем. — А тебе-то что с тобой? У нас с тобой вроде шапочное знакомство. Здравствуй, до свидания, сказал я. — Тебя разыскивают по тому же делу, что и бритву, ответил Горинча. — И что? — спросил я. — А то, что бритва мой друг. Я ему по гроб жизнью обязан. Ты посмотри на меня, я весь искалечен, но я жив. А жив я только потому, что после того, как меня изломала аномалия, эта бритва случайно нашел совсем незнакомого ему человека и на себе вытащил меня из зоны, ответил Горинча. — Ладно, выкладывай все по порядку. Будешь еще чая? — спросил я. — Нет, давай выпьем чего-нибудь покрепче. Достань из холодильника коньяк и лимон, ответил Горинча. — С чего начинать? — спросил он, после того, как я разлил коньяк по фужерам. — Начни с Ганса, ответил я. — Так вот, неделю назад, нет, чуть больше недели, ко мне в бар прибежал баламут. Просил помощи. Ганса замели в ментовку. Я спросил, за что? Баламут начал мне гнать какую-то пургу, мол, к Гансу из Киева приехал на машине знакомый. Они вдвоем, прихватив резиновую лодку, ушли на рыбалку. В это время в машине где-то что-то коротнуло, и она загорелась. Баламут, как его сосед, заметил это, вызвал пожарных. Пожарные приехали быстро, но к их приезду салон машины уже выгорел полностью. Огонь пожарной потушили, бензобак не взорвался, но во время тушения рвались патроны. Поэтому на следующий день, когда Ганс вернулся с рыбалки, его забрали в ментовку, а машину со всем ее содержимым со двора вывезли. Не люблю я Баламута. А вот Ганс мне нравится, продолжил Гарлинча. Поэтому я позвонил кое-кому, навел справки. Оказалось, что Баламут не врет. Почти не врет. Машину вывезли, потому что в ней нашли сгоревшие останки разнообразной шпионской аппаратуры. Я так понимаю, это ты сам салон машины превратил в мусоросжигатель. Я утвердительно кивнул. Вот-вот, я так сразу о тебе и подумал, сказал Гарлинча, закусив коньяк лимончиком. Кроме того, в машине обнаружили трофейный люгер и немецкие ордена и медали времен Второй мировой войны. А Ганс с Баламутом черные копатели. Но я поприжал маленько Баламута. Он мне про партизанскую тропу и рассказал. Короче, пока Ганс выводил тебя в зону, Баламут решил девчонку на машине покатать. Но не на своей развалюхе, а на твоей. Машину он вскрыл, а салон возьми и пылыхни сразу в нескольких местах. Черт. Вот вроде бы все предусмотрел. Все рассчитал. А вот о таком даже и подумать не мог. Привык иметь дело с умными людьми и никакой защиты от дурака не предусмотрел. Баламут, он и есть Баламут. Кстати, это я его так окрестил. Так ты знаешь, он, несмотря на свою заносчивость и драчливость, легко эту кличку принял. По-моему, она ему даже нравится, сказал Горинча как бы в ответ на мои мысли. Я заметил, ты своих людей по именам называешь, а этих двоих по кличкам, сказал я. Ты это о Косте, Бирюк? Так костыль это не кличка, а прозвище, детское прозвище. Кличку надо заслужить. А уж плохая кличка будет или хорошая, это не важно. Что заслужишь, то и будешь носить. И тех, кто кличку заслужил, я называю по кличке, ответил Горинча. А что там по Интерполу, спросил я. Вот. Менты сработали оперативно, по номерам вычислили хозяина машины, а тот утверждает, что он на медне машину продал. Кому? А хрен его знает, кому. Во всяком случае, паспортные данные откровенная фальшивка. Составили фоторобот покупателя и переслали его из Киева к нам. Вот тут-то он и попался на глаза Интерполу. Оказалось, что у них самих есть фоторобот, причем весьма и весьма похожий на присланный. Вот, полюбуйся. Горинч вынул из кармана пиджака и передал мне два сложенных в четверо листочка. Я развернул листы и посмотрел. Первый не фонтан, весьма расплывчатый, а вот второй вполне сносный для опознания. Сам понимаешь, с этого момента Ганса начали колоть по полной, продолжил Горинча. Уже не на угон машины, как до этого, а на похищении человека и, возможно, в его убийстве. А что Ганс спасил ее? Ганс в фотороботах владельца машины признал, но это все, что он признал, хотя прессовали его в КПЗ основательно. Продолжает твердить, что знакомый попросил оставить машину во дворе и показать рыбные места. Где тот сейчас рыбалит, Гансу неизвестно. Никаких немецких орденов и оружия он в глаза не видел. Что за аппаратура была в машине знакомого, он понятия не имеет. Тут еще ариец, из такого может выйти отличный сталкер, ответил Горинча. И что теперь с ним будет, спросил я. А ничего, ровным счетом ничего. Завтра же адвокат вытащит его снар под подписку о невыезде или под залог. Сегодня менты воочию видели живого и здорового владельца машины, даже имели возможность с ним пообщаться. Так что все обвинения против Ганса беспочвенны и судебных перспектив дела против него не имеет. А вот баламут засветился. Его теперь придется прятать. Посмотри в холодильнике. Там должна быть еще бутылка хортицы, ответил Горинча. Пока я доставал водку, пока разливал ее по рюмкам, Горинча рассматривал листы с моим фотороботом. Понимаешь, когда мне принесли эти листы, и я узнал, что Интерпол тебя разыскивают по тому же делу, что и бритву, я понял, что я сильно лыханулся. После нашей встречи я сильно струхнул. Я подумал, что ты призрак, и пришел ты из конторы ко мне, если не по мою душу, то уж с проверкой точно. Поэтому, как только бес доложил мне, что ты отозвался, и ты в зоне, я тут же отослал донесение в контору, мол, объявился бывший покойник, кличут Бирюк, ищет бритву, ушел в зону. Я не удивился, что практически сразу получил из конторы директиву. При выходе Бирюка из зоны задержать, а при невозможности ликвидировать. Слыханное ли дело охотиться на призрака? Подумал, пудрят мне мозги. Проверку я прошел, а призрака выведут из зоны по другим каналам. Я успокоился, а тут приносят мне твой фоторобот. Представляешь мое состояние? Подвел друга. Возьмут тебя, могут выйти и на бритву, поведал мне Гарлинча. Я кивнул и снова раздел водку по рюмкам. Видать, у человека наболело. Пусть выскажется. А тут Интерпол развил бурную деятельность. Пригнали во двор Ганса машину. Та же марка, тот же цвет, что и у тебя. Накрыли ее брезентом. Переодеты менты роют в траншею, а в доме Ганса засада. Ну и у меня были развязаны руки. Директива из конторы получена. Для твоей поимки я мог задействовать все имеющиеся у меня средства и ресурсы. Я организовал дозор в местах твоего возможного выхода с болот. Баламут привлек к твоим поискам мелкую шпану на велосипедах а к самому Баламуту я приставил для контроля Костю. Он, конечно, туповат, но исполнителен. Наконец, подготовил эту квартиру, отправил свою подругу в круиз по Средиземному морю. Горинча, скажи, а Румын? Тоже был в дозоре? Спросил я, вспомнив о женских трусиках в кармане своей куртки. Румын? Ромка, что ли? Да, был. А что? Спросил Горинча. Нет, ничего. Видел его на речке, ответил я, не сумев скрыть усмешки. Горинча нахмурился, подозрительно уставившись на меня. Замолчал. Вдруг лицо его расплалось в улыбке. Трусы! Вот откуда у тебя женские трусы! Видать, Роман был в дозоре не один, а на пару с девушкой. А ты не удержался, спер, что плохо лежало. Сталкер одним словом, заржал Горинча. Я расхохотался вслед за ним. Выпитая водка давала о себе знать. Наступил расслабон. Скажешь тоже, сталкер, просто спорадический приступ к клептомании. Но я раскаиваюсь и готов вернуть. Просто не знаю как. Может, поможешь? Спросил я. Горинча зафыркал вслед за мной. Нет уж, избавляйся от них сам, фетишист. Если, конечно, сможешь. И смотри, не вздумай случайно их где-нибудь здесь забыть. Люська моя давно на меня из ревности когти точит. А уж за чужие женские трусы она мне глаза точно выцерпает. Выдал Горинча и мы оба закатились безудержным смехом. Слушай, а как ты теперь собираешься оправдываться перед конторой? Спросил я после того, как мы отсмеялись. А у меня теперь все в ажуре. Я сделал все в соответствии с директивой из конторы и был очень близок к успеху. У меня теперь есть Костик, герой, сумевший отбить тебя у ментов и вывеси за город. У меня есть свидетель и его подельник Баламут. Наконец, у меня есть два козла отпущения, два разгильдяя, Андрей и Петро, упустивших тебя. А то, что ты ушел, ничего удивительного, попробуй удержи такого волчару. Конторским надо было самим быстрее репу чесать, не рассчитывать на желтородых пацанов, а прислать охотников за головами, резонно ответил Горинча. Лимон кончился, я полез в холодильник, нашел сыр и маринованные огурцы, порезал их, разложил по тарелочкам и поставил на стол. Дуракам везет, сказал Горинча, разливая водку по рюмкам. Представляешь, этот обалдой Костик после нападения на ментов не только разъезжал по городу с человеком в наручниках, в багажнике, он еще ментовское табельное оружие прихватил. И никто его не остановил, не проверил. Я потрогал затылок, шишка еще болела. И все же, несмотря ни на что, я должен быть признателен этому твоему Костику. Один из этих пистолетов я лапал. А теперь у Интерпола по-прежнему, кроме фоторобота, на меня ничего нет. Ни фотографии в паспорте, ни отпечатков пальцев. Свою машину я сжег сам, а ты сжег машину баламута. Значит, и никаких биологических следов от меня не осталось. Ни запахов, ни потожировых, сказал я. Паспорта нет, не беда. Ты же на украинском ове размовляешь? Для начала зробим мы у тебя справку крымского беженца, а потом с помощью правого сектора переправим тебя во Львов. Там инши документы и выправим, сказал Горинча. На автовокзале в автоматической камере хранения лежит пакет с моим литовским паспортом, правами и другими мелочами, сказал я. Отлично. Напишешь номер ячейки и код, я пошлю за пакетом кого-нибудь из своих ребят. Тогда меняем план. Слушай, из Одессы один раз в две недели в ресторан приходит фургон-рефрижератор. Привозит он деликатесы, живых улиток, креветок, устриц и прочее. Но это только прикрытие. В фургоне оборудован тайник для вывоза артефактов зоны. Тайник довольно большой, человек в нем спокойно разместится, правда в нем довольно холодно. Так вот, ближайший рейс через пять дней. Оденешь термобелье с электр подогревом, и мы тебя переправим в Одессу. Оттуда в Кишинев, через Приднестровье. На границе купим соответствующие отметки задним числом, и получится, что ты на Украине был лишь проездом, и ни в какой город Иванков физически заехать не мог. Тогда Интерпол пусть хоть подотрется твоим фотороботом в Долгоринче. Хорошо, брат, на то мы порешим, сказал я, разливая остатки водки по рюмкам. Глава одиннадцатая Кишинев, аэропорт. Стою в очереди на регистрацию. До Подгорицы из Кишинева самолетом можно добраться через Рим либо через Белгород с пересадкой в Будапеште. Рим меня не устраивал. Во-первых, из-за расписания, почти сутки пришлось бы околачиваться в аэропорту, а во-вторых, помятуя прошлую встречу с ватиканскими спецагентами, в Италию мне соваться вообще не хотелось. Я выбрал Будапешт. Как там пелось в одной замечательной песенке. Что-то типа «Голубцы героев строят, бросаются вперед, нормальные герои всегда идут в обход». Да и по времени выходит почти одно и то же, ну, может, чуть больше. Очередь движется крайне медленно. Флегматичного вида пожилой усатый пограничник молча принимает паспорта у пассажиров и меланхолично полистав их и мельком сверив фото с оригиналом ставит в паспорт штемпель. Сначала я подумал, что ему просто нравится мариновать людей в очереди или ему вообще на них наплевать. Но потом я понял, сдерживая очередь, он разумно регулирует количество людей, ожидающих прохода через рамку металлодетектора. Вот, наконец, подошла и моя очередь. Я подал свой паспорт. В чем дело? Меланхолия слетела с лица пограничника. Бросая на меня косые взгляды, он защелкал по клавиатуре своего компьютера. Потом он пододвинул ко мне сканер отпечатков пальцев. Без тени волнения я приложил ладонь правой руки к сканеру. А что мне волноваться? Мой биометрический загранпаспорт самый, что ни на есть, настоящий, выданный, кстати, на основании моего гражданского паспорта. Тот, в свою очередь, тоже настоящий, выданный взамен утраченного при пожаре в паспортном столе во время обмена советских паспортов на литовске. Не знаю, имел ли непосредственное отношение к тому пожару мой тогдашний куратор Мозес Сданевичус по кличке Моисей или вовремя подсуетился, но в результате я, исконный славянин, стал гражданином Литвы по имени Ицхокас Вейденбаумс. Реальный Ицхокас за полгода до того погиб, получив смертельное ранение во время перестрелки контрабандистов с польскими пограничниками и похоронен где-то в безымянной могиле на польской земле. На момент выдачи паспорта я был уже круглым сиротой, мои названные родители, переехавшие на землю обетованную к тому моменту в результате нападения арабов на израильское поселение в секторе Газа тоже погибли. Так что засвидетельствовать мое литовское происхождение в паспортном столе пришлось двум свидетелям Раввину Клайпетской синагоги и моему крестному отцу уважаемому бизнесмену и меценату Мозесу Сданевичусу. Время идет. Очередь за мной начинает тихо роптать, а толчья у металлодетектора полностью рассосалась. Удивленный отсутствием людей в пункте досмотра, молодой парень в таможенной форме, отделившись от группы таможенец, подошел к пограничнику. Таможенник глянул на меня, потом посмотрел из-за спины пограничника на его монитор, после чего он весь как-то подобрался, как сеттер, принявший охотничью стойку. Глаза его округлились и заблестели, он стал что-то тихо нашептывать на ухо пограничнику. Интересно, чего он углядел в мониторе? Чего-чего, не иначе Интерпол решился таки выложить в розыск мой фоторобот, мои фальшивые паспортные данные из договора купли-продажи Жигуленка и описание моих подвигов. Что ж, сильный ход конем, рассчитанный, впрочем, не на сегодня, а на перспективу. Любое обращение к базам их контроль. Но сейчас Интерпол мне, кроме сходства с фотороботом, ничего предъявить не может. В моем литовском паспорте нет отметок о пересечении российских границ, следовательно, эпизод с нападением на итальянских туристов ко мне пока привязать не удастся. События в украинском Иванкове тоже ложатся мимо. Согласно пограничным отметкам в паспорте, я в это время находился на территории Приднестровской республики. Таможенник что-то тихо вытолковывал пограничнику, но тот отникивался и отрицательно качал головой. Наконец он пожал плечами, щелкнул отметку в моем паспорте, но паспорт передал не мне, а таможеннику. Тот, нагло ухмыльнувшись мне в лицо, указал на рамку металлодетектора. Молодо, зелено, надеется оказаться умнее старого и умудренного опытом пограничника, хочет подловить меня не на паспорте, а на чем-то другом. Я прошел к рамке, сложил в лоток свою дорожную сумку, портмоне, наручные часы и то немногое, что было в карманах куртки. Поставил лоток на транспортер рентген камеры, спокойно прошел рамку. Забрав свои вещи на выходе камеры, глянул на таможенника. Я надеялся увидеть разочарование на его лице, но он по-прежнему хищно ухмылялся. Таможенник, не выпуская из своей руки мой паспорт, указал мне на комнату личного досмотра. Я невольно прыснул от смеха, на секунду представив его удивленное лицо при обыске карманов моей куртки в случае, если бы я не избавился от женских трусов. Жаль, что избавился. Больше ничего другого, хоть как-то отдаленно смахивающего на контрабанду, у меня в карманах не было. В ответ на мой смешок таможенник, зло сверкнув глазами, открыл передо мной дверь и сделал приглашающий жест. Мол, прошу. Я прошел в дверь. Небольшая комната, стол с креслом и несколько стульев у стены. Я остановился перед столом. Таможенник, вошедший следом за мной, взял один из стульев и поставил его перед столом. Указав мне на стул, сам он обошел стол и уселся в кресло. Странный способ досмотра. Он что, решил меня разговорами уболтать на предмет предполагаемой контрабанды? Я сел на предложенный мне стол. Таможенник достал из стола бумажный бланк и ручку. Развернув мой паспорт, приготовившись писать, задал свой первый вопрос. «Ком вы, нумить?» спросил он меня на молдавском. «Нумить?» По-моему, он спрашивает, как меня зовут. Ответить или как? Один сезон я отходил в зоне с напарником молдаванином, так что собрать конструкцию типа «С Новым годом!» пошел нафиг, я был в состоянии. Но поощрять махровый национализм мне совершенно не хотелось. «Здравствуйте», ответил я по-русски, тем самым предлагая возможный язык дальнейшего общения. «What is your name?» Таможенник повторил свой вопрос на этот раз на английском. «О как! Русский мы не знаем или не хотим на нем общаться?» «Ну, извините, тогда так». «А твойной ед эс-сюсный сапроту?» ответил я, мол, простите, я вас не понимаю, причем из вредности ответил не на литовском, а на латышском языке. «А что? Я еще могу выдать спиток фраз на эстонском и даже на финском. Не хочет говорить по-русски? Пусть ищет переводчика. А найдет, тогда я и перейду на литовский язык». Таможенник, листая мой паспорт и не глядя на меня, молчал. «Я его тоже не торопил. Не улечу на этом рейсе, улечу на другом. У парня большие полномочия, но в средствах он ограничен, только законные. Очевидно, он ищет, но не находит законного способа моего задержания. Закинув ногу на ногу, я терпеливо жду». «Как вас зовут?» Наконец-то таможенник выдал на чистом русском, даже без акцента. При этом хищная ухмылка сползла с его лица. «Понятное дело, первое поражение, пусть и маленькое, кому ж будет приятно». «Итсхокас Вейденбаумс», ответил я. Таможенник внес мое имя в протокольную часть бланка. «Ну-ну, пиши». Таможенник задал еще ряд вопросов, наверное, в надежде подловить меня на незнание собственного паспорта. Я спокойно и обстоятельно отвечал на его вопросы. «Господин Вейденбаумс, согласно отметкам в вашем паспорте, за короткое время вы пересекли почти пол Европы, нигде особо не задерживаясь, но провели две недели в Приднестровье. Не могли бы вы пояснить цель вашей поездки?» Таможенник, наконец, задал стоящий вопрос. «Каков наглец! Он что, решил крутить меня на предмет шпионажа или будет оспаривать пограничные отметки?» Захотелось ответить. «А какое, собственно, ваше собачье дело?» Но начинать разговор со скандала, конечно же, не следовало. «Да ради бога! Отчего не могу? Конечно могу!» «Я посетил Бессарабию с целью сбора материала», — начал импровизировать я. Произнося фразы, я нарочито растягивал на прибалтийский манер. «Какого материала?» напрягся таможенник. «Материала для книги. Видите ли, я решил написать книгу о бессарабском периоде в жизни Пушкина, о его путешествии из Кишинева в Одессу и Измаил. Свой вояж я предпринял с целью собрать воспоминания очевидцев, преданий старины глубокой, так сказать, ну и личных впечатлений, конечно», — ответил я. «И что, удалось собрать воспоминания очевидцев?» насмешливо спросил таможенник. «К сожалению, нет, тоже и с преданиями, зато личных впечатлений воз и маленькая тележка, с серьезным видом ответил я. «И какие города и веси вы посетили?» спросил таможенник, не забывая записывать мои ответы в бланк. «Помните, как у Пушкина? Цыганы шумную толпою по Бессарабии кочуют?» «Вот и я вживался в натуру, путешествовал с цыганским табором. Поэтому, где мы кочевали, где мы останавливались, помню весьма и весьма смутно». «Захардабурдился, знаете ли, немного, заменжувался», — ответил я. «Хорошо, но впечатления-то вы помните?» спросил таможенник. «О, впечатлений масса! Быть, традиции, один фольклор, чего стоит?» «Ай, дышатриться, рогожитко, андышатриться, чай бедытко, ай, ту тернори, да не ломайся, сыр пхэна ваду и лава, собирайся, ай, да ну, да ну, да ну, да ну, да ну. Ой, простите, ради бога, увлекся», — поделанно засмущался я, перестав трясти плечами и выделывать руками воображаемым бубном выкрутасы. Таможенник, обескураженный тем, что над ним откровенно издеваются, напряженно молчал. «Скажите, господин Вейденбаумс, а почему у вас так мало личных вещей? Полотенце, запасная пара носков, бритва, зубная щетка, паста, часы и все», — наконец спросил он. «Пошутить, что ли?» «Сделать заявление, мол, к полотенцу я никакого отношения не имею. Это провокация. Должно быть, горничная в гостинице мне его в сумку подсунула». «Хотя нет, не стоит, не надо давать повода. А то ведь прицепится». Опять начнет вас спрашивать, что за гостиница, в каком городе и так далее. «А я легкий на подъем человек, вот и путешествую налегке. А если вы насчет Роликса, то эти часы я купил в Одессе на Малой Арнаутской за смешные деньги. Думаю, это контрафакт, поэтому не стал вносить их в таможенную декларацию. «А как насчет фотоаппарата или мобильного телефона? Редко встретишь путешественника, у которого нет ни того, ни другого», сказал таможенник. «Так и был у меня айфон. Но цыганенок хозяина кибитки его у меня выцыганил. А что, думаю, лучше самому отдарить, нежели украдет. Не так жалко будет», не моргнув глазом, сочинял я. «Допустим, вы две недели путешествовали с табором по пушкинским местам, как вы утверждаете, по Бессарабии, а в Кишиневе вы пробыли меньше суток, хотя Пушкин проживал в Кишиневе довольно продолжительное время. Почему так?» спросил таможенник. «Вот именно поэтому имеется масса мемуаров современников Пушкина о его пребывании в Кишиневе. Тут мало что можно добавить», ответил я. «Позвольте спросить, и все-таки, откуда у вас такой интерес к Пушкину? Он ведь вроде русский, а не литовский поэт», спросил таможенник. «А корни, исторические корни у него откуда?» с вызовом спросил я. «Неужто литовские?» «А я слышал, что предок его был из палестинских арабов», с усмешкой выдал таможенник. «Ложь, наглая ложь. Пушкин был гением, а это потому, что предок его действительно был из палестинских, но не арабов, а иудеев. Я еще напишу об этом книгу», с горячностью воскликнул я. «Судя по имени, у вас с Пушкиным одинаковые корни», глупо пошутил таможенник. «А вот это он зря, на этом можно сыграть». «Вначале я думал, что причина этого разговора банальная шпиономания на почве сомнительного сходства моего фейса с чем-то даже не фото, а фотороботом. А теперь вижу, юдофобия это единственная причина моего задержания и этого унизительного допроса. Имейте в виду этот случай вопиющего антисемитизма без последствий я не оставлю». Немного посопев носом, с напускным негодованием воскликнул я. «Откуда вы знаете о фотороботе?» спросил насторожившийся таможенник. «Простая дедукция, это же элементарно, Ватсон. Пограничник вначале задергался, а потом остыл, так и поставил штамп в паспорт». Спрашивается, «А почему?» «Да потому что умный», наглее ответил я. Таможенник весь побагровел от злости. Еле сдерживаясь, он подсунул мне протокол. «Напишите, с моих слов записано верно, подпись и число». Взяв протокол и пробежав его глазами, я небрежно швырнул его на стол. «Молодой человек, я расцениваю эту бумажку как очередную циничную насмешку над собой. вы предлагаете мне подписать официальную бумагу, написанную на русском языке?» возмутился я. «Но мы же разговаривали с вами на русском языке, и вы прекрасно говорите по-русски», изумился таможенник. «Вы тоже, но разговаривать это одно, а бумага это другое. Да любой маломальский уважающий себя литовский адвокат, а станет после этого меня защищать. Не знаю, как у вас, а у нас в стране только один государственный язык, литовский. У нас даже собаки лают не так, как в России. Не гав-гав, а гавс-гавс», с напускным гневом отверг я нелояльное по отношению к стране моего гражданства предложение таможенника. «Вы хотите, чтобы вам был сделан перевод?» спросил он, глянув на свои наручные часы. «Но тогда вы однозначно не успеете на рейс». Таможенник блефует, однако. «Это у него цейтнот, а не у меня». «Разумеется, хочу и встречу с литовским консулом, а уж потом все, что угодно. Образец почерка, слепки зубов, да хоть тест на беременность, но в присутствии адвоката», выдал я. «Счастливого полета», неприязненно глядя на меня, сказал таможенник, и, вложив билет в мой паспорт, пододвинул его ко мне. «Молцумеск», стерженно поблагодарил я таможенника по-молдавски. Глава двенадцатая Молитва, ставшая девизом общества «Анонимные алкоголики», звучит примерно так. «Господи, дай мне силы изменить то, что изменить можно, дай мне терпение принять то, что изменить нельзя, и дай мне мудрость отличить одно от другого». Хорошо им, алкоголикам, а в особенности анонимным. Они хотя бы могут надеяться на дружескую помощь своего небесного куратора. Мне же надеяться было совершенно не на кого. Мало того, мой куратор и друг сам нуждался в моей помощи. И сейчас, пересматривая во второй раз запись камеры видеонаблюдения из моей квартиры, я могу, так сказать, задним умом оценить свои поступки за последние сутки на предмет потраченных сил, переизбыток терпения или недостаток мудрости. Итак, что я мог изменить, а что нет? Я засветился перед Интерполом. Это я изменить уже не мог. Кроме того, бронируя авиабилеты до Подгорицы, я засветил свой конечный пункт прибытия и тем самым свою официальную квартиру. И судя по времени на записи камеры видеонаблюдения, мой самолет еще только шел на посадку в аэропорту Будапешта, а двое парней в масках балаклавых уже вскрыли мою квартиру, наскро, но деликатно ее обшмонали и наставили жучков и камер во всех комнатах. Просматривая запись в первый раз, я удивился поспешности, с которой парни ретировались из квартиры, наткнувшись на камеру, установленную мной. Теперь-то я понимаю, эти парни это самостоятельная команда Ватиканской разведки. Они просто решили, что наткнулись на камеру, установленную их коллегами из Интерпола. Интересно, знала ли Марина о двойном видеонаблюдении? Если она не из Интерпола, то должна была знать. Тогда для нее видеозапись благо, отчет писать не надо. Есть и еще одно если. Если я сам страдаю шизофренией, то Марина вообще ни при чем. Если, если, одни если. Впервые с Мариной я столкнулся в аэропорту Будапешта. Вернее, эта дамочка, мчавшись, как угорелая, на регистрацию, сама налетела на меня. При этом ее дамская черная сумочка выпала у нее из рук, и по полу раскатились многочисленные женские мелочи. Даже не глянув на меня, она зло бросила в мою сторону фразу на русском, мол, мудила, смотри, куда прешь. Отставив свой дорожный чемодан, она принялась быстро подбирать свои вещи. Я поднял с пола пару вещиц и, извиняясь в своей неуклюжести, передал ей тушь для ресниц и упаковку, судя по переплетенным значкам Марса и Венеры, контрацептивов. Дамочка, вполне натурально смутившись, то ли моего знания русского языка, то ли упаковки, быстро забрала у меня свои вещи, сунув их в сумочку и, подхватив свой чемодан, быстро укатила прочь. Сцена, если это была сцена случайного знакомства, чтобы я ее запомнил и при этом ни в чем не заподозрил, была разыграна психологически тонко. Конечно, я ее запомнил. Дамочка выглядит лет на двадцать восемь, хотя реально ей, наверное, лет уже тридцать пять. Коротко стриженная невысокая брюнетка с точеной фигуркой. Не сказал бы, что красавица, во всяком случае, миловидная, с каким-то шармом Лейзи Минелли. Маленькие, почти без мочек ушки, со скромными, но без сомнения брюликами. Золотое колечко с камнем побольше, на безымянном пальце левой руки. Тонкий аромат дорогих духов. Строгий темно-вишневый деловой костюм, состоящий из пиджака и юбки-карандаш выше колен, странным образом не скрывал, а подчеркивал выдающиеся части ее фигуры. Стройные загорелые ноги в черных туфлях на высоком каблуке. Короче говоря, обеспеченная, самодовольная стерва, берущая от жизни все, что ей захочется. И, разумеется, я тогда ее ни в чем не заподозрил. Мне было не до нее. Свершая провокационные маневры, я проверялся на предмет хвоста. Обнаружив за собой слежку, я несколько успокоился и больше не обращал внимания на окружавших меня людей. Было очевидно, что меня теперь будут вести, передавая с рук на руки до самой подгорицы, и никаких осложнений ни с границы, ни с таможни в аэропортах у меня больше не будет. И я был сильно удивлен, увидев знакомую фигурку, дефилирующую в сторону туалета по салону самолета рейса Будапешт-Белград. На обратной дороге дамочка, увидев меня, слегка улыбнулась. Видел я ее и на посадке на рейс Белград-Подгорица. И уж совсем не удивился, когда она после взлета, примило улыбаясь, попросила моего соседа, пожилого серба, поменяться с ней местами, мол, хочется поболтать на родном языке с соотечественником. Разумеется, тот ей не отказал. Кто же откажет такой? Я же говорю, стерва. Нет, я за вами не слежу, хотя видеть раз за разом такую восхитительную попутчицу одно удовольствие. Нет, в Будапеште я был проездом, направляюсь домой, в Черногорию. Сутаморио, прекрасный курорт. Нет, я направляюсь не туда, я живу в Подгорице. Разрешите представиться, Ицхокас Вайденбаумс. Для друзей и прелестных женщин просто изя. Я уроженец Литвы. У вас очаровательные яхонтовые глаза. Ваша лесть вгоняет меня в краску. Марина Акулова, уроженка Украины. Сейчас живу в Будапеште. У меня небольшой туристический бизнес. Направляюсь в Сутаморе. Решила взять в лизинг небольшой готель. Я в прошлом каме-выезжор, торговля артефактами. Отошел от дел по причине получения крупного наследства. Нынче Бон Виван и начинающий литератор. Нет, пока у меня нет опубликованных книг. Веду переговоры с издателем. О чем пишу? Это пока секрет. Боюсь сглазить. И так далее, и тому подобное. Разговор вроде бы ни о чем. Обычный трюп попутчиков. Комплименты женщине, кокетливые возражения и наводящие вопросы с ее стороны. Короче, бла-бла-бла. Только вот, когда много болтаешь, сложно не сболтнуть чего-нибудь лишнего, за что противник мог бы зацепиться. А я почти не сомневался, что рядом со мной противник. Серьезный противник. Вот Марина задала очередной свой вопрос. Но тут, пожалуй, ничего опасного. Обычное женское любопытство. Артефакты? Я торговал старинными китайскими картинами и фарфором. Нет, это на любителя. Я лично никогда не понимал, за что же коллекционеры платят такие деньжищи. Нет, почти ничего. Себе я оставил только пару висиц. Миниатюру на шелке и склеенную фарфоровую вазу времен династии Мин. Династия Мин? Это какой же век? Пятнадцатый. Я слышала, что даже разбитые и склеенные старинные китайские вазы это целое состояние. Как бы я хотела увидеть это чудо. Жаль, не получится. А вот и момент выбора. Марина явно напрашивалась на приглашение ко мне в гости. Ей зачем-то нужно было попасть в мою квартиру. Я тогда думал, может, наставить жучков? Я тогда не знал, что жучки уже наставили. Или проверить мою легенду о торговце артефактами? Жучки меня нисколько не страшили. Моя официальная квартира это муляж. Я вообще не собирался в ней появляться. Мой антиквариат тоже не вызывал опасений. Обе вещицы искусной подделки. Китайцы большие мастера на такие штуки. Шелк у миниатюры в заправду настоящий пятнадцатого века. И красители старые, правда искусственные, а не линовые, середина девятнадцатого века. Но без хроматографа это не проверить. А с вазой и того лучше. Донышко с фирменным клеймом и еще несколько осколков действительно от вазы времен династии Мин. А остальной новодел не каждый эксперт на глаз отличит. Так что выбор был. Можно было зазвать Марину в гости или уклониться под каким-нибудь предлогом от посещения моей квартиры. Я выбрал первое. Почему не получится? Я приглашаю вас в гости. Ерунда. Электрички от Подгорицы до Сутаморя отходят каждый час. Полчаса уговоров и жеманных отказов типа «Домой! К малознакомому мужчине! Как-то неудобно!» Никаких приставаний, честно? И Марина наконец-то согласилась задержаться на часок, чтобы взглянуть на мой антиквариат. Самолет в Подгорицу прибыл по расписанию. Дождавшись, когда Марина получит свой чемодан, кликнул такси. Назвал таксисту адрес главпочтамта. Марина никак на это не отреагировала. Либо железная выдержка, либо на самом деле не знала моего адреса. Углавпочтамта извинился, мол, надо заскочить на почту, жду письма от своего куратора, литературного агента. Выйдя из такси, направился к зданию почты. На пороге, украдкой оглянувшись, заметил, что из машины, которая остановилась вслед за такси, выскочил молодой парень и чуть ли не бегом направился вслед за мной. Нарушка? Хвост? Странно. А Марина тогда кто? Или ее подстраховывают? На почте было немноголюдно. Встал в очередь к окошечку выдачи корреспонденции. Парень, что зашел вслед за мной, пристроился сзади меня. Нервничает паренек. Весь извертелся, буквально дышит мне в затылок. Похоже, Интерпол прошляпил вариант с почтой. Небось, перелопатили кучу соцсетей и почтовых сервисов, а об обычной почте до востребования на мое имя не додумались. Дождавшись своей очереди, подал в окошечко свой паспорт. Есть. Есть для меня письмо. Значит, я не ошибся. Андрей на свободе, и он прислал мне весточку. Сунув письмо в карман куртки, направился к выходу. Как там у Высоцкого? Я не люблю, когда читают письма, заглядывая мне через плечо. Извинившись перед Мариной за задержку, пообещал компенсировать ожидания шикарным презентом. На вопрос Марины о книге похвастался, что от издательства получено подтверждение о публикации в ближайшее время моей книги. Тронулись дальше. Недалеко от своего дома попросил водителя сделать остановку возле цветочного магазина. Пока флористка составляла роскошный букет, достал из кармана куртки письмо. Отправлено из Москвы. Адрес и имя отправителя мне ничего не говорили. Вскрыл конверт. В конверте ни письма, ни записки, только фотка мужика средних лет в рыбацком костюме на лодке и бумажная обертка от безопасного лезвия. С оберткой понятно. Вместо подписи письмо от бритвы. Стала рассматривать лицо на фотографии. Знакомое лицо. Где-то я его видел. Вспомнил. Это же кореш Андрея, Николай из Красновишерска, который помогал нам в заповеднике избавиться от джипа. Вот теперь все ясно. Андрей добрался до Пермского края. Чтобы найти его, мне надо попасть в Красновишерск и отыскать там Николая. Возможно, в московском адресе улицы и номер дома это подсказка. Конверт с фотокарточкой убрал в карман, избавлюсь от них позже, когда за мной не будет вестись наблюдение. Парень, что заходил вслед за мной на почту, заглядывая в окна, крутился подле магазина. Расплатившись за букет, вышел из магазина и, не обращая внимания на слежку, направился к такси. Странные эти существа, женщины. Казалось бы, все у нее и есть. Что ей еще надо? К тому же она на работе, а цветам радуется, как девочка. Ну ладно, все это лирика, просто поток воспоминаний. Повторный просмотр записи опять ничего не дал. Марина, находясь в моей квартире, когда я отлучался из гостиной, по карманам, ящикам и шкафам не шарила, никаких жучков не расставляла. Надо признать, что к Интерполу она никакого отношения не имеет. Не подвела под статью об изнасиловании, не споила клофелином, я сам под утро заснул от усталости, не придушила под конец спящего своим бюстгальтером и не сдала меня тепленького спецслужбам. Если она не поступила со своим костюмом так же, как Моника Левинский со своим платьем, то и к Ватиканской разведке она никакого отношения не имеет. Получается, ее действительно интересовал только секс, а я законченный псих. Левинский, Левинский, пожалуй, можно пересмотреть запись на предмет использования костюма еще раз. Вот мы зашли в квартиру. Пока Марина с восхищением рассматривала мой антикварет, я соорудил на журнальном столике небольшой фуршет из шоколада, консервированных ананасов и шампанского. Для начала выпили за искусство эпохи династии Мин, потом за успех Марининых начинаний в Черногории, потом за мои успехи на литературном поприще, затем я спохватился, что вначале надо было выпить за знакомство, за которое я предложил выпить на брудершафт. Марина, завистливо смеясь, согласилась. После продолжительного поцелуя она, призывно улыбаясь, расстегнула полы своего пиджака. Пиджак был надет поверх черного ажурного бюстгальтера. Я потянулся к Марине, но она отстранила меня и спросила, не найдется ли у меня полотенца для душа. Полотенце у меня нашлось. В свое время я приложил немало усилий, чтобы эта квартира выглядела жилой. На кухне полный комплект бытовых приборов от микроволновки до соковыжималки. Посуда, вилки, ложки, само собой. В прихожей, в шкафу купе, плащи, зонт, ботинки. В спальне два комплекта белья. В ванной электробритва, зубные, щетка и паста, гели и шампуни. На сушилке стиранные носки, а в корзине для грязного белья ношеные рубашки и пижама. Конечно, я готовился, хотя и не рассчитывал, что все это когда-нибудь мне может пригодиться. Так, вот Марина, завернувшись в полотенце, вышла из ванной. Дальше стриптиз, переходящий в домашнее порно. Что за женщина? Что вытворяет? Мое участие это роль второго плана. Перемотаем немного. Так, вот мы, кувыркаясь на паласе, уронили журнальный столик, один из фужеров разбился, и я слегка порезал руку. Вот Марина достала из своей сумочки бинт и пластырь, остановив кровотечение бинтом, заклеила ранку. Вот Марина продолжила мое лечение уже в роли бесстыжей медсестры. Еще перемотаем. Вот я ушел на кухню за второй бутылкой шампанского. Марина достала из сумочки губную помаду и подкрасила губки. Стоп! Есть! Вот оно то, что я не заметил в предыдущих просмотрах. Убираю губнушку, Марина ловко смахнула с тумбочки в сумочку один из окровавленных бинтиков. Зачем тебе понадобился бинтик, Мариночка? Зачем ватиканской разведке образец моей крови? Им же не с чем его сравнить. Машину в багажнике, который меня перевозили, баламут сжег. Мой коттедж в Сутаморе взорван, а возникший после взрыва пожар окончательно уничтожил все биологические следы. Тогда получается, что Ватикан хочет вначале доказать, что я вообще не Ицхокас. Наверное, постараются отыскать в архивах мою медицинскую карточку из детской поликлиники Клайпиды или эксгумировать останки моих родителей в Израиле. Ладно, флаг им в руки. Только вот интересно, зачем ватиканская разведка избрала такой сложный способ, задействовав, можно сказать, Никиту? Могли ведь просто подкараулить где-нибудь в подземном переходе и разбить лицо в кровь? Нет, им зачем-то надо, чтобы я приехал в Сутаморе. Марина, прощаясь, оставила мне номер своего телефона и взяла с меня обещание навестить ее в отеле в ближайший уикенд. Наверное, надеются опознать во мне Грека Костаса Пападопулоса. Ну, это уж дудки. Нынче Исхокас Вейденбаумс, как и Костас Пападопулос почти месяц назад, пропадет без вести. Проводив Марину до такси, я вернулся в квартиру. Зашел в ванную комнату и включил в сеть свою электробритву. При желании, конечно, ею можно было и побриться, но моя бритва имела и второй режим работы, режим глушилки. При работе в этом режиме в радиусе 500 метров в течение получаса не будут работать ни сотовые телефоны, ни беспроводные камеры видеонаблюдения. Включив глушилку, я вышел на балкон. Отодвинув давно уже открученную панель, я перешел на балкон квартиры смежного подъезда. Эта квартира принадлежала молодой работающей паре, днем их дома никогда не бывает. Легко вскрыв в пластиковый стеклопакет балконного окна, проник в квартиру. В прихожей, глянув в глазок и убедившись, что на площадке никого нет, вышел из квартиры. Закрыл дверь своими ключами. Слепки с ключей соседей я сделал, когда совершал дружеский визит вежливости. спустился по лестнице с седьмого этажа на второй и открыл дверь своей настоящей квартиры, купленной мной на подставное имя. Пусть теперь Интерпол, который без сомнений ведет наблюдение за подъездом моего дома, поломает голову, как я ушел, через чердак или через подвал дома. А я перекантуюсь здесь пару-тройку дней. За это время я свяжусь с принцессой горы Пуэнт-де-Ронс, которая выведет меня на сэра Джона. А потом двину в Россию. Мой друг Андрей нуждается в моей помощи. Правда, у меня в запасе больше не осталось справных документов, только фальшивые, а мне предстоит преодолеть чуть ли не десяток границ. Но это не беда. Я полжизни прожил по фальшивым документам, а нелегальное пересечение границ — моя специальность. Глава тринадцатая Молчи, скрывайся и таи и чувства и мечты свои. Кажется, так было у Тютчева. Насчет Тютчева не уверен, а у меня все обстояло именно так. Меня, как того тамбовского волка, флажками обложили со всех сторон облавами, таможнями и границами. Но мне надо выскочить за флажки. Все непременно надо попасть в город Красновишерск, Пермского края России. Поразмыслив здраво, пришел к выводу, что в Россию легче всего попасть через воюющую с Украиной Новороссию, имея украинский паспорт с Донецкой или Луганской пропиской, с потоком беженцев и раненых, несложно попасть в Ростовскую область России, а уж оттуда, под предлогом переселения к родственникам, в Пермь. Украинский паспорт не вопрос, деньги на счетах есть. Позвоню Аргусу, он изготовит и доставит паспорт куда надо. Вопрос куда? Слишком много границ разделяет Украину с Черногорией. Как мне попасть на Украину? Почти двое суток с небольшими перерывами на сон и еду и кратким общением с принцессой горы Пойнт-де-Ронс я просидел перед компьютером над Яндекс и Гугл-картами и спутниковыми снимками. Наконец в голове начал складываться план. Конечный пункт Одесса. А идти надо будет через Албанию. Надо зафрахтовать судно албанских контрабандистов, например, под предлогом провоза на Украину партии оружия для повстанцев, и двинуть К-10 по морю через проливы Дарданеллы и Босфор. Разумеется, это рискованно. Контрабандисты весьма и весьма небезопасные люди. Запросто могут кинуть. Знаю это по опыту общения с молодости страху. Страх страхом рискнуть придется. Вчера, сразу после завтрака, я решил отыскать игру Elves vs Goblins и оставить весточку для Сэра Джонса. Однако меня ждало сильное разочарование. Поисковики выдавали мне сотни тысяч совершенно бесполезных ссылок на что угодно, только неискомую мной игру. Никаких нервов и времени у меня не хватит на разбор этих завалов мусора. Спрашивается, как найти черную кошку в темной комнате. В задумчивости ввел запрос в поисковик про черную кошку. В ответ получил уже миллион ссылок, но первая же дала неожиданную подсказку. Сначала найдите темную комнату. А ведь и верно, Сэн Джон упоминал о Deep Web. Я не там ищу. Глубокий или темный веб час от часу не легче. Невидимая глубинная часть интернета это скопище обособленных анонимных сообществ, конспирологов всех мастей, темных дилеров, торгующих всем и вся, наемных убийц и прочих асоциальных личностей и извращенцев. Однако к информации, хранящейся на просторах темного веба, в большинстве случаев нельзя получить доступ через обычный интернет, поскольку такие сегменты глобальной сети могут и вовсе не иметь подключения к нему. Чтобы попасть в анонимную часть сети, потребуется установить специальное оборудование иметь либо персонифицированные приглашения, либо цифровой подпись или сертификат. Как Тедди умудрился выйти на игру? Впрочем, понятно, случайно, прежде чем начать играть, он чуть ли не сутками чатился в немецких форумах, там он кому-то глянулся, и ему выдали персональное приглашение. Как говорится, новичкам везет, но не факт, что и мне повезет, если я пойду таким же путем. Как неприскорбно это было признавать, я совершил ошибку, не продумав заранее запасных каналов связи с сэром Джоном. Конечно, со временем я смогу его отыскать. Мне известно, где находится его замок, и что он получает доход от продажи виски под маркой Боб Рой. Затеяв тяжбы за землю или за марку виски, я неизбежно выйду на его адвокатов, которые и выведут меня на него самого. Но это потом, не сейчас. И МакГрегор тоже хорош. Думал, если я сталкер, то без мыла пролезу куда угодно и сумею сыскать что хошь, хоть черта лысого. А вот хренушки. Темный веб это совсем другая зона отчуждения. Тут совсем другие правила и законы. Стоп. Законы и правила действительно другие, но всегда найдутся люди, готовые, например, просто из любопытства, в силу обстоятельств или за деньги, нарушать установленные правила и законы. И у темного веба есть свои сталкеры, хакеры. Немного порывшись в открытом интернете, к моей великой радости я нашел несколько предложений как от умеренных хакеров просто найти в сети сайт, документ или базу данных, так и от суровых. Найти, взломать или завалить сайт DDoS-атакой. За деньги, разумеется. Связываться с суровыми хакерами мне не хотелось, хотя их квалификация не вызывала сомнений, и они реально могли предъявить результаты своего труда. Не хотелось, во-первых, потому, что мне надо было просто отыскать нужный мне ресурс, а не хакнуть его, а во-вторых, они могли оказаться вообще не хакерами, а подставы американских NSA или FTC. Не хватало мне еще и этих лягавых подцепить себя на хвост. Но и знакомство с условиями умеренных хакеров сильно поубавило мой энтузиазм. Например, у них были такие условия. Я был обязан вначале зайти в систему прокси-серверов с определенного сайта скачать и установить на своем ПК их фирменный анонимайзер, с помощью которого можно попасть на страницу заказа. Затем надо заполнить специальную форму поискового задания, оплатить оказание услуги одной из криптовалют и ждать результат в течение суток. Исполнитель со своей стороны обещает выполнить заказ в срок или вернуть деньги. Очень смахивает на банальный лохотрон. Нет уверенности, что исполнитель, получив деньги, вообще будет что-то искать. А если будет, но не найдет, вернет ли деньги? Залягут на глубине, и хрен потом с них что взыщешь. Положим, до Красновишерской я и без Макгрегора доберусь. Но как без его помощи вытаскивать Тедди из клана стуканцов? Ладно, сделаю запрос, хотя бы для очистки совести перед сэром Джоном. Сутки ожидания я мог себе позволить, да и деньги небольшие. Сходил на соответствующую биржу, запасся, биткоинами. Ставить на свой компьютер сомнительные программы мне не хотелось, поэтому, распаковав запасной планшетник, приступил к выполнению присланных инструкций. Минут через сорок я сформировал заказ и оплатил его. Теперь оставалось только ждать. Отложив планшет в сторону, занялся картами и спутниковыми снимками. Каково же было мое удивление, когда часа через три, заглянув в планшет, я обнаружил положительный ответ от хакеров. Подгрузив на планшет очередной анонимайзер, закачал игру и вошел в нее. Ай да, сукины сыны эти в хакеры, нашли таки. Это была та самая игра, ту самую заставку к игре я видел на ноутбуке Тедди. На удивление, регистрация в игре оказалась бесплатной. Как мы и договаривались с сэром Джоном, я зарегистрировался под ником Loan Wolf, благо, ник оказался свободным. Далее выбор расы. Троули, орки и гоблины, несмотря на их свирепые рожи, меня не впечатлили. Эльфы или люди? Пусть будут люди. Дальше специализация. Сорсессор, некромансер, паладин, барбариан, амазонка и монг. Так, маги отпадают однозначно, не мое. Отпадают также паладин с барбарианом. Танцы с саблями в мои планы не входили. Амазонка лучница или рукопашник монг? Лук мне ближе, чем рукопашка. Пользоваться арбалетами в зоне мне раньше уже доводилось, но вот трясти перед всеми обнаженными сиськами как-то не хотелось. Значит, монг. Тем более, у Джо Девера, если мне не изменяет память, есть серия книг о монахе-воине «Одиноком волке». Итак, монах. Бритый череп, босые ноги, голый торс и короткие штаны. Далее выбор одежды. Поменять можно только цвет штанов и первую магическую наколку на предплечье. Не густо. Штаны выбрал в буддийском стиле, цвета детской неожиданности. Наколку в виде оскаленной головы волка, я так понял, ярость волка. Из оружия только деревянный посох. Загрузка карты, загрузка текстур и я в игре. Городок Фри Таун, мощеная булыжником главная площадь, отдаленно напоминающая ратушную площадь Риги. В нижних этажах двух- и трехэтажных домов всевозможные лавки, мастерские и кабаки. На площади немноголюдно, но кого тут только нет. Орки, гоблины, эльфы. Встречаются и люди, и все при оружии, и в приличном бронеприкиде. На их фоне я выгляжу оборванцем. Площадной народ обратил внимание на мое появление и время от времени подходит ко мне, радушно приветствует, чаще всего на английском или немецком, и пытается втюхать мне броню, оружие, волшебные кольца и амулеты. Я вежливо отказываюсь. Неужели не видно? Я нищий монах, у меня в кошельке ни одной полушки. Ах, вот в чем дело. Кошелечек-то оказывается волшебный, и есть возможность пополнять и снимать наличку с помощью большого числа криптовалют. По-видимому, большинство собравшихся на площади – барыги, делающие свой бизнес на вновь прибывших. Теперь понятна экономическая основа игры. Зачем брать плату за регистрацию в игре, если можно снимать определенный процент с каждого игрока во время конвертации криптовалют в местные талеры и обратно? Чтобы не привлекать к себе излишнего внимания и скоротать время, решил прошвырнуться по городу. Поход по лавкам и кабакам дал много любопытной информации. Например, можно подзаработать деньжат, выполняя различные поручения лавочников, или записаться в наемники – в каждом кабаке есть вербовщики – в одну из сложившихся банд. Имея достаточно средств, можно сколотить собственную банду и тем самым еще больше заработать. Но можно и не заработать, а лишиться всего, что имеешь, нарывавшись на банду или в составе банды на более крупную частную армию. Натурально, симулятор суррогатной жизни, разве что самой жизнью не рискуешь. Если бы не средневековый антураж и мифические существа, типа эльфов и гоблинов с их магией, то создавалось бы полное ощущение, что попал домой, в зону. Хотя, какие к чертям собачьим они мифические? Живого гоблина я сам видел, а сэр Джон утверждал, что самолично лицезрел темного эльфа, а один светлый эльф у него вообще в приятелях. Кстати, о сэре Джоне. Начало десятого по киевскому времени. Пора возвращаться на площадь. Пора искать принцессу горы Пуэнт-де-Ронс. А что ее искать? Вон и она в центре площади общается с какой-то пышногрудой амазонкой. Видеть коблинских особей женского пола мне раньше не доводилось. Судя по внешности Тедди, я представлял их себе иначе, в виде колченогих морщинистых страхолюдок. А тут художник явно постарался. Гоблинка больше походила на воительниц из японских аниме. Довольно пропорциональная стройная фигурка, стройные ножки, симпатичная раскосая мордашка, разве что носик слегка длинноват. Короткой платьице и большущий двуручный меч в перевязи за плечами довершал сходство с мультяшным персонажем. А в общем-то мне без разницы как выглядит этот бот, мне с ее лица воду не пить, у меня к ней вполне конкретное дело. Дождавшись наконец, когда амазонка отчалит по своим делам, я подошел к принцессе и предложил ей пообщаться в чате. Та вошла в чат и что-то написала, по-моему, на немецком. В немецком я не в зуб ногой, да и расклады клавы у меня русско-английская, поэтому я, в надежде, что она поймет хотя бы слово «аурванг», ответит по-английски. «Regard from аурванг for». Принцесса в ответ разразилась целой тирадой, из которой мой лингво соорудил что-то несуразное про шланг, наполняющий чашу терпения. И еще принцесса что-то сбросила передо мной на мостовую. Я поднял. Это оказался амулет, который представлял собой круглый медальон с изображением змеи, обвивающий чашу. Амулет лечения, что ли? А нахрена он у меня сдался? У моего монка и так железные нервы, здоровые почки, гимнастика йога, трусца. И так ежедневно, и так непременно, и только вот так до конца. Тьфу ты, чёрт, чего это я распелся? К тому же, ни в какие боевые действия я ввязываться и вовсе не собирался. Хотел попытаться всё это втолковать этой балбеске, но она уже вышла из чата со мной и вступила в диалог с подошедшей амазонкой. Похоже, это теперь надолго, и хумать. Ладно, зайду попозже. Я вышел из игры. Часок посидел над картами и снова зашёл в игру. К моему огорчению принцессы на площади не было. Зато в амулете произошли некоторые изменения. Змея спрятала свой раздвоенный язык, раскрыла пасть и выставила над чашей свои ядовитые зубы, а на дне чаши собралось немного янтарно-жёлтой жидкости. Надо присмотреться к змее. И точно, раз в две минуты на концах ядовитых колыков змеи образовывались и срывались в чашу желтоватые капли. Вот теперь я, кажется, понял. Змея это и есть шланг, наполняющий чашу. А сама чаша это часы. Надо запастись терпением, как только чаша наполнится, так и наступит час встречи с сэром Джоном. Ох, не люблю я ждать, а потом догонять. Ну да ладно, надо хоть немного поспать. У того же Тютчева есть и такие строки. Живя, умей все пережить, печаль и радость и тревогу. Чего жалеть, о чем-то жить, день пережит и слава Богу. Утром первым делом заглянул в амулет. Чаша была заполнена уже наполовину. Вот и славненько. Если так и дальше дело пойдет, то к вечеру и настанет время че. Весь день я периодически наведывался в игру, и вот, наконец, чаша наполнилась, а змея захлопнула свою пасть и высунула свой раздвоенный язык. Кончики языка едва-едва шевелились. Я стал внимательнее присматриваться к собравшимся на площади барыгам. Интересно, кого вынюхивает змея? Если МакГрегора, то под какой же личиной он тут скрывается? Почему ко мне никто не подходит? Или я неправильно истолковал назначение амулета? Из лавки, торгующей магическими свитками, один за другим вышли два мага. Первый низенький со свирепой рожей гоблинской, второй высокий, стройный и симпатичный эльфийский. Кончики языка змеи зашевелились быстрее. Похоже, один из них и есть сэр Джон. Который из двух? Оба сорсессеры высших рангов. Эльфийский маг с ником Ингвар остался стоять возле лавки, а второй с ником Биг Бэт Джон подошел ко мне. Мистер Бирюк приветствовал меня маг в чате на русском. Положим, ник Лоун Волф на русский можно перевести как Бирюк, но является ли Биг Бэт Джон сэром Джоном? Проверочка, однако, устроить не помешает. Сэр Джон, я вас сразу и не признал, богатым будете. А как поживает ваша дочь? Забросил я прудный камень. Спасибо, и у миссис Макрополос все хорошо, снова вышла замуж, ответил Макгрегор, поняв проверочный смысл моего вопроса. А как у вас дела? Есть ли новости от мистера Бритвы? Можно расслабиться. Это действительно Макгрегор. Чего удивляться, что сэр Джон выбрал в качестве расы гоблинов, ведь он относит себя к дварфам, а не к людям. Не в альфийском же прикиде ему по игре разгуливать. Интересно, а кто второй? Охранный бот-сателлит или человек? У Бритвы все более-менее. Он выбрался с Украины. Похоже, он действительно идет за Тедди. Добрался, по крайней мере, до города Красновишерск в Пермском крае России. А от Красновишерска до горы Стуканцов в заповеднике вообще рукой подать. Всего каких-то два лаптя по карте, ответил я. «Я так понимаю, у вас самого дела не очень?» то ли спросил, то ли констатировал МакГрегор, в очередной раз демонстрируя, что он хорошо владеет русским и даже в написанном видит недосказанное. «Я бы так не сказал. Во всяком случае, дела у меня не хуже, чем у Бритвы. Я тоже вышел из зоны и из Украины и добрался аж до Подгорицы. И так же, как он, теперь полностью на нелегальном положении», ответил я и вкратце пересказал МакГрегору перипетии моего выхода. «Что вы теперь намерены делать?» спросил МакГрегор. «Двинув Красновишерск на помощь Бритве», ответил я и рассказал о своих планах добраться до Одесса с помощью албанских контрабандистов. «Обождите немного, мистер Бирюк, мне надо переговорить со своим другом», выдал МакГрегор, прервал чат и направился к эльфийскому магу. «Значит, второй маг все же человек». «Оно и понятно. Для сателлита уровень «Спеллсингер» это уж слишком. Через пару минут МакГрегор вернулся ко мне и написал «Мистер Бирюк, не нужно никаких контрабандистов. Мой друг Ингвар переправит вас в Одессу на своей яхте». «Сэр Джон, контрабанда это ремесло, ему учиться надо». «Согласитесь, простого обладания яхтой для этого дела явно недостаточно», возразил я. «Не сомневайтесь, мистер Бирюк, Ингвар спеллсингер по жизни. Он переправит вас в Одессу без каких-либо затруднений», возразил МакГрегор. «Спеллсингер, как это понимать, певец заклинаний, маг, чародей, фокусник? Только гудей мне в подельнике не доставало». «Мистер Бирюк, забыл сказать, что собой представляет яхта Ингвара. Это трехпалубное судно длиной более сорока метров. На яхте предусмотрена спутниковая связь, скоростной интернет, бассейн-джакузи с баром, плазменные панели и многое другое, включая двухместную подводную лодку», добавил МакГрегор. «Нихрень наш себе яхта, она ж стоит немеренных бабок». «Однако этот факир, дружок МакГрегор, богат, как русский олигарх или арабский шейх, какой-нибудь Ингвар Паша». «Кстати, какой он национальности? И с какой стати при его-то бабках ему ввязываться в контрабанду? Хотя вполне возможно, что он просто изнывает от тоски. Симулятор жизни его уже не устраивает? Ему хочется пощекотать себе нервы в реале?» «Впрочем, до его нудьги мне дела нет, а вот то, что судно достаточно большое, сильно обнадеживает. Вполне можно найти и обустроить подходящий схрон на случай пограничного и таможенного досмотра. Да и подводная лодка для высадки на украинском побережье весьма кстати. «Бар с джакузи звучит заманчиво», ответил я. «Соглашайтесь, мистер Берюк, Ингвар сейчас в Венеции. В Сутаморе он может быть уже через три дня. Там он вас и заберет», выдал Макгрегор. «Только не из Сутаморе. У меня с этим местечком плохие ассоциации. Пусть он меня подберет в курорте «Бар». «Хорошо, пусть будет «Бар»,» согласился Макгрегор и назвал мне номер телефона Ингвара для прямой с ним связи. «Сэр Джон, а Ингвар кто по национальности? Судя по имени Скандинав? По-русски-то он понимает?» не удержался и спросил я. «Можно сказать, что и Скандинав. Во всяком случае, он родом из тех мест. Я знаю, что он хорошо владеет русинским языком и в России он бывал, так что особых затруднений в понимании у вас с ним не возникнет», ответил Макгрегор. Вот опять Макгрегор выдал неоднозначную фразу «В понимании у вас с ним». «А у него со мной?» «Я сам себя порой не понимаю». «Сэр Джон на что-то намекает или просто описался?» «Переспросить или не стоит?» «Впрочем, черт с ним, с Ингваром. Главное, чтобы я его понимал». «Сэр Джон, а как дела у вас?» спросил я. «Немногим лучше, чем у вас с бритвой. Я хоть и дома и на легальном положении, но за мной установлена слежка, пока непонятно кем. Поэтому я завтра вылетаю в Гонконг, а оттуда в Пермь через Шанхай, по дороге и попытаюсь оторваться от слежки», ответил он. «А если не получится?» спросил я. «Останусь Макгрегором. Дождусь, когда вы доберетесь до Перми, а там уж решим, как быть дальше». «Сэр Джон, еще один вопросик. Отчего у вас такой странный для гоблина ник в игре? Биг Бет Джон?» спросил я. «Воспоминания о детстве. Детское прозвище. Большой злой Джон, так называли меня мои дворские братья. Я уступал им в способностях к магии, зато был крупнее и сильнее их. Что они только не вытворяли надо мной. Семейка Адамс отдыхает. Зато, когда я их подлавливал по одному где-нибудь в темном углу, тогда им крепко от меня доставалось. Дошло до того, что мой отец был вынужден приставить ко мне своего личного телохранителя, иначе дело могло кончиться смертоубийством. После этого братья немного присмирели, да и у меня стало меньше поводов и возможностей их дубасить», ответил МакГрегор. «Ясно, сэр Джон. Как будем держать связь дальше?» спросил я. «Пока я не оторвусь от слежки, связь будем поддерживать вот так же через чат игры. Заходите в игру в это же время. Дополнительный сеанс связи в девять утра. Это на всякий случай. Если у вас не получится выйти вечером», ответил МакГрегор. «Хорошо, сэр Джон. До завтра». Я вышел из чата и покинул игру. Глава четырнадцатая После невмиру разгулявшейся штормящей Адриатики море Ионическое встретило нас почти полным штилем. Вот уже сутки морская яхта Сент-Олаф под Мальдивским флагом тихо скользит по водной глади моря. Идем в нейтральных водах. Ориентиров нет. Ни встречных кораблей, ни береговой линии. Если бы не мерное гудение двигателя корабля, мелкая вибрация палубы и расходящиеся от форштевня волны, то создавалось бы полное ощущение, что судно вообще никуда не движется. Не нравится мне это тишь да гладь. Как, впрочем, и сам корабль. Нет, спору нет. Яхта во всех отношениях замечательная. Три палубы, бассейн с джакузи, солярий, просторная кают-компания, две каюты вип-класса, не считая люкса хозяина яхты. Еще шесть гостевых кают на нижней палубе. Меня, к слову сказать, заселили кругом отделка из ценных пород дерева, хрусталя и бронзы. Вышкаленный в строгой униформе экипаж, всего и насчитал человек двенадцать, хотя, возможно, их на судне и больше. Судя по внешнему виду и говору, никак не жители Мальдив, а скорее норвежцы. Особенно колоритно выглядят капитан и старпом, этакие морские волки со шкиперскими бородками и трубками в зубах. И владелец судна, разгуливающий по кораблю в плавках и пляжном халате, мне тоже не понравился. Во всяком случае, поначалу. Я ожидал увидеть пожилого джентльмена, владельца, шахт, газеты, пароходов, уставшего от финансовых и биржевых баталий и вышедшего на покой, который от непривычного ему безделия увлекся таким суррогатом жизни, как элфс versus гоблинс. Однако Ингвар оказался молодым парнем лет двадцати, пяти, тридцати. Высокий, хоть и худощавый, но атлетически сложенный, бледная, без загара кожа, впрочем, вполне характерная для скандинава. Светлые прямые волосы до плеч, голубые глаза, красивое лицо, приятная улыбка, накачанная грудь и пресс в кубиках мышц, мускулистые стройные ноги, сильные, но ухоженные руки с маникюром. Внешность киношного молодого викинга. Именно от таких парней женщины бальзаковского возраста при встречах писаются кипятком. Короче, типичная внешность жигла или стриптизера из дамских ночных клубов. Как он мог оказаться владельцем такой яхты? Либо и впрямь стриптизер, охмуривший престарелую вдову какого-нибудь Онасиса, либо один из новоришей современного шоу-бизнеса. Нет, нельзя сказать, что мне все не понравилось. Ингвар оказался хорошим собеседником. Как я и ожидал, он проявил живой интерес к зоне отчуждения, ее обитателям, мутантам и аномалиям. В бытность мою проводником мне доводилось водить в зону вот таких молодых и богатеньких домашних мальчиков. Как правило, столкнувшись с реалиями, они быстро теряли свою экзальтацию зоной, впадая в панику или, не знаю, что хуже, в ступор. Одно дело смотреть на бои без правил и совсем другое быть их участником. Поэтому, рассказывая Ингвару о зоне, я старался не романтизировать сталкерство, ведь зона это не только адреналин, это еще и пот, грязь, боль и кровь. Говоря об Ингваре как о хорошем собеседнике, я не совсем точно выразился. Сам им говорил мало. Его русинский представлял собой причудливую смесь русского, украинского и сербского языков. Макгрегор был прав, несмотря на присутствие в языке Ингвара устаревших церковно-славянских слов, типа «чресло», «око», «длань», «перст», я не испытывал трудности с его пониманием. А вот слушателем Ингвар оказался превосходным. Чем больше я рассказывал, тем больше он совершенствовал свой русинский в сторону русского языка, причем он не только пополнил свой словарный запас, но успешно копировал мой южно-российский выговор с вяканьем. Впрочем, занимаясь самообучением, он не терял нить повествования и перебивал меня, уточняя, если я пытался сменить тему или темнил. А темнить мне было отчего. Конечно, Макгрегор назвал Ингвара своим другом, но знает ли этот друг, кто такой на самом деле сэр Джон, понимает ли он в какую опасную игру ввязался. Однако, хватит лясы точить, пора уже начать что-нибудь делать. Еще сутки двое и мы достигнем пролива Дарданеллы, а там обязательный санитарный, считай, таможенный и пограничный досмотр. Пора бы мне уже ознакомиться с подводной лодкой. Мистер Берюк, не волнуйтесь насчет Черноморских проливов. Для транзитных яхт такого класса, как это, санитарный контроль это чистая формальность. Я бывал в Стамбуле, турецкие инспекторы ограничатся общением с капитаном судна, беспокоить хозяина яхты и его гостей они не посмеют. Ни с того ни с сего вставил Ингвар. Он что, читает мои мысли? Нет, он просто очень наблюдателен. Заметил, что я часто посматриваю на интерактивную карту нашего маршрута, выведенную на большую плазменную панель в кают-компании, в которой мы с Ингваром с бокалами скотч-виски в руках расположились. Ингвар, сэр Джон говорил, что вы бывали в России? Где именно? Воспользовавшись возможностью сменить тему разговора, спросил я. Я дважды был проездом в Ревеле и три месяца гостил у своего друга генерала Салтыкова в Санкт-Петербурге. Правда, это было очень давно, ответил Ингвар. Какой еще Салтыков? Что за Ревель? Ни фамилия генерала, ни название города мне ничего не говорили. Хотя нет, быть может, Ингвар имел в виду питерского генерала от шоу-бизнеса Виктора Салтыкова. Тогда при чем тут Ревель? Тогда Первой мировой войны назывался город Таллин? Может быть, в русинском языке этот город сохранил свое старое название? Да, этот город сейчас называется Таллин, как бы в ответ на мои мысли в тягучей прибалтийской манере сказал Ингвар. Смутная догадка закрылась мне в голову. Неужто Ингвар имеет в виду того самого генерала? Генерал Салтыков, он же граф Цароги, он же маркиз де Монферрат и еще десяток имен и прозвищ, известный в прошлом международный авантюрист граф Сен-Жермен. В разные времена и в разных местах граф Сен-Жермен действительно жил под разными именами, но авантюристом он не был, он был активным и последовательным гуманистом, и, я бы сказал, в каком-то смысле прогрессором, аматором. С некоторой ноткой обиды в голосе выдал Ингвар. Пазл из разрозненных фактов наконец-то сложился у меня в голове. Спелсингер по жизни? Твою мать, как же я раньше не догадался? Ингвар тоже из бессмертных, только он не из горцев. Он тот самый эльфийский дружок сэра Джона, игрок и катала. Да-да, тот самый, сквозь смех с трудом выговорил Ингвар. Ингвар, могли хотя бы намекнуть, что умеете читать чужие мысли, а то я много чего за прошедшие сутки надумал, упрекнул я его, когда он отсмеялся. Мистер Берюк, простите меня великодушно, я был уверен, что сэр Джон вам сказал, прижав ладони к груди, ответил Ингвар. Может, и сказал, да я не понял. А может, это и есть тот самый тонкий английский юмор, решив не заморачиваться раздумьями, напрямую выдал я. Сэр Джон наполовину шотландец, а те шутят иначе, нежели англичане. Видать, вспомнив что-то свое, задумчиво улыбаясь, ответил Ингвар. Мне вдруг самому стало смешно. Я отчего-то представил себе сэра Джона в шотландском килте хулигански заголяющем зад. Ингвар коротко хохотнул. Ну, я не знаю, как тут быть, читает все мои мысли. Ингвар, загадая, конечно, дико извиняюсь, но, если не секрет, не расскажете, как вы это делаете, спросил я. Вы про чтение мыслей? Отчего не рассказать? Расскажу, сказал Ингвар и, немного помолчав, выдал. Может быть, вы слышали об эпифизе, так называемом третьем глазе. У него есть сетчатка, нерв и аналог хрусталика, но нет радужки, век и глазодвигательных мышц. В отличие от древних рас, у большинства людей этот орган головного мозга крайне недоразвит и выполняет всего лишь функции еще одной железы внутренней секреции. У всех мыслящих существ деятельность коры головного мозга сопровождается пси-излучением, которое мы, эльфы и гоблины, воспринимаем с помощью третьего глаза в виде ауры. Так вот, при определенном навыке с ауры можно считывать мысли. Ну, это примерно так, как глухонемые считывают речь по губам. Но для того, чтобы читать по губам, надо, по крайней мере, знать язык, не удержался я от возражения. Языки учить надо, тут я согласен. Без знания языка суть ваших людских мыслей, конечно, ясна, но нюансы теряются. Скажем так, это все равно, как слушать стихи в сурдопереводе. Поневоле станешь полиглотом, ответил Ингвар. Мне подумалось, это надо понимать так. Ушлый вы народ, люди, каждый сам себе на уме, но мысли у вас дураков сходятся, и мы вас б... людей насквозь видим. Ингвар хохотнул в кулак, но разуверять меня не стал. Черт бы подрал этого экстрасенса. Пардон, это мысли в сторону. Надо меньше думать, а больше спрашивать. И тему разговора следует поменять. Если я вас правильно понял, то граф Сен-Жермен, или, как вы его именуете, генерал Салтыков, тоже был из бессмертных. Правильнее было бы его именовать принцем Ракоши, но суд не в имени, пусть будет граф Сен-Жермен. Да, он был наполовину русином, наполовину гоблином, светлым дварфом, как предпочитает называть себя сэр Джон, или, как называете вы, горцем. Родом он из Трансильвании, там, кстати, и похоронен. И бессмертные в конечном итоге смертные, с грустью в голосе ответил Ингвар. Ингвар, а почему вы назвали графа прогрессором? Если мне не изменяет память, этот термин впервые применили стругацкие, спросил я. Именно по аналогии с Румато-Эсторским из книги стругацких «Трудно быть богом». Видите ли, почувствовав приближение конца, граф вознамерился облагодетельствовать человечество своими знаниями, путем просвещения открыть человечеству дорогу к лучшему будущему, построить разумные общества на основах добра и справедливости. Он объездил всю Европу, общался с королями и их министрами, со всеми власть-предержащими, включая многочисленные в то время масонские ложи. Он носился с проектами пароходов, доказывая, что за ними будущее. Он брался за дипломатические поручения, пытался останавливать войны. Озаботившись низкой продолжительностью жизни россиян и высокой смертностью их детей, он на два года уехал в Россию. В 1762 году я посетил его в Санкт-Петербурге. Он тогда был одержим прожектом повсеместного строительства маловаренных заводов. И что? Все его начинания, все его дела, как у того руматы, оканчивались полным фиаско. А почему? Да потому, что человечество не нуждается в разумных советах, живет по каким-то странным, но своим законам. Отдельному человеку помочь можно, человечеству в целом нет, ответил Ингвар. Хорошо, допустим, граф был гуманистом. А как быть с историческими мемуарами? Я читал, граф и золото из меди получал, и мелкие алмазы в одно целое спекал, и с парацельсом-то он был знаком, и как он болезни лечил всякие. Как с этим быть? Не удержался я от вопроса. Чьи мемуары? Граф мемуаров после себя не оставил, хотя все маломальски известные авантюристы, современники графа, исписали горы бумаги, прославляя свои подвиги и похождения. Это еще раз доказывает, что граф Сен-Жермен не был авантюристом, слава его не интересовала. Да, старик любил эффектные жесты. Он был чрезвычайно богат, и мог себе позволить подарить золотую монету или небольшой бриллиант взамен медной монеты или кучки мелких бриллиантов, обставив все как алхимические превращения. Вполне невинная шутка. А с Парацельцем он был действительно знаком. Граф никогда и ни от кого не скрывал, что ему было больше четырехсот лет. Он объехал всю Европу и Ближний Восток, свободно владел большинством европейских языков и арабским тоже. Для своего времени он был весьма образованным человеком, включая и область медицины, привел сведов Ингвар. Может быть, Ингвар и выгораживает своего друга, но его слова звучат весьма и весьма убедительно. Во всяком случае, мне пока их крыть нечем. При случае расспрошу о графе сэра Джона. Их пути не пересекались, высказался Ингвар. Ингвар, меня определенно бесит ваша манера отвечать на еще незаданные вопросы, окрысился я. Мистер Берег, простите меня ради Бога, я просто хотел быть ширым и откровенным, не хотел, чтобы между нами были какие-то недомолвки, смутившись, сказал Ингвар. Интересно, каким это богам молятся эльфы? Ингвар открыл был рот для ответа, но смолчал. А вот на этот раз зря, было бы интересно узнать. Это вы меня простите, Ингвар, вспылил. Понимаете, мысли это, пожалуй, единственное, что у людей осталось в личной собственности, пояснил я. Это ненадолго, сказал Ингвар. В смысле, удивился я. Ваши ученые уже разработали аппаратуру, фиксирующую ауру, и уже распознают по ней эмоции. Правда, ложь, радость, грусть. Пройдет еще немного времени, и эта аппаратура научится считывать ваши мысли в полном объеме. А еще через какое-то время и манипулировать ими, ответил Ингвар. Как это? спросил я. «Кора головного мозга не только излучает свое пси-излучение, она может еще и взаимодействовать с чужим сильным излучением. Вы что-нибудь слышали о навождении?» спросил Ингвар. «Морок». «Я видел морок», ответил я, вспомнив про делки Тедди. «Ну, морок это одна из разновидностей навождения. Грубая, но достаточно эффективная. Используется для создания неизбирательных массовых галлюцинаций, практикуются преимущественно гоблинами», пояснил Ингвар. «И наркоманами», буркнул я себе под нос. Мне вспомнился анекдот, где алкаш выгонял зеленых собак, залетевших к нему в окно, приговаривая, «Кыш, отсюда, вы не мои белочки, ваш наркоман живет этажом выше». В каждой шутке есть доля правды. Изредка встречаются люди с даром видения ауры, как слепая ванга, или манипуляции чужим сознанием, как Вольф Мессинг. Но и мозг обычного человека можно на короткое время подхлестнуть психостимуляторами, например, так, как это проделывают шаманы северных народов, впадая в транс и перевоплощаясь в медведей с помощью вытяжек из мухоморов. Так что явление зеленых наркоманских собак не такая уж и анреальность. То ли в шутку, то ли всерьез, улыбаясь, высказался Ингвар. Задачил, однако. Без бутылки во всей этой метафизике не разобраться. Я потянулся к бутылке, стоящей на фуршетном столике, и приснулся без полбокала виски, а когда потянулся щипчиками за кубиками льда, услышал какое-то странное паскуливание. Повернув голову на звук, я замер от неожиданности. Возле кресла Ингвара сидел на задних лапах огромный кудлатый Ньюфаундленд, причем неестественного, ядовито-зеленого окраса. Пес смотрел на меня добрыми, слегка слезящимися глазами и тихонько поскуливал. Я зажмурился и потряс головой. А когда я открыл глаза, пес бесследно исчез. К черту лед! Я махнул залпом неразбавленной виски. Все ясно. Наваждение. Ингвар развлекается или хочет показать, что как иллюзионист он хорош и без мухоморных вытяжек. «А можно ли наваждению как-нибудь противостоять?» спросил я, отложив щипчики и занюхав выпитый виски яблоком. «Можно, но для этого надо научиться думать по-другому, не корой, а подкоркой головного мозга. Вот сэр Джон, например, так умеет. Глянешь на его ауру, простофиля, какого еще поискать, а пробиться к его сознанию не представляется никакой возможности. «Как не пышься?» ответил Ингвар. «Хорошо, положим, пси-ридеры это пока вопрос пусть недалекого, но все же будущего. А как сейчас вам, бессмертным, удается не попадать в поле зрения спецслужб? Биометрические паспорта, сканеры сетчатки глаза и отпечатков пальцев, кроме того, уже существуют и вовсю используются компьютерные программы распознавания образов, которые анализируют лица по более двадцати параметрам, как-то расстояние между зрачками глаз, положение глаз относительно носа, губ, ушей и так далее. Эти параметры не в состоянии изменить даже пластические хирурги. Наконец, большой брат поголовно следит за всеми электронными контактами, будь то транзакции на счетах в банках, телефонные разговоры или переписка, спросил я. По-разному. Да, во времена графа Сен-Жермену все было «Есть деньги, езжай куда хочешь и назваться можешь как угодно, хоть граф, хоть маркиз, да хоть принц Флоризель, путешествующий инкогнито». А сэр Джон был нищим изгоем и по большей части вне закона, так что паспорта ему тоже особо были не нужны. С его-то талантом к перемещению в струнах времени мог бы совершенно безнаказанно чистить банки и жить припеваючи. Но он, как и граф, из идейных, хотя и по-своему, всегда за кого-нибудь воевал, то за шотландцев, то за американцев, то за буров. «Нет, не подумайте, я его не осуждаю, каждый развлекается, как умеет», ответил Ингвар. «А сейчас?» спросил я. «Сейчас?» В конце девятнадцатого века королем шотландского клана гублинов стал Тито Ванг. Только став королем, Тито Ванг вспомнил о своем единокровный брат сэре Джоне. Вспомнил и осознал, как это хорошо иметь человеческого брата. Он попросил меня его отыскать, и я его не сразу, но нашел. Сейчас сэр Джон правый рука короля и министр по особым поручениям. Теперь у него нет недостатка в средствах. У него есть юридическая контора, стряпчие которые день ото дня растят ему наследника и преемника двойника. На бумаге, разумеется. Кроме того, на него трудятся продвинутые бригады хакеров, которые взламывают межправительственные базы данных, чистят или фальсифицируют данные о самом сэре Джонни и всех его возможных свидетелях. А как вы? спросил я. Вы имеете в виду большого брата, камеры, сканеры и прочее? Пока решения принимаются людьми, а не машинами, мне ничего не угрожает. Так что не беспокойтесь. Подводная лодка вам не понадобится. Я вас беспрепятственно проведу через все посты и без документов вовсе. Если кто из людей что и заметит, то не поверит своим глазам, заверил меня Ингвар. Глава пятнадцатая Шанс он не получка, не аванс, он выпадает только раз, фортуна в дверь стучит, а вас дома нет. Это проснулась моя извечная шизофрения, мое второе я. И что, к чему сия аллегория, что опять не так, спросил я вслух. А ты типа не понял? Да понял я, понял. У тебя снова дурные предчувствия, и ты своим ясновидящим взором отчетливо углядел хмарь в тумане будущего, поэтому и настрадамишь, наводишь тень на плетень дурацкими подковырками, а потом случись что? Да все равно что, скажешь, мол, я же тебя предупреждал. Дурацкими? Тогда ты умник, вот и втолкуй мне, дураку. Куда это ты, собственно, прешься? Ты не находишь, что сейчас самое время уходить? Это твой шанс. Тебе же было ясно сказано. У нас перемирие. Что ты еще собираешься выяснять? Что тебе еще непонятно? Так, умолкни, и не гунь, не до тебя, огрызнулся я, очнувшись от какого-то оцепенения, с нас открытыми глазами наяву. Вот и шахтерский поселок. БМП, лязгнув гусеницами, тормознуло напротив небольшого одноэтажного кирпичного дома с флагом ДНР над крыльцом. Я, подобрав полы своего маск-халата леший и подхватив на руки замотанную в мешковину винтовку, спрыгнул с брони на землю. Кивнул на прощание парням, оставшимся на БМП. Те покивали мне в ответ. Один из них постучал прикладом автоматы по броне. Взревел двигатель, машина, пыхнув выхлопной гарью, рванула с места и резво покатила по направлению к центру поселка. Из дома на крыльцо вышел, придерживая на груди калаш, штатный бронебойщик нашей разведывательно-диверсионной группы и, по совместительству антиснайпер, пожилой ополченец с позывным Старый. Я перешел дорогу и поднялся на крыльцо. — Здорово, Исаи! Ты это откуда? — протягивая руку для рукопожатия, спросил Старый. — Оттуда, — буркнул я и, пожимая руку, кивнул в сторону телекона в близлежащей шахты. — Вот оно что! Вот, значит, почему прекратились минометные обстрелы поселка со стороны шахты. А я грешным делом подумал, что нацики впрямь соблюдают перемирие. — Значит, это вы их там перемирили, высказался Старый. — Какое еще к чертям собачьим перемирие? Вы чего тут совсем охренели? — вспылил я. — А ты полегче, сынок, полегче. На глотку ты меня не бери, осадил меня Старый. — Извини, старина, мне ребята на блокпосту сказали, я ушам своим не поверил. Я ни сном, ни духом неделю за линией фронта охотился на бандерлогов, а они у вас теперь чуть ли не в красной книге. — Ты мне можешь толком объяснить, что, черт возьми, у вас происходит? — убавив тон, спросил я. — Черт те, что и происходит. Позавчера наши политики подписали в Минске цедулю о перемирии с Куевым. Сплюнув на землю, зло ответил Старый. — Да как же так? А как же теперь Мариуполь и Славянск? — спросил я. — Ах, не спрашивай меня, не рви мне душу, поморщившись, ответил тот. — Ну, дела, что тут скажешь? Слов нет и мата уже не хватает. — У тебя курить есть? — спросил я, немного помолчав. Старый достал из разгрузки пачку сигарет и протянул ее мне. — На, кури, пока молодой. Забирай всю, у меня еще есть. — А что это у тебя за волына? — Да вот, отжал у правосеков, прикурив сигарету, сказал я и, развернув мешковину, с ноткой гордости добавил. — Мак Милан, американская крупнокалиберная снайперская винтовка. — Ну-ка, ну-ка, дай глянуть, — попросил Старый. Я передал ему винтовку. Он осмотрел ее, взвесил на руках, проверил магазин и, приладив приклад к плечу, припал к окуляру оптики. — Гарная машинка, оторвавшись от оптики, похвалил винтовку Старый. — Слухай, а давай меняться, что за нее хочешь? Ты же пластун и подрывник, тебе вроде снайперка и нафиг не нужна. — А тебе-то она на кой? Ты из ПТРД неплохо управляешься, удивился я. — Понимаешь, Старый я стал таскать такую бандору. К тому же патроны — дрянь, сорок второго года выпуска. Почитай, каждый пятый дает осечку. — А тут смотри, и магазин на пять патрон, и оптический прицел ночного видения, и весит в полтора раза меньше, любовно оглаживая винтовку ладонью, ответил Старый. — Так-то оно так. Только эта винтовка абы чем не стреляет. Ей подавай натовский патрон Браунинг Магнум. Где ты такой тут найдешь? — возразил я. — А я позвоню своему племешу в Днепропетровск. Он там в Укрвермахте служит. Он достанет. — Что? Что ты на меня так смотришь? — Ну да, я здесь, а этот охламон с майдаунами скачет. Но родственнику что, не так? Все твои родичи, кумовья и кунаки по эту сторону? — в свою очередь спросил старый. — Иных уж нет. Другие странствуют далече. Подумав о своих друзьях-товарищах, ответил я. — Это тебе повезло. — Так что ты хочешь за винтовку? — Хочешь я тебе российский пистолет-пулемет Кедр с магазином на 30 патронов подгоню? — не отставал от меня старый. — А он есть? Или опять же кунакам в Ростов будешь звонить? — полушитя спросил я. — Есть. Хоть сейчас принесу, ответил он. — Ладно, сговоримся. Я вот только винтовку командиру покажу, пусть номерок срисует. Ты же помнишь, контрразведка на какой-то лет требует сообщать заводские номера трофейного оружия иностранного производства, сказал я. — Помяни черта, и он уж тут как тут, Боркнул Старый, неохотно возвращая мне винтовку. — Ты это о чем? — спросил я. — Вчера прикатил проверяющий, полковник из контрразведки армии, следит за соблюдением перемирия и заодно все мозги сушит. — Задолбал уже этот мозгляк всех своими расспросами и беседами задушевными, — ответил тот. — И о чем беседы? — спросил я. — Эх, трудно сказать, так балакали вроде обо всем, и в то же время ни о чем. — Только после этих балочек на душе у меня как-то неспокойно. Боюсь, а не наговорил ли я чего лишнего? — Так что столкнешься с полканом, попридержи язык за зубами, целее будешь. Весьма небезопасный и скользкий тип. — Черт одним словом, — ответил Старый. — Старый, а мне казалось, что ты ни бога, ни черта не боишься. — Ладно, ладно, учту. — Шаман здесь? — спросил я. — Здесь. Но ты к нему сейчас лучше не суйся. Он сейчас это... — Того, — ответил Старый, пощелкав указательным пальцем себе по горлу. — С утра? Что так? — удивился я. — Нет, они со вчерашнего вечера квасят, — ответил Старый. — Кто это они? — спросил я. — Да командир этот полкан-алкан. Шаман его со вчерашнего вечера самогонкой спаивает, чтобы тот не сушил всем мозги и не лез не в свои дела. — Против местного первача, сам понимаешь, никакой черт не устоит, — ответил Старый. — Ты все же сходи, шепни Шаману про меня. А он пусть уж сам решает, заходить мне или нет, сказал я. — Хорошо, почекай тут трохи, сказал Старый и вошел в дом. Шанс он нажимал на ваш курок, он набивал ваш кошелек, и от осечки он берег ваш мушкет. Неожиданно для себя я сам начал напевать давешнюю песенку. — Ага, умник, до тебя начало доходить? Сам-то подумай, с какого это переляку полковник контрразведки вдруг заделался проверяющим. СМЕРШ работает исключительно по людям. Этот черт прибыл, если не вишу, встрепенулась моя шизофрения. — Чему быть, того не миновать, задумчиво проборчила я себе под нос. Конечно, мне уже давно надо было покинуть ДНР и выбраться в Россию, но я не смог стерпеть, глядя на то, что творят на Донбассе нацисты. Сердце кровью обливалось смотреть на обстрел городов и сел изградов, пришлось ввязаться в войну, а теперь, раз уж политики договорились о перемирии, шанс, и вот когда вы в двух шагах от грудосказочных богатств, он говорит вам, Бог подаст. Бог-то он Бог, но, как говорится, не будь и сам плох. Конечно, не гоже упускать свои шансы. А еще лучше их самому себе создавать, проборчал я, и, вынув из ножен свое оружие последнего шанса, стреляющий нож тульского производства НРС-2, подсунул его под шифер козырька крыльца, вынул также из разгрузки пару сюрикен и рассовал их по кармашкам на запястьях своих головолет. Заходь, направо третья дверь по коридору, выйдя на крыльцо, сказал старый. Зашел в дом, свернул в коридор. Вот и третья дверь. Хотел постучать, но дверь широко раскрылась, и на порог вышел сам шаман. Он широко улыбался. Исай, дружище, как же я рад твоему возвратению. Шаман, пожав мою руку, стал обнимать и хлопать меня руками по плечам и спине. Мне показалось, если бы не его всегдашняя армейская кепка с длинным козырьком, скрывающей должно быть начинающуюся лысину на голове, то он бы полез целоваться. Такой радужный прием меня весьма озадачил. Шаман со мной всегда был хмур и сдержан, я бы даже сказал насторожен, какого-то особо строгого сухого закона не было, но со мной шаман никогда не пил и пьяным я его ни разу не видел. Возможно, выпивший он всегда такой. Да ты заходи, заходи, шаман легонько подтолкнул меня в спину к двери комнаты. Полковник, а ты сомневался, сказал шаман, зайдя в комнату вслед за мной и закрыв за мной дверь. Сомнения неизвестного мне полковника в отношении меня мне крайне не понравилось. мне или моему второму я это уже не важно. Похоже, на какое-то время мы стали одним целым. Я осмотрелся. Комната представляла собой хоть и большой, но плохо освещенный чулан без окон со стеллажами вдоль стен забитыми всевозможными ящиками, цинками и коробками. Посреди комнаты стоял стол, заставленный плошками с соленьями, кружками и банками консервов. Посередине стола красовалась литровая бутылка на две трети заполненные слегка мутноватой жидкостью. Вокруг стола стояло несколько стульев и табуреток. Сбоку от двери на одном из стульев восседал седовласый короткостриженный сутулый мужичок на вид лет этак пятидесяти пяти и шестидесяти. Одет он был, как и шаман, в обычный военный камуфляж без знаков различия. Взгляд мутный, левые щека небритого лица слегка помята. Сдается мне, всего минуту назад он еще спал, уткнувшись мордой лица в столешницу. Давай, раздевайся и присаживайся к столу, сказал мне шаман и, усевшись на табурет и, подхватив бутылку с горелкой, принялся разливать ее по кружкам. Я прислонил винтовку к стеллажу, скинул плащ и на плечную кобуру с двумя пистолетами Форт-12 и повесил их рядом с другими куртками на свободный гвоздь, вбитый в стену. Разгрузку с прицепленной к ней гранатой снимать я не стал. Познакомьтесь, полковник, начал был шаман после того, как я присел к столу. Давайте сегодня без званий и на ты, прервал его полковник, приподнимаясь из-за стола и протягивая мне для пожатия руку. Феликс. Феликс. Что это? Имя? Кличка? Или позывной? Впрочем, мне без разницы. Феликс так Феликс. Можно и на ты, естественно, не забывая при этом, что это полковник контрразведки. Исай, представился я позывным, пожимая руку. Ну, за знакомство! Шаман поднял над столом свою кружку. Мы с Феликсом подняли свои и чокнулись ими с шаманом. Я немного помедлил. Шаман опрокинул содержимое кружки залпом и без спешки закусил жменькой квашеной капусты. Рука с кружкой Феликса заметно дрожала, но он собрался и тоже выпил залпом. После выпитого его всего передернуло, и он замер, как бы прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. Закусывать он не стал. Ну что ж, и мне нельзя ударить в грязь лицом. Решив тоже не закусывать, а ограничиться занюхиванием корочки хлеба, я прокинул в рот содержимое своей кружки. Перехватило дыхание, на глаза навернулись слезы. Убойная горилка, градусов 70, если не больше. Шаман довольно гоготнул. — Закусывай, — сказал он, пододвигая ко мне плошки с солеными огурцами и квашеной капустой. Я судорожно хватил огурец и откусил. Огурец оказался под стак горилки, ядреный и неимоверно кислючий, что называется вырви глаз, но он позволил мне перевести дух от первоча. — Слушай, Исай, давно хотел тебя спросить, а чего у тебя такой странный позывной? — ни с того ни с сего, спросил шаман. Лукавая улыбка нисходила с его лица. — Надо же, у меня, значит, странный, а у тебя выходит нормальный? — Впрочем, я могу ответить. Это в честь моего деда. Он воевал в этих местах и в сорок третьем саур-могилу брал. — А отчего ты, шаман? Я спрашивал как-то у старого. Он меня послал к какому-то лешему, поддержал я дружескую пикировку. — Ладно, проехали. — Есть хочешь? — спросил шаман. — Нет, меня ребята на блокпосту накормили, ответил я. — Тогда докладывай, сказал шаман и, раздвинув ложки, положил передо мной планшет с картой. — Значит, так, начал я, откладывая огурец. На шахте и в ее ближайших окрестностях укропа нет. Сдриснули, побоялись окружения. Правда, подступы к шахте, ствол, подстанцию и насосную заминировали, но это уж как водится. Отошли они вот к этой высотке, на ней и окопались. Так что, я думаю, шахту брать сейчас нельзя. — Разумеется, нельзя. Надо соблюдать условия перемирия, встрял полковник. Я глянул на него, похоже, опохмел пошел ему на пользу. Полковник ожил, прошла дрожь в руках, его щеки и нос раскраснились, в глазах появился осмысленный блеск. Шаман на реплику полковника отреагировал своеобразно, молча разлил по нашим кружкам самогонку. Причем полковник он плеснул больше, чем мне или себе. Старый был прав, шаман сознательно спаивает полковника. — Правильно думаешь, Исай, — сказал шаман, изучая карту. — Шахту брать нельзя. — Пока. — С этой высотки хохлопитеки шахту арты запросто накроют. Они всегда рады чего-нибудь расхерачить, был бы повод. — А что по периодическим обстрелам поселка? Через минуту, оторвавшись от карты, спросил шаман. — Я нашел место, откуда велся обстрел. Вот отсюда, из-за шахты управления. Я указал шаману пальцем точку на карте. Но ни минометов, ни минометчиков там не было, только следы от опорных плит и пустые ящики от мин. Еще я нашел свежие следы, предположительно, от автобуса. Решил остаться на шахте и подождать. Ждал два дня, а на третий, когда я уже совсем собрался уходить, во двор шахты управления заехал старенький жигуленок Копейка. Из него вышли двое в штатском и наскоро прошвырнулись по двору к шахту управлению. Видать, они отзвонились своим. Через полчаса во двор заехал Катафалк, натуральный, ритуальный автобус. Из автобуса вышло шесть нациков, пьяных или обкуренных. С шутками и ржачкой они через заднюю дверь автобуса выгрузили три 120-миллиметровых миномета и ящики с минами. Я так прикинул на пять-шесть залпов. А когда они стали снаряжать мины дополнительными зарядами, я и выстрелил с третьего этажа шахты управления из мухи. Ациков разметал по всему двору, почти всех сразу наповал. «А остальные?» вкратчиво спросил полковник. «Что остальные?» не поняв вопроса, переспросил я его. «А остальные тоже померли, только чуть позже», усмехнувшись пошутил шаман. Я глянул на полковника, тот шутку не поддержал. «Шаман, ты говорил, что направил на шахту группу из трех разведчиков. А из рассказа Исаия выходит, что он там был один», сказал полковник. Шаман, разливавший в это время меня замер с бутылкой в руке. «Что с парнями?» наконец спросил он. Ухмылка медленно сошла с его лица. «А что с парнями?» «Живы и здоровы. За линию фронта я их с собой не брал», ответил я. «Почему?» «Молокососы?» «Ну, ты же сам просил именно этих. Или они тебе вообще нафиг были не нужны?» спросил шаман. «Ну, конечно же были нужны. Кто-то должен был мне помочь, пошухарить, дымовых шашек побросать, пострелять по крестам?» «Парни обеспечивали мой заход на старое кладбище», ответил я. «Какого черта вы вообще поперлись на старое кладбище? Там все заминировано и снайпера с ночными прицелами в развалинах поповского дома. Там вообще не пройти», озлился шаман. «Наемники тоже так думали. Только минные заграждения там фуфло. В основном одни растяжки, да и проку никакого днем от ночных прицелов», сказал я, дотянувшись до стеллажа, подхватил винтовку и, размотав мешковину, положил винтовку на стол. «Ух ты, Макмиллан, штатное натовское оружие спецназа», восхищенно выдохнул полковник, беря в руки винтовку. «Пиндосы?» спросил шаман. «Не думаю. Оружие и амуниции у них натовские, но разговаривали они между собой на польском. Скорее всего, просто наемники», ответил я. «А документы? Документы при них были?» спросил полковник. «Да, документы были. Украинские войсковые квитки солдат-срочников мотопехотного полка», сказал я, вынув из разгрузки и передав полковнику три солдатские книжки. «Да, липа, конечно», сказал полковник, рассматривая солдатские книжки. «И какие колоритные видать у полкового писаря весьма своеобразные чувства юмора. Но в этих липовых квитках есть кое-что настоящее. Это фотографии. Серые гуси любят размещать в сетях свои героические фотки. Есть специальный сервис для поиска по фотографиям. Попробуем поискать. И заводской номерок винтовки постараемся пробить. Попробуем выяснить, когда и каким частям поставлялась. Между тем, шаман, разлив остатки самогонки по кружкам, убрал пустую бутылку под стол. Чокнувшись, мы выпили и закусили. Шаман, пошарив рукой под столом, жестом заправского фокусника выставил на стол новую непочатую бутылку. Исай, а до войны ты кем был? Где работал? Отложив винтовку в сторону, спросил полковника слегка заплетающимся языком. Полковника, кажется, накрывает. Растащила на лирические беседы. Однако, все равно, будь осторожен, последи за своим языком. Я там. До войны, Феликс, я работал в конторке одним простым курьером-экспедитором. Товары развозил всякие, по местам разным, ответил я, нисколько не лукавя. Все правильно, играем дальше. Да и нет, не говорите, черные и белые не называйте. Вы поедете на бал? А откуда у тебя знание минно-взрывного дела? Позевываю, спросил полковник. Давай, валяй Ваньку дальше, еще немного, и полковник уснет. Дык, я же сказал, товары были всякие, а места разные. Многому пришлось научиться, ответил я. Кстати, о липовых паспортах. Фотка из твоего украинского паспорта, Исай, удивительным образом схожа с фото латвийского гражданина Ицхокаса Вейденбаумса. Этот гражданин разыскивается Интерполом и правоохранительными органами ряда стран по подозрению в совершении ряда преступлений, в частности, в похищении католического монаха, ватиканского библиотекаря Николу Джованни и разбойном нападении на двух итальянских туристов. Неожиданно, твердым голосом, глядя на меня в упор, выдал полковник. «О как!» «А Феликс-то, хоть и алкаш, но никакой не мозгляк, а настоящий полковник, причем контрразведки». Докопался таки до запроса Интерпола. И что удивительно, шаман делает вид, будто ничего не слышал, невозмутимо разливает самогон по кружкам. Видать, полковник его уже ввел в курс справы. «Что молчишь, Исай?» напомнил о себе полковник. «И это какое-то невероятное совпадение или просто ошибка», сказал я и, выдержав небольшую паузу, добавил. «Ицхокас Вейденбаумс гражданин Литвы». «Но, разумеется, Литвы, я всегда путаю эти две равновеликие державы». «А что скажешь по существу?» отозвался полковник. «А по существу есть существенная неувязка или загадка. Ицхокас Вейденбаумс подозревается в ряде тяжких преступлений и в то же время в документах Интерпола не раскрывается его возможная принадлежность ни к одной из ОПГ или террористической организации». «Непонятно, как добропорядочный и законопослушный гражданин вдруг в одночасье превратился в разбойника», ответил я. «Согласен, неувязка есть, а вот загадки на мой взгляд нет». «Массад», ответил полковник. «И при чем тут Массад?» удивился я. «Поясню». «Ицхокас это искаженное еврейское имя Ицхак, что с иврита переводится как «будет смеяться». «А Исай или Иса опять же в переводе с древнееврейского «милость Божья» или «спасение от Бога», поведал полковник. «Феликс, на основании этих лингвистических выкладок ты и сделал вывод, что Ицхокас из Массад?» спросил я. Не только на них. Я поинтересовался также и прошлым этого ватиканского библиотекаря. Оказалось, что этот 85-летний старик в молодости во время Великой Отечественной войны сотрудничал с эсэсовской организацией «Аненербе», а после войны окончил ватиканскую разведывательно-диверсионную школу «Руссикум». Далее есть только одна организация, которая разыскивает по всему миру бывших военных преступников, похищает их и вывозит в Израиль, а при невозможности просто уничтожает. Это Массад. Реконструкция событий, на мой взгляд, выглядит так. Ицхокас по заданию Массад похищает в Литве и вывозит в Россию ватиканского монаха. Спецслужба Ватикана пытается его там отбить, но терпит неудачу. В России следы монаха теряются. Напрямую Ватикан обвинить своего злейшего врага Израиль не может, поэтому и рождается маловразумительный запрос в Интерпол о похищении монаха и разбойном нападении на итальянских туристов, выдал полковник. Феликс, креста на мне нет, это факт. Но может быть мне следует трусы снять? Показать, что не обрезан? С усмешкой спросил я. Не аргумент. В Массаде тоже ведь не дураки сидят. Не будут они пациентов. Кроме того, при современном уровне пластической хирургии могут пришить все, что угодно, и швов будет не видать, возразил полковник. Язык его снова стал слегка заплетаться. Ни в чем не признавайся, но и не отрицай. Пусть полковник продолжает думать, что за твоей спиной стоит такая солидная организация, как Массад. И что, Феликс, ты решил меня задержать, так сказать, для выяснения личности? спросил я. Да, боже упаси. Чтобы задержать такого, как ты, я думаю, нужен как минимум взвод спецназа. Ты вон и за дружеским застольем с гранатой не расстаешься. И я уверен, еще пара-тройка сюрпризов у тебя припрятаны в рукаве. Кроме того, у ДНР нет никаких обязательств перед Интерполом. И мне импонирует деятельность Моссад. Я тоже считаю, что преступления фашистов не должны иметь срока давности. А кара для них должна быть неотвратимой. А ты воюешь с нашими украфашистами. И хорошо воюешь. Мой визит сюда это всего лишь дань профессиональному любопытству. Никогда прежде с агентами Моссада не сталкивался, ответил полковник. Вот заладил. Моссад, Моссад. Что же мне ему взять и рассказать, что 20 с лишним лет назад мои хитромудрые родители наподобие современных окров захотели жить в Европе, поэтому рьяно ратовали за выход Латвии из СССР? А в 1991 году они, как и все русскоязычные, вдруг оказались негражданами, людьми второго сорта? Уехать на родину под Чернобыль по понятным причинам они уже не могли, были вынуждены остаться, а я тогда после окончания школы уехал к своему двоюродному деду в Клайпиду, там отношение к русскоговорящим было более-менее лояльным. Но и в Литве, чтобы натурализоваться и получить гражданство, мне надо было прожить 10 лет и представить справку, доказывающую наличие легального и стабильного дохода за весь период проживания, или 5 лет, если жениться на Литовке. Жениться я не хотел, а стабильный доход, откуда же ему было взяться-то, у 17-летнего пацана без опыта работы и специальности. Помог дед, этот старый браконьер свел меня с контрабандистами. Мой будущий куратор и наставник Мозес Сданевичус, воспользовавшись своими связями, организовал мне натурализацию. С его легкой руки я и получил имя Ицхокас Вайденбаумс. Эка тебя повело на воспоминания делов давно минувших дней и преданий старины глубокой. Полковник сказал, Моссад. Значит, Моссад. Чужой войны не бывает. Шалом Алейхем! Выдал я тост, поднимая свою кружку. Выдал, и мне самому стало смешно. В одном тосте и упоминании войны, и пожелании мира. Должно быть пьянею. Вон, полковник, как стойкий оловянный солдатик, пьет, не закусывая, и не пьянеет. Нет, насчет стойкости полковника это я немного погорячился. Сразу после тоста за мир взгляд его потух, он отодвинул от себя свою кружку, сложил руки на столе, опустил на них свою голову и тихо, сонно засопел. Можно немного расслабиться. Я достал из разгрузки сигареты. Вот что, Исай, не будем мешать полковнику, пусть отдыхает. Пойдем, покурим на свежем воздухе. Только ты позови сначала старого, пусть придет, посидит с полковником, поохраняет его сон, сказал шаман. Ну, это понятно. Сон пьяницы краток и тревожен. Нужен человек, который вовремя поднесет наполненную рюмку. Я не привык оставлять свое оружие без присмотра, поэтому, поднявшись, я забрал свою кобуру с гвоздя и вышел в коридор. По дороге нацепил кобуру на себя, защелкнул застежки и поудобнее устроил подмышками пистолеты. Выйдя на крыльцо, я закурил и сказал старому, что командир его зовет. Когда старый ушел, я вынул из-под козырька крыльца свой стреляющий нож. Едва я успел убрать нож в ножны, как на крыльцо вышел шаман. Он взял у меня «Исай, послушай меня. Я думаю, тебе как можно скорее надо покинуть Новороссию. Во всяком случае, до начала переговоров. Это однозначно. Сегодня нет взвода спецназа по твою душу только потому, что полковник сомневался, что ты вернешься из-за линии фронта. Вернее так, надеялся, что ты не вернешься. Пустив кольцо дыма и не глядя на меня, начал шаман. Стоп, стоп, шаман. Мне кажется, я опять что-то пропустил. У нас же у вас и так перемирие. Каких еще переговоров? Нельзя ли поподробнее? Прервал я его. Ладно, допустим, что полковник просто забыл сказать, а ты не в курсе. Расскажу подробнее. Израиль обратился к руководству ДНР с просьбой помочь в деле репатриации этнических евреев из зоны конфликта. Так вот, твое появление в рядах ВСН незадолго до этого обращения сильно обеспокоило полковника. Бывших КГБшников не бывает. Выявление агента иностранного государства, тем более в чем-то скомпрометированного, понуждает полковника к действию. По идее, он должен бы тебя задержать и переправить в Москву. Там тебя ФСБ должно бы попытаться завербовать, а в случае неудачи просто сдать Интерполу. Но поступить именно так полковник опасается. Он считает, что, возможно, в этом и заключается цель Моссада подставить своего агента, а потом устроить международный скандал по поводу притеснения евреев в ДНР или России. Но и оставить тебя в покое он тоже не может. Достоверно, ведь полковнику неизвестна цель твоего пребывания тут. Твоей целью может быть и какая-нибудь провокация во время переговоров. Ты для него как жук в муравейнике. Поэтому, я думаю, полковник тебя просто убьет по-тихому. Мол, шальная пуля и все такое. Я думаю, ты еще жив только потому, что полковник еще не решил, в чем заключается его долг. И не смотри, что он пьяница и старик. Он профессионал. Решит убить, убьет. Глазом не успеешь моргнуть. Выдал шаман. Шаман, ты мне, конечно, можешь не верить, но я скажу честно. Разумеется, в пределах того, что могу сказать, не подставляя своих друзей, хотя они сейчас и далеко. Я действительно долгие годы жил в чужих странах, городах и весях под чужими именами. И запрос в Интерполе на имя Ицхокаса Виденбаумса действительно есть. Но я русский и к Масаду никакого отношения я не имею, ответил я после недолгого раздумья. Вот это правильно. Не подставлять, не предавать друзей нельзя. На, возьми. Шаман вынул из нагрудного кармана и передал мне российский паспорт. Я нисколько не сомневаюсь, что ты можешь нелегально пересечь и российскую, и украинскую границу. А этот паспорт, кстати, с фотографией весьма похожей на тебя, поможет, я надеюсь, легально добраться до твоих далеких друзей. Я раскрыл паспорт. Волков Сергей Степанович, уроженец Схинвала. Действительно, и возраст примерно мой, и фотография весьма похожа, разве что усов не хватает. Везет же мне на всевозможных серых, волковых и бирюковых. Южная Осетия. Русский по национальности, второе гражданство российское. Паспорт чистый, пограничных отметок нет. В 2008-м воевал в осетинском ополчении. Остался один, как перст. Вся его семья погибла под грузинскими градами. Приехал в ДНР нелегально, вместе с другими осетинами и абхазами, воевать за Россию против грузинских наемников. Погиб от пули снайпера незадолго до твоего поступления в отряд. Я хранил паспорт, как память о друге. Надеялся съездить в Цхенвал после войны, отыскать близких или друзей, пояснил шаман. Я убрал паспорт в нагрудный карман разгрузки. Вынул пачку сигарет, и мы с шаманом закурили по новой. Вот что, Исай, есть у меня одна мысля. Сегодня в обед через украинский блокпост проедет одна семья, двое взрослых и ребенок. Оба инженеры с Южмаша. В багаже у них будут припрятаны кое-какие чертежи. Если все пройдет нормально, а я думаю, так и будет, потому что за их проезд будет хорошо проплачено, ты поедешь с ними до Новоазовска сопровождающим. Документ я тебе выправлю. А там сам решай, предложил шаман. Шаман, если полковник дознается, что это ты мне помог уйти, то у тебя будут крупные неприятности с контрразведкой, сказал я. Не в этот раз, Исай. Я записал нашу дружескую беседу на телефон. Пусть только вякнет, я ему дам послушать. На записи это он водку пьянствовал с агентом Моссад. Это он его оправдывал и поощрял. Моего голоса на записи нет. Пусть сам потом попробует оправдаться перед своими, ответил шаман. — Боюсь, это тебя надолго не спасет. Полковник тебе этого ни за что не простит, сказал я. — А мне надолго и не надо. Еще день-два и я тоже уйду. Исай, если бы ты знал, как я устал бояться своих. Сначала неизвестно кого, потом тебя, а потом и вот этого пьянчушку полковника, ответил шаман. — Меня? удивился я. Сегодня какой-то удивительный день открытий. Сначала полковник вываливает на мою бедную голову кучу своих подозрений в бог знает в чем. Вернее, не бог, а Моисей. А теперь шаман заявляет, что он все время меня боялся. — Тебя, тебя, Исай. — Сам посуди. У меня в диверсионно-разведывательной группе даже не бывшие военные, а обыкновенные шахтеры, таксисты и прочий трудовой лед. И тут появляешься ты, весь такой простой экспедитор. Однако крови не боишься, ничему тебя учить не надо, все знаешь, все умеешь, эдакий и швец, и жнец, и надудей, и грец. Что я должен был подумать? — А казачок-то засланный. Смерч готовится к зачистке, ответил шаман. — Что-то я сегодня туплю. Про зачистку я чего-то не понял. Ну, ладно, я. Ну, ты же вроде свой, сказал я. Да в том-то и дело, Исай, что свой своему рознь. Если бы Стрелков остался министром обороны, то никакого такого бы позорного Брестского мира не было, гнали бы этих великоукров до самого Днепра, а то и до Львова. А теперь, когда Стрелкова выдворили из Новороссии, всех его друзей и соратников вслед за ним будут выдавливать. А все для того, чтобы лишить Стрелкову возможности вернуться в обозримом будущем. Мне уже неоднократно намекали, что мое присутствие в Новороссии нежелательно. Иначе, мол, сам понимаешь, что... Я не Бэтмен с его бригадой. Я не могу себе позволить иметь взвод телохранителей. Это он может игнорировать явные угрозы. А мне придется уйти, ответил Шаман. Шаман, почему ты считаешь это перемирие позорным для Новороссии? спросил я. Позорным не для Новороссии, а для России. Уинстон Черчилль как-то сказал своим политиканам, вы хотели получить мир ценой позора, а получили и позор, и войну. Поверь мне, пройдет еще два-три месяца, и война возобновится снова, и все повторится вновь, ответил Шаман. Мы замолчали. Шаман показал напачку сигаретов в моей руке. Я дал ему сигарету. Он слишком много курит. Сам я закуривать не стал, терпнув своей зажигалкой, дал ему прикурить. И еще, Исай, я дам тебе пару адресов нашего стрелкового братства в Ростове-на-Дону и в Севастополе. Это на крайний случай. В случае чего обращайся, там помогут, сказал Шаман, пустив кольцо дыма. Слушай, Шаман, а почему ты решил мне помочь? Ты ведь толком обо мне ничего не знаешь. На злополковнику спросил я. Незнание не освобождает от ответственности. Я не знал, а ты фактически все время был мне другом. А друзей я уже говорил, ни подставлять, ни предавать нельзя, ответил Шаман. Да ты философ, Шаман. Жаль, что мне раньше не довелось с тобой толком пообщаться, сказал я. Ладно, пошли в дом. Покемаришь пару часиков на диванчике в зале, пока не приедет машина. А я построжу, чтобы полковник тебе невзначай не перерезал глотку. А там и в дорогу, сказал Шаман. Глава шестнадцатая Стайка наглых городских сезарей, оккупировавшая с позаранку подоконник моего окна, бессоромно похотливо ворковала и издевательски громко цикотала своими коготками по его железному козырьку. Не сдержав раздражение, я откинул одеяло, сел и, скрутив полотенце, швырнул его в зашторенные занавески окна. Голуби вмиг разлетелись, но между шторками образовалась щель, и тонкий солнечный луч буквально резанул меня по глазам. Холера б вас задушила, выпалил я, жмурясь от солнечного света. И без голубей у меня головка вава и во рту кака. Нащупав на прикроватной тумбочке графин с водой, вынув и отложив на тумбочку пробку, сделал прямо из горлышка несколько жадных глотков. Ничего себе с позаранок, солнце светит уже вовсю. Впрочем, радости или хотя бы маломальского намека на счастье это открытие мне не доставило. Как там у Бродского? Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную и сразу же возвращайся. Шибки у меня нет, но есть прима. Нашарив на тумбочке пепельницу, пачку сигарет и зажигалку, нервно закурил. Нервы у меня в последнее время действительно не к черту. Всю ночь лил дождь, громыхал гром и полыхали молнии. Сначала я просто не мог уснуть, хотя раньше любил дождь и воспринимал грозу как праздник какой-то. Пришлось даже употребить снотворный в виде пляжки армянского коньяка. Ну и потом, засыпая, при каждом раскате грома я вздрагивал всем телом и непроизвольно втягивал голову в плечи. Мало того, перед самым рассветом, когда гроза уже совсем улеглась, мне и вовсе приснился кошмарный сон. Да уж, месяц, проведенный под постоянными минометными и гаубичными обстрелами, раздергал мою нервную часть моего теперешнего ожидания навевала уныние, которое, в свою очередь, только усиливало мою нервозность. Хотя, казалось бы, чего теперь-то нервничать? Российскую границу я преодолел без особых затруднений, далее, обходя посты ДПС, на попутках добрался до Таганрога. Там я первым делом отыскал интернет-кафе и пробил свой новый паспорт по всем доступным базам данных. Паспорт оказался совершенно чистым. Ни судимости, ни штрафов, незадолженности по кредитам или платежам. Паспорт опасений не вызывал. А благодаря схожести на человеческий взгляд моего лица с фотографией в паспорте я спокойно мог предъявлять его кому угодно, хоть проводникам в поезде, хоть администраторам гостиниц, хоть полиции. Различие, прежде всего моложавость на фото, легко объяснялось русской поговоркой «Укатали севку крутые горки». Но, как говорится, бить-то будут не по паспорту, а по лицу. Опасение представляло само мое лицо, причем именно на взгляд нечеловеческий. Любая федеральная камера, оснащенная программным обеспечением антропометрического анализа, вмиг бы меня расколола. Я не я и фотка не моя. Для того, чтобы снизить риск засветить свое лицо на камеры, из Таганрога до Ростова-на-Дону я добирался не на электричке, а на такси, наняв бомбил участника. В Ростове, пошатавшись по тамошнему радиорынку, прикупил себе планшет, комплект серых телефонов и симок и прочую потребную мне электронную аппаратуру. Вечером того же дня, сидя в одной из кафешек, чтобы оставить весточку для сыра Джона, вытянул из своего хранилища на Торе необходимое программное обеспечение и попытался выйти на связь с принцессой горы Пуэнд-де-Ронс. Меня ждал облом. Я не только не связался с принцессой, мне вообще не удалось войти в игру. Крошечный червячок сомнения закрался в сознание. Чтобы заглушить сомнения, я активизировал оговоренный заранее запасной канал связи. Соблюдая обычные для себя меры предосторожности, после полуночи того же дня я уехал поездом в Пермь. Билет я заказал по интернету, доставка курьером, и в поезд я сел не в самом Ростове, а в ближайшем к Ростову небольшом городке Новочеркасск, до которого доехал также на такси. Уставшая проводница, мельком глянув в мой паспорт, заселила меня в купе, и через полтора суток, большей частью дремы и нудьги, я прибыл в Пермь. Выбрав небольшую гостиницу для дальнобойщиков на окраине города, я снял для себя двухместный номер и снова попытался выйти на связь с сэром Джоном. Результат был тот же. Планшет выдал «Запрашиваемый ресурс отсутствует или временно недоступен». Червь сомнений вырос на невероятных размеров. Черт возьми, временно недоступен и отсутствует. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. А был ли мальчик, не упустив случай подлить яду в чашу моих сомнений, подала голос мое второе я? «Ты это о ресурсе?» спросил я вслух. «Я это вообще. А что, если все твои воспоминания о, прямо скажем, мифических персонажах, как-то эльфах, гоблинах и иже с ними, всего лишь игры разума, плод, так сказать, твоего больного воображения?» «За дурачка меня держишь», усмехнувшись, поинтересовался я. «Не совсем. За контуженного. Ты же сам говорил, что целый месяц прожил под постоянными обстрелами. Да и до этого тебя часто били по башке. Сам посуди. Взять хотя бы твои воспоминания о лингвистической машине и нейрошунте в затылке или, например, разговор с Тедди о его желании вернуться домой. Ты же не будешь отрицать, что это, без сомнения, фантомные воспоминания?» «Передергиваешь. Эти воспоминания не фантомные, а самые, что ни на есть настоящие. Это воспоминания о видениях и снах», возразил я. «Ага, а где грань между видениями и явью? Кто ее определил? Ты сам? Кто еще, кроме тебя, может подтвердить, где явь, а где сон?» «Помолчи немного. Дай подумать. Кто кроме меня, говоришь?» пробурчал я. «Надо перебрать всех, кто видел или в курсе существования гоблина Тедерика, принца Аурванга IV». Так, Падре Карло, бывший ватиканский монах и иезуит, в миру Николу Джованни, он же Николас Йоганн, человек, друг детства гоблина Тедди. Сейчас Падре скрывается в чернобыльской зоне отчуждения. Папе Карло 85 лет, ненадежный свидетель, может быть заподозрен в старческом слабоумии. Тогда сэр Джон МакГрегор, шотландский горец, гоблин полукровка, человеческий брат нынешнего короля шотландского клана гоблинов. В настоящее время сэр Джон отсутствует или временно недоступен. Кроме того, даже если сэр Джон реально существует, Тедди он вживую никогда не видел и не знаком с ним даже виртуально. Он только знает о его существовании, причем от компьютерного бота принцессы горы Пуэнт-Деронс. Ингвар, светлый эльф, друг сэра Джона и, надеюсь, теперь и мой друг. По договоренности с ним, в случае потери связи с сэром Джоном, я мог создать резервный канал связи с ним через телефон Ингвара, чем я и воспользовался. Для этого я активировал купленный после чего отправил СМС с логином от личного кабинета на телефон Ингвара. Только логин, все возможные пароли мы с ним оговорили заранее. И получил ответ от Ингвара, а может быть даже и от самого сэра Джона, улыбающийся смайлик в личку кабинета на сайте производителя маячка. Ну, конечно, смайлик, а тем более улыбающийся, это действительно железный аргумент в пользу того, что все перечисленные тобой персонажи нешизофренические. — А не кажется ли тебе, что ты мог сам его себе и отправить? — саркастически отозвался мой внутренний голос и фальшиво запел. — Ну, пришли хотя бы смайлик на мой одинокий серебристый телефон. — Заткнись! — не выдержав, рявкнул я. — Еще есть мой друг Андрей по кличке Бритва. Всего через сутки я могу оказаться в Красновишерске и отыскать его там. Он-то Тедди видел воочию, и он это подтвердит. — Так какого черта ты сидишь тут затворником в комнате, как тот затравленный Бродский? Неужели тебе не хочется убедиться, что ты не псих? Или же ты все же боишься, что Андрей не подтвердит? — Ох, как же я устал от тебя! — со стоном произнес я. — Я понимаю, человека, разговаривающего с самим собой, нельзя признать полностью психически нормальным. И пусть я псих, но сижу я здесь именно потому, что уверен, Андрей подтвердит. А вот как без помощи сэра Джона вытаскивать Тедди из клана стуканцов? Было бы ошибкой полагать, что это можно сделать с помощью одной психической атаки одного или двух психов. Конечно, один принц Тедди стоит целой роты рядового спецназа, но и рота спецназа рядовых стуканцов поди не лыком шита. — Хорошо, я пока умолкаю, а ты давай, продолжай сидеть сиднем, не выходи из комнаты, не совершай ошибку. В попытке подражать голосу Бродского монотонным голосом прогнусавило мое второе я и замолкло. В наступившей тишине стал слышен приглушенный шум улицы и зудение за занавесками мухи, бившееся о стекло. В чем-то мой внутренний голос прав, хотя бы в том, что надо еще раз все тщательно проанализировать и уже начать что-то делать. Так, начнем хотя бы с Блиц-анализа. Что он нам дает? А дает он нам то, что во времена Бродского все было несколько иначе, чем сейчас. Уборные, судя по контексту стиха, хоть и не персональные, уже были, а персональных компьютеров и интернета, похоже, не было. Но и мне, как тому Бродскому, по великой нужде все-таки придется ненадолго покинуть комнату, потому что здесь, на третьем этаже этой гостиницы, вай-фай совершенно никудышный. Поднявшись с постели, я отправился в туалетную комнату, принял душ, почистил зубы. Потом, одевшись, немного порепетировал перед зеркалом приветливые улыбки, совершенно незачем выставлять на показ мои досаду и раздражение. Прихватив планшет, я спустился на первый этаж в кафе при гостинице. В кафе было немноголюдно. Большинство работяг-дальнобойщиков, поднявшись по заранку, давно позавтракали и разъехались. Выбрав свободный столик возле буфетной стойки, я уселся за него так, чтобы видеть всех входящих в кафе. Немного полюбезничав с подошедшей толстушкой-официанткой, сделал заказ. Пока кухня готовила мой завтрак, я решил глянуть в личный кабинет маячка и еще раз попытаться войти в игру. В личном кабинете изменений не было, зато игра откликнулась. При виде знакомой заставки у меня радостно забилось сердце, я даже стал непроизвольно потирать руки. Твою мать, сон в руку, пошептал я, когда игра открылась. Ночью мне приснился кошмарный сон, будто бы я, спасаясь от наседающих на меня нацгулов, телепортировался на ратушную площадь Фритауна. Моему взору открывалась страшная картина. Город, лежащий в руинах, очень сильно напоминал развалины старого терминала Донецкого аэропорта. Верхние этажи зданий разрушены, окна в нижних этажах выбиты, кругом следы пожарищ, на площади повсюду воронки, копоть, мусор и битое стекло. От жуткого потрясения я даже проснулся и потом долго не мог уснуть. Увиденная на экране планшета картинка очень сильно напоминала мое видение из ночного кошмара. Пенясь и трескаясь, бурый оржа наподобие вулканической лавы с вспыхивающими сквозь трещины языками пламени медленно изъедала текстуры стен зданий Фритауна, а через образовавшиеся дыры фасадов были видны все та же ржа и огрызки текстур внутренних помещений. Местами текстуры восстанавливались, но наползающая ржа вновь их уничтожала. Окутанная сизыми дымами некогда оживленная ратушная площадь опустела, только несколько темных смерчей крутилась в разных частях площади. Один из смерчей стронулся с места и двинулся в мою сторону. Инстинктивно от греха подальше я рубанул питание планшета. Вот теперь понятно молчание ресурса. По-видимому, суровые хакеры из темного веба вначале завалили сервера игры, массированной хакерской атакой, под прикрытием которой взломали защиту и пропихнули в игру вредоносные вирусы и трояны. Между тем, официантка принесла мой заказ яичницу с ветчиной и чашку кофе. Черт, что за день-то такой сегодня? С самого утра все идет не так. Я по рассеянности опять заказал яичницу с ветчиной. Яйца, как и вчера, ужасно пахли какими-то антибиотиками. Ладно, и в плохом надо стараться увидеть что-то хорошее. Должно быть, курей пичкали антибиотиками. Страховка от сальмонеллы. Я приступил к завтраку, но завтра утром надо не забыть и заказать что-нибудь другое. Впрочем, никакого завтрака в этой гостинице у меня завтра уже не будет. Ждать больше нечего. Мне надо сегодня же выехать в Красновишерск. Отыщу там Андрея, сядем с ним вдвоем, покумекаем, как нам быть с Тедди. Ты уже докумекался. За каких-то неполных три месяца ты из пана никто превратился во всеми разыскиваемого международного преступника. Вновь прорезалось мое второе я. Да ладно тебе. Я как тот колобок из сказки. И от бабушки ушел, и от дедушки ушел. Проборчал я, вспомнив, как отделался и от Марины, и от Феликса. Неудачные сравнения, учитывая концовку той сказки. Опс! Рука с поднятой чашкой кофе замерла возле губ, а лоб вмиг покрылся липкой испариной. В кафе, держа под руку Марину, зашел Феликс. Парочка, не глядя на меня, прошла в дальний угол кафе и, тихо переговариваясь, уселась за столик. Феликс был одет, как при нашей встрече, в потертый армейский камуфляж без знаков различий, а на Марине был ее элегантный темно-красный костюм. Этого не может быть. Ватиканская Никита и российский полковник СМЕРШа, ни та, и ни другой, не могли меня выследить. И вообще, эти двое не могли быть вместе. Кого-то я недооценил. Либо Марину, либо Феликса. Но факт остается фактом. Должно быть, гостиница уже окружена, и сейчас меня будут брать. Что же делать? Расстрелять из травматики планшет, телефон и маячок не поможет. Флешки и симки скорее всего останутся целы. Впрочем, на планшете у меня кроме игры ничего важного нет, а игромани не может считаться преступлением. Память моего телефона вообще девственно чиста. Логин от маячка я отправлял Ингвару с другого телефона, который я потом разобрал и выбросил. А наличие в моем кармане маячка тоже им ничего не даст. Значит, сидим и не дергаемся. Черт возьми, при мне банковские карточки виза. Вот от них надо попытаться избавиться непременно. Иначе по транзакциям переводов они смогут добраться до моей последней линии обороны денег на счетах в банках на Каймановых островах. Тогда так. Как только ко мне кто-нибудь сунется, опрокинуть столик, отгородившись им от нападавших, далее для создания паники среди посетителей пальнуть пару раз в воздух, потом перемахнуть в буфетную стойку и через кухню броситься к черному входу. Там меня, конечно же, тоже ждут, но пробегая по кухне, мне надо изловчиться и избавиться от портмоне с карточками и деньгами. А вось кто-нибудь из поварих позарится на деньги и припрячет мой лопатник. А это еще что такое? Огромная, неопределенной породы лохматая собака ядовито-зеленого окраса просеменила через все кафе и уселась рядом с Мариной. Громко зевнув, собака глянула на меня и явственно мне подмигнула. А через секунду собака попросту растаяла в воздухе вместе с Феликсом и Мариной. Как будто их и не было вовсе. Ну, конечно же, не было. Ингвар, тварюка на вождении, это же его заморочки и мозгоглюки. Напугал гад до потери пульса. Невольно вырвалось у меня. Я оглянулся на входную дверь. Так и есть. В дверях с ангельской невинной улыбкой на лице стоял Ингвар. Одет он был в стильный однобортный костюм цвета кофе с молоком, белую кружевную сорочку со стоячим воротничком и лакированные ботинки цвета беж. Черный шелковый шейный платок в качестве галстука с жемчужной заколкой в золотой оправе и такие же запонки довершали его вычурный прикид. Твою медь! А-ля дынди лондонский! Цилиндра и трости только не хватает! Я нервно хохотнул. Стерев испарину со лба, я приподнялся и жестом пригласил Ингвара за столик. Ну что, успел разглядеть грань между явью и реальностью? Мысленно я обратился к своему второму я. Ответа не последовало. Все. Как обычно, в присутствии Ингвара мое второе я предпочитало засунуть свой внутренний голос в зад и помалкивать в тряпочку. Мистер Бирюк, прошу меня извинить за эту маленькую шутку. Я вовсе не хотел вас напугать. Пожимая мою руку, сказал подошедший ко мне Ингвар. Мне показалось, что сказал он это с нажимом на слово «вас». Вот я не понял, нет, все понятно, но что конкретно? Как говорится, это намек или где? Да ладно вам, Ингвар, не так-то просто нас напугать. Просто ваше появление было весьма неожиданным и экстравагантным. Не стал я вдаваться в подробности и, усаживаясь за столик, спросил, какими судьбами вы здесь оказались. Сэр Джон попросил меня прикрыть вас от спецслужб. «Ненадолго», ответил Ингвар, усевшись напротив меня. «Собственно говоря, я и сам неплохо справляюсь», начал было я, но Ингвар меня прервал. «Да-да, я помню. И от бабушки ушел, и от дедушки ушел», передразнил меня Ингвар. «Изгаляется надо мной, редиска, нехороший человек». «Впрочем, не человек он вовсе, а эльф. Надо делать скидку на дремучесть происхождения их расы. И юмор у них безобразный». Ингвар прыснул смешком, но в дальнейшую пикировку вступать не стал. «Я сделал знак официантки, указав на свою чашку кофе. Та, поняв без слов, налила кофе в чашку и принесла ее Ингвару». «А сам сэр Джон где?» спросил я, когда официантка отошла от столика. «У него проблемы с межклановой связью. Сейчас он обижает гоблинские кланы по всему миру, занимается организацией нового канала связи», ответил Ингвар. «Да уж, проблемы. Я сегодня видел, что хакеры сотворили с Фейтауном», согласился я. «Не совсем хакеры, но и не без их участия», выдал Ингвар что-то невразумительное. «Ничего не понял. Нельзя ли поподробнее?» попросил я. «Хорошо». По словам сэра Джона, неизвестные поначалу хакеры на протяжении двух недель периодически осуществляли массированные ТДОС и Брут Форс атаки на его сервера, а четыре дня тому назад особенно мощная хакерская атака так зафлудила центральный сервер, что его пришлось временно отключить. Но вслед за отключением последовали реальная атака и захват центрального сервера. Захват осуществили спецназ и Интерпол под общим руководством американского АНБ. Предлог для захвата стандартный. Пресечение незаконного оборота криптовалют и перекрытие каналов отмывания грязных денег. Вслед за захватом сервера хакеры АНБ попытались его перезапустить, но неудачно, рассказал Ингвар. «Они его все-таки перезапустили. Я был сегодня во Фритауне. Город в огне и фактически лежит в руинах. По всей видимости, сервер продвергся вирусному заражению», высказался я. «Именно этого и опасался сэр Джон», сказал Ингвар. «Опять двадцать пять. Ингвар, ты меня понимаешь и без слов, а я понимать его с полуслова пока не научился». «Это чего? Вирусного заражения?» переспросил я. Нет, не было никакого вирусного заражения. Это после несанкционированного запуска сервера включились в работу спящие до того фаги. Сейчас они без разбора пожирают всевозможные ресурсы. Протоколы, логи, аккаунты, электронные кошельки и исполняющие модули. Хакеры АНБ, конечно, пытаются нейтрализовать фагов, но ничего пока поделать не могут. И остановить сервера они тоже не могут, так как понимают, что вновь они его уже не перезапустят, а на дешифровку оставшегося после фагов шрейдерного мусора потом могут уйти годы, ответил Ингвар. Простите, Ингвар, я все-таки не понимаю. Если все так хорошо, тогда чего все же опасался сэр Джон, спросил я. Фаги еще не закончили свою работу, и некоторые аккаунты, в частности ваш, еще некоторое время могут быть активны, а это значит, что специалисты АНБ могли перехватить текущие протоколы и вычислить ваш IP и физический адрес, ответил Ингвар. Могли еще не значит, что перехватили. Кроме того, Россия вроде бы не подпадает под юрисдикцию АНБ, возразил я. Так-то оно так, только я хочу напомнить, что операция АНБ была совместной с Интерполом, а у Интерпола имеется свое отделение в Перми. Так что уже через несколько часов будет доподлинно известно, перехватили ваш IP спец АНБ или нет, и заинтересуется ли им Пермское отделение Интерпола. Кстати, сегодня ночью в полете я пытался установить с вами ментальную связь. Хотел предупредить, чтобы вы не входили в игру, но, по-видимому, из-за грозы у меня ничего не получилось, ответил Ингвар. Вообще-то получилось, только мое сознание трансформировало это предупреждение в кошмарный сон, и это, я думаю, вовсе не из-за грозы. Просто в тот момент этого самого сознания от принятого на грудь коньяка у меня было слишком мало. Сказать об этом Ингвару? А смысл? Он и так читает мои мысли. Послушайте, Ингвар, а зачем сэру Джону нужен новый человеческий канал представители древних рас и так могут общаться между собой напрямую, так сказать, на ментальном уровне? Спросил я. Мистер Берюк, разумеется, могут. Большинство кланов имеют своих эмпатов, да и пользоваться магическими пси-кристаллами еще не разучились. Но гоблинские кланы, в отличие от эльфийских, имеют обширные экономические связи с людьми, так что без человеческих средств связи им никак не обойтись, ответил Ингвар. Сергей, не мистер Берюк, я теперь Волков Сергей, уточнил я. Сергей, так Сергей, какие у вас планы на ближайшее время, спросил Ингвард, допив кофе. Я собираюсь сегодня же выехать в Красновишерск, отыскать там своего друга Андрея и вместе с ним отправиться на выручку Тедди, ответил я. Я бы хотел вас сопровождать, если вы не против, сказал Ингвард. Кто бы возражал, Ингвард подходящая компания в предстоящем деле, только вот костюмчик ему надо бы поменять. Звонок от сера Джона застал меня в одесском казино. Для того, чтобы успеть на самолет рейса Одесса Пермь, надо было отправляться немедленно, как есть, не было времени на переодевание, ответил на мои мысли Ингвард. Ладно, я знаю, тут недалеко есть магазинчик спортивного снаряжения, там подберем вам что-нибудь поприличнее. Только мне необходимо подняться в номер, собрать вещи и зачистить помещение от своих биологических следов, ну там окурков, отпечатков пальцев и тому подобного, сказал я. Хорошо, идите, Сергей, а я посижу здесь, на случай появления людей из Интерпола, и заодно почищу головы у персонала гостиницы от вас. Глава 17 Опасения Сэра Джона не подтвердились. Хваленные суперагенты АНБ и Интерпола либо не сумели вычислить мое место пребывания, либо пренебрегли скромным буддийским монахом без единого биткоина в кошельке. Ни одна легавая собака не кинулась на поимку одинокого волка. Оставленные скрытые камеры бесстрастно зафиксировали факт, что никто не поинтересовался, что за постоялец проживал в гостинице последние три дня. Не искал в моем номере окурков сигарет в пепельницах и цветочных горшках, не снимал отпечатков пальцев или иных биологических следов. Короче, никто даже не почесался. Да и Бэтмен им в помощь, этим лыцарем кинжала и черного плаща. Но, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Время, конечно, поджимало, но я двое суток почти безвылазно просидел в мотеле в двух кварталах от моей прошлой гостиницы перед планшетом, просматривая и прослушивая записи с камер видеонаблюдения. За это время Ингвар успел арендовать мощный внедорожник, пикап с вместительным кузовом, и закупить все необходимое оборудование для иностранных рыбаков, любителей флайфишинга. Хотя, какой там нахрен нахлыст? Середина сентября не сезон, еще недели две от силы три и здесь, на Северном Урале, с неба полетят белые мухи, а речки начнут покрываться ледяной шугой. Но Ингвар в выборе легенды для посещения притоков и заводей Верхней Вишеры, пожалуй, прав. Хрен их знает этих рыболовов-любителей, разве их поймешь? Кстати, по легенде Ингвару, разумеется, досталась роль норвежского, чокнутого на рыбалке путешественника, а мне, его гида и видеофиксатора его рыбацких успехов и пойманных трофеев, для чего была специально закуплена всевозможная фото- и видеоаппаратура, в том числе и квадрокоптер с подвесной беспроводной видеокамерой. Выехали затемно. На дорогу и пристрелку видеоаппаратуры, включая освоение навыков управления квадрокоптером, ушло около семи часов. Вот, наконец, и высокая парадная стелла с гербом города и надписью «Красновишерск». В пяти метрах за стеллой грунтовая дорога и щит-указатель перед ней баннер какого-то охотничьего заказника. Граффити, намалеванный на щите, буквально резануло меня по глазам. «Твою же, ипона, бога душу, мать!» вскрикнул я, едва не вцепившись в руль. «Ингвард, тормози!» «Что случилось, мистер Волков? Какое еще граффити?» удивленно спросил Ингвард, остановив машину. «Ингвард, мы, кажется, договорились, что переходим на «ты». Поэтому не мистер Волков, а Сергей. Просто Сергей, без всяких там гер, мучье и мистер», с ноткой раздражения высказался я. «Хорошо, хорошо, просто, Сергей. Так что там насчет граффити?» переспросил Ингвард. «Сам увидишь. Сдай назад», сказал я. Ингвард, косясь в правое боковое зеркало, задним ходом аккуратно сдал машину к городской стелле. «Смотри», сказал я, кивком головы, указав на баннер заказника. «Ты считаешь, что это не мазня какого-то местного сопливого тинейджера, а шедевр, принадлежащий кисти Бэнкси?» С любопытством, разглядывая щит, попытался пошутить Ингвард. Я поморщился. Мне было не до шуток. «Ах, да, ты же не видишь. Подожди», сказал я. Отстегнув ремень безопасности и перегнувшись к заднему сиденью, я достал свою дорожную сумку. Порывшись в ней, нашел пластиковые анаглифные очки для просмотра стереофильмов. «Надень очки, закрой правый глаз. И еще, постарайся не принимать во внимание красные полосы и пятна. Считай их фоном, подложкой, что ли», сказал я, протягивая Ингвард очки. «Ни черта я...» «А нет, вижу!» «В нижнем левом углу что-то похожее на стилизованное изображение головы какой-то птицы. «Где-то я уже видел подобную картинку», сказал Ингвард, рассматривая баннер. «Головы ворона», уточнил я, протягивая Ингвард свою зажигалку. «Верно, рисунок почти один в один. Совпадение, ты полагаешь, не случайное? Ты думаешь, что это предупреждение тебе? Если этот рисунок оставили специально для тебя, тогда почему ты не знаешь, кто его оставил? И при чем тут твоя бывшая контора?» забросал меня вопросами Ингвар. «Ингвард, вот только не надо копаться у меня в голове. У меня там сейчас каша из различных версий и предположений». С раздражением выдал я и немного остыв добавил. «Давай вместе все обсудим, взвесим, так сказать, все за и против». «Давай, только ответь мне вначале на один вопрос. Как ты вообще сумел высмотреть этот рисунок во время движения, причем без очков?» спросил Ингвард. «Отвечу. Легко. Во-первых, я ожидал увидеть нечто подобное. А во-вторых, мне не нужны очки. Дело в том, что я дальтоник, цвета аномал, проще говоря. Основные цвета я, конечно, вижу, а вот различные их оттенки путаю. Например, раствор марганцовки для меня не бледно-розовый, а бледно-голубой. Поэтому рисунок на контрастном фоне, выполненный этими двумя цветами, воспринимается мной как единое целое, а не двухцветный штрихованный мазней. Хоть и небольшой, но недостаток. Например, указание на двухэтажный зеленый дом сужается для меня до просто двухэтажного дома. Хрен его знает, насколько он зеленый. Для меня зеленый это цвет листьев на деревьях, а не цвет зеленки из аптечки. А вот мой друг и напарник бритва придумал, как этот недостаток превратить в преимущество. Он разработал технику письма, как он ее называл, хромокриптографику, с помощью которой он оставлял в зоне знаки и надписи, понятные исключительно мне. — Значит, это бритва оставил тебе этот знак? — то ли спрашивая, то ли утверждая, задумчиво высказался Ингвар. — Нет, не значит. Да, техника письма похожая, очень похожая, но в том, что этот рисунок оставил именно бритва, я сильно сомневаюсь. — Видишь, ворон что-то высматривает. — Теперь вместо правого закрой левый глаз и внимательно рассмотри верхний правый угол щита, — предложил я. — Вижу, похоже на пиктограмму футболиста. — Ты думаешь, что этот рисунок оставил для тебя твой друг Гаринча, тот, что помогал тебе покинуть Украину? — спросил Ингвар, сняв очки. — Посуди сам. Эту зажигалку я нашел в кармане куртки трупа Сталкера, когда возвращался из зоны после того, как расстался с сэром Джоном. Зажигалку я показывал Гаринче, тот ее признал. Она действительно принадлежала Сталкеру по кличке Круг, что по-украински означает «ворон». Бритва тоже мог видеть эту зажигалку, так как был куратором Круга. Но мог он ее видеть только у живого Круга. О том, что тот гикнулся в зоне, а я ее найду у трупа, он знать не мог. Теперь про технику цветного письма. Гаринче был близким другом и правой рукой Бритвы, который и мог рассказать о ней Гаринче, — пояснил я. — Хорошо, пусть рисунок оставил твой друг Гаринче. — Но что-то тебя тревожит, — сказал Ингвар. — Вот это меня и тревожит. Какого черта Гаринче делает в Красновишерске и на кой лято наставляет мне предупреждение о своем присутствии в городе, — вспылил я. — И еще тебя тревожит мысль, что Гаринче не тебе помогал покинуть Украину или не только тебе, а еще и конторе или Интерполу для того, чтобы потом с твоей помощью выйти на след Бритвы, — высказался Ингвар. — Глупость все это, — отмахнулся я. — Вот теперь я не понял, — удивился Ингвар. — Как же тяжело с тобой, Ингвар. Ты читаешь все мои мысли подряд, без разбору, — выдал я. Ингвар, вопросительно уставившись на меня, молчал. — Хорошо, я поясню. — Понимаешь, глупые мысли приходят в головы абсолютно всем, но умные люди их не высказывают вслух. — А вот мне твоя мысль не кажется такой уж глупой. Я бы не стал сбрасывать ее со счетов. — По крайней мере, она хоть как-то объясняет, на кой ляд Гаринча оставил для тебя предупреждение, — возразил Ингвар. — Вот что, Ингвар, если ты не против, я сейчас выйду из машины, покурю, и, сам понимаешь, сам немного подумаю, — высказался я. — Хозяин, барин, усмехнувшись, сказал Ингвар. — Я вышел из машины, закурил и принялся расхаживать вдоль обочины. Подумать действительно было о чем. В голове роились десятки взаимоисключающих мыслей. После третьей сигареты, кроме ловли Гаринча на живца, ничего толком так и не надумав, я вернулся в машину. Ингвар, прикрыв глаза, казалось, дремал. Я показал ему высунутый язык. Ингвар, не открывая глаз, фыркнул в ответ. — Трудно привыкнуть, что тебя и закрытыми глазами видят насквозь. Я не смог сдержать смех. Ладно, шутки в сторону. Предупрежден, значит вооружен. Вот что, Ингвар, я думаю, нам надо в корне поменять легенды, сказал я, отсмеявшись. — Что ты предлагаешь поменять? спросил Ингвар. — Все. Я буду российским рыболовым любителем, путешествующим автостопом, а ты профессиональным оператором, снимающим фильмы о дикой природе. Изначально мы не знакомы, познакомимся на речке или в гостинице. Я займусь поисками бритвы, ты же сможешь отслеживать и даже прослушивать меня с помощью маячка. А горинча, я думаю, найдется сам собой, предложил я. — На живца и зверь бежит, размышляя вслух, высказался Ингвар. — Ну да, примерно так. Флайфишинг своего рода, подтвердил я. — Хорошо. После минутного раздумья согласился Ингвар. — Как будем действовать? — Ты меня подбросишь до ближайшей автобусной остановки. Там я выйду. После чего я доберусь до церкви Петра и Павла. Ты же тем временем заселишься в гостиницу Вишера в заказанный для тебя люкс и приступишь к моему мониторингу. Я после церкви тоже направлюсь в гостиницу. Если ничего не случится, встретимся вечером в кафе-баре-гостинице, а дальше по обстоятельствам, предложил я. — Про твое появление в гостинице понятно. На месте горинчи я бы взял все гостиницы города под наблюдение. А вот про церковь я что-то не понял, высказался Ингвар. — Понимаешь, замялся я, есть на моей совести один неоплаченный должок. Я давал себе слово поставить свечу в церкви за упокой души ворона и не выполнил. А он меня уже второй раз выручает. Вот я и подумал, пока есть такая возможность, надо сходить в церковь. Ингвар взял с торпеды машины очки и протянул их мне. Я покрутил головой. Оставь себе. Тебе очки могут пригодиться. — А ты сможешь без очков нарисовать что-то подобное? Ингвар указал на баннер заказника. Я? Нет. Ни в очках, ни без них. Не придумали еще таких очков, которые бы мне позволили видеть краски так, как их видите вы. Ладно. Заводи мотор. Поехали. Подытожил я. Глава восемнадцатая Уже через пару часов, после того, как я расстался с Ингваром, я передумал служить наживкой для нахлыста. Передумал, разумеется, не просто так, а в силу открывшихся новых обстоятельств. Поэтому, отыскав городской телефон-автомат, я дозвонился до гостиничного люкса Ингвара и, когда тот снял трубку, попросил его приехать к церкви Петра и Павла. Приехать не особо как торопясь, но и не слишком мешкая, то есть засветло. Ожидая Ингвара, я сходил в церковь и, наконец-то, поставил свечку за упокой души ворона. Еще одну благодарственную свечу я поставил к иконе Николая Чудотворца. По своим религиозным убеждениям я скорее православный атеист и в Бога начинаю верить разве что, когда над головой грянет гром или начнут свистеть пули, осколки мин и гранат. Вот в такие минуты я и обращаюсь к небесам с мольбой. Смилуйся, Николай Угодник, яви чудо, спаси меня и сохрани. И, надо признать, еще ни разу он меня в своей милости не оставил. К ограде церквушки подъехал джип. Ингвар вышел из машины, подошел ко мне и спросил, «Что случилось, Сергей?» «Еще одну граффити», указал я глазами на сторожку церкви. Ингвар посмотрел на рисунок, потом вынул из нагрудного кармана анаглифные очки и всмотрелся в граффити через них. «Ничего не понимаю. По-моему, рисунок монохромный», сказал Ингвар, снимая очки. «Дело не в цветах, а в самом рисунке», ответил я. «А что в нем не так? Синий прямоугольник, а внутри, на светлом фоне, синий же крест. Если бы на стене сторожки русской церкви были бы нарисованы масонские символы или, к примеру, звезда Давида, я бы удивился. А тут и так все ясно. Простой православный крест. Почему бы ему тут не быть?» спросил Ингвар. «Крест не совсем правильный. Видишь, верхняя короткая планка слегка наклонена влево», ответил я. «Ну, я не знаю. По-моему, вполне канонический православный крест. Просто рука с баллончиком у художника слегка дрогнула. Вот линия и вышла косо», высказался Ингвар. «В общем-то, рисунок действительно канонический, но не в православной среде, а в среде уголовной. Такой крест, наколотый в виде перстня, на одном из пальцев рук, я видел у бритвы. А означает он «судим за убийство», поведал я. Ингвар надолго задумался, или сделал вид, что задумался, а сам по своей всегдашней привычке копается в мусорной куче моего подсознания, пытаясь выловить жемчужное зерно истины, случайно оброненное мной. Как знать. «Гарлинча тоже видел этот перстень на пальце бритвы. Почему ты считаешь, что этот рисунок на сторожке оставил не он, а именно бритва? Поясни», попросил Ингвар. «Так и есть. Покопался. Но не сильно глубоко. Или мусорная куча моего подсознания довольно большая. Поясню, но тогда придется начать издалека. Помнишь, я тебе рассказывал, что получил на главпочтамте в Подгорице на свое имя письмо до востребования? Так вот, в письме была только фотография мужика в рыбацком костюме на фоне реки Вишера у Чувальского камня и обертка от безопасного лезвия. С оберткой понятно. Это вместо подписи. Бритва. И мужика я узнал. Это старинный кореш бритвы из Красновишевска, который помогал нам с бритвой избавиться от джипа перед походом в Вишерский заповедник. А вот сам конверт меня привел в замешательство. Судя по штемпелю на конверте, письмо было отправлено с главпочтамта Москвы, но отправитель был мне совершенно неизвестен. Там значилось город Москва, улица Мошанская, 102, Шезменча не тот Федотович, начал рассказывать я. Сергей, а не сильно ли далеко ты начал? Я что-то не понимаю, как то письмо связано с этим граффити, прервал меня Ингвер. Не сильно, потерпи. Попав домой, порылся я в Яндексе и ничего не нашел. Маршанская улица в Москве действительно есть. Не улица даже, а улочка. В ней от силы домов 20. А вот Шезменча человек никто, полная бессмыслица, таких фамилий не бывает. Ладно, говорю себе, главное, я выяснил, надо разыскать кореша бритвы Николая в Красновишерске, он-то меня и выведет на самого бритву. Вот только как мне его разыскать, если мне известно только его имя и город? А что, если адрес отправителя это Ребус? Что, если начать читать его с конца? Тогда не тот Федотович это присказка. Федот, да не тот. Это насчет города. Может быть, речь идет не о Москве, а о Красновишерске? Запросил Яндекс.Карты. Маршанской улицы в Красновишерске не было. Хорошо, остается еще фамилия. А что, если разложить ее на части? Ше, Змен, Че. То есть, Замени Ша на Че. Единственное Ша есть в названии улицы, тогда ее следует читать как Марчанская. Глянул в Яндекс. Действительно, такая улица в Красновишерске есть, а по номеру 102 в Яндекс.Картах числится коттеджный поселок. Ну, думаю, это уже кое-что. Круг поиска сужается. И вот, на подходе к этой церкви мое внимание чем-то привлек щит с информацией о церковном благотворительном фонде. Я даже сразу и не понял чем, просто какое-то смутное подсознательное беспокойство. Решил подойти ближе и разобраться в своих ощущениях. И тут, на стене сторожки, я увидел это граффити. Меня как током прострелило, все сразу встало на свои места, закончил я. Ингвар, недоуменно глядя на меня, молчал. Да ты сам посмотри, кивнул я на щит. Почтовый адрес церкви Петра и Павла, как и у коттеджного поселка, улица Марчанская, 102. Бритва своим ребусом и этим граффити точнехонько вывел меня на Николая. На сторожку, уточнил Ингвар. На Николая, упрямо возразил я. Я зашел в сторожку, там сидел неизвестный мне мужичок, но на стене висела фотография, на которой какой-то батюшка благословляет Николая. Я спросил мужичка, мол, как мне найти Николая. Я в прошлом году приезжал к нему на рыбалку, вот я и в этом году приехал. А он мне, мол, отрыбалил наш Николай в этом году, лежит в больничке поселка Велс с переломом шейки бедра. Ингвар опять надолго задумался. Интересно, на этот Тарас о чем? Я же ему вроде все рассказал. Так ты полагаешь, что Горинча это живец? А рыбак кто-то другой? спросил Ингвар. Докопался-таки эльфов сын. Я ведь старался даже не думать об этом. Хотел приберечь свои выводы напоследок, так сказать, в качестве сюрприза. Молодец, зришь в корень. Посуди сам. Допустим, Горинча приехал в Красновишерск по собственной инициативе или бритва вызвал своего друга себе на подмогу. Тогда зачем Горинча оставляет мне предупреждение о своем присутствии в городе, причем таким образом, о котором знает ограниченный круг людей. Как говорится, раз-два и обчелся. Вывод, его принудили сюда приехать на отлов меня и бритвы, причем его непременно пасут, и ему об этом известно. А Горинчи это не нравится. Настолько не нравится, что он рискнул оставить мне графическое предупреждение, высказался я. Кто принудил? Как вычислили город? Спросил Ингвар. А вот этого я не знаю. Может быть, Интерпол, а скорее всего моя бывшая контора. В ней-то досье на бритву, пожалуй, поточнее будет. Знаю, что нахлыст надо оставить на потом. Сейчас мы Горинчи вряд ли чем поможем. Я думаю, нам надо прямо сейчас отправиться в местный аэропорт, нанять там вертолет для перелета в поселок Велс, навестить в больничке Николая и выйти наконец на бритву, подытожил я. Глава девятнадцатая Видавшие виды старая дюралевая лодка Казанка, влекомая новеньким японским потужным подвесным мотором Ямаха, третий час скользит по водной глади в начале самой реки Велс, а затем и какого-то ее правого безымянного, ну, во всяком случае для Яндекс.Карт, притока. Уже более часа перестали попадаться в встречной лодке рыбаков и охотников. Далековато, однако, забрался вглубь тайги мой друг Бритва. Он не знает умных слов, он считает вас за козлов. Навязчивые мотивчики слова из одной песенки раз за разом прокручиваются у меня в мозгу. Нет, эти слова не про моего друга Бритву, просто сегодня с утра меня что-то переклинило на еврейские песенки. Сначала семь сорок, а потом и вот этой. А чего удивляться? Бытие определяет сознание. Большую часть своей сознательной жизни я пробыл в записных иудеях, тут и Хаванагила кажется с детства родной. Вчера вечером Ингвард в целом одобрил мой новый план. Вот только немедленно отправляться в аэропорт и лететь на ночь, глядя в поселок Велс, он посчитал нецелесообразным. Попасть ночью в больничную палату Николая, не наделав излишнего шума, вряд ли удастся. Потом, как он выразился, пришлось бы приложить много усилий, чтобы погасить волны. Кроме того, ночевать вдвоем в машине он тоже посчитал нерациональным, мол, он прекрасно проведет ночь в своем люксе. Кто бы сомневался. Откуда, кстати, он по телефону и зафрахтует на завтра вертолет? Вот такая у Ингвард рациональная, я бы сказал, эльфийская тактика и стратегия моей защиты. Но зато мой друг лучше всех играет блюз. Ингвард, сидящий на носу лодки, с хитрым прищуром глянул в мою сторону. Похоже, не мне одному приходится эту песенку слушать. Не, ну не нравится, пусть не слушает. Моей вины в этом нет. Эти песенки, это все игры разума, на уровне подсознания, так сказать. Единственный способ избавиться от одной навязчивой песни, это начать напевать другую, но пока ничего подходящего к случаю на ум не приходит. Хотя, если рассуждать логически, Ингвард и есть тот самый мой друг. В своем деле он действительно мастер, спеллсингер или певец заклинаний, ничего не скажешь. Не знаю, что за магию использует Ингвард, но он действительно владеет стихией воздуха. Помнится, на таможне в Одессе под взглядом Ингвард воздух возле камер видеонаблюдения начал искрить коронными разрядами типа огней Святого Эльма, зачастую приводя к коротким замыканиям в них. К тому же не весть откуда в воздухе возникал туман, который, мгновенно охлаждаясь, покрывал изморозью объективы камер. При этом окружающих Ингвара людей мало беспокоил выход камер из строя, все их внимание было приковано к самому Ингвару. А на меня вообще никто не обращал внимания, смотрели, как на пустое место. Как потом пояснил Ингвар, это был простой отвод глаз. Но я думаю, что на самом деле, кроме эльфийского навождения, Ингвар отлично владел еще и, как он выразился, примитивным гоблинским мороком. Просто не хочет мне в этом признаваться. Точно такую же штуку Ингвар проделал сегодня утром в аэропорту Красновишерска. И мы в 7.40, а вот и причина первой навязчивой песенки, вылетели на вертолете в поселок Веллс. Уверен, что ни обслуживающий персонал аэропорта, ни пилоты вертолета не запомнили сопровождающего Ингвара попутчика. Не удивлюсь, если они и вовсе не упомнят, в больничке поселка Веллс опять пришлось ожидать примерно еще около часа, пока главврач закончит обход пациентов и медперсонал выполнит назначенные им процедуры. Как же мне надоело. Сначала ждать, а потом нагонять. Но Ингвар, разумеется, и в этот раз был прав. Суетиться не стоило. Этот лишний час ожиданий, конечно же, ничего не решал. Наконец, пожилая угрюмая медсестра проводила меня в палату к Николаю. Я слегка опешил. Вначале я его даже не узнал. Николай лежал в шестиместной палате в окружении других, но менее калечных пациентов. Сам же он с головы до ног был в бинтах и гипсовых повязках. Руки и ноги его покоились на растяжках с отвесами. Открытыми от бинтов были только лицо и кончики пальцев рук. Да, не так я себе представлял перелом, пусть даже и шейки бедра. Заготовленные заранее приветственные и ободряющие слова застряли у меня в глотке. А вот меня Николай узнал сразу, обрадовался и поприветствовал неопределенным именем. Долгожданный друг. И это правильно? Мало ли, под каким именем я мог появиться. И, как бы предотвращая излишние вопросы, довольно бодрым для его плачевного состояния голосом изложил такую историю. Мол, в горах, сам знаешь, иногда случаются оползни. Спрашивается, откуда мне это знать? Альпинизмом я не страдаю. Ждали они меня с Андреем, по крайней мере, Андрей тут под своим собственным именем, ждали и, не дождавшись, отправились на рыбалку без меня. Какая еще нахрен рыбалка в горах? И Николая, и еще одного бедолагу угораздило попасть под селевой оползень. Слава Богу, Андрей не попал под завал, откопал их и, вызвав по спутниковому телефону вертолет, доставил в больничку. А мне Андрей будет рад. В обед придет двоюродная сестра Николая, Ольга, муж которой, Степан, и переправит меня к Андрею в его рыбацкое становище. Короче, мутная история, похожая на сказочку для посторонних ушей. Оставалось только дожидаться двоюродную сестру. Ингвар к очередному ожиданию отнесся в философские. Мол, что ж, подождем. Твою мать, а хрен ли ему не подождать? При средней продолжительности жизни эльфов в 750 лет. Что ему эти полтора-два часа? Ингвар, криво усмехнувшись, вновь глянул на меня. А что? Что не так? У всех свои недостатки. У меня это внутренний голос, мое эго, циник и правдоруб. Пусть Ингвар привыкает. Идеальных друзей не бывает. Он и сам-то не подарок. Ольга ничего существенного к рассказу своего брата и не добавила. Так, причитания, слезы и что-то невразумительное про сорний най и родовое лягушечье проклятие. Я насторожился. Упоминание сорний най или золотой бабы меня сильно обеспокоило. Куда это еще мой друг Андрюха вляпался? Золото это серьезно. Местные черные старатели за золотишко не только ноги и руки могут переломать, но и башку открутить. Хотел расспросить Степана, но тот от моих расспросов отмахнулся, мол, успокойся, все это чушь лягушачья бабкины сказки. Не стоит слушать бабьи россказни. Ну, не повезло мужикам, вот и все, всякое бывает. Всякое бывает, видишь ли, успокой он называется. И вот уже третий час Степан везет нас на моторной лодке по реке куда-то вглубь Уральской тайги. Сидит на корме, правит лодкой и молчит, как партизан. И не курит. Мутный он, однако, этот Степан. Пади и водку не пьет, не иначе кулугур. Слышь, Ингвар, ты бы покопался в голове этого партизана. Интересно, о чем он так упорно молчит. Ингвар повернулся ко мне, хотел что-то сказать, но ничего не сказал, передумал. Тоже, наверное, придерживается принципа. Если можешь не сказать, не скажи. А вот, кстати, и песенка в тему. И лампа не горит, и врут календари. И если ты давно хотела что-то мне сказать, то говори. Любой обманчив звук, страшнее тишина. И что-то там еще. Не помню ни хрена. Степан сбросил ход и свернул в мелководную то ли протоку, то ли старицу. Протока петляет меандром несчетными поворотами. За очередным поворотом над лесом показалась стройка дыма, должно быть, от костра. Неужто конец путешествию. Я, перекинув свою сайгу за спину, достал из чехла фотоаппарат с длиннофокусным объективом и оглядел берега. Так и есть. Метрах в двухстах впереди на правом высоком берегу густо поросшим лопухом и кустарником средь вековых сосен показался сруб с плоской покатой бревенчатой крышей, покрытой дерном, узкими проемами, как бойницы окон и печной трубой, сложенной из булыжника. Ничего себе рыбацкое становище. Настоящий блок-хаус. В таком легко можно отбиваться не только от медведей или рассамахи, но и от людей. Из сруба, наверное, на звук лодочного мотора с охотничьим карабином в правой руке вышел в таком же, как у Степана рыбацком костюме и болотных сапогах, бородатый мужик. Левую руку он приложил козырьком к колбу и принялся рассматривать лодку. Вот это правильно. Не люблю я, когда меня рассматривают через оптический прицел. Кто это? Очередной родственник Николая и проводник к Андрею? Или еще кто? Я увеличил зум на максимум, сомнений не осталось. Это был сам Андрей. Зарос-то как? Бородищ-то, как у справного сибирского мужика. Впрочем, он же уроженец этих мест. Он и есть сибирский мужик. Сапог мотора начал чиркать одно. Степан заглушил мотор, поднял сапог над водой, взял в руки багор и поднялся в лодке в полный рост. Орудуя багром, как шестом, направил лодку к берегу. Как только лодка ткнулась носом в прибрежный песок, мы с Ингваром поднялись и спрыгнули на берег. Степан остался в лодке. По тропинке, ведущей к срубу, уже без карабина спускался Андрей. Сергей, будь осторожен. У этого человека нож в рукаве. В полголоса предупредил меня Ингвар. Это ж бритва, рассмеялся я. Вот, к примеру, камень у него за пазухой меня бы сильно насторожил, а нож в рукаве это для него нормально. Ты только не пугай его, почем зря. Я пошел навстречу к Андрею. Здравствуй, долгожданный друг. Я уже не чаял тебя снова увидеть, сказал Андрей, подойдя ко мне. В голосе Андрея мне почутились нотки то ли упрека, то ли удивления. И я рад тебя видеть снова. Обнимемся, что ли, брат? ответил я. Мы пожали руки и крепко обнялись. Надо же, я определенно был растроган. Не ожидал я от себя такой сентиментальности. Чтобы не выказать своего смущения, сказал, кстати, я снова Сергей, но на этот раз не Бирюков, а Волков. Пойдем, я познакомлю тебя с моим новым другом, сказал я и, припомнив свои первые впечатления об Ингваре, добавил. И вот еще что, я сразу тебя хочу предупредить. Не думай, никакой он не стриптизер и не голубой. Андрей гоготнул, видать, я правильно понял его косой и, как мне показалось, несколько брезгливый взгляд в сторону Ингвара. Познакомьтесь. Эльф Ингвар. Грешин. Не удержался. Воткнул эльфа. Андрей. Тот самый бритва. Представил я своих друзей друг другу. Андрей был определенно удивлен крепостью пожатия тонкой холеной руки Ингвара. После знакомства Андрей зашел в воду по колено, подошел к корме лодки и протянул для рукопожатия руку Степану. Здорово, Степан. Как там Ольга? Как дети? Как Николай? Здорово, здорово. Да все путем. Николай идет на поправку, ответил Степан, прожимая руку Андрея. Останешься до утра? Есть хариус горячего копчения. Только что приготовил. И кедровочка найдется, предложил Андрей. Степан, сощурившись, посмотрел на солнце и, немного помедлив, ответил. Нет, пожалуй. Лодка пойдет налегке, к тому же вниз по течению. До темноты, думаю, успею добраться до поселка. Разбирайте свои манатки, и я погнал. Андрей перекидал из лодки на берег нам с Ингваром рюкзаки и сумки. Степан взялся за багор, Андрей столкнул нос лодки из прибрежного песка. Мы с Ингваром помахали руками отплывающему Степану. Ну, прошу к моему шалашу, шутливым тоном предложил Андрей, подойдя к нам. Подхватив баул, привезенный Степаном для него, двинулся вверх по тропинке. Мы с Ингваром разобрали свои вещи и двинулись вслед за ним. Сруб Андрея, сложенный из омшелых бревен, несмотря на свою явную старость, вызывал уважение. Одна дверь из тесанных дубовых досок, окованная железными полосами и скобами для солидного засова, чего стоило. Внутри блокхауса имелось две просторных комнаты. В первой комнате располагался массивный стол с лавками, во второй русская печь и нары вдоль стен. В таком срубе могло запросто и без стеснений разместиться с полдюжины человек, если не больше. Ни хренаж себе шалаш! Андрей, откуда в непролазной тайге такие хоромы? Не удержался я от вопроса. В начале прошлого века здесь располагалась пушная фактория, но река пробила себе новое русло. Старое русло, превратившись в старицу, обмелело. Баркасы и баржи больше не могли подходить к фактории и ее забросили, ответил он. Выставив на стол литровую бутылку кедровой настойки с кружками, ложки с соленьями и вкусно пахнущую копченую рыбу, Андрей пригласил нас с ингвером к столу. Перебрасываясь тостами и шутками, мы выпивали и закусывали. Андрей долго крепился, но все же не выдержал. Первым обратился ко мне с вопросом. «Ну, рассказывай, где ты был все время после нашего последнего телефонного разговора? Что делал?» «Если кратко, тогда так. Помнишь, я со слов папы Карла рассказывал тебе о существовании бессмертных шотландских горцах?» начал я и, выдержав небольшую театральную паузу, продолжил. «Так вот, разыскивая тебя, я вышел на горринчу. Он-то и свел меня с шотландским лордом, сэром Джоном Макгрегором. А этот лорд, как потом выяснилось, оказался не только, вернее, не просто горцем, то есть светлым дварфом, но и единокровным братом нынешнего короля шотландских гоблинов. Являясь в то же время министром короля по особым поручениям, сэр Джон разыскивал в Чернобыльской зоне отчуждения Тедди. Оказалось, что наш Тедди приходится гоблинскому королю внучатым племянникам в третьем или четвертом поколении, точно не могу сказать. Кроме того, волей и судеб, Тедди является наследным принцем шотландских гоблинов. Понимаешь, а мы его вместо шотландских гор закрячили в Пермскую тайгу к стуканцам. Но то ладно, тут нашей вины нет, мы тогда просто не знали. Но вернемся к нашим баранам. Далее мы с сэром Джоном посетили в зоне Падре Карло, который, между прочим, сказал, что Тедди ему во сне сообщил, что его друг Бритва обещал вытащить его из клана стуканцов. Как тебе это? А вот, выходя из зоны, я допустил оплошность и чуть не попался в лапы Интерпола. Выбраться из Передряги и из Украины в Молдавию мне помог Гарринча. Но в Молдавии я снова попал под наблюдение Интерпола и, я думаю, ватиканских спецслужб тоже. К тому моменту они располагали уже несколькими довольно сносными для опознания моими фотороботами. Добравшись до Подгорицы и получив на почте весточку от тебя, и ушел на нелегальное положение. Вот. Далее встал вопрос, как мне добираться из Подгорицы к тебе в Красновишевск. По суше для нелегала очень хлопотно и долго. Слишком много границ пришлось бы преодолеть. Тогда морем, с албанскими контрабандистами, через Тирану и Одессу в Украину, а там через Донецк в Россию. Связался с сэром Джоном, сообщил ему о своих намерениях, чтобы он знал, где меня искать в случае чего. Тот предложил свою помощь, вернее, помощь своего друга Ингвара, у которого есть морская яхта. Я согласился. Так я попал в Одессу, оттуда двинул в Донецк. В Донецке пришлось немного задержаться, повоевать трохи. Мне крайне не понравились обстрелы украбандерлогов из минометов, смерти и градов мирного населения городов и селений. Провоевал я недолго, вплоть до перемирия. А дальше у меня начались сложности с контрразведкой ДНР. Меня заподозрили в работе на израильский Моссад. Пришлось уходить в Россию. До Ростова добрался без приключений. Там выяснилось, что связи у меня с сэром Джоном больше нет. Отправился в Перм поездом, попутно воспользовался резервным каналом связи с сэром Джоном через Ингвара. В Перме ко мне присоединился Ингвар, его прислал сэр Джон для моей защиты и еще я думаю, чтобы мы с тобой не наломали дров, пытаясь самостоятельно вытащить Тедди из клана Стуканцов. Вот и вся история, брат. Андрей долго молчал, переваривая услышанное, а потом, критически глянув на Ингвара, неожиданно спросил. «Так ты хочешь сказать, что Ингвар тоже из бессмертных?» «А разве я не сказал?» Девану удивился я. «Да, он тоже из бессмертных, только из других. Он эльф. Светлый эльф». Андрей зашелся за ливистым, заразительным смехом. Мы с Ингваром не смогли удержаться и рассмеялись вслед за ним. Наконец, отсмеявшись, Андрей с серьезным лицом вкративо спросил. «Серый, а с огнедышащими драконами ты дружбу часом не завел?» «Не верит?» «Покажи ему», обратился я к Ингвару, припомнив показанную им мне зеленую собаку. «Люди истребили драконов, а если точнее мыслящих ящеров, в конце третьего, в начале четвертого века нашей эры по вашему летоисчислению, разумеется. Последнего убил некий добрый христианин Йорген, позже причисленный людьми в том числе и за это к лику святых, то ли в шутку, то ли всерьез выдал Ингвар. «Вы имеете в виду святого Георгия? Георгия Победоносца?» с ноткой удивления в голосе спросил Андрей. «Вот именно. Драконов не стало. Остались только их домашние декоративные драконовые собачки и поныне бережно сохраняемые тибетскими монахами. Кстати, у меня с собой есть одна такая». Ингвар полез в карман куртки и вынул из него свернувшуюся в кольцо, как мне вначале показалось, красную ящерицу. Ингвар положил ящерицу на стол, она развернулась, встала на четыре когтистые лапки и расправила над собой перепончатые крылья. Это был настоящий усатый красный дракон, точно такой, как его изображают на старинных китайских картинках, только маленький. Ингвар стал почесывать дракончику чешуйчатую голову. Дракончик стал изгибать спину и мурлыкать, как кот. Андрей, не веря своим глазам, попытался коснуться дракончика указательным пальцем. Дракончику это не понравилось, и он изрыгнул навстречу пальцу Андрея клубящийся пламенный сгусток. Андрей от неожиданности дернулся назад и свалился с лавки. Когда я, хихикая, помог Андрею сесть на лавку, дракончика уже не было. Вместо него на столе стояла зажженная бензиновая зажигалка. Довольный своей шуткой Ингвар, ехидно улыбаясь, не спеша закрыл крышку зажигалки. Хорошо. Верю. Я так понимаю, это был морок? спросил Андрей Ингвар. Верю выше. Это было наваждение. Настоящее эльфийское наваждение. С ноткой гордости в голосе за Ингвара ответил я. Ладно. Вот что. Давай расскажи все еще раз. С самого начала и со всеми возможными подробностями, предложил Андрей. Я взял в руку бутылку и, поплескав в ней остатки настойки, констатировал. Нет, брат, на историю со всеми подробностями такого количества явно не хватит. Может быть, вначале ты расскажешь свое, предложил я. Да какие проблемы, фыркнул Андрей. Он поднялся, сходил во вторую комнату и, пошарив под нарами, извлек четверть. Этого хватит? Ехидно улыбаясь, спросил Андрей, ставя бутылу на стол. Боюсь, что этого будет больше, чем достаточно. И мы не услышим сегодня твою историю, хотя бы кратенько, возразил я. Да ты начинай, а там посмотрим, предложил Андрей, разливая настойку по кружкам. Покорно выдохнув, я прокинул в горло содержимое своей кружки. Переведя дух и закусив жменькой капустки, я принялся рассказывать подробно все с самого начала. Глава двадцатая Стрекут пулеметной очереди в отдалении вырвал мое сознание из цепких лап сна. Бандерлоги прорвали фронт и теперь обходят с флангов. Нервно дернувшись, я свалился снар на пол вместе с овечьим тулупом, которым укрывался ночью. Вокруг царил полумрак, только тусклый узкий луч света из амбразуры едва-едва подсвечивал противоположную бревенчатую стену блиндажа. Выпутавшись из тулупа, я стал шарить вокруг себя. Оружия нигде не было. — Черт возьми! Где я? Что за блиндаж? Почему я без оружия? Пулеметный Стрекут раздался ближе. — Твою мать! Крыша едет конкретно! — тихо выругался я вслух, понемногу приходя в себя. — Какой нахрен блиндаж? Какие бандерлоги? Я в срубе моего друга Бритвы посреди Уральской тайги, и это не пулеметная дробь, а стук обычного пестрого дятла по стволу высохшего дерева. В срубе я был один. И хорошо, что один. Никто не видел моей паники. Никто не видел, каким психопатом я стал. — Кстати, а где все? Поднявшись, подобрал тулуп и положил его на нары. Двинулся к выходу. Открыв дверь, остановился на пороге, зажмурившись от яркого, отнюдь не раннего утреннего света. — Проснулся. — И здоров же ты, брат, спать! Чисто пожарник! — Умывайся и подгребай под навес. Я ушицу сварганил. Вместо приветствия сказал Андрей, проходя мимо меня. — За пожарника ответишь, — боркнул я в ответ. И вслед добавил. — Надо говорить, пожарный! — Умойся, — говорит. — Что он хотел этим сказать? Что я беспробудный пьяница и выгляжу соответственно? Я ощупал пальцами лицо. — Да, лицо слегка помятое, но мешков под глазами вроде нет. Надо продумать шпильку для Андрея и проехаться по его пьянству. Впрочем, умыться все равно надо. Я сходил к реке, умылся. Когда я поднялся к срубу, Андрей и Ингвара уже сидели на лавке под навесом за сколоченными с досок столом и хлебали деревянными ложками из деревянных же мисок на варистую уху. Взяв свободную миску, я наполнил ее половником из котелка ухой и пристроился на лавочке рядом с Андреем. Когда сухой было покончено, Андрей сходил к костру и принес металлический чайник с заваренным в нем пахучим чаем, приправленным какими-то местными травками. За чай питьем я и задал вроде бы невинный вопрос Андрею. — Ну, может быть, ты продолжишь свой рассказ? — А я уже начинал? Что-то я не припомню. И на чем же я остановился? — спросил Андрей. — Да, ты прав. Фактически, ты и не начинал. Вчера, под конец нашей вечери, ты начал припираться, все приставал к Ингвару, чтобы он еще раз показал тебе наваждение. А потом тебе вообще стало некогда. Забыв, что это всего лишь иллюзия, стал дрессировать зеленую собаку, учил ее подавать лапу и голос, на полном серьезе выдал я и, выдержав небольшую паузу, добавил. — Что ты на меня уставился? Так все и было. — Не веришь мне? Спроси Ингвара. У него просто нечеловеческий метаболизм. Он никогда не пхенеет, поэтому все и помнит. Андрей повернулся и посмотрел на Ингвара. Стараясь задержать смех. Лицо Андрея располылось в улыбке. — Брехло собачье. Приколист. Не было ничего такого, сказал Андрей, повернувшись ко мне. — Ну вот, опять начал припираться. Было, не было. Ты рассказывать-то будешь или нет? — Буду. — Значит, и так, начал Андрей и, немного помолчав, видимо, собираясь с мыслями, продолжил. Как мы и планировали, я готовился бесследно исчезнуть посредством дайвинга во время летнего отдыха на одном из курортов Кипра. Для осуществления этой затеи я привлек специалистов киевской фирмы «Алиби», которые занимаются оказанием специфических туристических услуг. Я им объяснил свою задумку, мол, мне нужен розыгрыш, я должен якобы пропасть без вести во время погружения с аквалангом. Пропасть, и так на недельку, мол, хочу посмотреть, как поведут себя мои халеи, две дочери и жена с падчерицей. В задачу фирмачей входило заранее подготовить мне в районе погружения запасной акваланг, свой я планировал сбросить, подводный скутер, морской катер и неприметные бунгало на берегу подальше от курортной зоны. Мол, а наблюдением за моими наследничками займутся иные специалисты. Разумеется, я не собирался отсиживаться целую неделю в бунгало. Через неделю я бы уже загорел на пляже курорта Сутаморе. И вот, в конце мая отзвонились фирмачи, мол, все готово. Виза на Кипр, номер в отеле курорта Пиргус, бунгало на берегу и все необходимое оборудование. Вылет чартером из Киева на Кипр через три дня. Я по случаю отбытия в отпуск закатил небольшой банкет в своем ресторане для друзей и близких, благо дело было в субботу. Вечером после ресторана основательно под шофе возвращаюсь на своей машине в коттеджный поселок. Не доезжая до поселка, буквально пары-тройки километров вижу на обочине черный Мерседес с киевскими номерами и немного впереди УАЗик-ДАИ. Трое гражданских о чем-то спорят с одним ДАИшником, второй неспеша шарит по багажнику Мерса, третий машет мне жезлом, мол, остановиться на обочине. Я еще обратил внимание, на ремне за спиной у него короткий штурмовой пистолет-пулемет, а не калаш, как у наших. Думаю, что за дела? Что здесь делают залетные? Всех местных я знаю, да и они, мой Лексус, с блатными номерами знают, как облупленный. Вот так нагло останавливать меня на дороге наши бы не решились. А я пьян. Что делать? Надавить на газ? А что это даст? Все равно догонят. Ладно, думаю, надо остановиться, откуплюсь. В крайнем случае заберут права. Ну и что? Через три дня они мне и нафиг будут не нужны. Съехал на обочину, слегка опустил стекло и заглушил мотор. Сижу в машине, жду. Не торопясь, подходит мордатый сержант, лениво представился, попросил предъявить права. Я опустил стекло ниже и подал ему свои документы. Тот не спеша их полистал. Потом идиотский вопрос о наличии у меня наркотиков, оружия или взрывчатых веществ. Я так это с издевкой не удержался, пьяный был. Отвечаю, мол, ничего, он нема, дома забыл. Сержант, ноль внимания на мою издевку, попросил открыть багажник. Я нажал кнопку, сержант пошел к открывшемуся багажнику. Я вышел из машины и пошел вслед за ним. Думаю, как бы он мне туда чего не сунул. Сержант флегматично оглядел, считай, пустой багажник. Ну, думаю, вот теперь самое время предложить мне надышать в алкотестер энную сумму американских президентов. А он, заметив в дальнем углу багажника аптечку, попросил показать ее содержимое. Я слегка вспылил, мол, что тут, мать твою, происходит? Что он там надеется в ней найти? А сержант сделал шаг назад, передвинул пистолет-пулемет на ремне из-за спины на грудь и цедит мне сквозь зубы. Уважаемый, будьте так любезны, покажите, пожалуйста, содержимое вашей аптечки. Делать нечего, думаю, надо подчиниться, а то стрельнет еще, мало ли. Потянулся рукой за аптечкой. В это время с двух сторон двое молодых парней в штатском схватили меня под локти, прижали к багажнику и ловко заковали мои руки в наручники. А третий стал шмонать мои карманы, фалды пиджака и штанины брюк. Наконец, закончив шмон, меня отпустили. Я повернулся. Это были те самые гражданские, которые якобы спорили с доишниками. Подходит четвертый, этот постарше, и, похоже, главный тут у них. Я обратился к главному, мол, клоуны, кто вы такие и что вам надо? Главный сует мне под нос удостоверение Интерпола, объявляет меня задержанным. Интересуется, надо ли мне объяснять причину задержания. Нет, говорю, не надо, и так все понятно, за управление машиной в нетрезвом виде, иначе чем еще может заниматься доблестный Интерпол в нашем убогом захолустье? Главный хохотнул, говорит, мол, это хорошо, что понятно, вот и поедем на свидетельствование. Двое парней сопроводили меня под руки до Мерса, усадили на заднее сидение, уселись сами справа и слева. Главный уселся на переднее кресло справа от водителя. Мерс развернулся, и мы покатили по направлению к городу. Уазик ДАИ остался возле моего Лексуса. Видимо, дайцы пытались его завести. А вот хреном вгрызло. Без отпечатка большого пальца моей правой руки у них ничего не выйдет. Едем. Размышляю. Если это Интерпол, то это серьезно. Кипра не будет. Наверное, захватили кого-то из моих курьеров, и тот раскололся. Теперь меня будут долго и нудно крутить на контрабанду артефактов. А если это не Интерпол, а действительно клоун, ряженый, с фальшивой ксивой? Как-то неуважительно они ко мне отнеслись. Что с того, что я пен? Где ОМОН, где Автозак? Руки эти сковали не за спиной, а спереди. Что, если это люди из конкурирующей конторы? Схватили кого-то из моих курьеров? И т.д. и т.п. Впрочем, и в этом случае с Кипром я тоже пролетаю. Уходить надо. По-любасу надо уходить. Стал жаловаться к конвоирам на тугие наручники, мол, руки затекают. Те отвечают, мол, потерпишь. Отвлекая внимание, я начал конючить, чтобы отпустили, предлагать взятки, угрожать высокими связями и последующими карами, имитировал обычный пьяный базар. При этом, ерзая и делая вид, что растираю затекшие запястья, незаметно расстегнул запонку, вытянул ее из рукава сорочки и зажал между пальцами. Дождавшись поворота на подъеме насыпи к мосту, я извернулся и воткнул штырех застежки запонки в горло водителю. Водитель дернулся и не удержал машину на повороте. Она пробила ограждение дороги и полетела с насыпи вниз. Я, вцепившись двумя руками в ремень безопасности главного, старался сгруппироваться и поглубже вжаться между кресел. Машина ударилась о землю передним левым колесом и, подпрыгивая и кувыркаясь вдоль продольной оси, полетела дальше. Кувырков было три или четыре, может больше, я не помню. На какое-то время я потерял сознание. Очнулся. Машина стоит на четырех колесах. Двое интерполовцев, те, что спереди, лежат в отключке на подушках безопасности. Конвоир, что слева, еле дышит, голова вся в крови. Справа конвоира вообще нет. Его выбросил из машины в оторвавшуюся дверь. Времени шарить по карманам в поисках ключа от наручников не было. Могли подъехать давешние дайцы. Я забрал из наплечной кобуры соседа пистолет и выбрался из машины. Оказавшись снаружи, я изловчился и выстрелом из пистолета перебил цепочку, соединяющую наручники. Более немежко я бросился в лесопосадку, далее по болоту, примыкающему к реке, двинулся в сторону развалин промзоны. Есть у меня один бзик, да и не у меня одного, сам знаешь, у многих, кто прошел зону, заранее готовить запасные нычки и схроны. Был у меня в промзоне такой схрон. И даже не схрон, а целый бункер. Туда я свез многое из того, что не мог взять с собой на Кипр. Оружие там, кое-какие неучтенные и особо ценные артефакты, ну, разумеется, кое-какой налик в разных валютах и продукты, мало ли что. Вот к своему бункеру я добрался после полуночи, а утром оттуда связался с Гарлинчей. Гарлинча смог ко мне выбраться только после обеда. Сообщил, что за мной действительно охотится Интерпол. Вначале они хотели захватить меня по-тихому, но после моего побега они поставили на уши всех правоохранителей города, включая военных. Интерпол инкриминирует мне не контрабанду артефактов из зоны, а разбойные нападения и грабежи итальянских туристов и похищение ватиканского священника. Гарлинча вывез меня на конспиративную квартиру и связался с центральной конторой. Те обещали помочь. Через неделю прибыл курьер из Минска, привез для меня белорусский паспорт и водительские права. Но курьеров было не один, как я понял опосля, а два. Мог и вовсе не узнать. Дело случая. Местные менты за хорошее вознаграждение, разумеется, организовали для меня свободный коридор, и я спокойно выехал из города на старенькой неброской иномарке Гаринчи. Выехав из города, подумал, раз я еду на машине, то могу кое-что и прихватить из моего схрона, свернул в промзону, но едва я спустился в свой бункер, как моя машина взлетела на воздух. Гаринчи подложить мне бомбу не мог, однозначно. Значит, был второй курьер, который умудрился оснастить машину Гаринчи магнитной миной с таймером. Так что далее выбираться мне пришлось пехом и на попутках. Вот, собственно, и вся история серой, закончил свое повествование Андрей. Андрей, а ты в курсе, что Гаринчи сейчас находится в Красновишевске? Причем он сам, похоже, находится под колпаком, но он об этом знает и ему это крайне не нравится. При въезде в город на дорожном баннере он оставил хромографическое предупреждение для меня, спросил я. Про Гаринч узнаю, его прислала для переговоров контора. Я пока с ним не встречался, попросил людей походить за ним, надо выяснить, кто сидит у него на хвосте. История с бомбой имела продолжение. Добравшись до Луганска, я из одного интернет-кафе выложил в свободный доступ на Яндекс.Диск архив расширенного годового отчета Южного Крыла. Ссылочку на архив и ключ для его распаковки отослал в центральный офис конторы. По сути своей, этот архив в своем роде тоже бомба, ведь в нем содержатся сведения о людях, адресах явок, маршрутах и объемах контрабанды. Попади этот архив вместе с ключом в руки компетентных органов, и на Южном Крыле можно будет ставить большой жирный крест. Контора молчала два дня, а на третий на мою электронную почту пришло письмо от самого гендиректора. В письме он приносил свои извинения за произошедший инцидент, мол, начальник отдела внутренней безопасности, превысив свои полномочия, не выполнил прямого указания руководства, к тому же выказал вопиющую некомпетентность и непрофессионализм. На текущий момент он уволен. Контора готова обсудить размер компенсации за причиненный моральный вред, надеется на дальнейшее деловое сотрудничество. Как видишь, сложилась патовая ситуация. Я остаюсь в штате, уволить меня контора никак не может, где гарантия того, что после моей смерти ключ к архиву не выложит в сеть кто-нибудь из моих друзей. Я выложить ключ тоже не могу, тогда точно отыщут и грохнут. Остаются переговоры, нужно попытаться выторговать условия почетной отставки. Вот такие дела, брат, закончил Андрей. Я так понимаю, белорусские документы остались у тебя на руках? Почему тогда ты вышел с Украины в Россию, например, не через Сумы или Харьков, а через Луганск? Это же лишний крюк, спросил я. А я и не планировал выходить из Украины. Я хотел, ожидаясь связи с тобой, а сесть именно в Луганске. У меня там друган живет, корешок еще с малолетки. Вот говорят, что чужой войны не бывает. Бывает, еще как бывает. Насмотрелся я на последствия обстрелов Луганска войсками ВСУ, включая ракетные удары штурмовой авиации, но убитых женщин и детей противно стало за себя. Я, здоровый мужик, ничего не делаю, в кабаках и шалманах водку пьянствую, таблядей трахаю, а вокруг гибнут ни в чем не повинные люди. Решил идти в ополчение. Спросил другана, примут ли меня те в свои ряды с белорусским паспортом. А он мне палец у виска крутит. Говорит, мол, ты совсем с глузду съехал. Какой белорусский паспорт? Ты сначала татуировки сведи. Твой паспорт у тебя на пальцах в виде перстней выколот. Контрразведка по ним в раз вычислит, кто ты такой и откуда. Лаве у тебя есть? Ешь, пей, гуляй. Что тебе еще надо? Ну, а если уж совсем не в моготу сидеть без дела, айда к нам в бригаду. Нам как раз водила нужен. Вокруг Луганска десятки покинутых людьми деревень и поселков, сотни, если не тысяч, брошенных совсем скарбом домов. Бери, я, конечно, душегуб и оркоган в прошлом, но менять масть, становиться мародером мне было западло. Поэтому-то я и уехал в Россию, в Красновишерск. Тут меня помнят, и смену паспорта на белорусский я легко смогу объяснить, мол, женился, и чтобы скрыть прошлые судимости, взял фамилию жены. Вот такая грустная история, брат, закончил свой рассказ Андрей. Да, от судьбы не уйдешь, согласился я и, немного помолчав, спросил, «Слушай, Андрей, а что у вас с Николаем приключилось? Какая нахрен еще рыбалка в горах?» «А вот это интересная история, действительно интересная. Сейчас расскажу». Андрей полез в нагрудный карман куртки и вынул из него желтоватого цвета овальный, размером с ноготь большого пальца, пупырчатый самородок. Кинув его ко мне по столу, Андрей спросил, «Помнишь эту прошлогоднюю находку?» «Конечно помню. Этот золотой самородок ты нашел на берегу озера в тот день, когда мы провожали Тедди к стуканцам», ответил я. «Извини, брат, это я тебя шутки ради хотел развести, что это золотой самородок. Сам-то я был уверен, что это обманка, минерал перит. Не могло же быть, чтобы золотые самородки просто так валялись на земле. Ладно бы там, где не ступала нога человека, а то вблизи шахты. Думал потом втюхать его тебе в качестве дорогого подарка, но побоялся, что ты, узнав правду о золоте дураков, не оценишь шутки и обидишься. А потом и вовсе решил оставить его себе, так сказать, в качестве сувенира на память о той поездке к Лягушачьему озеру. «Прости, перебью. Почему вдруг Лягушачьему?» спросил я Андрея. «Почему?» «Ну, это я сам для себя его так окрестил. Присмотрись к этому самородку. По форме он чем-то похож на лягушонка». Я покрутил самородок. При определенном ракурсе он действительно походил на карикатурной Нецке почеглазого лягушонка. Я передал самородок Ингвару, чтобы тот тоже на него глянул. «Анна что-то говорила о лягушачьем проклятии», сказал я, припомнив разговор с сестрой Николая. «Вот-вот, я к этому и веду. Примерно месяц назад мы с Николаем сидели возле дома Анны, поджидали, когда с вахты вернется Степан. Я полез в нагрудный карман куртки и вместе с сигаретами и зажигалкой вынул этого лягушонка. Николай мой сувенир чрезвычайно заинтересовал. Он попросил его рассмотреть. «Я дал, чуж не дать». Николай повертел его в руках, взвесил на ладони и спрашивает, мол, откуда у тебя это лягушачье золото. Я ему, почти не соврав, отвечаю, мол, нашел в предгорьях северного Уральского хребта на берегу горного озерца с красивым водопадом, когда рыбачил с другом Сергеем там прошлым летом. «А не было ли вблизи озерца рудника или шахты?» спрашивает меня Николай. «Как же, отвечаю, был там рудник, только очень старый и лет сто как заброшенный?» От моего ответа Николая прямо затрясло, лицо его побелело, а лоб покрылся испаренный. Он быстро сунул мне в руки моего лягушонка, как будто тот ожег ему пальцы. Анна, присутствовавшая при этом разговоре, тоже сошла с лица, начала креститься и шепотом читать «Отче наш», смотря при этом на меня, как на того самого лукавого искусителя. Я, признаться, и сам немного опешил от их реакций, молча переводил взгляд с одного на другого. Наконец, когда они немного пришли в себя, спросил, мол, друзья, что случилось? В чем, собственно, дело? В ответ Николай предложил пойти в дом и выпить водки. Только хлопнув полстакана, он начал рассказывать. Начал он издалека, с семейного предания. Попробую пересказать, как смогу. В конце позапрошлого века один из предков Николая, кстати, его полный тезка, занимался охотой на пушного зверя, добывал соболя и куницу в предгорьях Северного Урала. Однажды, возвращаясь на свое зимовье, он сделал привал на берегу небольшого горного озера с замерзшим водопадом. Собирая валежник для костра, он на склоне горы случайно нашел выход золотоносной жилы. Ему даже удалось при помощи ножа наковырять несколько самородков. А летом он, сколотив артели с десяти человек, вернулся к тому озеру. Старатели соорудили на берегу озера себе хибару для проживания, построили у ручья ступенчатые лотки для промывания породы, начали рубить штольню, разрабатывая золотую жилу. Стали мыть золото. Но однажды к их хибаре вышел бродяга, как он потом сознался, беглый каторжник. Он рассказал, что заплутал в тайге, не смог выйти к реке, чтобы сплавиться по ней на плоту, загибался от голода и лихорадки на близлежащих низинных болотах. Его там подобрал старик-шаман из Коми, который проживал вместе с внуком на островке в самом центре болот, отвел к себе, подлечил, подкормил и вывел его к этому озеру, к людям. А еще бродяга рассказал, что в ритуальной хижине шамана он видел ту самую сорни най, о которой все местные бают, золотую бабу высотой в метр, сложенную из золотых самородков, и стал подбивать старателей ограбить старика. Мнения старателей разделились. Одни были двумя руками за. Они, в отличие от каторжника, ничем не были обязаны на старику-шаману, совесть бы их потом не мучила. А каторжника совесть и так не мучила, по причине отсутствия таковой. Вторые считали, что связываться с шаманом себе дороже, еще нашлет какую-нибудь порчу. Каторжник же убеждал их, что нательный крест и крестные знамения завсегда защитят от злых духов шамана. Предок Николая был тоже против, мол, есть рудник с золотой жилой, что еще надо, от добра добра не ищут. На что каторжник отвечал, мол, золотой рудник это хорошо, он есть и никуда от старателей не денется. Но горбатясь в нем с киркой и лопатой с рассвета и до темна, старатели до осени не намоют и десятые доли от того, что можно взять за раз. Были и сомневающиеся, мол, сходить-то оно, конечно, можно, но шляться по болоту в поисках хижины шамана, не зная троп, себе дороже. Но каторжник склонял их на свою сторону, клятвенно заверяя, что он тайно размечал тропу, когда старик выводил его к озеру, и он без труда ее сыщет. Спорили до хрепоты, дело едва не дошло до мордобоя. Как результат, большинством голосов предка Николая лишили атаманства, а новым атаманом, теперь уже разбойничьей ватаги, стал беглый каторжник. Новый атаман распорядился так, к жилищу шамана пойдут не только ватажники, но и все супротивники, мол, нужны носильщики, золота там так много, что одним ватажником его с болота не вынести. Каторжник действительно без труда вывел всех к стойбищу шамана. Но, во-первых, на стойбище шаман был один, внук его бесследно исчез, а во-вторых, в ритуальной хижине шамана не было никакой сорни най. Атаман пришел в ярость, лютовал, но старик, несмотря на допрос с пристрастием, упорно молчал, не говорил, куда он спровадил внука и где спрятал золотую бабу. Ватажники начали роптать. Для того, чтобы развязать язык старику, атаман набросил на него аркан и скинул в болото. А вот не надо было этого делать. Шаман заговорил. Он воззвал к Нюр-Чуд, духу хозяина болот, обернулся огромной зеленой лягушкой, выскользнул из аркана, нырнул и скрылся в болотной тине. Но прежде чем нырнуть, он проклял и рудник, и озеро возле него, и всех старателей с их потомством до седьмого колена включительно. Старатели были напуганы, крестясь, смолили Пресвятую Деву о защите, а чтобы как-то умилостивить и Нур-Чуд, утопили в том же болоте каторжника. Но это не помогло. По-видимому, духу хозяину болот этого было мало. При выходе с болот, шедший последним, оступился и сошел с тропы. Его засосало в зыбун, он утонул в считанные секунды. Спасти его не смогли. Но на этом злоключения старателей не кончились. По возвращению на рудник старатели узнали, что произошел горный удар. Крепи штрека не выдержали и его дальнюю выработку завалило. Когда они расчистили завал и установили новые крепи, их ждал новый удар, но уже другого свойства. Золотая жила ушла, а вместо золота пошло вот это лягушачье золото, или, как его сейчас называют, платина. «Позволь, платину вроде серебристо-белого цвета», возразил я, недоверчиво глянув на лягушонка. «Так и есть, но даже небольшая примесь золота в сплаве придает платине золотистый оттенок», ответил Андрей. «Тогда я не понял про новый удар», воскликнул я. Платина местным рудознатцам была известна давно, но в конце позапрошлого века она была фактически бесценным, в прямом смысле этого слова, бросовым металлом, разве что изредка при недостатке свинца ее использовали в качестве дроби для охотничьих ружей. Долгое время платина не имела устоявшегося названия, это предок Николая окрестил ее лягушачьим золотом. Так вот, время шло, самородки лягушачьего золота прямиком шли в отвал, а намытые крупицы золота не оправдывали затраченных на них усилий. Кроме того, участились несчастные случаи среди старателей, три из которых закончились смертельным исходом. Первый старатель был задавлен на заготовки крепи для шахты стволом срубленного им же дерева, второго задрал медведь, вышедший из тайги к хибаре старателей, а третий утонул в озере. Причем третью смерть никак нельзя было расценить беспечностью или оплошностью старателя, потому что озерцо поистине можно было назвать лягушачьим. Воды по всей его площади в основном было по колено, а в самом глубоком месте глубина не превышала полутора метров. Когда утопленника вытащили из воды, с одним из старателей случилась истерика. Он кричал «Не хочу быть пятым! Отдайте мою долю! Я немедленно ухожу!» Когда он немного успокоился, то пояснил насчет пятого. Над всеми, кто побывал в стойбище шамана, висит лягушачье проклятие. Если не покинуть проклятый рудник, Нурчуд убьет всех. Он уже убил четверых, причем он убивает в обратной последовательности. Он начал с последнего покинувшего стойбище, потом убил еще троих следовавших впереди последнего, а собственно он шел пятым с конца. Сотоварищи долго его уговаривали остаться, убеждали, что между смертями старателей нет никакой связи, разрозненные несчастные случаи, а последовательность смертей это просто случайные до утра. А утром они нашли его возле хибары мертвым, с выпученными глазами и перекошенным от ужаса лицом. Тут уже самые стойкие поверили в смертоносность лягушачьего проклятия. Наскоро собрались и покинули рудник. Вот такое семейное предание, брат, рассказал мне Николай. Мда, сорни най, нурчуд, лягушачьи проклятия, это скорее уж не предание, а притча, высказался я. Разумеется, притча, согласился Андрей, притча о человеческой неблагодарности, жадности и глупости. Но вместе с тем это и предание. Лягушачий рудник был. Дед Николай понял это, когда, ремонтируя крышу избы, нашел на чердаке старую охотничью сумку своего прадеда, в которой, кроме прочего, был полый коровий рог, заполненный платиновой дробью. Было это уже в середине прошлого перешло в разряд драгоценных и ювелирных металлов, а грамм платины стал стоить чуть ли не в полтора раза дороже грамма золота. Пять лет дед Николай уходил на поиски рудника у лягушачьего озера и каждый раз возвращался с пустыми руками. А на шестое лето он не вернулся вовсе. После деда в семье осталась самодельная карта, на которой были обозначены места, где рудника точно нет. Оставались на карте и немногочисленные белые пятна. По стопам деда пошли вначале дядя Николая, а потом и отец, и оба однажды не вернулись из тайги. В результате на семейной карте осталось только одно белое пятно, так что Николай примерно знает, где находятся лягушачьи озера, но говорит, я с тобой туда на рыбалку не пойду и не проси, потому что я и есть седьмое колено своего предка. Но вы все-таки туда пошли, констатировал я. Пошли, подтвердил Андрей. Вообще-то я собирался сходить туда с тобой, а не с Николаем. Дело в том, что последние пару месяцев мне стали сниться странные, очень реалистичные сны. Мне снился Тедди. Насколько я смог разобрать его немецкую торобарщину, ему там плохо, он хотел вернуться домой и просил у меня помощи. Гоблин его знает, сон это или не сон. Может быть Тедди может через сон общаться? Чтобы проверить это, надо было повидать Тедди. Во сне я, конечно же, обещал ему помочь, но одно дело сон, а другое явь. Если при всех магических возможностях Тедди его насильно удерживают в клане стуканцов, то какими возможностями должен располагать я, чтобы помочь ему покинуть клан? Поэтому я ждал тебя, надеялся, что вместе мы что-нибудь придумаем. И вот, спустя неделю после разговора с Николаем в доме Анны, он прикатывает ко мне сюда, на лодке Степана, и сходу задает вопрос, мол, какие у тебя планы на платиновый рудник? А какие у меня планы? Нет у меня никаких планов. Говорю ему, мол, то, что рудник платиновый, я узнал от него же только неделю назад, и это знание меня сильно напрягает. Многие знания, многие печали. Если местные черные старатели узнают, что я знаю о существовании неизвестного им платинового рудника, то моя жизнь не будет стоить и ломаного гроша. На что Николай мне и говорит, мол, вот и следует отдать рудник, причем отдать в руки правильного авторитета. Ты же вроде хотел заиметь российский загранпаспорт, за рудник паспорт тебе сделают сто пудов. И я, говорит, с тобой к руднику пойду. Я тогда грешным делом подумал, заболел человек, еще неделю назад его от одной мысли о лягушачьем озере всего трясло, а теперь из-за золотой лихоманки совсем страх потерял. Спрашиваю его тогда без обиняков прямо в лоб, мол, а какой твой в том интерес? Хочешь войти в долю к авторитету? А он мне, мол, да, хочу, хочу долю малую, но не себе лично. Хочу, чтобы в случае обнаружения рудника авторитет пожертвовал деньги на реконструкцию церкви Петра и Павла в Красновишерске. И обществу благость, и предкам моим память. Вот такой казус вивенде приключился, брат, сказал Андрей и снова замолчал. Случаи из жизни, говоришь? А вот Степан сказал, всяко бывает. Как это? Как Николай вообще умудрился попасть под оползень? Он что, в штольню рудника полез? Поинтересовался я. Не совсем так. Заручившись моим согласием, Николай отправился в Красновишерск. Там он, используя прошлые криминальные связи, вышел на крутого авторитета, курирующего нелегальную добычу и сбыт золота. Наше предложение по поводу платинового рудника авторитет посчитал достаточно интересным, а условия вроде приемлемыми. Для организации предварительной разведки он снабдил нас необходимым оборудованием, зафрахтовал вертолет и отрядил спеца по геологии и горному делу. Метеопрогноз на первую декаду сентября был достаточно благоприятным, поэтому 2 числа ранним солнечным утром мы вылетели на поиски рудника. Но погода стала портиться прямо на глазах. Небо закрыло низкая облачность, а на земле поднялся туман. Несмотря на это, через 2 часа лета мы отыскали лягушачье озеро и высадились из вертолета на его берегу примерно в полукилометре от рудника. Туман сменился моросящим дождем. Василий, геолог авторитета и Николай отправились к отвалам породы шахты, а я остался на хозяйстве. Ставил палатку, распаковывал вещи, готовил обед. Сварганив на скорую руку похлебку из бич-пакетов и тушенки, я вышел из палатки, чтобы окликнуть своих сотоварищей на обед. А дальше дежавю. В одном из снов Тедди показывал мне жутковатую картинку. Из-за струй водопада вышел, похожий на каменного великана из детских мультиков, трехметровый каменный монстр. Тело его и голова и все члены были сложены из непонятно как скрепленных речных булыжников и осколков горных пород. Помню при этом голос Тедди. Он несколько раз повторил «Drow aufpassen». «Aufpassen» это и без перевода понятно, «берегись» или «опасайся». А «Drow» видимо название этого монстра. А в тот раз я увидел этого самого Дроу вживую. Он вышел откуда-то из глубины в кучах отработанной породы копошились Николай с Василием. Немного постояв на карнизе, он вдруг бросился с карниза вниз головой. Ударившись об склон, он рассыпался каменной лавиной, которая обрушилась на моих друзей. Я, окаменев от ужаса, стоял столбом. Время шло, монстр не восстанавливался, должно быть убился. Ну, убился и убился, а мои друзья могли быть еще живы. Я бросился именно на помощь. Первым я откопал Василия. Он не сильно пострадал. Легкое сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы. Откопал и Николая. Он тоже был жив, но его сильно поломало. Сгонял в палатку за веревками и, нарубив тесоком жердеевы в неке, наложил Николаю шины на руки и ноги. Потом на волокуши оттащил его к палатке. Василий к тому моменту немного очухался, сам доковырял до палатки. Я вызвал по спутниковому телефону вертолет и через пару часов мы покинули Лягушачье озеро. Вот такая вышла экспедиция. Рассчитывали на неделю, а управились за один световой день. Василий с Николаем насобирали целый кисет платиновых самородков. У меня, конечно, полный облом. Пещеру за водопадом, она там, безусловно, есть, я не исследовал и Стэдди не повидался. По поводу Дроу не берусь судить, где реальность, а где иллюзия и сны. Мало ли на что способны гоблины. И насчет лягушачьего проклятия, есть оно или нет, не знаю. Николай хоть и покалечился, но остался жив. Самого Дроу вы не видели, включился в разговор молчавший до того Ингвар. И он вас тоже, иначе б вас не было в живых. Дроу это самоназвание темных эльфов. То, что вы видели, это порождение Дроу называется каменный голем. Вся биосфера в той или иной степени пронизана торсионными полями земли, истекающими из ее литосферы. Воспользоваться торсионными полями несложно, не такая уж эта крутая магия. Я, например, могу заставить игральную кость выпасть гранью с нужным мне номером, могу осадить или заставить прыгать дальше шарик рулетки, могу просто поднять в воздух небольшой предмет. Вот, смотрите. Ингвар перевел взгляд на лягушонка, тот стал подниматься и, медленно вращаясь, завис над столом на уровне глаз. Ингвар неспеша протянул руку, забрал лягушонка и положил его обратно на стол. Другое дело каменный голем. Левитировать, к примеру, тонну земли или камней, придать ей определенную форму и заставить совершать некие действия — это величайшее магическое искусство. На владение этим искусством по своим собственным секретным методикам у Дроу уходит не один десяток лет. Очевидно, что вы столкнулись с боевым магом-некромансером одного из высших левелов. К тому же не факт, что он тут сам по себе, возможно, он на службе у сту концов, но не исключаю и обратного. И не знаю, что хуже. В сложившихся обстоятельствах возвращение Тедди представляется мне весьма и весьма лодка с подвесным мотором, спросил я. «Есть. А тебе зачем?» в свою очередь спросил Тодд. «Я думаю, нам с Ингваром надо съездить в поселок Велс. Надо связаться с сэром Джоном, обрисовать ему, так сказать, сложившуюся ситуацию», ответил я. «А зачем ездить? У меня есть спутниковый телефон, по нему можно хоть позвонить, хоть в интернет выйти», ответил Андрей. «Отлично. Тащи его сюда. Ингвар свяжется с сэром Джоном, расскажет ему, что у нас и как», воскликнул я. «Подождите, Андрей. Спутниковый телефон нам без надобности. Во-первых, я не знаю его номер. А во-вторых, после провала его суперзащищенного сайта, сэр Джон внял моим увещеванием. «Он больше не будет полагаться на вашу электронную магию, на все эти ваши интернеты, чаты, аски и скайпы», сказал Ингвар, остановив поднявшегося из-за стола Андрея. «Как не знаете номер телефона? У вас что, с ним вообще нет никакой связи?» удивленно воскликнул я. «А зачем мне телефон для связи с сэром Джоном? При необходимости я всегда могу связаться с ним при помощи ментального шара». «Подождите здесь, я сейчас принесу», сказал Ингвар, подымаясь и направляясь к избе. «Серый, поясни, есть заковыка или мне просто кажется?» «Один бессмертный, в частности Ингвар, себя позиционирует как просто Ингвар, при этом другого бессмертного он величает сэром. В чем прикол? Они же вроде друзья, и расы у них разные», спросил Андрей, когда Ингвар отошел от стола достаточно далеко. «Я тоже заметил такой казус и даже спросил об этом Ингвара. Он ответил, мол, это обусловлено разницей их социального статуса и многолетней привычкой. С самим Ингваром все просто. Он, Ингвар, сын Ингвара. Его отец был рядовым воином-лучником, а в мирное время просто пастухом, поэтому никаких дополнений к его имени по статусу не полагается. С сэром Джоном все сложнее. Он светлый дварф. Для людей он лорд шотландского клана Макгрегоров, оттого и сэр. А для бессмертных он сын короля шотландских гоблинов, пусть и ненаследный, но принц крови, значит, принц или ваше высочество. Так вот, в моих устах слово сэр звучит как дань традициям, а в устах эльфа это своего рода насмешка над полукровкой. Хуже сэра только ваша светлость. На заре юности, когда они только познакомились, у Ингвара и принца Джона были трения на почве социального статуса. Отсюда и, как это сейчас принято называть, троллинг в именах. А когда они пообвыкли друг к другу и больше того стали друзьями, им стало плевать на то, кто кого как величает. Привычка вторая натура. Так что не парься по поводу их имен и титулов, они между собой уже давно разобрались. Тем временем Ингвар вернулся к навесу. С собой он принес нечто завернутое в красный бархат. Положив его на стол, он развернул края бархата. Нечто оказалось полупрозрачным, мутноватым, размером с грейпфрут, шаром горного хрусталя. Ингвар подхватил его кончиками пальцев рук и, уперев локти в стол, поднял шар на уровень своих глаз. Мы с Андреем, затаив дыхание, сидели, смотрели на шар, но с ним ничего не происходило. И это все? И это и есть сеанс связи? У меня в мозгу зародилось сомнение, а не мистификация или все это. Но я отмел это сомнение прочь. Ингвару это не надо, он и так мог показать нам все, что хочешь и не хочешь. Я глянул на самого Ингвара, лицо его было напряжено, лоб покрылся каплями пота. Я, уже смирившись с мыслью, что больше ничего интересного не произойдет, отвернулся от шара. Но тут Андрей толкнул меня вбок, мол, смотри. Я глянул на шар. Внутри шара стали происходить изменения. Он становился более прозрачным, а его муть стала собираться в струйке сигаретного дыма, которые причудливым образом закручиваясь, заклубились внутри шара. Сколько длился сеанс связи, сказать не берусь. Все это время я, как загипнотизированный, просидел, наблюдая за танцем сигаретных дымков. Наконец, их танец замедлился, они постепенно истаяли, и шар снова обрел свою прежнюю мутность. Я посмотрел на Ингвара, по его щекам стекали струйки пота. Да ну их, нах, эти ментальные шары, все-таки пользоваться телефонами гораздо проще и комфортней. Ингвар положил шар на стол и завернул его в бархотку. Будем ждать. Сэр Джон прибудет в Красновишерск через пять дней. Тусклым, уставшим голосом изрек он. Глава двадцать первая К моменту прилета на Лягушачье озеро погода, как говорится, распогодилась. Сплошная облачность сменилась кучевыми облаками, дождь, периодически моросящий всю неделю, прекратился. К гадалкам, то бишь к синоптикам, не ходи, и так ясно, в ночь будет заморозок. Сделав несколько кругов на вертолете над Лягушачьим озером, мы расставили вокруг рудника и скалы с водопадом сейсмодатчики, тщательно выверив их местоположение с помощью GPS-навигатора, и выбрали ровную площадку для базовой станции на каменистой возвышенности возле озера напротив водопада, примерно в километре от рудника. Едва колеса Ми-8 коснулись земли, второй пилот вертолета открыл нам дверь грузового салона, мы с Андреем спрыгнули на землю. Тут же сэр Джон и Ингвар стали подавать нам многочисленные ящики с аппаратурой, привезенные с собой сэром Джоном. Мы с Андреем хватали эти ящики и, непроизвольно пригибаясь под вращающимися лопастями винта, оттаскивали в сторону. Закончив разгрузку, сэр Джон и Ингвар присоединились к нам с Андреем, а вертолет взмыл в воздух и скрылся за вершинами гор. По договоренности летчики подберут где-нибудь поблизости подходящую площадку для стоянки, где и будут ожидать от нас вызова по завершении операции или на случай, если у нас пойдет что-то не так. После ментального общения с сэром Джоном Ингвар сообщил, что тот планирует прибыть в Красновишерск через пять дней. Но он прибыл только через восемь, чем нас с Андреем сильно обеспокоил. Зима на носу, нельзя больше мешкать. Зато сэр Джон разжился железными документами для посещения заповедника. На этот раз он заделался экологом, озабоченным судьбой рукокрылых недопырей Свена Нильсона, иначе говоря, летучих мышей, которых на Урале называют северными кожанками. Цель экспедиции выяснить, мигрируют ли кожанки на зиму на юг или остаются зимовать в карстовых пещерах. Актуальнейший оказывается для экологов мать их ети вопрос. Никогда бы не подумал, что взрослые люди могут страдать такой ерундой. Понятное дело, не тупыри для самого сэра Джона всего лишь удобный предлог. Главное, что под эту тему он получил разрешение на ввоз в заповедник аппаратуры для сейсмической томографии карстовых пещер. Оказывается, сэр Джон еще месяц назад купил эту аппаратуру и опробовал ее, сканируя подземелье собственного замка. Для доставки аппаратуры в заповедник сэр Джон арендовал вертолет в Перми, что было весьма кстати. Не надо было никому в ножки кланяться, не согласовывать маршрут полета с местными чиновниками и криминалом. Ингвар, на тебе боевое охранение. Сергей и Андрей помогите мне распаковать ящики с аппаратурой. Голос сэра Джона вывел меня из задумчивого созерцания водопада. Сэр Джон еще до начала этой экспедиции самостоятельно назначил себя командором. «А что?» Как сказал Ингвар, мол, колоды его ему издавать. Я так понял, это он про аппаратуру. Ингвар с самого начала весьма скептически отнесся к самой идее экспедиции к Лягушачьему озеру, как он выразился при таком раскладе, а к человеческой технической магии он и вовсе испытывал крайние недоверия и, я бы даже сказал, брезгливость. Мы же с Андреем были просто рады, что нашелся кто-то, на кого можно было свалить с наших плеч груз ответственности за судьбу Тедди. Интересно, однако, какое из Ингвара боевое охранение? У самого сэра Джона из оружия только его японская сабля. У нас с Андреем по охотничьему карабину и ножу. У Андрея, правда, ножей два или три, но в сути дела это не меняет. Я лично уповаю на два ящика шмелей, прихваченных Андреем из своих личных запасов, которых тот, по его словам, прикупил при случае. А у Ингвара, кроме кейса для бильярдного кия, с собой вообще ничего нет. Видимо, сэр Джон решил отослать Ингвара подальше, чтобы тот не путался у нас под ногами, пока мы будем заниматься делом. Между тем, сэр Джон с Андреем разложили раскладные стол и стул, на стол установили базовую станцию для приема сигналов от сейсмодатчиков и ноутбук для обработки полученной информации. Подтаскивая аккумуляторы, я глянул в сторону Ингвара. Тот вынул из кейса составные части кия и собрал из них двухметровую металлическую то ли пику, то ли копью. И это еще зачем? Помнится, сэр Джон рассказывал, что он неплохо владеет холодным оружием, но, имея возможность отступить, не вступил бы в бой с Дроу. Те, являясь врожденными амбидекстрами, владеют собственной уникальной техникой боя, фехтуют двумя короткими, как ножи, мечами. Особенность этой техники заключается в том, что клинки их смазаны нейропаралитическими ядами. Для Дроу достаточно войти в ближний бой и просто оцарапать противника, и противник будет обречен. Возможно, Ингвер владеет какой-нибудь копьевой системой боя, типа японская Сюдзусу, не позволяющая противнику приблизиться к нему вплотную. Что ж, будем посмотреть, как говорят в Одессе. Тем временем, сэр Джон окончательно соединил проводами базовую станцию с аккумуляторными батареями и накопительными конденсаторами с электромагнитным импульсным источником сейсмоколебаний. Внимание, начинаю калибровку. Отойдите от колотушки подальше, предупредил сэр Джон и, подождав, когда мы от нее отойдем, нажал кнопку на пульте станции. Колотушка слегка подпрыгнула, ноги почувствовали колебания почвы, а по ушам соданул мощный глухой хлопок забиваемый сваей. Нихрена ж себе колотушка, уши закладывает, высказал Сандрей, поковыряв пальцем в ухе. Колотушка, что надо. Если Дроу проспал высадку с вертолета, то эта хреновина его точно разбудит, сказал я и немного помедлив предложил. Пойдем посмотрим, что там на экране компьютера. Удары колотушки с промежутком примерно в минуту следовали один за другим. На белом фоне экрана ноутбука появлялись отдельные черные черточки и в квадратных скобках триады цифр возле каждой. Пока ничего интересного. Я достал пачку сигарет и закурил. Посмотрел в сторону Ингвара. Тот стоял на берегу озера к нам спиной. На нем длиннополый черный плащ, черная широкополая шляпа, ноги в берцах широко расставлены, копье в его правой руке отведено в сторону, его стрие опущено, но не касается земли, противоположный конец копья зажат подмышкой. Позер, одним словом. Андрюха, ты глянь, ты глянь, ну чисто черный плащ, страх и ужас преступных древних темных рас, сказал я, ткнув локтем в бок стоящего рядом Андрея. Тот мою шутку не оценил. Он и так смотрел в бинокль в ту сторону, но рассматривал он не Ингвара, а поверх его головы водопад. Серый, там что-то есть. Там за струями водопада какое-то движение, не отрываясь от бинокля, сказал Андрей. Зараз мы поглядим, чего там есть, сказал я, извлекая из груды ящика в коробку с квадрокоптером. Джентльмены, надо перетащить колотушку влево метров на пятьдесят, вон к тем камням, надо так надо. Отложив в сторону квадрокоптер, мы с Андреем направились к колотушке. Перетаскивая колотушку, нам пришлось изрядно попыхтить. В сборе вместе с опорной плитой она весила никак не меньше восьмидесяти килограмм. Закончив с ее переноской, мы вернулись к прерванному занятию. Запасной раскладки мебели у сэра Джона не было, поэтому, закончив сборку квадрокоптера, я соорудил себе из пустых ящиков стол для пульта управления, а ящик поменьше использовал в качестве табуретки. «Андрей, где ты видел движение? Куда выводить дрон?» спросил я, подняв квадрокоптер в воздух. «На десять часов от Инглера», ответил он. Подняв квадрокоптер на уровень верхнего среза водопада, я повел его через озеро в указанном Андреем направлении. Приблизившись к водопаду на четыре-пять метров, я вначале заставил квадрокоптер ненадолго зависнуть, а потом стал медленно опускать его вниз. Когда до нижней кромки водопада оставалось не более двух метров, я увидел за струем и водопада размытый силуэт человека. Но тут экран пульта управления ярко вспыхнул и погас, а до ушей докатился звук взрыва по мощности, сопоставимый со звуком взрыва новогодней петарды или шутихи. Подняв глаза над экраном пульта, я успел заметить падающие в озеро обломки квадрокоптера. «Ёпта! Чё это было?» удивленно спросил Андрей. «Чё, чё? Гранатомёт через плечо», огрызнулся я. «Не видишь, квадрокоптер сбили?» По-видимому, стреляли из мухи, разнесли вдрызг. За струями водопада кто-то прячется. Я видел какого-то тела. Не иначе это твои приятели, чёрные старатели, приступили к охране платинового рудника, доставая свою шайтан-трубу. Андрей открыл один из своих ящиков, достал гранатомёт-шмель и, изготовив её к стрельбе, стал устраивать на плече. «Андрей, у меня к вам будет настоятельная просьба. Без команды не стрелять. Мы здесь не для сведения счётов, а по совершенно конкретному делу», сказал подошедший к нам сэр Джон. Андрей обернулся и посмотрел на меня. Помедлив секунду, я ему кивнул, мол, что поделаешь, настоятельная просьба командора равнозначно приказу. Андрей нехотя опустил гранатомёт, но убирать его в ящик не стал, держал в руках. «Сергей, что у вас тут происходит?» спросил меня сэр Джон. Андрей заметил какое-то движение за водопадом. Я поднял в воздух квадрокоптер и вывел его к водопаду. Увидел, правда, мельком, за струями водопада какого-то мужика. По-моему, он был в чёрной прорезиненной шахтёрской робе. Потом была вспышка и взрыв. Квадрокоптер разнесло в клочья. Я думаю, его сбили из гранатомёта муха. «Впрочем, есть же запись с камеры квадрокоптера. Сейчас посмотрим», ответил я. Перематывая запись назад, я нашёл лицо мужика средних лет, явно и ворпеоидного вида. Крючковатый неширокий нос с узкими ноздрями, на голове не спадающие до плеч белые прямые волосы, настолько белые, что цвет кожи лица казался землистым. Глубоко посаженные серые с прищуром глаза в сочетании с крючковатым носом придавали его лицу какое-то хищное выражение. «Нет, это не мои приятели. Чёрные старатели в кожаных куртках по тайге не шастают», задумчиво высказался Андрей. Я присмотрелся. «Действительно, мужик за водопадом был одет не в шахтёрскую робу, как мне вначале показалось, а в кожаную куртку типа косухи, причём украшенную тиснёным орнаментом». «Это и есть дроу собственной персоны», сказал сэр Джон, повернувшись лицом к водопаду. «Вот и оказывается, какая? Северная кожанка». «Интересно, где этот нетопырь в тайге мухой разжился?» сказал я, продолжая рассматривать на экране лицо дроу. «Да не было никакой мухи. Квадрокоптер он сбил шаровой молнией. Смотрите», сказал сэр Джон, указывая на водопад. Я поднял глаза над экраном и посмотрел в ту сторону. От водопада над озером по направлению к Ингору, шипя и потрескивая, неслась, размером, наверное, с гандбольный меч, сам Ингвар на это никак не отреагировал, продолжал, сука, позировать. «У меня похолодело в груди, и рвующийся наружу вопль застрял в глотке». Андрей оцепенел. Сэр Джон тоже стоял столбом, наверное, понимая, что за оставшиеся считанные секунды до трагедии он уже ничего сделать не сможет. Смертельная развязка неотвратима. И бессмертные смертные... «Я, конечно, извиняюсь и беру, сука, обратно», прошептал я вслух, немного придя в себя. Когда расстояние между Ингваром и шаровой молнией сократилось до пары десятков метров, Ингвар с невероятной быстротой воткнул свою пику в прибрежный песок и отскочил от нее на несколько шагов. Шаровая молния коснулась пики, взрыва не последовало. Электромагнитный плазмоид, неприлично пукнув, просто сдулся и стек коронным разрядом в мокрый песок, подняв небольшое облачко пара. «А Ингвар там молодец!» как бы в ответ на мои мысли высказался Андрей. «Ингвару следовало бы почетче обозначить себя, а то ведь Дроу и дальше будет думать, что имеет дело с людьми», с ноткой недовольства высказался сэр Джон. «Что значит почетче? Что он должен был сделать? Станцевать какую-нибудь эльфийскую джигу или заморочить голову Дроу, наслав на него иллюзию огнедышащего дракона?» Конечно же, Ингвар молодец, простенько и без затей разрядил шаровую молнию с помощью металлической пики. Чистая физика и никакого мошенства. «Я же говорил, посмотрите на водопад», с раздражением сказал сэр Джон. «Я посмотрел. За струями водопада обозначилась какая-то темная масса. Секунда, другая, и из-за струи воды вышел трехметровый каменный голем. Слушая рассказ Андрея, я представлял его себе примерно как каменного истукана с острова Пасхи. В реальности он оказался жутковатого вида широкогрудым каменным великаном со свирепым лицом на большущей каменной башке, лицом, схожим с лицом самого Дроу, слоновьими ногами и ручищами до колен с кулаками с мою голову. Булыжники, из которых был сложен голем, жили своей жизнью. Они колебались, сталкивались между собой, менялись местами, но при этом голем в целом сохранял свою форму. Андрей тихо выматерился и попятился назад, должно быть для того, чтобы сэр Джон его не видел и стал снова пристраивать гранатомет на плече. Андрей, не торопите события, еще не время стрелять, не оборачиваясь, сказал сэр Джон. Между тем голем вырвал своей ручищей из груди увесистый булыжник и метнул его через озеро в Ингвара. Ингвар выставил перед собой руки, в метрах пятидесяти воздух перед ним завибрировал, превратившись в Марева. Камень, выпущенный големом, достигнув Марева, резко остановился и, словно угодив в кисель, медленно соскользнул в озеро. Такую защиту я уже раньше видел, Тедди показывал, но все равно впечатляет. Вот с этого надо было и начинать, пробурчал сэр Джон в адрес Ингвара. Голем не унимался, продолжал, хоть и безуспешно, забрасывать Ингвара булыжниками. Один из наиболее увесистых булыжников, казалось, пробил защиту Ингвара, прежде чем остановиться. Он подлетел к нему метров на пятнадцать, но вместо того, чтобы скатиться в озеро, он, словно выпущенный из катапульты, полетел обратно, угодив Голему в голову. Голем от удара покачнулся, но остался стоять на ногах. Правда, обстрел Ингвара булыжниками прекратил. Ингвар опустил руки, Марева постепенно растаяла в воздухе. Айда, Ингвар, айда, эльфов сын. Андрей, а вот теперь пора. Один выстрел в грудь Голему. Пусть Дроу поймет, что и люди за последние сто лет тоже во многом преуспели, сказал сэр Джон. Андрей вышел вперед и, прицелившись, выстрелил. Взрыв гранаты разнес Голема напрочь, разбросав булыжники по озеру. Некоторое время ничего не происходило, а потом булыжники, из которых раньше был сложен Голем, стали всплывать из озера и, подскакивая в воздух, по широкой дуге заныривать за струи водопада. — Собирает материал для нового Голема, гад, прокомментировал Андрей, доставая из ящика очередного шмеля. — Может, жахнуть из гранатометов тоннель, что за водопадом? — предложил я. — Нет, мы здесь не для сведения личных или расовых счетов, напомнился Джон. — Оставим Дроу на попечении Ингвара. Пойдемте, посмотрим, что там насканировал томограф. Глянул на Андрея. Тот мне определенно пожал плечами. — Ладно, пошли. Я двинулся вслед за сэром Джоном. Андрей, не выпуская гранатомета из рук, пошел вслед за нами. Томограф много чего насканировал, но ноутбук еще не успел все обработать. Его экран был сплошь покрыт точками и черточками с цифрами координат, а индикатор прогресса вычислений показывал уже девяносто девять процентов. Надо немного подождать. Осталось совсем чуть-чуть. Сэр Джон уселся на стульчик и уставился на экран ноутбука. Мы с Андреем отошли чуть в сторону. Я достал пачку сигарет и мы закурили. Андрей отложил на ящике свою базуку, достал из внутреннего кармана куртки фляжку и мы с удовольствием сделали по паре глотков его фирменного коньячного напитка. Ноутбук Сэра Джона тихо тренкнул, извещая о конце вычислений. Мы с Андреем подошли посмотреть, что получилось. Цифры с экрана исчезли, точки и линии, придя в движение, сформировали трехмерную проекцию пещер за водопадом. Сэр Джон достал рацию в Огитоке и, связавшись с Ингваром, попросил его присоединиться к нам. «Ну, как там Дроу?» спросил Сэр Джон, подошедшего к нам Ингвара. Угомонился, перешел в глухую оборону, в смысле, наглухо запечатал булыжниками пещеру под водопадом, ответил Ингвар. «Ничего, есть еще два входа. Смотри, вот штрек, пробитый в штольну шахты, и вот еще один над скальным карнизом», сказал Сэр Джон, выделив их стилусом на проекции пещер на экране. «Что скажешь?» «Поверни изображение пещер немного вправо. Стоп, стоп, чуть назад. Вот, смотри. Оба штрека наклонные, сходятся вот к этой центральной пещерной полости за водопадом, а дальше пещера уходит на подъем», сказал Ингвар, ткнув пальцем в центр экрана. «Я думаю, что это ловушка. Если мы сунемся в эту полость, то нас без всякой магии просто утопят, как слепых котят, откроют водяные заслонки и утопят. Не мне тебе объяснять, у тебя в катакомбах под твоим замком такие ловушки тоже есть», ответил Ингвар. «Что ты предлагаешь?» спросил Сэр Джон. «Валить отсюда и как можно быстрее, во всяком случае до темноты. Если у тебя не припрятан козырь в рукаве, то засветло мы тут больше ничего сделать не сможем. Я тебе и раньше говорил, что внутри пещер нам с дрову не тягаться. И это днем, а ночью, если истуканцы навалятся на нас всем кагалом, то нам и вовсе «is dying on feet», «факкап», эмоционально ответил Ингвар. «Придет полный кирдык», усмехнувшись, перевел Сэр Джон для нас с Андреем последние слова Ингвара. «Вот именно. Так есть козырь или нет?» не унимался Ингвар. «Ну, козырь не козырь, а кое-что есть», хитро улыбаясь, сказал Сэр Джон. Он поднялся, сходил к груди ящиков и принес оттуда объемистый дорожный саквояж. Раскрыв саквояж, он извлек из него продолговатый ларец из красного дерева. Ларец был украшен затейливой резьбой и руническими символами. «Джо, старина, я в эйфорическом восхищении. Это даже не козырь, это Джокер». Но меня немного беспокоит один, в общем-то, малосущественный при данных обстоятельствах вопрос. «Ты же не спер ковчег у своего брата Тито?» вкратчево закончил Ингвар, подозрительно глядя на Сэра Джона. «Обижаешь!» Тито Ванг сам мне предложил захватить с собой своего личного телохранителя. «Речь ведь идет о наследнике престола», ответил тот. Тем временем Сэр Джон, сдвинув ноутбук в сторону, установил ларец на стол и последовательно надавил на крышки ларца на несколько рун. Щелкнул механизм замка и крышка ларца под звон механического органчика медленно открылась. Ларец, обитый изнутри черным бархатом, был абсолютно пуст. «Ничего не понимаю. Какие-то непонятные словесные реверансы вокруг пустой музыкальной шкатулки, которая, к тому же, не ларец, а ковчег. И при чем тут личный телохранитель?» Глянул на Андрея. Судя по выражению его лица, он пребывал в таком же недоумении. «Ковчег отнюдь не пуст. Вглядитесь повнимательнее», понизив голос до шепота, сказал Ингвар в ответ на мои мысли. «Я вгляделся. Ковчег был по-прежнему пуст, только несколько черных мерцающих пылинок, едва различимых на фоне черного бархата, словно крошечные мушки, медленно крушились в его пустом чреве. Не этих же мушек имел в виду Ингвар». Между тем сэр Джон, размяв кисти рук, опустил кончики пальцев в ларец. «Некоторое время ничего не происходило. Я было начал терять интерес к ларцу, но неожиданно заметил, что мушек стало значительно больше, и двигаться они начали быстрее, кружа в виде роя вокруг пальцев сэра Джона». «И что дальше?» Наконец сэр Джон, криво улыбнувшись, выдернул пальцы из роя и начал их с силой растирать, идут на них как будто они озябли. «Хренатень какая-то, ничего не понимаю. И чем дальше, тем непонятней и страшней». Хоть бы Ингвар пояснил, что тут происходит. «Не волнуйтесь, Сергей, ничего страшного не произошло. У Джона исключительно быстрая регенерация тканей», прошептал у меня над ухом Ингвар. «Забодай меня, комар, это он о чем? Неужто эти крошечные мушки могут представлять какую-то реальную опасность». «Так, джентльмены, внимание, попрошу всех отойти от ковчега на пару-тройку шагов назад, не разговаривать и не двигаться», сказал сэр Джон, немного отступив от ларца. Рой, как мне показалось, нервно покрутившись по шкатулке и, по-видимому, не найдя пальцев рук сэра Джона, вздулся пенной шапкой, медленно перевалил через ее край и стек сначала на стол, а оттуда на землю. На земле рой, как бы разжижаясь, стал расти и вширь, и в высоту. Через минуту перед сэром Джоном стояла, мерцая антрацитово-черными оспинами, полутораметровая, как бы объемная тень скорбленной старой костлявой женщины с распущенными волосами и в длинной хламиде до пят. «Твою мать, это еще кто?» — невольно прошептал я, попятившись. «Казалось бы, я уже ко многому привык. Гоблины, горцы, эльфы, светлые и темные. А это что за потустороннее существо? Оживший кошмар из ночных снов? Или, может быть, полтергейст? Неужто и загробный нежить реально существует? Впору воскликнуть «Господи, верую!» и перекреститься?» Тень, отреагировав то ли на мой шепот, то ли на движение, замерцала интенсивнее, повернула голову в мою сторону и, утробно завыв беззубым ртом, уставилась на меня своими пустыми глазницами. От этого воя на меня накатила волна тошнотворного страха, защемила сердце и кровь стала стыть в жилах. Опять какая-то магия. Порча, сглаз или тому подобное экзотерическое паскудство. Не пора ли рвать отсюда когти?» «Сергей, не дергайтесь и не паникуйте. Это не магия, это инфразвук. Сейчас Джо все уладит. Ментально предостерег меня Ингвар. Действительно, сэр Джон, должно быть, вступившись за меня, гортанно запел. Тень, ответив ему аналогичным звуком, медленно отвернулась от меня. Волна страха постепенно стала сходить на нет. Страх ушел, но теперь меня стало терзать любопытство. Раз спросить бы бессмертных, что тут вообще происходит? «Спрашивайте, теперь можно, только не громко», не раскрывая рта, отозвался Ингвар. «Ингвар, вот эта тень и есть телохранитель шотландских гоплинских королей?» шепотом спросил я. «Да, она самая, точнее, ее видимая часть». «Видимая? Значит, есть еще и невидимая? А в целом она кто? Привидение или какая-то иная подсторонняя сущность?» шепотом спросил Андрей. «Похоже, Ингвар транслирует свои мысли не только мне, но и Андрею». «Ну, в некотором смысле она действительно потусторонняя. Она транс-ксеноморф», ответил Ингвар. «О, как! Это как же понимать? Ксеноморф, если я не ошибаюсь, это чужеродная форма жизни. Для полноты компаний чужих нам только не хватало». «Нет, это какая-то ошибка. Наверное, я что-то не так понял. Может быть, речь все же идет о какой-то транспаранормальной субстанции?» «Никакой ошибки. Это именно чужеродная форма жизни», отрезал Ингвар. «А что тогда означает приставка «транс», спросил я. «Это сокращение от слова «трансцендентное», что можно перевести как «переступающее» или «выходящее за пределы», ответил Ингвар. «Час от часу не легче». «Выходящее за пределы чего?» «Выходящее за пределы измерений». «Предки этих существ родом из другого мира, возможно, даже не из нашей галактики, волей случая занесенных на нашу Землю в незапамятные времена. Они из мира черной материи, где число физических измерений пространства больше, чем в нашем трехмерном мире. Поэтому эти существа по большей части находятся в своих иных измерениях, но могут частично выходить и в наши. Вот тогда и становятся видны корпускулы, мерцающие точки непроглядной мглы. При их мерцании образуется звуковая волна. Причем мерцать эти существа могут с разной степенью интенсивности, создавая звуковые волны в широком диапазоне. Сами же корпускулы способны воспринимать как посторонние, так и отраженные звуковые волны, благодаря чему эти существа, например, излучая ультразвук, могут видеть наш окружающий их мир. Допустим, тогда почему человечеству они неизвестны, если они живут на земле с незапамятных времен? Почему люди не сталкивались с ними и ничего о них не слышали? спросил Андрей. И сталкивались, и слышали, и даже присваивали им названия. В Британии, например, их называют Банши, а на севере России Шишиги, ответил Ингвар. В памяти всплыли детские воспоминания. Вспомнились страшные сказки, которые рассказывала мне моя бабушка перед сном, когда я гостил у нее в деревне во время летних каникул. В сказках рассказывалось о призрачной болотной ведьме, которая иногда по ночам выходит на шлях, что идет в обход местных болот. И если попался беспечный путник, решивший выйти на этот шлях ночью, то ведьма своим заупокойным воем нагоняла на горемыку страх, от которого тот терял рассудок, бежал без оглядки, не разбирая дороги, и попадал в непролазную трясину, где ведьма его медленно съедала живьем, оставляя только обглоданные косточки. Только вот ведьму бабушка называла кикиморой. Все верно, в некоторых украинских областях их именно так и называют. Ингвар, это все ужасно интересно, но какой нам прок от кикиморы, спросил я. Не скажите, Сергей, песнь смерти вы уже сегодня испытали на себе. Инфразвуковая волна с частотой в 6-8 герц вводит сердце человека в резонанс, приводя к его фибрилляции, а при достаточно длительном воздействии и к его полной остановке. Панический, неконтролируемый страх в момент фибрилляции дополнительный бонус. Так вы хотите взять некромансера на испуг? Усмехнувшись, спросил Андрей. Я понимаю ваш скепсис. Действительно, некромансеры высоких левелов весьма могущественные маги, но их могущество основано на физических законах нашего мира, а против трансксеноформов они бессильны. Нет в нашем мире физических сил, которые бы могли нанести им существенный вред. Разряд небесной молнии в сотню миллионов электронвольт в землю через банши, будем для краткости их так называть, конечно, дезориентирует и оглушит ее, но только на некоторое время. Взрыв шаровой молнии или, допустим, термобарический взрыв, всего лишь слегка подпалит им шкуру, не более того. И сдержать банши некромансерам тоже нечем. Решетки и каменные завалы для банши не препятствие. Водные преграды для них тоже преодолимы. Банши способны передвигаться по водной глади акипосуху, но при желании они могут путем разрыва водородных связей погружаться и под воду. Правда, банши медлительны, от них можно убежать. Но в условиях закрытых пространств в пещерах, не прорываясь сквозь банши, это не так-то просто сделать. А почему нельзя прорваться сквозь банши? По внешнему виду они хоть и жутковаты, но все же весьма эфемерные создания, поинтересовался я. Прорваться можно, но недалеко. Это похлеще, чем прорываться через колючую проволоку егоза. Егоза рвет твое тело только снаружи, а банши будет рвать его еще и изнутри. Мерцающие корпускулы разрывают водородные связи в клеточных мембранах, что приводит к разрушению и гибели клеток. Прорываться сквозь банши равносильно самоубийству. Но сэр Джон засовывал свои пальцы в ковчег, как я понял, со спящей банши, возразил Андрей. Вот именно что со спящей и то ненадолго. Вы помните улыбку сэра Джона, за этой улыбкой он пытался скрыть боль. Конечно, регенерация тканей у него как у дварфа, но боль он ощущает как человек, высказался Ингвар. Как говорится, против лома нет приема, если нет другого лома. А что если у дроу есть своя банши? спросил Андрей. Это маловероятно. Есть свидетельства, что банши, шишиги, кикиморы могут спокойно сосуществовать с людьми и жить с ними бок о бок и даже у них за печкой. Известны исключительные случаи сотрудничества банши с гоблинскими кланами, а вот случаи взаимодействия банши с эльфами не зафиксированы. Это связано с тем, что в стародавние времена, еще до раскола на светлых и темных, эльфы охотились на трансксеноморфов и убивали их. Сейчас технологии их убийства утеряны, но у последних осталась генетическая память о тех убийствах. А зачем они их убивали, спросил я. Да подлинно неизвестно. Правда, есть предание, что делали они это не из-за каких-то своих этических воззрений или соображений безопасности, а ради их призрачных шкур. Будто бы древние умели не только их убивать, но и свежевать и выделывать шкуры, которые потом шли в качестве украшений для их женщин. А если своя ручная баньши есть у стуканцов, не унимался Андрей. Вряд ли. Сэр Джон бы об этом знал. Если это не так, то все останутся при своих. Я уже говорил сэру Джону, что весной к платиновому руднику придут люди, и они возьмут свое. У людей человеческие ресурсы, как и запасы взрывчатки, практически неограниченные. Они выкурят из пещер и дроу из стуканцов. Последним придется отсюда уходить на север. Выдернуть Тейди из клана стуканцов во время их исхода будет легче всего. Но сэр Джон не хочет ждать. Тем временем сэр Джон и баньши закончили свои горловые песнопения. Баньши двинулась по направлению к руднику. Мы втроем, чтобы не оказаться на ее пути, попятились за ящики. Неожиданно, проходя мимо нас, баньши остановилась и уставилась на Ингвара. Постояв секунду другую напротив него, баньши улыбнулась и кивнула ему головой. Ингвар ошалела ей тоже ответил кивком. Ингвар, а ты говорил, что баньши с эльфами не контачат. Она тебе явственно улыбнулась. Ты был с ней знаком раньше? спросил я, когда баньши двинулась дальше. Я сам удивлен. Последний раз я без малого триста лет тому назад. Вот уж не думал, что она меня узнает, вслух ответил Ингвар. Ну что, джентльмены, теперь остается только ждать, сказал сэр Джон, подойдя к нам. Глава двадцать вторая Как только баньши скрылась из вида, сэр Джон порылся в своем саквояже и жестом фокусника извлек из него спутниковый телефон, развернул его и набрал номер. Ингвар хмыкнул и отвернулся. И чего спрашивается хмыкать? Может быть, сэр Джон хочет вызвать вертолет? Ментальным шаром Ингвара сделать это, я думаю, было бы проблематично. Хотя, как говорится, еще ни коня, ни ваза вызывать вертолет вроде барана. Длинные гудки, абонент не берет трубку. Наконец, в трубке щелкнуло. Сэр Джон заговорил по-английски. Из всего сказанного я уловил несколько слов Big Bad Джон, Тедерик и Queen. Я полагаю, сэр Джон дозвонился не до королевы Елизаветы Второй, представился своим детским прозвищем и ником из игры, хочет поговорить о судьбе Тедди с приближенными или даже с самой хозяйкой Медной горы. Правда, в нашем случае не медной, а платиновой. Телефон ответил длинным гудком. Конец связи. Перезванивать сэр Джон не стал. Сэр Джон, я так понял, вы созвонились со стуканцами? Раньше до стычки с дрова вы это сделать не могли? поинтересовался я. Раньше не имело смысла. Они и сейчас не готовы к разговору. Бросили трубку. Придется подождать, когда до них дойдет, ответил сэр Джон. Откуда у вас их номер телефона? спросил я. Сергей, помните, вы рассказывали, что местный егерь связывался с Менкова по спутниковому телефону. Раздобыть биллинг телефонных звонков этого района в указанный вами день и время было несложно, хотя и недешево. Ну, а проверить и отбросить лишнее было уже совсем просто, пояснил он. И что же дальше? спросил я. Что дальше? Пока есть время, предлагаю упаковать аппаратуру обратно по ящикам, а стуканцы, раньше им в помощь, сами перезвонят, когда созреют, ответил сэр Джон. Ингвард сделал вид, что предложение сэра Джона его не касается, подхватив свое копье, направился к берегу озера, на этот раз действительно изображать боевое охранение. Вот и славненько, можно будет свободно думать, спокойно, без оглядки на него все обмозговать. Однако с мозгованием пришлось повременить, упаковка оборудования заняла куда больше времени, чем я полагал. Потом чай. Солнце начало катиться к закату, а джентльмены еще чаю не пили. Как говорится, война войной, а five o'clock по расписанию. Пришлось прогуляться до ближайшего леска и насобирать валежник, вскипятить котелок, приготовить чай и сэндвичи. Позвали ей Ингвара. Он пришел, но от чай отказался, ограничился галетами и тоником. За чаем я и задал мучивший меня вопрос. Сэр Джун, если баньши являются чужеродной формой жизни, почему же тогда у них такой антропоморфный вид? Спросил я. Это, если можно так выразиться, прикид или сценический образ. В расслабленном состоянии Мэгги выглядит как обесформленное облако. Образ костлявой слепой старухи в плане устрашения намыслящих существ действует безотказно. Для животных такие образы баньши не нужны, те и так ее чувствуют каким-то своим шестым чувством и обходят стороной. Но старушечь образ у Мэгги не единственный. Она может принимать еще образ различных химер, например, женщины с крокодилией головой или со змеями вместо волос. Кстати, это именно Ингвар прозвал ее Мэгги, пометуя образ богини гнева и мщения Мегиры, рассказал сэр Джон. А чем баньши питаются, спросил Андрей. Вообще-то они всеядные, могут расщеплять любую органику, но предпочитают мертвую плоть и метан. Поэтому и селятся они чаще всего средь смрадных гнеющих болот или в старых заброшенных шахтах, ответил сэр Джон. Надо было с самого начала не миндальничать и рассусоливать, а сразу грохнуть дрову из гранатомета, неожиданно сменив тему из рук Андрея. Сэр Джон с Ингваром недоуменно переглянулись и почти в один голос спросили «Зачем?» Андрей неопределенно пожал плечами, мол «Дурацкий вопрос, за надом». «Видите ли, Андрей, нас, представителей древних рас, осталось слишком мало. Мы не можем себе позволить убивать друг друга, почем зря», после секундного замешательства ответил Ингвар. В словах Ингвара мне почудилось недосказанное «В отличие от вас, людей». Повисла неловкая пауза, но тут к всеобщему облегчению зазвонил телефон. Сэр Джон неспеша поднялся с ящиков, взял трубку и ответил. Выслушав собеседника, он заговорил на каком-то непонятном языке. Переговариваясь по телефону со своим собеседником, сэр Джон принялся расхаживать вдоль ящиков. «Ингвар, а на каком языке говорит сэр Джон?» тихо спросил я. «На одном из гоблинских диалектов», ментально ответил тот. «А что он говорит? Вы можете пересказать?» спросил Андрей. «Только в общих чертах. Говорит, мол, если они не отпустят наследного принца шотландских гоблинов, то Банше в пещерах передушит всех стуканцов, как хорь цыплят в курятнике. И Дроу им не поможет. Банше ему самому устроит перевал Дятлова на ровном месте». Вот же формазоны. Только что заверяли, что они истые пацифисты, а теперь обещают руками Банше передушить целый клан стуканцов. Ингвар закатился смехом. Сэр Джон, сердито цыкнув на него, отошел подальше. Ингвар, сдерживая смех, зажал рот. Сэр Джон блефует. Мэгги отыщет королеву стуканцов и погоняет ее по покоям, до тех пор, пока та не поймет, что защитить ее некому и единственный способ избавиться от этого кошмара это отпустить Тедди. Отсмеявшись и вытирая выступившие слезы, пояснил Ингвар. «А я не понял, при чем тут перевал Дятлова?» спросил Андрей. Сэр Джон считает, что трагедия на перевале это дело рук нашего Дроу. Он полагает, что у Дроу в районе горы Отортен имеется собственное логово, а группа Дятлова шлялась там, костры жгла. Вот Дроу и решила их шугануть, но немного перегнул палку со снежным големом, фактически запугав туристов до смерти. Те со страху разбежались по тайге в разные стороны, а в ночь поднялась метель, и туристы не смогли отыскать свою палатку и попросту замерзли, ответил Ингвар. «А что Дроу делает здесь?» спросил Андрей. «А куда ему было податься?» Сейчас перевал Дятлова это Мекка и Медина уфологов и охотников на снежного человека со всего света. В одиночку и организованными группами они зимой и летом добираются до перевала и пешим ходом и с помощью вертолетов. Первые георадарами и прочей аппаратурой ищут секретную базу инопланетян, а вторые разыскивают стоянки йети и расставляют фотоловушки на них по всей округе. «Не убивать же дроу этих чудиков всех подряд», ответил Ингвар. Тем временем сэр Джон закончил разговор по телефону, подошел к нам и присел у костра. Судя по каменному выражению его лица, переговоры не увенчались успехом. Должно быть, стуканцы нашли способ нейтрализации баньши. Впрочем, не все еще потеряно, а пока не потеряно все, не потеряно ничего. Ингвар предложил весьма разумный альтернативный план Б, вернуться к лягушачьему озеру весной, наблюдать за платиновой битвой между людьми и стуканцами, ждать удобного случая для изъятия Тедди из клана. «И что сидим? Кого ждем?» как бы в ответ на мои мысли спросил Ингвар сэра Джона. «Тедди ждем. Стуканцы его отпускают. Через полчаса он будет с нами», улыбнувшись, ответил сэр Джон. Мы с радостными возгласами повскакивали с мест. «Да тише вы, тише! Сергей, к узкоколейке встречать Тедди. Ингвар, ты с ними подстрахуешь, мало ли что. А я свяжусь с вертолетчиками, сообщу о часовой готовности и присоединюсь к вам», распорядился сэр Джон. Получасовое ожидание растянулось на целых сорок пять втомительных минут. Наконец, когда терпение казалось вот-вот лопнет, из-за водопада выехала сопровождаемая Мэгги дрезина и покатила к нашему берегу по рельсам, уложенным на дне озера на метровой от поверхности глубине. Я вскинул бинокль. На дрезине двое стахановцев в шахтерских робах и Тедди, на нем под плащом шитый золотом камзол. Тедди бледный, но ухоженный, лицо гладко выбрито. Что-то непохожее, чтобы королева его особо третировала и держала в черном теле. Впрочем, возможно, у Тедди просто не сложились взаимоотношения с будущей тещей, вот он и засобирался домой. Дрезина, доехав до кормки воды, остановилась. Тедди спрыгнул на землю и с возгласом «Разир, мессер!» первым делом бросился в объятия Андрея. Обида слегка уколола сознание. Ну, конечно же, все правильно. Эта же бритва обещала вытащить Тедди из клана и выполнил свое обещание. А я это так рядышком стоял. Следом за Андреем порция обнимашек досталась и мне. При этом Тедди что-то лопотал на немецком. Похоже, русский язык он так и не освоил. Тедди, я понял, понял, и я рад тебя видеть, ответил я. Тем временем сэр Джон гортанно переговорил с Мэгги, та отступила в сторону и стахановцы над резине поспешили убраться в свояси. Мэгги, расслабляясь и утрачивая свои зловещие очертания, вышла на берег и двинулась в сторону ящиков, наверное, к своему саркофагу. Видимо, умаялась бедная, гоняя стуканцов по пещерам. Тедди дернул меня за рукав и, указав глазами настоящих в сторонке сэра Джона и Ингвара, спросил, как я понял, кто эти люди. Понимаешь, Тедди, тут такое дело, они не совсем люди, вернее, они, как и ты, совсем не люди. Тот, что выглядит моложе, эльф Ингвар, наш общий друг. Второй сэр Джон Макгрегор, шотландский лорд. Он горец, то есть на половину дварф. Кроме того, он единокровный брат короля шотландских гоблинов, а ты к королю и ему тоже приходишься внучатым племянником в каком-то там поколении. Сэр Джон привез с собой личного телохранителя гоблинских королей, баньши, которая и поспособствовала твоему освобождению, пояснил я. Пойдем, я тебя с ними познакомлю. Представив их друг другу, я вернулся к Андрею. И что дальше, спросил Андрей. Я тоже задаю себе этот вопрос, «В последнее время я стал свыкаться с мыслью, что Зона свела нас с нашим бессмертным другом Тедди до самой нашей смерти, который в последнее время буквально ходит у нас по пятам. И надо же, наши пути расходятся. Зона, прощай, все взятые перед тобой обязательства выполнены, теперь мы свободные люди», ответил я. Тут я с тобой не согласен. Не зря ее нарекли Зоной отчуждения. Зона — это судьба. «Взяв что-то у Зоны, ты подписываешь с ней договор об отчуждении себя от прочего мира. Пожешь дергаться, хитрить, тянуть время, изнывая на стороне по ней в ностальгии. А все равно она свое возьмет. Помяни мое слово, не успеем мы как следует очухаться от этой истории, Зона нас снова окликнет и позовет, сделав нам новое предложение, от которого отказаться мы не сможем», высказался Андрей. Я глубоко задумался. В словах Андрея что-то было, в чем-то он все-таки прав. Действительно, последний раз я ощущал себя свободным, поистине свободным человеком, именно в зоне. Из задумчивости меня вывел подошедший к нам с Андреем Ингвар. «Друзья», обратился он к нам, «Тедди не против поехать в Шотландию, но у него есть просьба. Уезжая к стуканцам, он оставил на хранении своему другу Падре один старинный и весьма ценный гоблинский артефакт. Не согласились бы вы помочь нам вытащить этот артефакт из зоны?» «Конечно согласимся, мы же свободные люди», ответил за нас обоих Андрей и, глядя на меня, неприлично заржал. Я идиотски хихикой закивал головой, соглашаясь с Андреем во всем. Ингвар недоуменно переводил свой взгляд с Андрея на меня, пытаясь понять причину нашего веселья. «А что тут понимать?» Как сказал один умный дядька и философ, если я не ошибаюсь, анархо-коммунист, к коим я и себя отношу, свобода это осознанная необходимость. И с этим хоть плачь, хоть смейся, ничего не поделать. Нарастающий гул приближающегося вертолета отвлек меня от историко-философских размышлений. Короче, вот и все. Заканчивается одна история и начинается, надеюсь, совсем другая. Конец Постскриптум Выражаю искреннюю признательность моему другу и неизменному редактору Некрасову Александру. Вы слушали роман «Возвращение Гоблина». Продолжение Дварфа. Автор Игорь Шабельников. Читал Олег Шубин. Продолжение следует...